А перед началом, прошу подписаться на канал и осуществить мою цель набрать тысячи подписчиков до 1 марта. На этом все и мы начинаем. Тьма, длинные коридоры, ведущие в никуда, множество путей, среди которых легко потеряться и не вернуться в начало. Под ногами столь привычная вода, столь знакомые, словно бы с детства, стены, потолки, пол, те же самые прохода. Все настолько привычно, что даже пугает парня. Сколько он тут находится? Он не знает. Что случилось? Это ему тоже неизвестно. Он просто знает, что что-то произошло, что-то очень плохое. И это скребет изнутри. Тут есть кто-нибудь? Эй. Эхо разносится дальше и дальше, словно отскакивая от стен. В какой-то момент его слова, будто отброшенные туда, вдаль им самим затихают. Парень стоит в тишине с пару минут или больше. Он теряется во времени. Но тут звучит чей-то голос рычащий, недовольный, но полный надежды. Наруто. Кто зовет его? Если кто-то вообще зовет его. Наруто его ли это имя? Оно кажется парню каким-то странным, но знакомым. Возможно, его действительно так зовут. Но кто это такой? Кто зовет? Кто ты? Он выкрикивает эти слова, желая услышать ответ быстрее. Где ты? Проходит пара минут, и эта тишина начинает давить на парня. Будто по его велению вновь слышится тот голос. Я здесь. Иди ко мне. На мой голос. Он все еще не знает, кто зовет его. Но парень уверен в одном. Надо идти. Он должен идти. Шаг. Ноги. Руки тела двигается словно само в одном направлении. Еще один шаг. Ему кажется, что он уже ходил в ту сторону, к тому голосу много раз. Когда-то. Может это его друг. Возможно. Вода глухо копает вдали, а парень делает шаг за шагом. И где он оказался? Что это за странное место, заполненное водой и звуком копающей воды? Где люди? Он и этот голос. Неужели они тут одни? Сделав еще пару шагов, парень ускоряет темп и теперь идет торопливо, внимательно всматриваясь в каждый проход, понимая они не те. Пусть он и не знает, что это за место, но он уверен он точно не в аду и не в раю, уж больно не похоже это место ни на что возможное. Может это тюрьма? Нет, точно нет. В один миг, когда звук капель, ударяющихся о водную гладь, начиная давить на него, парень срывается на бег, словно ему дан старт. Он бежит, пропуская коридор за коридором, сворачивая это пару раз, не смея останавливаться. Ему кажется, что забытый друг друг ли, поможет, он точно поможет вспомнить. И вот он, нужный поворот. Парень медленно подходит к большому силуэту, и стоит только увидеть эти девять хвостов, большие красные глаза с узкими зрачками и эту хищную, усмехающуюся и в то же время радостную улыбку, парень тут же показывает широкую улыбку, наконец вспоминая, кто он такой. Но Жаннаруто, что ты потеряешь, отпраздновав свой же день рождения? Совершенно по-детски спрашивает Сакура. Парень отводит взгляд в сторону, ничего не произнесся. Прежде он всегда праздновал день своего рождения в кругу грязной одежды, рамина и тишины, в какой-то момент в компании извращенного отшельника. Но в этот раз все совершенно иначе война только-только закончилась. И все друзья с радостью придут на его праздник, но Наруто в этот год и особенно после всего произошедшего просто не хочет праздновать уже тем более прошедший день рождения. С одной стороны я тебя понимаю, Наруто, произносит Учиха, вызывая недовольный взгляд товарищей, надеющихся на поддержу Саски, но согласись, это хороший способ отдохнуть от всей навалившейся суеты. К тому же в кругу друзей. Наруто пронзает красноглазого пристальным и недовольным взглядом, не понимая, почему он-то поддерживает эту глупую мысль. Отстройка их родной деревни и помощь другим, пострадавшим не меньше их, важнее всяких вечеринок. Зачем вам это? Парень хмуро смотрит на товарищей. В каком смысле зачем? Удивляется Яманако. Это твой праздник. Ты не хочешь отметить его? Другие кивают, удивляясь такому узумаки. За столом в кафе сидит весь их выпуск, старые друзья и знакомые из других деревень. Даже пятая присоединилась, как и учителя команд, кто из них еще жив. Я просто не люблю праздновать свой день рождения, тут же отрезает Наруто и встает из-за стола, направляясь к выходу. Особенно в этот год. Да и смысл? Прошла неделя с войны, и лучше думать о том, как восстановить деревни. Парень стремительно покидает заведение, оставляя друзей и знакомых в недоумении. Сакура паникает, не понимающий провожая сокомандника, даже она, и Саски, и многие другие, кто прекрасно знает узумаки, не могут понять, что с ним случилось. Война меняет людей, ребята, произносят Сёнджу, покручивая привычную бутылку Сакэ в руках. Все переглядываются, понимая это, но ведь это Наруто веселый дурачок, желающий с ранних лет занять пост Хакага. Неужели события недельной давности так повлияли на этого улыбчивого парнишку? И скоро, ты вернешься? С заминкой произносят розоволосая Кунаичи, смотря в спину напарника. Наруто, вздохнув, разворачивается и пристально смотрит на подругу детство. Сейчас он уйдет, как и Саски. Сакура понимает, что блондин еще не раз вернется в деревню и заглянет хоть глазком посмотреть на старых друзей, но он бросает ее так же, как и тот, кого Кунаичи любит всем сердцем. Не знаю, пожимает плечами Шиноби. Вот найду что-то интересное, вернусь. Парень поправляет мешок, съехавший с плеча. Да и чего ты вдруг загрустила? Только не говори, что будешь скучать, с некоторой ухмылкой произносят Узумаки. Сакура мгновенно подходит к блондину и бьет того по голове, отчего Узумаки непроизвольно пригибается, потирая шишку. Он не видит, но слышит всхлипывание Кунаичи. Что ты, что со скоком? Вы оба дураки, большие дураки, кричит на него Сакура. Она прижимается к парню, словно тот может вот-вот исчезнуть. Наруто поджав губы, гладит девушку по голове, пальцами перебирая розовые приди. Но я вернусь, даже не успеешь соскучиться. Подбадривает ту блондин. Хоруна тихо кивает, шмыгает носом и вытерев кулаком слезы отходят на пару шагов назад. Я буду ждать и тебя, и со скокуна. Вернитесь поскорее. Куночи улыбается от всего сердца, замком складывает руки за спиной и прикрывает глаза. Тихий ветерок треплет ее волосы. Наруто кивает, разворачивается и махнув рукой, двигается в путь. Как вы вообще меня нашли? Почти шепчет Узумаки. Он удивлен, обеспокоен и взволнован пришедшие люди с хитрыми лицами не к добру. Прошел уже почти год с той войны Шиноби, и Наруто сейчас спокойно обучается по свиткам, что он нашел в старых развалинах клана Узумаки. И вот к нему внезапно, словно с неба, приходят Саски со всей командой Тако и еще безумным ученым, Арачимару, одним из великой троицы санинов. Но если против первых четверых он еще не совсем против, учитывая, что Карин в некотором смысле его родственница, как никак, но вот змей вверх всякой логики. За такой сюрприз он готов даже врезать учихи как следует, но решает воздержаться. Да и к тому же, он уже догадывался, что за повод появления пятерки чудаков. Поэтому Узумаки предпочитает не задавать лишние вопросы на тему, что вы тут забыли, психи. Скажи спасибо Саскокуну с его ренеганом, шипя словно змея, произносит Санин. Арачимару поворачивает голову в сторону своего эксперимента. Тот стоит невозмутимой скалой, словно намекая, что ни он, ни его товарищи не уйдут просто так. Суэгетсу, конечно, поглядывает в сторону и выглядит так, словно его притащили сюда, Джуга просто без разницы, Карин скорее навеселе. Выдохнув, Наруто приглашает незваных в дом. Тут всего три комнаты, первый проход налево гостиная, на диване парень спит, за столом что-то пишет, читает, в общем работает, затем проход направо кухня, стол посередине, вокруг плита, микроволновка и остальная бытовая техника, и последний проход налево тренировочный зал, если на улице пойдет дождь, порой комната была нужна просто для разминки, и в зале стоят всякие манекены, стол с оружием. К примеру, кунаями висит прикрепленный к потолку, канат и так далее. Я же, вроде как, еще год назад сказал, не люблю я праздновать свой день рождения. Сразу отрезает парень все последующие разговоры. Его день рождения уже через неделю, и Наруто даже не задумывается, правильно ли его теория все ясно как белый день. А я же говорил, что догадается. Саски бьет кулаком в открытую ладонь и с ухмылкой смотрит на Арачимару, сложив руки крестом на груди. Спор выигран Учихой, и парень рад этой победой. Ладно, с меня должок, быстро сдается Санин, поражаясь как этот несмышленый блондин догадался о цели их визита. Хоть это и был простой уговор, Арачимару всегда держит свое слово. Вы еще и поспорили, выдыхает Наруто. Узумаки уже ясно видит ужасную картину праздника и разрушений вокруг, хотя даже рушить тут толком нечего вокруг лес и разрушенное поселение клана Узумаки неподалеку. Саски же не устроит вечеринку только в случае своей смерти, и Наруто не хочется сражаться с другом из-за такой глупости. Зато смотри как с него желание, а значит можем просить его о чем захотим, Учиха с вызовом смотрит на джинчурики. Наруто думает, что такого задумал старый друг, но понимает возникший азарт у Саски не отнять. Выдохнув, Узумаки с трудом соглашается на последующие уговоры и доводы бывшего мстителя. «Крепитесь, Арачимарусон», между тем произносит Карин и хлопает Санина по плечу, искренне ему сожалея. И что? Было дальше? Нахмурившись, спрашивает Наруто. Облокотившись на Кураму, мужчина складывает руки крестом на груди и устремляет взгляд в потолок. Сколько бы Узумаки не пытался, у него не получается вспомнить. Ему кажется, будто кто-то блокирует доступ к воспоминаниям «Может, он сам, может, кто-то другой». От тщетных попыток голова начинает побаливать, заставляя мужчину на время отмахнуться от этого вопроса. Самому бы узнать, с сожалением выдыхает девятихвостый. Наруто слышит движение позади и краем глаза наблюдает, как злой Кьюби укладывает голову на лапы и смотрит в стену так, будто хочет ее изничтожить. Тогда другой вопрос, почему мы до сих пор тут? На какое-то время наступает тишина, в течение которой Лис продолжает буравить стену взглядом, а Узумаки наблюдать за недовольным другом, будто это чем-то поможет. Единственное, что могу предложить, это ждать, растягивая слова, проговаривает Курама. Выдохнув, Наруто откидывает голову назад и прикрывает глаза, думая, в какую задницу попал и почему он вообще в нее попал и голова снова начинает болеть от всевозможных вопросов без единого ответа. Отличная ситуация, едва ли не в тон девятихвостому, чуть рычит мужчина. Спустя некоторое время Узумаки ощущает резкую и странную сонливость. Наруто борется с этим желанием какое-то время, пока оно не берет верх. Жалкий, жалкий, кричат детишки разных возрастов. Они все находятся на детской площадке, достаточно просторной для игр. Родители детей, что находятся неподалеку от группы ребятишек, переговариваются или просто занимаются своими делами, единицы приглядывают за своими чадами, самыми младшими на площадке детишками. Но каждому как одному, словно наплевать на это небольшое столпотворение. «Никчемный!» Орет один из мальчишек, чьи волосы были пепельного оттенка. «Ты ничего не умеешь, тебя лишь жалеют, урод!» Кричит уже девочка. Жертва всех этих насмешек и крика вжимается в комочек в углу забора, куда дети прижали золотоволосого мальчишку. Они изредка бьют его, хотя полчаса назад его колотили так, что, казалось, еще один удар, и он не зелец. Мальчишка тихо скрипит зубами, беззвучно плачет, сжимает руки в кулаки, но ничего не может палки, точнее, костыли, без которых он не может ходить, лежат неподалеку. У ребенка нет сил и возможностей, чтобы убежать от сверстников или просто-напросто уйти. Ему приходится терпеть, ждать, когда этих маленьких дьяволят заберут. Умные и злые дети слишком хорошо маскируют унижение золотоволосого. «Тебе надо было давно умереть. Абуза ни на что не способен, изгой. Ты жалок, исчезни. Зря пытаешься, тебе не стать шинобе». Это продолжается еще долго. Беспомощный коллега теряет счет времени, надеясь, что его скоро заберут домой. Мальчик едва замечает, как голоса детей затихают, а их количество уменьшается. Родители начинают забирать своих чад. Дождавшись, когда уйдет последний ребенок, блондин утирает кулачком застывшие на глазах слезы и медленно, без лишних движений подползает к костылям и пытается встать, опираясь о сетку забора. Кое-как поднявшись, голубоглазый бросает все еще мутный взгляд на часы, что так удобно висят на фонарном столбе поодаль. Он плохо видит, какое сейчас время. Поняв, что просто так он ничего не рассмотрит, мальчик подбирается к столбу для ребенка. Его возможностей достаточно быстро годы тренировок и постоянное использование данного средства перемещения оказывают должный эффект. Наконец мальчику удается увидеть время, большая стрелка указывает на шестерку, а маленькая находится между семеркой и восьмеркой половины восьмого, а, значит, ждать когда за ним придут, еще долго. Мальчик разворачивается и неспешно бредет к качелям его любимому месту на этой площадке. Всего их три, и на самый крайний кто-то оставил игрушечного мишку. Мальчик, заинтересовавшись данной игрушкой, подходит к качелям и смотрит на оставленную вещь, не трогая ее. Парнишка хмыкает, поняв причину, по которой ее оставили, умно-ловко, но и в то же время глупо. Мишка без двух ног. Слишком грубо. И слишком больно. Ему не наплевать на все обиды, брошенные ему. Мальчику действительно неприятно, даже слишком больно слышать нечто подобное от ребятни. Каждый раз одно и то же и никто не помогает, словно не замечая этого. Решив оставить игрушку на месте, проигнорировав этот жест, мальчик усаживается на дальние качели, отставив костыли к железным палкам, державшим конструкцию. Одиночество его сладкий и ядовитый удел, к которому мальчик привык уже давно. Ему думается, что, наверное, многие, оказавшись на его месте в таком возрасте, сдались бы. Однако золотоволосый лелеет мечту он хочет однажды встать на ноги и сделаться шинобе, утерев всем нос и показав всем, кто его обижал, чего он смог добиться. Доказать, что родители могут им гордиться. Но это лишь мечта, до которой, возможно, он не сможет дотянуться. Для обидчиков он навсегда останется калекой, а для родителей и старших брата и сестры обузой. Для них такой, как он, позор. Мальчик не сразу замечает, что по щекам текут слезы. Только заприметив и очнувшись от мыслей он начинает их вытирать. Наруто. Услышав голос отца, блондин поднимает глаза, очень надеясь, что он не выглядит, как полный нытик. Он не хочет, чтобы отец разочаровывался в нем еще больше. Этот взгляд, каким Хакаги смотрит на него, заставляет Наруто дернуться и опустить голову. Слышится вздох, а после короткие шаги. Мужчина поднимает голову сына и осторожно вытирает его слезы с щек. Он легко улыбается и подает мальчику костыли. Осторожно принимая их из рук Хакаги, Наруто встает с качели и тихонько кивает, будто говоря, что готов идти домой. Тебя снова били? Прежде спрашивает отец. Мальчик начинает активно качать головой, отрицая это. Вздох мужчины говорит Наруто о том, что ему явно не верят, но спускают. Хакаги что-то шепчет, а после кладет руку на спину сына. Они идут домой в полной тишине, прерываемой разговорами из домов. Вороны в небе неприятно каркают. Некоторые из птиц сидят на крышах, и Наруто очень не нравятся эти взгляды черных глаз, которые словно горят в ночи. Мальчик бросает взгляд на отца. Он Хакаги, который сделал немалое для деревни и семьи, он уважаемый Шиноби в любом кругу. Порой Наруто кажется, что отец ненавидит его, за их внешнее сходство те же золотые волосы в виде ежика, голубые глаза. И пусть формой лица ребенок пошел в мать, он все равно больше похож на Минато, нежели Кушину. Завтра снова будешь сидеть у себя в комнате, прерывает тишину мужчина, оглянувшись на сына. Тот резко отводит взгляд. Наруто тихонько кивает, привыкший молчать, мальчик лишь качает головой, а ему задают простые вопросы, на которые ответ может быть либо да, либо нет. Вдруг вспомнив, что хотел попросить отца об одолжении, Наруто останавливается и, придерживая левой рукой второй костыль, он осторожно достает из кармана штанов сложенную в несколько слоев бумажку и, снова опираясь на два костыля, передает ее Хакаге. Небольшой список книг, которых ему хватит на какое-то время, он заказывает не впервые. Это единственное, о чем Наруто просит родителя. Ему нравится читать. И это единственное, что занимает его днями, которые он с радостью предпочитает проводить дома, заживляя новые синяки после редких прогулок на площадку. Хорошо, завтра постараюсь принести часть, кивает отец, складывая и убирая бумажку. Мальчик легко улыбается мужчине и снова продолжает путь, довольный, что у него будет новый материал для изучения. Дом уже близко отец и сына уже приближаются к окраине. Наруто видит очертания квартала Учих, а значит, им идти порядка минут пяти. Порой мальчик сильно недоволен, что их дом так близко к кварталу Красноглазых, но мирится с этим и рад видеть в гостях только Микото жену нынешнего главы клана, а также Итачи, ее сына. Порой Наруто думает, что Учихам, возможно, даже выгодно дружить с его отцом такая поддержка в виде Хакаги Сила. Да и его мама тоже не без имени Узумаки. Очень скоро они оказываются у дверей дома. Минато открывает дверь и пропускает первым сына, попутно сообщая на весь дом. Мы дома. Из первой двери слева выходит красноволосая женщина. В руках она держит половник. Наруто подмечает, что мама как всегда в своем белом фартуке с цветами. С возвращением, улыбается Кушина. Она тут же хмурится и подходит к сыну. Пока муж закрывает дверь и снимает обувь и жилет. Тебя что, Билли? Она осторожно осматривает лицо Наруто, чуть касаясь его. Мальчик качает головой и легко улыбается, пытаясь уверить мать, что с ним все в порядке. Женщина бросает взгляд на Минато, а тот легко пожимает плечами. Ну хорошо, она выпрямляется. Мойте руки и на кухню. Уже бодрее произносит она, скинув половник вверх. Сын кивает и двигается в сторону ванной, оставляя родителей одних. Он быстро выполняет указания, в один момент почувствовав легкую, но довольно неприятную боль в области сердца. Она быстро стихает, и мальчик думает, что лучше промолчит, ссылая это на стресс ранее. Шаги позади оповещают о том, что к нему идет отец, потому Наруто спешит покинуть помещение. Он, пропустив в ванную отца, двигается на кухню и присаживается на стул, чувствуя этот приятный запах его мамы настоящий повар. Мальчику кажется, что он может есть ее стрип неувечно. Вскоре отец присаживается напротив сына. Еда уже оказывается перед ними, горячая и вкусно пахнущая. Минато благодарит жену за пищу, а сын молча кивает и складывает руки вместе и, взяв в руки палочки, принимается за поздний ужин. А где Акия и Минма? Между тем интересуется Хакаби. Он бросает короткий взгляд на Кушину, что продолжает дальше готовить. Женщина на секунду замирает, а после отвечает. Они ушли к друзьям. Среда и все такое, она вертит половником в воздухе, после откладывая его на посуду рядом. Минато тяжело вздыхает. Ну конечно, среда. Мужчина продолжает бормотать дальше. Наруто, молча слушая это все, тихо хмыкает. Сердце начинает болеть снова в этот раз сильнее. Наруто хватается за сердце, пытаясь глубоко дышать, но это дается с трудом будто что-то блокирует дыхательные пути. Мальчик никогда прежде не чувствовал подобного, все было легче и не так сильно. Перед глазами начинает темнеть. Наруто. Голоса родителей кажутся глухими, едва ли различимыми. Ребенок почти падает со стула, крепкие руки отца ловят его и придерживают. Я доставлю его в больницу. Поспеши, резко произносит Хакаби. Встревоженная женщина запоздала кивает. А мужчина исчезает в один миг. Наруто потирает глаза и зевает, пытаясь вспомнить, почему уснул и что было до этого. Мужчина быстро вспоминает и оглядывается он все еще в подсознании. К его удивлению, воды нет, а лис спит, как и его джинчурики недавно. Шиноби подходит к морде друга и легко тычет его. Курама недовольно рычит и тут же открывает оба красных глаза. По какой причине ты решил потревожить мысу? Девятихвост и издает громкий рык, эхом отдающийся в коридорах. Узумаки прикрывает уши руками и недовольно смотрит на напарника. По той, что мы оба резко уснули. А вода исчезла. Странно не находишь? Лису требуется время, чтобы осмотреться и возможно также вспомнить о ситуации, в которой они оказались. Кто вы? Раздается немного хриплый голос позади. Наруто резко разворачивается, широко раскрывая глаза. Перед ним предстает его меньшая копия, с еще не сломанным голосом, какой был и у него самого до 13 лет. Со стороны леса слышатся шорохи, но Узумаки не обращает на это внимание, он все еще шокирован. А ты? Спрашивает мужчина, первое, что ему приходит в голову, лишь после понимая, насколько глупо это звучит. Учитывая, что он смотрит на самого себя, ответ должен быть очевиден. Я первый задал вопрос, обиженно восклицает мальчишка, всем своим видом показывая, что не ответит раньше собеседника. Узумаки Наруто, отвечает Наруто, наблюдая искреннее изумление на лице своей копия. И я Узумаки Наруто, громко произносит он. А кто это киса? Мальчик заинтересованно смотрит на леса и подходит к нему, будто не боится. Мужчина, сдерживая веселье, наблюдает за негодованием напарника и за действиями его меньшей копии. Курама отходит назад, не позволяя мальчишке приблизиться, но тот продолжает наступление. Я девятихвостый, а не киса, рычит лис, осознавая, что пути и оступления нет. Маленький Наруто все же подходит к кисе и легко проводит рукой по его шерсти, восхищаясь. Узумаки показывает Курама, чтобы тот не смел вредить его меньшей копии. Лис, недовольный, пытается смириться со своей участью. Как ты тут оказался мелкий? Пытается отвлечь мальчика девятихвостый. Старший Узумаки тут же хмурится и думает, что тут что-то не так вопрос напарника весьма логичный. Это ведь его подсознание, так как тут мог оказаться чужой еще его маленькая копия. Только сейчас Наруто замечает некоторые отличия, у мальчика слаборазличимые полоски на щеках, чуть более длинные волосы и другая одежда, которую мужчина не носил в свое время. Не знаю, отвечает маленькая копия, пожав плечами. Я знаю, что умер. Мужчина удивляется тому, насколько просто это было сказано. Насколько легко, будто это не какая-то страшная вещь, а пустяк. К тому же это не просто копия, это он сам, но откуда-то. Наруто считает, что эта мысль бредовая, но допускает, что этот мальчик мог прийти из другого мира, но как он оказался в его подсознании. Узумаки бросает взгляд на Кураму. Лис выглядит не менее озадаченно. Маленький Наруто продолжает увлеченно поглаживать лиса, не замечая взглядов присутствующих. Умер, переспрашивает мужчина, надеюсь, что ему послышалось. Обернувшись, мальчишка кивает и возвращается к своему занятию. Я помню, что у меня заболело сердце, потом пришла темнота и странное чувство, он прекращает гладить кису, замычав. Я просто понимаю, что умер, и ты так спокойно об этом говоришь. Наконец выдает свои мысли мужчина. Маленькая копия кивает. Мне жалко, что я так и не осуществил свою мечту. Мальчик грустно смотрит на лиса и старшего себя, но я не жалею. Так я облегчу жизнь родителям и другим. Он улыбается обоим собеседникам. Наруто проглатывает ком, вставший в горле, и переводит взгляд на напарника. Но вот ваш путь еще не окончен, внезапно произносит маленькая копия. Наруто приходит в замешательство, еще больше путаясь в ситуации. Неполные воспоминания наводит тот еще шорох, а тут ему прямо заявляют, что он умер. Хуже участи Узумаки и придумать не может. Но в то же время это может объяснить то, что они застряли в подсознании, одновременно с этим вовсе не объясняя это. Мы мертвы, уточняет Курама, надеясь, что мальчик имел в виду не это. Не совсем, тянет маленький Наруто, вы что-то вроде на грани жизни и смерти. Вскинув указательный палец вверх, произносит мальчик. Узумаки и Девятихвостый переглядываются, обмениваясь шокированными и непонимающим взглядами. На грани жизни и смерти, уточняет Лис, мальчик делает умный вид и кивает. Вы, как и я сейчас, душа, но пока в подсознании. Вас не отправили в место, где живут умершие, и вы оказались тут. Вероятно, вам дам второй шанс. Думаю, что раз я тут, то вы займете мое место. Некоторое время все молчат, а маленький Наруто решает прилечь на Лиса, уже не возражающего, но в мыслях Девятихвостый хочет яро избавиться от мальчика. Откуда тебе это известно, чурится Курама? Не знавший ни о чем таком, Лис начинает думать, что это все шутка, а прожил Девятихвостый немало. Не знаю, признается маленький Наруто, мне это просто известно. Наруто подходит к маленькому себе и присаживается, чтобы быть с ним наравне. Разве это честно занять твое место? Спрашивает мужчина, обеспокоенный больше всего именно этим. Мальчик смотрит на старшую версию себя и кивает. Я умер, кто-то решил, что я достаточно промучился, он пожимает плечами и вновь говорит необычайно спокойно для того, чья жизнь оборвалась. Наруто хмурится. Мальчик обращает внимание на свою руку, та начинает превращаться в сгустки энергии маленькие огоньки. Похоже, мое время пришло, тянет он, наблюдая за тем, как рука постепенно исчезает. Лис встревоженно виляет хвостами, пытаясь выглядеть безразличным. Он щурится и молча наблюдает за этим. Надо хвататься за жизнь, а не бежать от нее, произносит Узумаки. Ему странно наблюдать за тем, как его маленькая копия превращается в огоньки, уходящие куда-то вверх. Он хочет помочь этому Наруто, но вовремя одергивает себя, он ничего не может сделать. Ты поймешь, почему я такой, говорит мальчик. Можешь кое-что пообещать? Мужчина, замерев на мгновение, кивает. Сделай так, чтобы другие признали тебя. Мальчик протягивает вперед еще не исчезнувший кулак другой руки. Такая странная просьба отзывается отголоском из прошлого. Возможно, у этого Наруто была другая жизнь, но ведь и сам Узумаки когда-то пытался доказать всем, что может многое. Обещаю, да ты боё, отвечает Наруто, стукая кулаком о кулак меньшего себя. Мальчик улыбается и благодарит старшего себя. Его тело полностью превращается в огоньки и исчезает в воздухе. Только встав, мужчина замечает, что с ним и его напарником начинает происходить то же самое. Они переглядываются, прежде чем исчезают совсем. В палате пиликают устройства, разные датчики. Этот странно громкий звук режет слух родителям. На больничной койке лежит их девятилетний сын, до невозможного бледный и слабый, что датчики едва улавливают в нем жизнь. Кушина с трудом смотрит на мальчика так, надеясь, что скоро ему станет лучше. Послушайте, ему не становится лучше уже три дня. Женщина резким взмахом руки прерывает Сён-Джо, прикрывая рот рукой. Она не желает слышать того, что хочет сказать лечащий врач ее сына. Узумаки прикрывает глаза и пытается успокоить истерику, которая обещает вновь накатить волной. Муж утешает жену и поглаживает ее плечо, нашептывая, что все будет хорошо. Он пытается уверить Кушину, что их сын выкоробкается. Шизунел служливо подает воды, а Минато усаживает женщину на сиденье, обещая переговорить с Цунади и скоро к ней вернуться. Та, кивая, принимает воду и бросает взгляд на дверь, за которой лежит их сын. Мужчина коротко смотрит на жену, Кушина непривычно бледна, с красными и опухшими глазами и уставшим видом сидит перед ним. Хакаги не думал, что ему придется увидеть его сильную жену такой. Жав кулак, он направляется к Цунади, молчаливо ожидающий родителя пациента. Цунади, прошу, тихо произносит мужчина, краем глаза наблюдая за женой, скажи, что можно что-то сделать, хоть что-то. Сёнджу закусывает губу и смотрит на результаты анализов и осмотра Наруто. У него малые шансы выжить, обреченно произносит женщина. У него и без того большие проблемы со здоровьем, так еще и множество гематом и пара переломов. Гематомы, переломы, а это откуда? Хакаги тут же прерывает медика, негодуя, откуда у его сына могут быть травмы. Ответ приходит сам собой, стоит мужчине вспомнить, в каком состоянии он нашел сына на площадке эти самые три дня назад. Вы и сами знаете, откуда, Хакаги сама, произносит Цунади, бросая взгляд на дверь палаты. Лучше идите домой и отдохните. Если ему станет лучше, мы вам сообщим. Сёнджу понимает, что ее пациенту вряд ли станет лучше. Мужчина, пытаясь отрицать это, качает головой. Я отправлю домой Кушину, а сам останусь. Сёнджу явно хочет сказать что-то об его обязанности быть Хакаги или что ему тоже надо отдохнуть, но Минато отрезает все возражения качанием головы и направляется к жене. Пустой стакан воды стоит на полу рядом, а с левой от женщины стороны сидит Шизуне. Медсестра пытается успокоить Кушину, но взволнованный взгляд женщины говорит о том, что это у нее получается плохо. Хакаги присаживается перед женой и берет ее за руки. Шизуне отходит, оставляя родителей больного. Милая, иди домой, шепчет Минато. Он чуть поглаживает руки жены. Она вертит головой. Нет, нет, бормочет женщина. Тогда Хакаги чуть сжимает ее руки, призывая посмотреть на него. Это работает, Кушина смотрит на мужа, такого же уставшего как и она. Прошу, иди домой. Тебе нужно отдохнуть. Женщина смотрит на дверь палаты. Я сообщу тебе о его состоянии, если оно изменится, обещает мужчина, надеясь, что это подействует. Еще некоторое время мужчина уговаривает жену уйти домой. С трудом, но этом выходит. Собравшись, Кушина оставляет мужа и уходит. Заручившись поддержкой одного и Замба, муж слишком волнуется за вымотанную жену. Оставшись в коридоре один, Минато присаживается на те же сиденья и откинувшись, молится всем известным богам, чтобы его сыну стало лучше. Он, он очнулся, громко оповещает Шизуне, выскакивая из палаты Наруто. Минато подскакивает на месте и непонимающе смотрит на медсестру. Пребывая в легкой дреме, поскольку сон немного сморил его, он не сразу понимает сказанного. Ему нужно всего несколько мгновений, чтобы осознать, о чем говорит помощница Сёнджу. Я за Цунаде, тут же восклицает Хакаги и молния и спешит к лечащему врачу сына. Пробуждение не самое приятное, непривычно детские руки не слушаются Наруто, ног мальчик вообще не чувствует, что наводят на панику, слух режет какое-то пеликанье. Оглядевшись, Узумаки понимает, что тут множество аппаратуры, в большей части которой он подключен. Дышать трудно, но возможно. Непонимание и пока еще слабая паника уходит на задний фон, когда Джинчурики вспоминает, что случилось. Он быстро понимает, что находится в больнице самое очевидное предположение. Наруто, слышится приглушенный голос Хвостатого, будто Курама находится за тысячу километров от Джинчурики. Я тут, тут же отвечает мальчик. Собственные мысли тоже кажутся далекими, но не настолько, насколько голос старого друга. Вместе с тем Узумаки пытается пошевелить руками, надеясь сорвать с себя хотя бы часть аппаратуры, которая ему мешает. Безуспешные попытки почти ни к чему не приводят. Наруто удается снять датчики с пальцев, из-за чего техника начинает пищать. Мальчик щурится от громкого звука и на секунду закрывает глаза, сдаваясь. Слава Богу, выдыхает Курамао. Ты давно не просыпался? Насколько давно? Решает узнать Наруто. Шиноби немного поворачивает голову, услышав какие-то звуки поодаль. Почти полдня, отвечает Лис. Его голос звучит непривычно серьезно даже без рычащих ноток. Мальчик еще раз оглядывается, насколько это возможно, и снова пытается пошевелиться. Опишешься ситуацию. Друг знает о состоянии тела лучше самого джинчурики. У кого еще можно узнать? Прежде, чем Курама начинает говорить, в палату врывается знакомая женщина Шизуне. Мальчик удивляется, а та еще больше и сразу убегает, забыв закрыть дверь. По пути она зовет Цунаде и Минато. Понимая, что времени крайне мало и его нет даже для того, чтобы удивиться, что его отец тут жив, Наруто повторяет просьбу. У тебя сломано ребро и трещина в кости. Мало того, что у тебя нет чакры, так и ноги не роботоспособна. Это и из-за чакры и из-за того, что кто-то постарался тебе навредить. Твои чакроканалы сильно повреждены чей-то силой. Пара гематом, но это самое легкое из всего вышеперечисленного. Наруто выдыхает и думает, в какую задницу он попал. А еще в этом мире есть другой я, но мы с ним отличаемся. Надеюсь, на этом плохие новости закончились. В надежде спрашивает Узумаки, на что получается положительный, не без сарказма, ответ, попытавшись снова пошевелить руками, что сейчас выходит получше прошлого раза, Наруто понимает, что так не устраивало прошлого владельца тела. Пока он не знает, как будет выкручиваться из всей ситуации, но уверен, что скоро найдет решение. Пока мальчик пытается привыкнуть к новому телу, в палату вновь врываются. В этот раз это не только Шизуне, но и Цунади и его отец. Наруто первым делом оглядывает именно Минато, те же золотые волосы, то же лицо, почти та же одежда сейчас на Микадзе одет в обычную форму шиноби, только без жилета. Отец стоит поодаль у двери. Узумаки замечает его уставший вид и взволнованный взгляд. Только завидев сына, Минато выдыхает. Цунади же отличается, немного более старая, но на лбу тот же ромб, волосы собраны в высокий хвост, поверх обычной желтой кофты женщина носит медицинский халат. Узумаки сразу догадывается, что она медик в этой больнице. Теперь мальчик может рассмотреть и Шизуне, она тоже одета в медицинскую одежду, только походит больше на медсестру. В остальном женщина та же. Вместо поросенка в руках у нее планшет с листками. Как ты себя чувствуешь? Сходу спрашивает Цунади. Она тут же зачем-то поправляет себя тебе больно. Попутно медик осматривает его, проверяет датчики, явно заметив тот, что Узумаки снял. Наруто думает, как ответить на вопрос. Нет, ему не больно, скорее чувствуется дискомфорт. Вероятно, это из-за того, что это тело отличается от его прежнего взрослого и прошедшее через сражение. Датчики иглы в руках мешают, ног он не чувствует. Спустя мгновение мальчик вспоминает, как прежний владелец сказал, от чего тот умер. Вопрос медика кажется логичным, но Узумаки не чувствует боли. Возможно, это от того, что это он. Нет. Но тело лумит, отвечает Наруто, замечая возникшее недоумение на лицах присутствующих. Что, с тобой точно все хорошо? Взволнованно спрашивает Цунади. Женщина легко касается лба мальчика, вероятно, проверяя на температуру. Узумаки осматривает людей в палате, не понимая, что их всех тревожит. Да, кивает мальчик, вызывая уже легкое удивление. Можно только воды. Потребность в питье просто необходима собственный голос слабый и хриплый. Цунади тут же дает указание Шизуне, и та убегает за водой. Цунджу также говорит Минато, выводя его из оцепенения, чтобы он шел за Кушиной. Тот, все еще пребывая в недоумении, кивает, но прежде подходит к сыну. Наруто молча наблюдает за всем, улавливая крохи информации, и пытается понять мир, в который попал и ситуацию, в которой оказался. Минато легко проводит рукой по голове сына, вызывая у Наруто смутные чувства, и шепчет. Слава Богу! После мужчины говорит уже громче, мы скоро придем, дождись нас. Напоследок отец целует сына в лоб и затем исчезает в искрах, явно использовав Хирайшин. После, уже выпив воды, Наруто лежит смирно по ранее выданному указанию и отвечает на все вопросы о его самочувствии, большая часть которых требует простой ответ да или нет. Когда Цунади решает осмотреть пациента и взять у него анализы, тот решает ненадолго спуститься в подсознание, что выходит с огромным трудом. Оказавшись в пустом коридоре рядом с Лисом, Наруто первым делом осматривает себя, тут он все тот же двадцатилетний мужчина, каким он. Узумаки отмахивается от этой мысли, предпочитая подумать о другом. Он переводит взгляд на друга, поднявшегося на лапы. «Как ты?» задает вопрос Наруто, пытаясь скрасить молчание. Курама усмехается. «А что со мной может быть?» В привычной манере рычит Кьюби. «Мне тут почти уютно и хорошо». Наруто закатывает глаза. «Сможешь решить все проблемы. Чакра там, и ноги». Мужчина с надеждой смотрит на девятихвостого, пока тот, задумчиво уставившись куда-то позади джинчурики, сидит перед ним. Каналы наименьшие из проблем, ноги посложнее, рычит Курама. «Первонаперво нужно разбудить твой очаг. К тому же, нам надо наладить нашу связь в этом мире, чтобы у меня было больше доступа к твоему телу». Аками Курама, это звучит так ужасно. Наруто показательно отходит назад от лис и кривит лицо, будто ему это отвратительно. «О чем ты вообще думаешь?» Рычит на него хвостатый, замечая привычную для Наруто улыбку. «О том, что у тебя ужасные фразочки». Тут же отвечает Наруто. Лис выдыхает, думая, как ему только достался такой джинчурики. «Как был балбесом, так и остался им», рычит Курама. После на некоторое время воцаряется тишина. Поначалу Узумаки пытается уловить воспоминания прежнего хозяина тела, но их просто нет и для мужчины этот мир чистый лист, который ему придется вслепую изучать и познавать, не ведая, что можно делать или говорить. После Наруто хватается за другую мысль, как ему заставить очаг чакры проснуться. Знания о чакре у него довольно скупые со времен Академии и кое-какие записи, которые с трудом вспоминаются, и которые принадлежали его клану. «Ты знаешь, как разжечь очаг чакры?» спрашивая, мужчина лелеет надежду, что друг знает. Лис только качает головой, разрушая надежды джинчурики. Сдавшись, Узумаки решает вернуться в реальный мир. В его палате все так же пиликают датчики и все так же находится Цунади, который помогает, записывая слова медика, Шизуне. Сёнджи замолкает, а после снова начинает тратарить про какие-то медикаменты, о которых Наруто ничего не знает, ему не доводилось бывать в больницах с тяжелыми проблемами, как сейчас. Когда вы пишете? Решает спросить Наруто, пока не решаясь прибегнуть к именам. Цунади дергается, а Шизуне никак не реагирует. Медик оборачивается и подходит к пациенту. Когда убедимся, что с тобой все нормально? Такой ответ не устраивается мальчика, и он дуется, собираясь попросить, чтобы это произошло скорее. Ты попал сюда с сердечным приступом и был на грани смерти, так что имей терпение, юноша. Словно строгая мать, Цунади отчитывает его, указывая на него пальцем. Узумаки думает было ляпнуть, что не на грани, а уже там, но вовремя понимает, что лучше этого не произносить даже в шутку. К тому же это касается не только прежнего владельца тела, но и его самого, как сильно ему не хотелось бы думать об этом. В последний раз проверив, верно ли все записано уши Зуне, Цунадия велит помощнице заняться делами. А сама она меняет капельницу и сообщает, что некоторое время будет сидеть тут, пока его родители не придут. Под возмущением мальчика женщина объясняет, что ему нужно наблюдение, пока его состояние не будет стабильным. Порассмыслив, что все это действительно верно, Узумаки приходится смириться. К тому же ему необходимо время, чтобы привыкнуть к телу, а особенно к тем двум палкам, которые находятся в углу комнаты Шиноби, прекрасно осознает, что еще долго не сможет ходить на двух. Если вообще сможет. Вскоре в палату снова врываются. Наруто успевает лишь коротко рассмотреть свою мать, у нее длинные красные волосы, измученное выражение лица, на котором уже виднеются морщины, в остальном та же Кушина, что и в его мире. Узумаки успевает заметить, что она в обычной одежде, немного помятой, вероятно, она одевалась в попыхах. Мать сразу подбегает к сыну и осторожно касается его лица, а после сильно обнимает, едва ли душа сына. Тот пытается сопротивляться в силу своих пока что малых возможностей, пока Кушина сама не отпрянула. С тобой все хорошо? Ничего не болит? Наскара задает вопросы женщина. Ты только скажи. Мама успокойся, проговаривают, хватая женщину за плечи, позади нее. Наруто тут же обращает внимание на говорящую, девушку с золотыми волосами, как у отца, но внешностью пошедший в Кушину Узумаки думает, что это неизвестное может быть его сестрой. Сходство налицо. Прости, Аки, кивает она и обращается уже к Наруто так что. Нормально себя чувствуешь? Наруто заторможенно кивает, оглядывая присутствующих. Почти что хорошо. Тело немного ломит, а так. Узумаки замолкает, наблюдая, как снова изумляются все собравшиеся. Благодаря этим долям секунду мальчик замечает, что Цунаде втихую покинула палату, а помимо отца, который уже меньше удивляется, и матери тут находится еще девушка и парень, старше его лет на десять минимум. Если с возможной сестрой все ясно, то с парнем, стоящим поодаль, у самой двери все смутно. Пусть у них с Курамой сейчас плохая связь, Наруто чувствует злобу, которая исходит от этого пришедшего. У него рыжие волосы, как у Кушины, хмурый взгляд, цвет глаз будто переходит из синего в красный. Какое-то сходство с Минато и Кушиной есть, но не такое сильное, как у девушки Аки. И в отличие от девушки, у которой на щеках две полоски, у этого парня их три и есть в нем еще что-то помимо злобы, что настораживает Наруто и заставляет невольно содрогнуться. Наруто, ты умеешь говорить, во чудеса, язвит парень, фыркнув. Из всех собравшихся он удивлен меньше всего. Минма, тут же прикрикивает на него отец, ты. Я сказал, что приду. Я пришел, на этом я сваливаю пока. Даже не услышав гневные слова в свой адрес, парень уходит достаточно быстро. Наруто понимает, что его вероятно брат Яра не хотел сюда приходить. Похоже, его притащили против воли. Я поговорю с ним, извиняясь произносит Атаке. Рада, что ты в порядке, братишка, она машет рукой напоследок и спешит вслед за Менной. Минато выдыхает, а Кушина устало качает головой. Всегда он так, шепчет женщину. Наруто решает не спрашивать сейчас, что случилось, и вообще боится, что этот вопрос покажется странным. Впрочем, он уже кажется странным, раз говорит по всей видимости, прошлый владелец тела этого не делал по какой-то там причине. Наруто надеется, что это не вызовет лишних проблем, потому будет пока что по большей части молчать. Внезапно Кушина касается рукой его щеки. Узумаки замечает слезы на глазах матери. «Давно мы не слышали твой голос», — произносит она, чуть поглаживая щеку, — «очень давно». Мальчик поджимает губы и произносит тихое «прости», лишь бы Кушина не беспокоилась о нем так сильно и не плакала. Однако это вызывает обратную реакцию и женщина, качая головой, обнимает сына, всхлипывая. После того, как все ушли, Сёнджи вернулась и, устроившись в стороне от пациента, взялась читать какие-то бумаги. Она и сейчас этим занимается, сложив большую часть документов в одну стопку рядом она сидит у окна, на подоконник которого и складывает бумаги. «Ба!» Сэонадёсон решает вежливо обратиться к медику Наруто, оборачиваясь к ней. Женщина слегка вздрагивает и отрывается от бумаг. «Да», мальчик еще раз обдумывает, стоит ли спрашивать, и все-таки решается. Как можно разжечь очаг чакры? Сёнджи удивляется вопросу и задумывается. Она даже откладывается бумаги в сторону, а одну ногу кладет на другую. Это не практикуется в наше время, но в теории можно, если уйти в себя и найти источник самим, а затем прогнать чакру по каналам, задумчиво произносит Сёнджи, растягивая каждое слово. После она пристально смотрит на пациента, сощурив глаза. «Но даже не думай», указывает ему женщина, на что мальчик закатывает глаза. «Пойми, твои каналы не выдержат этого. Вместо положительного эффекта может произойти что угодно, от легкой боли до приступа или хуже». Наруто хмурится и переводит взгляд на стену. Он думает, что непременно попробует, но многим позже, когда научится управлять своим телом и когда станет немного сильнее в физическом плане, конечно, насколько это в принципе возможно в его ситуации. «Я серьезно, Наруто», повторяет Сёнджи. «Твое тело слишком слабо для такого. А вы можете помочь?» Тут же интересуется мальчик. Он обращает внимание на Цунаде, покачавшую головой. «Я, конечно, лучший медик в этой деревне, но очаги чакры и подобные проблемы с чакрой в принципе, как у тебя, не моя специализация». Узумаки удивляется. «В его мире Сёнджи была лучшим из медиков, которых только знали, и она могла вылечить все, возможно, той Цунаде было под силу излечить и такой недуг, как у него. Но эта женщина другая похожа, она не такая азартная, как та бабуля Цунаде, не такая пьяница. Это Сёнджи строгий медик, которая сидит и наблюдает за пациентом уже который час, не покидая его даже на минуту. Узумаки остается поджать губы и углубиться в раздумья, пока лечащий врач не произносит. Но твой клан, возможно, может в этом помочь. Узумаки в этом спецы». После этого Сёнджи замолкает, вернувшись к документам. Мальчик, бросив на медиков взгляд, выдыхает и поражается, его клан жив в этом мире. Эта информация дает надежду и на то, что клан Учиха тоже. Однако вместе с тем Узумаки становится не по себе, он начинает понимать, насколько сильно этот мир отличается от его, а проходит всего один день, как он оказался тут. Его родители живы и у них есть трое детей, включая самого Наруто, его клан жив, он сам калека без чакры и пока что возможностей стать Шиноби. Похоже, тут другие хвостатые, раз помимо его Курамы тут есть другой, внешне все похоже на прежних его знакомых, а характером каждый отличается. Учитывая все обстоятельства и прочее, Наруто остается надеяться, что все не станет хуже, ему не хватало только этого. Он находится в больнице всего пятый день, а ему уже скучно и невыносимо находиться в четырех пожелтевших стенах. Единственные посетители, коими являются его родители, навещают его и сидят с ним по несколько часов, сменяя друг друга, утром в основном мать, вечером приходит отец. Ничего хорошего пока не случилось и никакой информации не поступало. Наруто предпочитает молчать большую часть времени, постепенно увеличивая количество произносимых им слов в день, чтобы окружающие не считали его слишком странным. К его счастью, такая тактика пока работает на ура. Пора на прогулку. Узумаки оборачивается на голос и удивленно оглядывает свою сестру Акию. Пожалуй, какую-то толику информации ему удалось достать, полное имя сестры. И еще то, что они с ней не особо общаются, когда со старшим братом, Менмой, они вообще лютые враги. Конечно, со стороны последнего, не самого Наруто. А, почему ты? Первым делом спрашивает Наруто, поерзав на кровати. Девушка, оперевшись о косяк двери, складывает руки на груди. Оружие, которое Аки, по всей видимости, забыла снять, легко звенит в кармашке. Ее взгляд странно веселый и смотрит на него так, что мальчику кажется, будто они с ней хорошие друзья, а не просто знакомые друг с другом родственники. Хотя, разумеется, к нему самому это не относится, она не его сестра, чтобы там не было. Наруто допускает мысль, что девушка только-только вернулась с миссии. Мама помогает папе, а у того еще какие-то дела, объясняет Аки, и вот я тут, она разводит руки в стороны. «Так что, идем, или тебе пока на каталке только можно?» Она с сомнением оглядывает комнату, разыскивая то, на чем выводят на улицу ее брата. Наруто, выдохнув, указывает на костыли, которые так удобно стоят возле его кровати. Девушка, кивнув, просто дожидается, пока мальчик встанет и подойдет к ней, а тот, неуверенно взглянув на две палки, берется за них и осторожно поднимается. За пять прошедших дней руки и все тело в принципе стали его слушаться, но ног он до сих пор не чувствует. Попытка четыре дня назад пройтись от кровати до окна на этих адских костылях стоила Наруто седых прядей на голове Цунади, легкого тумака от отца и долгой лекции от матери. Разумеется, попытка не удалась, и Узумаки заработал себе несколько ушибов и порез, когда случайно задел тумбочку, на котором стоял стакан, благо, пустой. Возможно, капельку, но он научился ходить на этих палках только вчера, когда он два раза удачно прошелся вдоль стены всей палаты туда и обратно. Сейчас, предпочитая идти на костылях медленно, Наруто придерживается сестры, надеясь, что если он начнет падать, она его поймает или поможет встать, поскольку это самое сложное. Как ты себя чувствуешь? Мимоходом интересуется Акия. Она попутно машет медсестрам, когда они проходят мимо поста. Лучше, коротко отвечает Узумаки, просто оглядываясь на незнакомые лица. Девушка многозначительно кивает и хмыкает, будто простая фраза несет в себе большой смысл. Они выходят на улицу, и Наруто наконец ощущает этот свежий воздух, запах еще зеленой листвы и травы, а не этот тошнотворный медикаментов, который успел засесть в горле. Акия ведет брата чуть дальше от больницы, но и не так далеко насколько позволяют правила. Сейчас Узумаки замечает, как сильно тут все отличается от его родной деревни, тут гораздо больше зелени в самом селении, другое расположение зданий, да и сама местность с виду больше. К тому же, как он успел некоторое время назад заметить из окна палаты, тут есть парк вдали от больницы, где по вечерам загораются огни яркие и разноцветные, которые он прежде не видел. Необычно, что ты начал говорить. Наруто кажется, что Аки пытается как-то сгладить это молчание, кажущееся немного неловким. Мальчик пожимает плечами подскошенный в его сторону взгляд. Они доходят до скамейки, на которую Узумаки с радостью присаживается и с теми же чувствами ставит палки в сторону. Ветерок, да и погода в целом, сегодня хорошая. Отсюда, поодаль от шумихи селения поскольку больница не окружена жилыми домами и имеет собственный участок для таких прогулок, спокойно. Возвращаться в палату не хочется еще больше, чем когда он просто ступил на улицу. Учитель Тэни уже скучает по вашим с ним урокам, снова подает голос Аки. А Итачи пытается попасть к тебе да только заданиями валит. Сама вот только выбралась. Наруто удивляется разговорчивости сестры и вместе с тем благодарит судьбу за такой подарок ему известно что-то новое. Он пока не знает, кто такой учитель Тэни, но, вероятно, скоро узнает. Всего лишь сложив пару фактов, нетрудно догадаться, что этот мужчина должен обучать мальчика на дому, поскольку Наруто с его проблемами заказан путь в Академию Шиноби. Информация про Итачи что-то необычное. Ему трудно поверить в то, что гений клана Учих если в этом мире все так же, как Ив его дружит с мелким пацаном, у которого полно проблем. Но из этого можно сказать, что возможно тут не было резни в клане обладателей Шеренгана. Поразмыслив, Узумаки решает продолжить разговор. Он задает вопрос, который был бы типичен ребенку его возраста и состояния, по его мнению. Сложно быть Джунином? Аки опирается о ноги локтями, поддерживая голову, и задумчиво мучит. Не то чтобы сложно, скорее нудно, размышляя, отвечает девушка. Миссий слишком много. Наруто кивает, понимая, о чем Аки говорит. Сам Наруто так и остался Гюнином, хотя по силе превосходит даже Джунина. Тем не менее, Шиноби третьего ранга должны много трудиться на благо деревни, защищая ее, и они же должны обучать будущее поколение. К сожалению, а может и к счастью, ему не удалось побывать в Шиноби такого уровня. Он навечно остался Гюнином в том мире. Если он не сможет вернуться в свой мир еще долгое время или о чем думать совсем не хочется вообще не вернется, то может он дорастет до Джунина и возможно, даже обучит свою команду. Почему-то эта мысль вызывает приятную дрожь. Далее они проводят время в молчании. Аки изредка что-то спрашивает у младшего брата, а тот, предпочитая пока что по большей части молчать, лишь кивает или как-то коротко отвечает. После того, как девушка проводит его обратно в палату, Узумаки просто ходит по комнате, пытаясь привыкнуть к ужасным палкам. У него получается ходить немного быстрее, а держать равновесие получается куда лучше. Наруто никогда не любил больницы, но сейчас он в особенности ненавидит это место, желая покинуть его так скоро, насколько это вообще возможно. И возможно, молитвы джинчурики наконец были услышаны, ранним утром ему сообщили о скорой выписке и что родители придут за ним поздним вечером. Готов. Нежно спрашивает Кушино. Наруто видит легкое волнение на лице матери, которое она так упорно пытается скрыть за улыбкой. Женщина стоит рядом с мальчиком, будто готова в любой момент защитить сына. Минато же ожидает членов семьи у двери, прислонившись к косяку. Эмоции Хакаби почти невозможно прочитать, но Наруто уверен, что он как минимум рад, что с его сыном все в порядке. Мальчик лишь кивает, готовый даже к долгой дороге на костылях. Покинув пределы больницы, они идут по улицам деревни. К счастью Наруто, время позднее, и сейчас не так многолюдно, как было бы днем или утром. Большая часть людей все равно не спит. Свет виден почти в каждом доме. Плутая по улочкам, мальчик пытается запомнить местность и понимает теперь еще лучше, что эта деревня очень сильно отличается от его родной. Лица Хакаги все еще высечены и видны на горе, а там уже и видно саму резиденцию, но в остальном все же другое расположение зданий. Вскоре Наруто замечает очертания квартала у Чих и сразу задается вопросом, почему они находятся так близко к выходу из деревни, а новый дом находится так неподалеку от красноглазых. Менма, конечно, не обнаруживается дома, а Киже как раз заканчивает готовить ужин, когда они приходят. С возвращением улыбается девушка не снимая с рук перчатки. Минато кивает и отвечает дочери тем же, Кушина легко целует ее в щеку, а Наруто кивает, улавливая чудесный запах. Его сестра определенно отличный повар. Он слишком сильно отвык от нормальной еды за всю жизнь, поскольку всегда питался чем-то покупным и таким, что быстро готовится без лишних хлопот. Даже не так. Он не знает, что такое ужин в кругу семьи, потому весь вечер проходит в неловком молчании, прерываемом редкими и короткими диалогами Кушина и Минато, иногда к ним присоединяется Иакия, периодически бросая взгляды на брата. Наруто, даже замечая это, не решается присоединиться к этим редким разговорам на неизвестные для него темы. После ужина мальчику удается взглянуть на свою комнату, где он уже планирует много чего сделать. Прежде всего он желает выкинуть книги прочь, занести побольше свитков про техники и что-то, что связано с лечением и чакрой, а также оружие это непременно. Решив, что в имеющихся книгах есть что-то полезное, мальчик рассматривает первый шкаф. Все, что он находит, это книги про историю, легенды о таких-то Шиноби и книги про другие страны. Помимо этого тут есть и фолианты про простые науки, как математика или японский, а этот пацан был тем еще зубрилой, в мыслях усмехается Курама. Наруто фыркает на это совершенно точно обещая себе, что как минимум сдаст их обратно в библиотеку, а как максимум сожжет. Наруто действительно кажется все это слишком чужим. Он не привык просыпаться под аккуратные, но активные толчки матери, после говорящей, что пора завтракать. Ему слишком трудно свыкнуться с одним учителем под боком, который говорит записать то, усвоить это Наруто привык отлынивать в учебе. Однако, стоит признать, это помогает узнать много нового, и книги тоже не были лишними. Узумаки с удивлением в течение всех двух дней, шедших так медленно, узнавал, насколько этот мир отличается от его. И дело не только в клане Учив, живущих буквально рядом с ним, и не в том, что структура скрытого листа этого мира отличается от той, к которой он привык нет, не только этим. Его родной клан жив, ровно как и цела деревня Узушиокогуря, девятихвост и не нападал на Конохогакуря, а в следующее Хакаги пророчит его брата, этого заносчивого подонка, которого джинчурики уже терпеть не может. Минма ужасный скот, предпочитающий не находится дома почти целые сутки, а как только он приходит, его отношение к окружающим довольно милое, но не к Наруто. За два дня нежеланный брат сказал мальчику одну фразу, прочно засевшую в голове, лучше бы ты умер. Старший Узумаки буквально выплюнул эту фразу, спокойно пройдя в свою комнату в другом конце коридора. Их связь с Курамы не настолько прочная, но Наруто чувствует эту жуткую злобу, которая исходит отменно. Как проходит обучение? Узумаки вздрагивает, в очередной раз удивляясь, как Аки может так бесшумно подходить к нему. Конечно, его сенсорные способности на данный момент совершенно ничего не представляют, как и навыки шиноби, однако каждый раз, джинчурики оборачиваются, завидев сестру, немного наклонившуюся над ним. Перед самим мальчиком лишь один пергамент, который он на данный момент изучает. Скучно бурчит Наруто, в глубине души надеясь, что однажды перестанет так пугаться. И все-таки она явно не просто так получила звание Джоунина. Девушка легко смеется, как всегда. Совершенно неудивленная этой фразой она отмахивается. Если что, ужин будет готов через 10 минут. Не забудь. На этом она покидает комнату брата, оставив его одного. Наруто, глубоко вдохнув, издает протяжный стон. В уголке души он так хочет, чтобы это все оказалось просто ночным, пусть и чересчур долгим, кошмаром. Несмотря на некоторые интересности этого мира, часть истории он знает о том же реку до Санине. В создании деревни только Мадара стал вторым Хакаге, а Табирама, так и не достигнув этого титула, погиб на задании, о первой и второй войне, которые в основе похожи на те, что были в его мире. В пергаменте, лежащем перед ним, как раз пишется о техниках, которые использовали в те времена и джинчурики прекрасно их знает. Домашнее задание, как и учеба в целом, хуже. Дедок, который его обучает, довольно милый и много чего знает, но это не то же, что обучаться в академии. Несмотря на свое состояние, Узумаки жаждет оказаться именно в школе для будущих Шиноби, чтобы узнать гораздо больше, и возможно у него получится как-то восстановить хотя бы каналы чакры, может, даже Наки это его ближайшие цели. Но в академию он просто обязан попасть. Его вытаскивают на площадку в среду едва ли не силком. Наруто предпринимает тщетные попытки, пытаясь всячески отказаться от такого замечательного предложения, но отец стоит на своем, продолжая твердить, что не может оставить сына одного дома. Минма и Аки покинули дом еще утром. Сестра сказала ему на прощание, что увидятся они только через пару дней. У Минато, как и обычно, работа не в проворот, а его мать будет помогать Хакаге. Будто все эти причины действительно настолько важные, что нельзя оставить Наруто одного дома. Запереться в комнате и ждать вечера почему так нельзя. Но на Микадзе только отрицательно качает головой и легко подталкивает сына в сторону площадки. Боже правый, Наруто двадцатилетний шиноби, и его отправляют туда, где водятся мелкие дети младшего возраста. Мальчик вздыхает. Просто посиди на качелях, как всегда говорит ему отец, а в восемь я приду. Оглянуться не успеешь. Узумаки с большим сомнением смотрит на Минато, ни капли не веря в слова мужчины. Если быть точнее, то в последнее. Но данное время на эту чудесную прогулку на площадке ужасает, более пяти часов быть в окружении разных детей. Впрочем, только ли это его ужасает? Если подумать, то у него были сломаны ребра, и это было далеко не простой случайностью. Его совершенно точно били. Это вполне могли бы быть дети, которых он может встретить на площадке, или более старшие ребята. Я приставил к тебе одного Анбу, внезапно оповещает Хакаге, он проследит, чтобы в этот раз тебя не били. Вот теперь отец радует его. Не только личная охрана, но и подтверждение его догадки. Выходит, местные ребятня его не жалуют. Интересно, в чем же причина такого отношения к Хакаге? Неужто этот мир более жесток, чем его? Тем не менее, ему не привыкать. Что его звали Димономлисом, что теперь Хакага, которого бьют дети, потерпят. И вот они подходят к площадке. Родители, совсем мелкие дети и ребятня немного постарше. Кого-то его возраста тут крайне мало, и все лица незнакомые. Сейчас Наруто десять лет, а значит, многие учатся в академии. Если, конечно, в этом мире нет больших отличий, чем живые родители и кланы. Отец, попрощавшись с сыном, уходит в сторону резиденция. Узумаки некоторое время проводит его взглядом, а после оглядывается на ненавистное место, где он проведет более пяти часов в окружении мелких. Выдохнув и с трудом смирившись с судьбой, он подходит к качелям, где, к его удивлению, свободно. Когда он на них садится, воспоминания накатывают на мальчика. Качели возле академии, где он сидел каждую перемену каждый день в одиночестве и наблюдал за другими учениками, как сейчас за детьми. Тогда он чувствовал себя ужасно одиноко, особенно когда будущих генинов забирали родители, за ним никто не приходил. Эй коллега подает голос какой-то мальчишка, подошедший к нему. Наруто поднимает на него взгляд и хмурится. Ребенок как ребенок, лет восьми или семи, с каштановыми волосами и зелеными глазами обычный пацан, каких тут много. Что же, с ним ему не стоит церемониться, однако мальчику не стоит забывать о Банбу, что следит за ним. Кстати о нем Наруто бросает взгляд в сторону дерева, что растет позади площадки. Сенсорные навыки не к черту, но заметить Шиноби в листве он способен. Да и то вполне очевидное место для наблюдения. «Чего тебе?» – резко спрашивает Наруто, делая словесный выпад на ребенка. Тот удивляется видимо, не ожидая такого от него. Сразу вернув себе надменный вид, он подходит ближе. «Смелым сделался?» – наклонившись произносит пацан. «Мы из тебя вечером всю смелость-то выпьем». Узумаки хмурится еще больше. Желание взять костыль и ударить этого мальчишку по ногам велико, но сдерживаясь, Наруто лишь молчит. Неизвестный только фыркает и, еще раз повторив сказанное, уходит прочь, оставив Наруто одного. Блондин хмыкает. Кажется такой злобы не было к нему даже когда его считали демономлесом. Вечер наступает медленно. Тягучи медленно. Все, что может делать Наруто, это сидеть на качелях и разве что болтать с Курамой, строя догадки о том, как они попали в этом мир и что тут может быть другое, как себя вести и что делать. Общими усилиями они ни к чему не пришли, остановившись на том, что нужно вспомнить прошлое, а уже после идти от этого. К тому же у Наруто все же есть кое-какие воспоминания прошлого себя блеклые, едва различимые и их очень мало, но они есть. Стоило лишь немного порыться в памяти. Правда, от них мало толку. Узумаки и без них известно, что мальчик молчал большую часть времени это можно понять и по лицам близких людей, и по их словам, и что у него есть друг Итачи, что эти дети его часто бьют. И вот к нему подходит группка ребят, и выглядят они далеко не дружелюбно. Я же говорил, что мы придем, говорит тот же мальчишка, что подходил к нему днем. Наруто молча смотрит на него, оглядывая и других детей. Их около десяти или тринадцати, все примерно одного возраста и нет никого, кого бы он знал. Узумаки обращает взгляд на родителей, сидящих поодаль болтают себя преспокойно, не обращая внимания на своих далеко не самых разумных чат. И что? Его вопрос снова удивляет всех. Некоторые дети видимо слишком эмоциональны, испытывают слишком глубокий шок широко раскрывают глаза, либо делают шаг назад будто ожидают удара. Шатену, кажется не нравятся слова Наруто. Он делает злобный взгляд, будто пытается напугать блондина, и делает несколько шагов к нему. Узумаки просто сидит на качелях. Ему все равно не встать и не ударить пацана по ясным причинам, хотя руки чешутся взять костыль. Ребенок делает лыбу, будто он хищник, и собирается нанести удар кулаком, как внезапно путь ему преграждает высокий мужчина, одетый в форму анбу. Дети позади пугаются и убегают прочь, когда их, судя по всему, главный, цокает и кинув злобный взгляд в сторону Наруто, уходит следом за другими детьми. Узумаки замечает встревоженные взгляды родителей и до ужаса напуганных детей. Анбу, стоящий перед ним, носит маску волка. За ней может быть кто угодно, но волосы мужчины черные, что невольно наводят на мысль. Спасибо, благодарить мальчик своего защитника. Тот, обернувшись лишь наполовину, кивает и исчезает. Наруто глядит на то дерево и, конечно же, замечает там мужчину. Отец приходит довольно скоро. До того, как они уходят с площадки, Минато смотрит в сторону Анбу и кивает ему. Наруто, заметив этот жест, делает немного иначе, улыбается его защитнику, как бы благодаря за сегодня. Уже дома Узумаки застает только мать. Разумеется, Аки все-таки не будет дома. А вот отсутствие Минмо мальчик как раз радуется. За столом ждет вкусный ужин, к которому Наруто потихоньку начинает привыкать. Кушина, к удивлению мальчика, не садится вместе с ними за стол, а продолжает готовить дальше. Мам поужинай с нами. Женщина удивленно оборачивается. Может он сказал что-то не так. Но Куна Ичи только качает головой и улыбается. Я уже покушала, отвечает она, и надо наготовить еду для твоих брата и сестры. Наруто фыркает в мыслях, для Минмо уж точно не стоит готовить что-то не заслуживает этот скот такой прелестной еды. Тем не менее, они ужинают вместе с отцом в тишине, которую сопровождает раз что тихий гром тарелок и столовых приборов. Это уже обыденность. Но если с ними кушает Акия, то постепенно завязывается разговор о миссиях и делах деревни. Наруто даже кажется, что пусть его сестра и не старшая в семье, но Хакаги, возможно, хочет однажды передать пост ей. Мину за ужином или завтраком застать едва ли возможно появляется дома так редко, что можно по пальцам сосчитать. К тому же Узумаки избегает его общества как огня, не желая лишний раз нарываться на неприятности с ним. Блондин поднимает взгляд на отца, закончит трапезу. Тот читает газету, переживывая мясо довольно медленно. Пап, подает голос Наруто. Хакаги отрывается от чтива. Можно мне ходить в академию? Кушина едва не роняет половник, заслышав это, а Хакаги широко раскрытыми глазами смотри на сына. Нет. Тут же восклицает мать. Ни за что. Она оборачивается. Ее грозный вид нисколько не пугает Наруто. Девятихвостый, бушующий в ней, тоже. Минато же, в отличие от жены, откладывает газету и становится тем, кого уважает вся деревня листа серьезным Хакаги, которому дали на рассмотрение очень важное дело. Ему не доводилось ни в одной из жизней видеть его таким. У тебя нет чакры, ты не можешь ходить, говорит, положив голову на сложенные вместе руки. Отец, и ты хочешь попасть в академию Шиноби? Мужчина говорит с отчетливым недовольством, в голосе. Его взгляд, пристальный и серьезный, говорит о том, что вряд ли у Наруто получится уговорить Хакаги, но он обязан попробовать, чтобы не учиться у старичка и не ходить на ту чертову площадку, от которой его тошнит только с первого взгляда. В конце концов, он не ребенок. Минато, кричит на него Кушина, но муж прерывает ее взмахом руки. Наруто пристально смотрит на отца. Из всех его доводов, один является неверным, но сказать ли ему об этом? Быть может, это даст шанс на обучение среди других будущих генинов. Курама, что думаешь? Просит Узумаки совета у старого друга. Тот рычит в подсознании. Это опасно, произносит девятихвостый, но попробовать стоит. Джинчурики кивают другу в подсознании. Ему необходимо быть осторожным, да. А вдруг так он сможет продвинуться дальше и быть может восстановить ноги? Курама обмолвился тогда в больнице, что ноги не работоспособны из-за чакры в том числе, а значит, что при ее наличии шансы на их лечение возрастают в несколько раз. Его могут не отправлять на всякую реабилитацию только из-за этого. Но как объяснить внезапно восстановленные чакроканалы. Его родители обязаны знать, что они были в ужасном состоянии. Впрочем, есть одна мысль. Сёнджу обещала не говорить об этом Минато, Кушине или другим его родственникам, да вообще кому-либо. Это может сыграть на руку. Он провалялся с внезапной температурой некоторое время, ему в принципе стало хуже после сердечного приступа. Все, что могла сказать его родным Цунаде, это про простую простуду. Или что-то наподобие, был а не была. А если у меня будет чакра? В этот раз удивление превышает норму. Кушина, кажется, вот-вот упадет в обморок. Она валится на стул, хватаясь за голову. Мужчина спрашивает, все ли с ней в порядке, а та только качает головой. Это невозможно, хриплым голосом говорит женщина. Она поднимает взгляд на сына, мы испробовали все, обращались к кому только возможно. Наруто отводит взгляд. Об этом он не знал. В воспоминаниях мальчика нет ничего подобного. Возможно, они водили его по врачам в еще более младшем возрасте. У тебя не может быть чакры Наруто подтверждает слова жены Хакаги, так что эту тему стоит закрыть. Теперь мальчик хмурится. Просто так закрыть тему. Нет, он не послушает их. В планах Узумаки нет пункта остаться коллегой на все те годы, что ему предстоит прожить в чужом мире. Как бы им доказать? Или попросить отвезти его к главному медику Канохе, чтобы та подтвердила слова блондина. Как один из вариантов на крайний случай, пожалуй, сойдет. Вообще-то он не пытался использовать техники, но раз дела зашли в такое русло. Узумаки, моля всех богов о том, чтобы его ни в чем не заподозрили, говорит. Тогда в больнице что-то случилось, и мои чакроканалы смогли восстановить, оба родителя обращают на него удивленные взоры, ба. Сеонадисама обещала помочь мне с этим, и я попросил держать это в секрете от вас. Могу доказать, что владею чакрой. Кушина прикрывает рот рукой. На ее глаза наворачиваются слюзы, которые она сразу смахивает. Хакаги, придерживая жену, осторожно кивает, давая свое согласие. На самом деле, Наруто надеялся на то, что ему не придется что-либо доказывать. Но раз так, какую технику ему использовать? В его комнате не то чтобы много свитков, но они есть. Техника замены не пойдет, дерево подавно, огонь тоже отпадает. Клон. Пожалуй, можно создать обычного. Даже если он получится мешком, то ничего страшного. Узумаки складывают печати, все еще сидя на стуле, и рядом возникает в облачке дыможивой клон мальчика. К его собственному удивлению и вероятно, еще большему родителей, копия стоит на двух ногах. А это можно использовать, хищно произносит Курамао. Блондин не может не согласиться с хвостатым, поражаясь внезапному открытию. Клон, однако, быстро исчезает против воли Наруто. Его владение чакрой на данный момент оставляет желать лучшего, но даже такой показатель уже неплох. С учетом, что в этом теле не было чакры десять лет, то результат более чем отличный. Как? Пораженно спрашивает Минато. Почему она не сказала? Наруто вжимает голову в плечи, мысленно прося прощения у бабули Цунади. Кажется, завтра ее ждет сюрприз и допрос с пристрастием. Кушина же ведет себя более эмоционально кидается обнимать младшего сына. Теперь она не сдерживает слез, и Наруто осторожно обнимает ее, даже не подозревая о реакции, которые вызвали его слова и действия. Следующий день проходит в какой-то непонятной Наруто суматохе. Его занятия с теней были отменены, и на утро вместо завтрака дома Узумаки потащили в больницу к Сёнджу. Одним взглядом мальчик просит у женщины прощения, а она, умело подыгрывая, приводит Хакаги доводы, по которым скрыла эту информацию. И, конечно, ему непременно достается от медика, когда она просит Хакаги оставить их с мальчиком одних, дабы она провела проверку, все ли с ним в порядке. «Прости, виновата опустив голову», – произносит блондин. Сёнджу выдыхает и издает протяжный стон. «В следующий раз хоть предупреждай», – произносит женщина. На слова, совершенно точно означающие прощение, мальчик радостно кивает. Эта Цунаде очень похожа на ту, что он знал в своем мире, и это не может не радовать. Она, пожалуй, будет добрее. Но радость быстро исчезает. Наруто хмурится, вспоминая, что клон быстро исчез. «Насколько большой у меня запас чакры?» – спрашивает он Сёнджу. Та удивленно оборачивается на мальчика. Женщина подходит к нему и, присев, проверяет, тут же сообщая. Пока небольшой, тянет она, но это не удивительно, бабулицу Наде поднимается и возвращается к своему столу. Она сначала удобно устраивается в кресле и, пододвинувшись, берется за какие-то бумаги. «Ты жил без чакры едва не с рождения, так что нужно натренироваться, и все будет хорошо». Она говорит ровно то, о чем мальчик думал. Раз догадка оказывается верной, ему только и остается, что каждый день выполнять упражнения и при помощи клонов пытаться разжечь свои силы. Это будет, определенно, тяжело и нудно, но оно должно того стоить. Кто знает, какие трудности этот мир решит ему преподнести. Но чакра, как бы там ни было, давно вычеркнуто из списка проблем, из которых наиважнейшей все еще является отсутствие возможности ходить. Даже если он сможет стать гененом, то прыгать по деревьям и гоняться даже за котами без помощи ног будет едва ли возможно. Стоит узнать, раз такие дела. «А что насчет ног?» Сунади стучит ручкой по столу и хмурится, обдумывая. Наруто терпеливо ожидает ответа. «В данном случае я вряд ли смогу помочь», задумчиво произносит медик, но учитывая наличие чакры, твоему клану, может быть, это удастся. Ровно как и в прошлый раз, все ее слова сводятся к Узумаке. Чем же они так хороши? За прошедшие дни мальчик так ничего и не смог разузнать про свой же клан. Книг нет, спросить опасно никаких возможностей. Единственный намек на них слова Сёнджу, ясно говорящее об их таланте в области медицины. Спросить у родителей, может ли он вылечиться у них? Вполне можно. Судя по воспоминаниям, ничего подобного, таких вопросов к ним не поступало с его стороны. Характером здешняя Цунадия очень напоминает ту, которая была в его мире, но по силам у них резонное отличие. Неужто они настолько способнее тебя? С небольшой усмешкой интересуется Наруто. Цунадия выдыхает. «Я уже говорила, все, что касается проблем, как у тебя, для меня сложная задача», объясняет она, наконец прекращая стучать ручкой, что делал все это время. «Я могу вылечить любую рану, но поврежденные каналы чакры и ноги, поломанные так, как только можно, нет». В конце речи она разводит руки в стороны, как бы говоря, что тут она бессильна. Наруто понимающий кивает и опускает голову, разумеется. Его ситуация отличается от простых ран, которые можно получить на передовой. В его родном мире он в принципе не видел и не знает, чтобы у кого-то была такая проблема, как у него сейчас. Далее задает вопросы уже Сёнджу. Типичные вопросы про самочувствие, как и в прошлые разы требующие в основном ответа да или нет. Он отвечает комканно, но честно его ничего не беспокоит. Ни боли в сердце, ничего другого чувствует здоровым. Единственные два дискомфорта ребра, редко мешающие, и неработоспособные ноги. После всех ответов медик отпускает его, следом прося зайти к ней Минато. Только после этого они вместе покидают пределы больницы под общее молчание. Наруто молчит лишь по той причине, что боится гнева отца, и без того всполошенного с самого утра, а тот. Узумаки не уверен, почему Хакаги не произносит ни слова. Мальчик смотрит на отца. Его хмурый вид так и кричит, не трогай меня. Но ведь тот разговор так и не был закончен. Ничего категоричного против или за не было сказано, а значит, вопрос остался без ответа, который Наруто нужен, как воздух. Отец тихо зовет Минато мальчик. Тот оборачивается на сына. Его лицо смягчается моментально, и мужчина улыбается. «Академия, верно?» Узумаки удивляется догадливости Хакаги и молчаливо кивает, с нетерпением ожидая ответа. Намикадзе задумчиво мычит, глядя куда-то прямо перед собой. «Что же тянет мужчина, мы говорили об этом с Цунадей и твоей мамой». Он смотрит на сына, показывая ему яркую улыбку. «Обещаешь быть осторожным?» Мальчик начинает активно кивать головой. «Да, спасибо. Если бы он мог ходить, то непременно кинулся бы обнимать отца». Лицо озаряет яркая улыбка до ушей, а ненавистная и совершенно ненужная площадка исчезает из списка проблем и ненавистных вещей, ровно как и учеба простых предметов на дому. «Ангу все еще будет приглядывать за тобой», выставляет он условия. «Хорошо, плевать на слежку за счету». Это его маленькая победа, заслуженная и вполне справедливая. Нет, просто так его в Академию не пустят. Обучение на дому продолжается, но теперь его учитель либо отец, либо Акия, в зависимости от того, кто свободен. Срок недели. Это время дано ему больше для того, чтобы обучиться тому, что уже известно детям его возраста и его группы, куда его, по сути, уже зачислили. Наруто, однако, трудно назвать это все бесполезным и ненужным. Когда Минато в первый день, а сейчас уже идет третий, дал сыну Кунай, и тот попробовал его кинуть, Узумаки сначала падал около 20 раз, а лишь после смог кинуть оружие мимо цели это был целый подвиг приключения. Целься лучше, говорит как наставник сестра. Она стоит подля Наруто, сложив руки на груди. Ее взгляд, сейчас суровый и строгий, внимательно следить за движениями мальчика. Каждый его промах и действия она комментирует, то советуя, ту критикуя и показывая на деле. Узумаки уверен, из нее выйдет неплохой учитель для команды, но сейчас все ее советы просто бесполезны. Стоять на костылях и пытаться хоть раз попасть в цель, при этом не навернувшись, крайне сложно. Мальчик фыкает и пытается снова попасть в мишень. Кунай пролетает довольно близко к деревяшке, едва задевая ее, это максимум, которого Наруто сумел добиться за пару дней. Может ему попытаться удачу через клонов. Однако для подобного нужно больше чакры и теневые, а не обычные. Близко хмыкает девушка. Но нужно лучше. Как же он хочет взвыть. Шиноби и без ее наставлений знает, как бросать Кунай и что делать. Очередная попытка хуже предыдущей. Сестра вновь недоволна результатом. И так с самого утра до вечера. Ни техник, ни лекций только Кунай. Впрочем, его и самого ни что другое не тревожит сильнее этой чертовой тренировки, превращающейся в сущий ад. Акия рядом вздыхает. Перерыв. С надеждой интересуется мальчик. Сейчас около полудня, и им стоит перекусить. Сестра задумчиво смотрит на мишень, стуча пальцем по подбородку. Ритмичные движения не прекращаются около минуты, когда она все же согласно кивает и расслабляется, сразу веселее. Наруто с удивлением смотрит на такую резкую смену настроения, хотя наблюдает такое не первые сутки. Куда хочешь? Ответ напрашивается сам собой, а тоскливый желудок уже предвкушает вкус старой и доброй пищи, от которой он никогда не сможет отказаться. Вычераку. Оглашает Узумаки, едва не подскакивая, вовремя опомнившись подпрыгнет и упадет. Девушка смеется и соглашается с предложением. Они вместе идут в сторону деревни поскольку был выбран полигон, располагающийся на окраине листа, где обычно никого нет из-за дальнего расположения. Знакомая с детства лавочка Теучесана и он сам находится где-то ближе к середине деревни. Лапшичная немного больше, чем была в его мире и куда популярнее. Сейчас за тканью Узумаки наблюдает пять человек и шесть свободных мест, на два из которых брат с сестрой присаживаются. Привет, старик, приветствую от Акия владельца Раменной, две порции как обычно. Наруто удивляется своевольному поведению девушки и ее словам. В воспоминаниях, которые есть от прошлого него, нет ни одного момента, когда бы они с Акией ходили в это местечко. Впрочем, прошлый владелец тела вовсе не знал об Ичераку, и это не удивительно, учитывая людное место и образ жизни его маленькой копии. Люди, что сидят левее, бросают в их сторону разного рода взгляды. На Акию они смотрят с уважением, какое должно быть при виде дочери Хакаги, однако на Наруто они глядят с жалостью и сочувствием. Фыркая на это, мальчик отворачивается и смиренно ожидает заказа. Ничего нового, дети его ненавидят и презирают, поскольку он калека, а взрослые жалеют, качая головой. Вот когда он встанет на ноги, все жители деревни увидят его настоящую сторону. Он не будет скрываться, когда станет старше и сильнее. Вот скажи, облокотившись о стойку и подперев голову рукой, начинает сестра, привлекая к себе внимание мальчика, ты не любишь учебу, а рвешься в академию. Зачем? Узумаки подозревал, что кто-то рано или поздно спросит его об этом. Может, не прямо в таком контексте, как он говорит Акия, но в каком-то похожем. В какой-то мере это дверь для изучения этого мира в более широком и известном ему способе. Также это позволит заручиться поддержкой и узнать, действительно ли все тут чужие, даже те, что были напарниками в его мире. Еще одна причина отсутствия необходимости посещать площадку детей и учиться, будто в клетке. Такая учеба и вправду не самая лучшая, а еще черт задашь вопрос о мире снаружи, не вызывав лишних вопросов у проницательного старика одна единственная попытка много стоила. Для других же заготовлен другой ответ, куда более короткий и простой. «Потому что я хочу стать Шиноби». Он смотрит на сестру в упор. Девушка хмыкает и отводит взгляд. «Даже если есть чакра, у тебя имеется проблема с ногами», тянет Кунаичи. Наруто это прекрасно понимает. Уж больше нее. Но что он может сделать? Пока что у мальчика нет никаких вариантов, кроме зацепки о его клане. И он все еще не поднимал этот вопрос. Пожалуй, этим вечером, когда Акия уйдет на задание, ровно как и Минма, у него будет шанс поговорить с родителями об этом. При старших братья и сестре он не хочет беседовать о чем-то таком, особенно если рядом есть первый. «Знаю», — шепчет мальчик. Но уверен, это не навсегда. Акия только желает удачи и говорит, что верит в брата, как им приносят вкусную лапшу. Мысли о плохом и тренировках улетучиваются сразу, оставляя перед глазами еду, которую он давненько не видел и не ел. Вечер кажется каким-то счастьем и спасением, а следующий день целым раам. Тренировка после вкусного и плотного обеда стала ужасным сном, в котором Акия не тренировала, а изводила брата. Руки дрожат после долгих часов метания оружия, перед глазами неустанно маячит нетронутая мишень, а в ушах стоят слова об очередных неудачах. Даже весь путь до дома Наруто кажется, будто Акия продолжает говорить наставления, хотя ее рот не открывается, а глаза смотрят только прямо. Курама молчаливо отсыпается в подсознании, будто накапливая силы или таким образом обдумывая решение всех проблем. Узумаки и сам не прочь лечь и заснуть на пару дней осознания того, что никуда не надо идти. Прошлое еще смутное, особенно последнее. Пару лет, четыре года, сейчас Наруто не знает, сколько много он забыл, и остается только гадать. Несмотря на это, Шиноби четко ощущает или даже помнит, что мог спокойно отоспаться и отдыхать, не будучи во власти заданий или каких-то проблем. От мыслей о прошлом, таком неясном и туманом, сердце колит, а голова начинает слегка болеть. Так многое упущено и не сделано, что даже больше, чем грустно. Окажись он в этом мире без Курамы, Наруто сошел бы с ума или просто сходу натворил дел, наплевав на осторожность. Возможно, он не смог бы даже вернуть себе чакру или решить другие проблемы, какие у него еще есть и пока что будут маячить в списке дел. Определенно, оказаться в другой обстановке одному слишком ужасно. Мальчик поднимает взгляд на небо, осторожно переставляя костыли и шагая следом за сестрой. Звезд почти не видно, луна тоже скрыта за темными тучами, а шелест листвы будоражит. Ну вот и дома, голос Аки вырывает Наруто из круговорота мыслей. Он опускает взгляд и едва оглядывается, в свете уличного фонаря легко узнавая очертания дома. Мальчик кивает сестре и идет к входу, в какой-то момент оборачиваясь. Девушка продолжает стоять там, где стояла. «Ты на задание», — догадывается мальчик, вспоминая слова сестры утром. Аки кивает. Изначально он думал, что сестра хотя бы зайдет на секунду домой, но похоже, в ее планах нет такого пункта. На поясе висит оружие, на самой девушке формы джиунина. Удача, непринужденно улыбается Наруто и спешно идет в теплый дом. Ветер холодит кожу после изнурительной тренировки. В теплом помещении находиться куда приятнее. С кухни доносится звон тарелок и прочей утвари, чувствуется приятный манящий запах и слышится тихий голос обоих родителей, один их которых, Минато, выходит встретить сына. Хакаги не спрашивает о дочери, и в памяти всплывает отголосок того, что Акия всегда поступает подобным образом. Кушина тоже ничего не спрашивает о сестре, лишь о прошедшей тренировке, и попутно подает ужин сыну. Минато и Кушина поочередно интересуются о прошедшем дне. Наруто легко ведает им о том, о сем, хотя рассказывать особо ни о чем. Беспокойство матери и отца понятно, но они слишком уж нервничают от мысли о простой тренировке покиданию кунаев. В прошлом Наруто не так уж часто приходилось использовать оружие, отдавая предпочтение техникам и особенно Росингану. В конце концов, по завершению ужина все вопросы отпадают, а за место них начинаются новые уроки. Чтобы догнать уровень других, мальчику необходимо порядком изучить. К счастью Узумаки история этого мира, техники и прочее не сильно отличается от того, что было в его родном. Различия либо минимальные, либо приближенные к тому, что известно Наруто. К тому же прошлый владелец тела любил читать, и эти знания оказываются более чем полезными. Различать два Я бывает трудно. И так проходит еще один час. За окном непроглядная темень, а время близится к тому, когда Наруто уходит спать. Несмотря на позднее время, у мальчика все еще остается нерешенное дело, которое стоит выполнить как можно скорее. Сегодня самый подходящий шанс. Мать как раз присаживает на кресло, взяв в руки кружку чая и уложив на коленки книгу. Отец, также сидящий возле Наруто, еще не скоро уйдет. Скажите, неуверенно подает голос Наруто, все еще на каплю сомневаясь, стоит ли затевать этот разговор, возможно ли мне отправиться в узушилку Гурина лечение ног. Лица родителей мрачнеют, Кушина едва не роняет кружку. Женщина дрожащими руками отставляет чай на деревянный стол, бросая взгляд куда-то в сторону и пожимая губы. Минато складывает руки и откидывается на спинку дивана, нахмурившись. Отец выглядит менее взволнованным, чем жена, но его замешательство видно отчетливо. Так, возможно ли? Ни за что. Неожиданно восклицает Кушина. Наруто резко оборачивается на женщину, удивляясь ее поведению. Глаза матери будто становятся красными, и энергия, что исходит от нее, обращается в злобу, заставляя хилое и пока слабое тело мальчика невольно дрожать. Красные волосы едва начинают летать в воздухе, создавая образ девяти хвостов, как Минато резко оказывается возле жены и берет ее за руки. Он что-то шепчет ей, а после они вместе уходят на второй этаж. Наруто остается провожать их взглядом, обещая в будущем не говорить о чем-то серьезном и важном в присутствии матери. Ее реакция что в прошлый раз, что в этот слишком резко. Это был другой девятихвостый, рычит лис. Узумаки едва заметно кивает. Он уже догадался по злобной аоре, что начала окружать мать, что это был другой хвостатый. Вопрос о том, кто является джинчурики здешнего Курамы, отпадает. Вместе с тем становится странно, что он так влияет на Кушину, ведь лис в его мире даже и не подумывал о чем-то подобном, к тому же жена Хакаги умело справлялась с гневом девятихвостого. Что же не так в этом мире? Отец возвращается через какое-то время. Он тихо ступает по полу, присаживаясь на свое место. Не думал, что все так обернется. Виноват или печет мальчик, из-под лобби наблюдая за Минато. Мужчина только вздыхает и взъерошивает волосы, бросая взгляд в сторону оставленного чая и книги, так и не открытой. «В этом нет твоей вины, Наруто», произносит он, наконец удостоив сына взглядом, но впредь давай обходить подобные разговоры. Ему не стоило этого говорить, но даже так мальчик кивает. С ней все будет хорошо. Минато кивает, отдохнет немного и будет прежней, улыбается мужчина. Возвращаясь к твоему вопросу, в данный момент это невозможно. Давай посмотрим на твое обучение и состояние. Если до окончания учебного года ты добьешься успеха, «Мы выполним твою просьбу и обсудим все с Узуши Око-Буря». Наруто радостно кивает. «Даже если придется год проучиться в Академии и конкретно постараться, чтобы успешно пройти год, Узумаки готов к этому. Спешите настаивать на своем пока не следует, не хочется подозрений». Вместе с тем, у него еще остается вопрос, который задавать одновременно опасно и необходимо. Когда он спрашивал про Академию, мать не злилась так сильно, хотя аура Девятихвостого немного просачивалась. В этой ситуации ее охватила уже ярость, будто у Кушины плохие отношения с родной деревней. «Учитывая реакцию твоих родителей, не думаю, что ты должен быть в курсе ситуации», — подает ленивый голос Курама. Наруто думает недолго и все же решается, подстрекая лисом. «Можно задать еще один вопрос?» «Конечно», — улыбается Минато. «Вы не дружите с кланом Узумаки». Хакаги задумчиво мычит, отводя взгляд. Шанс того, что он ответит, постепенно падает к нулю. Сейчас для них он все же ребенок десяти лет, который жадно хочет стать Шиноби и который является калекой, возможно, на всю жизнь, разумеется, от подобных разговоров подробностей ждать не стоит. Не совсем так, тянет мужчина. Скажем так, у мамы есть причина злиться на собственный клан. Наруто удрученно вдыхает. Разумеется, кто честно и открыто ответит ребенку. Все, что остается мальчику, — это попрощаться с отцом и уйти на второй этаж. На лестнице Узумаки задерживает взгляд на родительской спальне, тихо желая спокойно ночи матери, и уходит к себе в комнату. Освещенная только луной комната все еще кажется чужой. Ненавистные палки откладываются в сторону возле кровати. Наруто достаточно только коснуться подушки, и в памяти всплывает воспоминания, вызывая адскую боль головы и в области сердца. Прекращай ломаться. Сегодня твой день. Вскинув рукой с бутылкой саке, уже наполовину пустой, пятая продолжает гнуть ту же ветку. Узумаки, прикрыв лицо рукой, вздыхает. Если верить его счету, она говорит это уже седьмой раз с тех пор, как вообще начала выпивать. Остальные с самого полудня находятся почти на том же уровне, что и бывшая Хакаги, разве что на пункт или два трезвея. Карин, видимо, наиболее восприимчивая к высокому градусу, пытается пристать то к Саске, то к Сакуре, то к самому Наруто, то, что удивительно, Карачимару. Правда, к последнему больше с претензиями, когда к Сакуре она относится как подруга. Сунади услужливо подливает пьяную Зумаки выпивку, спаивая больше и больше и давая советы, которым та явно не внимает. Но Наруто, тянет пятая, не прекращая попыток. Парень выхватывает из рук Сёнджи бутылку и наливает себе стакан, залпом выпивая. И больше не просите. Сунади пьяно улыбается, явно давая намеки на то, что будет продолжать его донимать, но сейчас она лишь забирает свою прелесть обратно и уходит к другому Санину. Наруто с удручающим видом наблюдает за гостями, среди которых только старые друзья и команда Тако в полном сборе и все в его небольшом домишке, где он даже не думал праздновать день своего рождения. Учитель, восклицает Харуно, подскакивая и выхватывая бутылку у бывшей Хакаби. Между учителем и ученицей возникает небольшая перепалка, в которую никто не решается влезть. Наруто, прикрывая лицо рукой, кратко наблюдает за ними, надеясь избежать раненых и погрома дома. Не будь угрюмым, веселись. В этот раз подходят уже Саски, наваливаясь на Шинобе. Парень вновь вздыхает. Не отдохнуть, не заняться изучением прошлого деревни – ничего. Наруто бросает безразличный взгляд на старого товарища и на протянутую рюмку Сакэ, полную до краев. Как пьяный учиха не пролил ни капли большой вопрос для Узумаки, пребывающим в абсолютно трезвом состоянии выдохнув в очередной раз, парень все еще решает выпить за компанию со старым другом, обещая себе не сильно забываться. Крики Цунаде и Сакуры наконец затихают. Обе сидят и пьют, хихикая и перешептываясь. До чуткого слуха джинчурики почти не доходит слов, что они произносят, но они явно обсуждают собравшихся и в том числе парней, заставляя Наруто покраснеть и прекратить их подслушивать. Арачимару пьет в сторонке, будто предпочитая одинокое общество, Джуга и Суйбет Цел принимают на себя удар Карин, что пристает к ним и попутно распивает какую-то по счету бутылку. Парни не позволяют ей пить слишком много, но им едва ли удается отнять у нее уже почти пустую бутылку. Судя по словам Сакуры, другие должны прийти несколько позже. В конце концов, Саске удается споить Наруто до его собственного состояния. Еще все осознавая, но ощущая заметное головокружение и приподнятое настроение, Наруто борется с желанием выпить и остаться в сознании, чтобы хотя бы принять других гостей и проследить за порядком. Рука против воли тянется к очередной рюмке, услужливо поданной пятой, и кивок парня служит словами благодарности за этот жест. Мысли говорят, что лучше остановятся, но тело желает продолжить веселье, против которого он шел. Сакуры и Сёнджи уже присоединились к ним с полчаса назад. Час? Наруто быстро теряется во времени. А Рачимару так и продолжает пить в одиночестве, изучая какие-то свитки. Среди них он узнает те, что уже читал и те, которые еще не довелось. Суидет Сео и Джуга тоже сидят неподалеку, а позади них весело скачет Карин, без остановки разговаривая не то с собой, не то с каким-то привидением, что видит только она. Толочно, подает голос Саске, чуть наваливаясь вперед. Сакэ в руках Учихи плещется, заливаясь за края и попадая на уже давно пропавшие выпивкой руки. Пребывающий в пьяном состоянии бывший Мститель ведет себя слишком резко, хотя всего полчаса назад мог удерживать в руках полную до краев чашу, не позволяя напитку выплескиваться. Что-то вспомнил? С усмешкой спрашивает Суи-Гетсу. Наруто смотрит на члена Така. Он сидит расслабленно, качая в руке почти нетронутый и давно налитый напиток. Джуга выглядит более трезвым, нежели его светловолосый собеседник. Судя по всему, они оба не особо прикладывались к горячительному. Да, громогласно восклицает Саске и на гнущихся ногах встает, указывая пальцем на Орочимару. Сакэ расплескивает еще больше от резких и неосторожных действий Учихи. Санин, услыхав свое имя, отвлекается от свитков и заинтересованно смотрит на свой некогда эксперимент. Ты задолжал нам желание. На слова Саске все реагирует по-разному. Суи-Гетсу открыто смеется, Джуга оборачивается к ученому и сочувственно смотрит на него, желая терпения, Пятая и Сакура, заманчиво переглянувшись, втихую строит коварные планы, и Сёнджи успевает крикнуть пару ласковых пожеланий бывшему напарнику. Саске продолжает расплескивать алкоголь и указывать на Учителя. Наруто, будучи уже под властью горячительного, вконец распоясывается и подключается к общему веселью, начиная предлагать возможные желания. Лишь один Змейный Санин отводит взгляд и закрывает лицо руками, сожалея о глупом споре. Идей оказывается много. Создать то, сломать это, рассказать ту-то тайну, поведать чудную историю, выполнить танец или сделаться мишенью для кунаев, пьяных гостей и хозяина дома, но каждый вариант не нравится либо одному, либо всем, из-за чего прийти к согласию становится трудно. Наконец, Наруто, задумчиво обводя комнату взглядом, находит прекрасную идею. А пусть он принесет свитки хитро произносит Узумаки, наклонившись к пьяным гостям. Точно, поддерживает его Цунадя. У него куча интересных, изопретных, соглашается Учиха. Остальные также поддерживают эту идею и одновременно оборачиваются к Санину, озвучивая принятое решение. Тот, попытавшись лишь раз уговорить собравшихся передумать, все же вынужден выполнить их просьбу. Наруто кидает кунай, даже не стараясь, и то ли по случайности, то ли ему действительно повезло в этот раз, то ли Узумаки получилось научиться этому трудному для Калекишина беделу оружие попадает точно в цель, близко к Красному Кругу. Минато оборачивается на сына. Тот достает другой кунай, будто не заметил, что попал в цель, а не промахнулся. Может прервемся? Подает голос Хакаги. Ответом ему служит треск коры, вновь пробитый оружием. Сходим в Раменую. Делает новую попытку мужчина. Наруто остается безразличным к словам отца и продолжает тренировку будто на автомате, не замечая ничего. Кажется, будто перед его взором не мишень и лес, а толстая непробиваемая стена. Наруто, осторожно касаясь плеча сына, зовет его Минато. Тот вздрагивает и смотрит на взрослого. Тот стоит, наклонившись к нему, на расстоянии шага. Встревоженный взгляд изучает его, а рука осторожно лежит на плече. Узумаки оглядывается по сторонам и с удивлением замечает кунай, попавший в цель. Пацан. Тихо рычит Курама в подсознании. Прости, что ты и отвлекся, опираясь об одну из палок, Наруто в привычке закидывает другую руку за голову и чешет затылок. Минато все еще выглядит встревоженным, но убирает руку и выпрямляется, тяжело вздыхая. Он трет переносицу и морщит лоб, явно что-то обдумывая. Узумаки тем временем еще раз смотрит на мишень. Определенно, он смог попасть, даже сильно задумавшись. Дни тренировок с океей стали для него сродни рутины, которую выполняешь, не задумываясь. Может, сыграли навыки прошлого, но цель достигнута осталось только попадать больше одного раза, и все будет отлично. «Я в норме», — говорит Лису мальчик, — «просто меня беспокоят эти воспоминания». Девятихвостый согласно рычит в подсознании. Воспоминания, приснившиеся ему этой ночью, не дают покоя по многим причинам, Наруто беспокоится за друзей, за дом, за произошедшее после и за свое нынешнее состояние. Быть может, дело в прошлом владельце тела или в самом теле, но из-за нахлынувших воспоминаний у него едва не случился приступ, и казалось будто мозг готов был взорваться в любую секунду. По итогу выспаться не удалось, ровно как и успокоить мысли. Узу маки беспокоит то, что с ним может случиться в следующий раз, когда воспоминания вернутся еще одним кусочком. Эта мысль особенно не дает покоя. Шиноби кажется, будто это тело отвергает его. А значит, следует ожидать худшего. Но помимо всего прочего, Наруто неоднократно задавался вопросами о том, что там были засвитки, где были другие гости и что с ними произошло после исчезновения Наруто, если, разумеется, помимо него в этот мир не пришли другие. Теория о том, что его пришествие в этот мир случилось из-за этих самых свитков Арачимару. Пока что отдохнем, устало произносит Минато. С тобой точно все хорошо? Если нет, мы можем. Узу маки качает головой, зная, что собирается сказать отец. Хоть мальчик и недоволен, эти тренировки ему нужны, как воздух, ибо если не здесь, то ему негде и ни у кого учиться. К тому же Наруто уже признал, может, это нудно и сложно, но с каждым разом у мальчика получается лучше и лучше. Даже сейчас, будучи занятым ворохом мыслей, у него получилось на автомате попасть почти в центр мишени. Но вот от перекуса Наруто не откажется. Особенно от вкусного и горячего ромина. «Давай вечераку!» — восклицает мальчик, первым направляясь в сторону деревни. Удар — новая порция боли. Удар и щепки летят в стороны. Удар — небольшая вмятина на дереве, едва заметная человеческому глазу. Пока Минато временно ушел с полигона, предоставив сына самому себе, вместо метания кунаев мальчик предпочел заняться другим делом — тренировкой рук. Усилить тело сложнее, чем он думал. Будучи на костылях, Наруто приходится держать равновесие и бить по дереву, как по грушу. К счастью, благодаря тому, что прошлый владелец долго ходил на палках, а не ездил на коляске, руки достаточно сильные и даже с минимальной силой можно оставить слабую вмятину на коре. Наруто тяжело дышит и останавливается на минуты, после вновь возвращаясь к делу. Если он будет так делать на протяжении долгого времени, то, быть может, повезет немного лучше подкачать и натренировать тело. Но Тайдзюцу определенно для него под запретом до тех пор, пока он не сможет вылечить ноги. К тому же тяжелые тренировки тоже невозможны. Бить по грушу максимум. Или по дереву. Мальчик вздыхает и, в конце концов, устало падает на землю, пытаясь отдышаться. Раны на руках заживают быстро, что даже удивляет. У них с Курамой нет особой связи с этим телом. Быть может, это из-за того, что его мать джинчурики. Возможно, кто-то наблюдает, злобно рычит Курама. Мальчик, вытирая под тыльной стороной руки, смотрит по сторонам. Его сенсорные способности оставляют желать лучшего, потому куда и как бы он не смотрел, у него не получается заметить незваного гостя. На востоке, среди деревьев. Наруто смотрит в ту сторону, какую указывает лис, и при должном усилии замечает Шиноби. Судя по его чакре и скрытности, он должно быть, Анбу. Мальчик догадывается, что отец, похоже, ушел на неопределенное, либо долгое время. Разумеется, родитель не оставил бы сына одного. И, выходит, на этом тренировки с деревом закончились, и мальчику приходится вернуться к Кунаям. Лишь через пару часов Минато возвращается на полигон, и позанимавшись еще около часа, они вместе возвращаются домой. Неужели этот Учиха и тут не ходит в академию? Спросил сам себя мысленно блондин, уныло вздохнув. Учиху, который в его мире был помешан на месте, Наруто не видел уже четвертый и по счету последний урок. Однако, придя в академию первым, Узумаки мог наблюдать за приходящими учениками, теперь его одноклассниками. Большинства, блондин конечно не знал, хотя то и не удивительно. Кто-то был из Учих, чей клан был вырезан в его реальности, другие были Хьюго, а вот из каких кланов и семей были остальные, не знал даже Лис. Другая половина его выпуск, знакомая из его мира. Конечно, кого-то он видел вчера, вместе с Неджи, а вот кого-то увидел только с утра. Как только начался урок, то на немой вопрос всего класса тут же ответил Ируко, сказав, что Узумаки теперь будет обучаться с ними, чему половина класса явно была не рада, другая половина к этому отнеслась с полным безразличием, разве что была пара ребят, по крайней мере, заинтересованных в том, почему он не ходил раньше, или почему он с костылями, или что он тут делает. Хотя последний вопрос интересовал всех, без исключения. Из старых знакомых его очень удивили Сакура и еноте, хоть раньше и видели мальчика на площадке, когда тот еще был другим, не питали какой-либо ненависти к мальцу, наоборот, девочки хотели дружить с ним, но их родители запрещали тем даже подходить к блондину по неизвестной им причине. Однако, когда те увидели его в Академии, чему немало удивились, то сразу записали его в друзья. Даже без его ведома, но тот и не был против такого знакомства. Что касается внешности девочек, то у Хоруно из этого мира были короткие, даже не доходящие до лопаток, волосы, а самое главное, что сумел таки узнать Узумаки, она не была помешана на Саске, как и ено, почему обе девочки и дружили. Характер у нее был такой же, как у Сакуры, которую он знал, только после обучения у Цунади, впрочем, она здесь была крестной Хоруно и потому это и не было столь странно. Яманака также не носила столь длинный хвост, характером была даже милее, чем ено из его мира, разве что злить ее равно самоубийству, впрочем, Сакуру это также касалось. Они-то обе были знакомы с Сёнджу. Странно, что они, будучи знакомы с Сёнджу, не виделись с Узумаки. А как ты думаешь, Наруто? Узумаки, услышав свое имя, поднял голову Спарты и посмотрел на Сенсия. Похоже, что вопрос он прослушал. В чем смысл распределения на команды по выпуску? Тихо прошептала тому Сакура, и Наруто кивнул, поблагодарив розоволосую. В чем смысл, да? Мальчик несколько задумался, нахмурившись. Наверное, в том, что никто не может ничего сделать в одиночку, даже если и будешь обладать силой, к примеру, как у мудреца шести путей, то даже так ничего невозможно сделать, будучи одному, и после выпуска первое, чему мы должны научиться работа в команде. Ответил Наруто, вспоминая прошлое. Ведь с Кагуей он боролся не один, а с Саски, хотя поначалу и пытался покончить с войной в одиночку и попытался бы, если бы не слова Итачи. «Хорошо, в принципе ты прав», произнес Ирука, несколько удивившись примеру мальчишки, а после вернулся к доске, продолжая там что-то писать и попутно объяснять тему. Поняв, что он свободен, Узумаки уложился обратно на парту. По правде говоря, было две причины, по которым Наруто ничего не записывал. Во-первых, он и так все это знал, во-вторых, он попросту ничего с задней парты и не видел. Раньше мальчишка не особо обращал на это внимание, но сейчас он понял, что его зрение в разы хуже, все, что было на доске, непонятная для него крякса. Курама также поначалу этого и не заметил, да и не заметил бы, если Узумаки не сказал тому о проблеме, и после этого Лис пообещал и это решить, однако, есть возможность, что при окончательном восстановлении чекроканалов восстановится и зрение, но это не стопроцентно. «Все свободны, до завтра», прокричал Ирука так, чтобы все его услышали, и прозвучал долгожданный звонок, оповещающий о конце учебного дня. Все ученики поспешили ретироваться из кабинета, а Наруто решил, что уйдет позже всех, чтобы не нарваться на Неджи и его компанию, но и Ной Сакура, по всей видимости, решили иначе и пригрозили тому кулаком, а мальчик прекрасно знал, что рука у них тяжелая, и не стал спорить. Потому, встав с помощью костылей, Узумаки лениво поплелся за девочками, которые явно были довольны собой. Выйдя на оживленную улицу, где родители пришли забирать детей, Наруто сообщил Хоруно и Яманако, которые явно хотели идти по людным местам, что хочет побыстрее уйти отсюда, он решил просто избегать оживленных мест. Нет, проблема не в том, что все смотрит на Наруто как на преступника, а в том, что тут, в оживленном месте, было легко почувствовать жуткую ненависть, даже девятихвостом установилась не по себе от такого негатива, что удивительно. Конечно, сказать девочкам об этом Узумаки не мог, потому сказал, что просто любит тихие места. И таким образом все решили двинуться к лесу, на тренировочную площадку, там все равно тихо, и никто пока не тренировался. Кстати, а вы не знаете ничего о Учихе Саске? Решил все же поинтересоваться Наруто, глянув на подруг. Тут-то они за ним не бегали и вряд ли они смогут ответить наверняка. О нем мало кто что знает, разве что он красавец, угрюмый и на домашнем обучении, как ты раньше, несколько задумчиво ответила Яманако. А еще у него нет друзей, дополнила Сакура, кивнув на слова Эно. Даже интересно, с чего бы, призадумался блондин, чуть не сложив руки по инерции, но вовремя спохватился и вздохнул с облегчением. А вот девочки рядом тихо посмеялись над мальчишкой. Так, ладно, этот вопрос на потом. Вы лучше скажите, что делать-то будем. Решил поинтересоваться Узумаки, не до конца понимая, зачем они его вытащили из академии. Ну как, не идти же сейчас домой, а так можно и чем-то заняться, к примеру, в прятки сыграть. Радостно воскликнула Сакура, а вот Узумаки ее радости не разделял ему то сейчас только в прятки играть. Тогда другой вопрос, зачем вы решили мне то взять? Он вопросительно посмотрел на Хоруно и Ямонако, а те тогда поняли, в чем загвоздка вопроса. Ну не скучать же тебе, тем более, в отличие от остальных, мы не презираем тебя за то, что ты ходить не можешь, подумаешь, тоже мне проблема, достаточно честно ответила Ино, а вот Узумаки вздохнул. Им легко говорить, это ведь еще какая проблема. Обычно, Шиноби в таком-то состоянии никому не быть, тот же пример сли когда-то после битвы с Гарой, или Гай, который ездил на коляске после войны, и снова стать Шиноби ему не суждено, тут даже не смогла помочь Цунаде. Не сказала бы по нему, что это так легко, заметив выражение лица Наруто, произнесла Розоволосая, Айно перевела взгляд на Блондина и пожала плечами. И на том спасибо, слабо улыбнулся им Блондин. «Я дома», — крикнул Блондин на весь дом, попутно пытаясь снять ботинки, что у него уже почти с легкостью получалось. С возвращением, в приходе, с половником в руке и в фартуке, появилась кровавая хабанера, улыбаясь сыну, и тот, повернув к той голову, улыбнулся в ответ. «Пожалуй, к такому и привыкнуть можно легко», — подумал между тем мальчишка и снял второй ботинок, вновь вставая на костыли. «Минато будет не скоро, а мин масоки ей на миссии, так что иди есть сейчас», — с некоторой досадой в голосе произнесла Узумаки и ушла на кухню, точнее, убежала, вспомнив про ужин. Наруто же пошел на кухню не спеша, усмехаясь поведению матери. Он никогда и знать не знал о таком вот семейном счастье, ведь родителей он видел только тогда, когда были проблемы, и было не до всяких разговоров на пару часов. Интересно, что же ему делать, если он не сможет вернуться назад? Да и смысл, ведь многие, кого он знал, погибли там, и этот мир. То, что он умер в том мире — все это словно подарок небес или второй шанс, шанс на новую жизнь, где он наверняка сможет многое предотвратить, и где все его близкие, друзья, где все, кого он знает, живы. Стоит ли терять такой шанс? Хотя все-таки несколько обидно, ведь этот мир не родной ему, однако, может стать таковым. Как первый день в Академии, поинтересовалась Куршина, пытаясь скрыть волнение, ведь она, как и Минато отлично знают, как к нему относятся другие, но поделать ничего не могут. Совершенно ничего. Нормально, ответил честно Наруто, садясь за стол, и перед ним тут же появилась тарелка с едой. Я даже сумел найти друзей. Радостно воскликнул мальчишка, чему Куршина явно удивилась кто-то решил подружиться с ее сыном. В то же время это не могло не радовать. И кого же? Поинтересовалась Красноволосая, возвращаясь к готовке. Харуно Сакура и Яманако Ино, ответил мальчик, забыв о правиле не говори с набитым ртом. Они довольно милые и дружелюбные, хотя Цэунадёсон плохо на них влияет, усмехнулась Узумаки, и Наруто прекрасно понял, что та имела в виду, и потому был согласен с Красноволосой, вот только с возрастом может стать еще хуже. Дальше почти не было вопросов, разве что о том, что проходили и как вели себя сверстники. Наруто ответил на все вопросы, быстро покончив с едой между тем. Когда же он поблагодарил за еду и попросил еще один кусок мяса с собой, то ушел в свою комнату, где решил запереться на всякий случай. Сложив нужные печати, Наруто приложил руку к полу и в дымке тут же появился небольшой лист с девятью хвостами, и тот усиленно мотал хвостами, уже желая отведать сочного мяса. Наруто давно научился призывать Кураму в реальный мир. Нашел он как-то такой свиток, в котором было сказано, как призывать хвостатых. Это было связано с печатью, что на него поставили еще в раннем детстве. С тех пор Наруто научился призывать Лиса, чему тот был несказанно рад. Усмехнувшись поведению друга, Наруто положил тому тарелку на пол, а сам улегся на кровать. Пожалуй, он слишком устал за сегодня. Да и девочки его вымотали, все же решили поиграть в прятки, и Узумаки часто был водой. Конечно, спустя полчаса он решил поиграть в другую игру, в карточную, благо у Иманако они были. Вот так они и провели целый день, но то было весьма непривычно для Наруто, учитывая при том его состояние. Предлагаю на этой неделе переговорить с Исову. Заметив легкое шевеление на постели и голос друга рядом, Наруто повернул голову к тому, погладив Лиса по голове он в таком виде казался ему очень даже милым. «Хорошо, постараюсь отловить Рин, но моя задача ее заговорить, твоя вырубить!» Произнес парень, припоминая их старые планы они часто подвергались нападениям бантитов, и Курама всегда вырубал тех, пока Наруто их отвлекал. Как всегда пробурчал Лис, закатив глаза и пытаясь убрать голову от руки джинчурики не то чтобы ему это не нравилось, скорее, принципы не позволяли подобного отношения к себе. Наруто усмехнулся и все же убрал руку, уложившись на подушку. Пожелав спокойной ночи хвостатому который, в свою очередь, смерил недовольным взглядом парнишку и выключил свет, также пожелал хороших снов и вернулся в подсознание, а вот ему еще стоит его лечить, а не спать сладким сном. Мальчик с золотыми волосами пытался попасть с сюрикеном в отметку на стволе дерева поудаль, но то выходило не особо хорошо, хотя и вполне себе прилично для йогата возраста. И вот последний сюрикен в его запасе летит в мишени прямо в десятку. Есть, достаточно громко произнес парень, отчего птицы, что сидели мирно на ветках рядом и наблюдали за мальчишкой, недовольно взлетели к небу, оставляя того одного. Почти одного. Хорошо, но все еще плохо, раскритиковал действия блондина лис, стоящий рядом, на что тот недовольно фыркнул он еще тот эксперт, конечно. Сам попробуй, а я посмотрю, недовольно проговорил мальчишка, а лис вежливо отказался, объясняя тем, что рук у него нет, только четыре лапы и девять хвостов, но это не отговорка. Ладно, я спать хочу, так что бай-бай, проговорил Курама, тут же исчезая в дымке, и Наруто прекрасно понял намек денек, как минимум, не тревожить. Курама смог за четыре с небольшим месяца восстановить кости в ногах, и теперь Узумаки мог спокойно ходить на своих двух. Чакроканалы также были восстановлены, зрение вместе с тем нормализовалось, скрывать чакру стало даже легче. Теперь, все, что оставалось делать Узумаки тренироваться каждый день, что тот и делал. Это тело не было натренированным, и он сам сейчас гораздо слабее, чем в семь лет в своем мире, и это угнетало. Но был стимул двигаться вперед обещание, что он дал другому себе, из этого мира, а обещание он не привык нарушать. Хотя если постараться, то к выпуску он сможет даже быть сильнее, чем раньше, ведь знание многих техник при нем. Однако, несмотря на такие продвижения, Наруто не показывал никому, что теперь спокойно ходит на своих двух и может использовать чакру, что, кстати говоря, у него выходило вполне прилично, обычный сюрикен вместе с чакрой ветра вполне мог использовать. Узумаки решил, что по выпуску, когда будет экзамен, он покажет всем, что вполне может стоять на ногах, драться и может даже создавать теневых, а не иллюзорных клонов, что было в разы лучше и что Наруто мог делать даже сейчас. Правда, клонов мог создать он максимум 10, но и это было весьма неплохо. Но для изучения Росингана не годится, да и для других техник это также почти бесполезно. Разве что ходьбу по дереву он смог так изучить, и почти может ходить по воде. Порой, когда так вот задумываешься, мне ужасно хочется тебя ударить, Узумаки повернулся к маленькой черепашке с тремя хвостами и недовольно посмотрел на того тот явно не был тут столь добр, как Исоба из его мира. «Хочу и думаю, право есть», — ответил Наруто, сложив руки крестом на груди. «Признаться, я тоже порой хочу настучать тебе по голове, но уже просто так, с ближайшей ветки спрыгнул Лис с девятью хвостами, похожий на Кураму, только шерсть у него была несколько темнее. Как благородно», — фыркнул мальчишка, уже успевший привыкнуть к такой кампании. Курама с Наруто сумели таки поговорить с Исобу, только ради этого все же пришлось вырубить Рин, от греха подальше. Так что они втроем смогли вполне спокойно поговорить и многое узнать. Первое, хвостатые в этом мире очень хорошо чувствовали окружающий мир и прекрасно могли заметить разрыв в пространстве, то есть о том, что Наруто появился в этом мире, треххвостый уже знал, потому и сразу предположил, кто такой Наруто, раз он джинчурики девятихвостого, второе, они попали сюда при помощи свитка, очень опасного свитка клана Узумаки, и тот считается утерянным в этом мире уже многие столетия, когда в мире блондина этот свиток мог и сохраниться и в не очень хороших руках, раз они сюда попали, других вариантов не было, да и то было логично, учитывая то, что он помнил. Третье, резонанс Курами не грозил, так как хвостатые тут были, так сказать, другими, то есть в прошлом они были людьми, о чем им решил сообщить Исобу, правда, он не был многословен на эту тему, но и того было вполне достаточно, то есть чакру девятихвостого Наруто мог спокойно использовать, четвертое, шансов вернуться назад у мальчишки не было, почти никаких, ведь свиток, из-за которого они сюда с Лисом попали, уничтожен в этом мире, возможно, кто-то из клана Узумаки и знает иной способ перемещения по мирам, но тот свиток считается единственным, способным на такое. Кроме всего этого, Исобу позволил пользоваться своей чакрой Наруто как оказалось чакра хвостатых, что была при нем, была похожа на чакру здешних хвостатых, но без их разрешения он не мог ее использовать, так что тут была загвоздка, однако, после этого Узумаки мог и призывать хвостатых, как Кураму, либо те могли и сами приходить. Также Наруто решил твердо поговорить с Лисом этого мира, что тот и сделал, правда, пришлось теперь вырубать Кушину, чего мальчишке делать совсем не хотелось, но пришлось. В результате и Наруто, и Курама были слегка побиты, так как сначала разговор не удался, и Лис сразу напал на незваных гостей, благо, тот хоть был в клетке, иначе все было бы только хуже. Впрочем, после они смогли все же поговорить. И Наруто объяснил все девятихвостому, который воспринял все спокойно, все же он тоже почувствовал колебания в пространстве не столь давно, на тот момент времени, так что признал, что мальчишка говорит правду, только вот одно не могло уложиться у того в голове как он, хоть и с другого мира, но умудрился подружиться с этим мальчишкой. Долго понять он этого не мог, но со временем начал все понимать и сейчас часто приходил с Исобу на тренировки Наруто. Они отлично сдружились, несмотря на небольшие перепалки. Здешний Девятихвостый даже назвал свое имя, второе, так сказать, Китсуня. Да и так было даже удобно, а то и запутаться можно, если обоих хвостатых звали Курамой. Как я с вами еще не свихнулся? Сам себя спросил мальчишка, закрыв лицо рукой, поверь, подружишься с остальными хвостатыми вот тогда и свихнешься. Хоть вопрос и был риторическим, но Исобу на него ответил, и произнес он это так уверенно, что Наруто уже даже сомневался, сомневался, стоит ли говорить с остальными хвостатыми. Хотя кто его спрашивать то будет? Хм, Наруто тебе домой бы поспешить или ты забыл, что Кушина теперь строго следит за тем, чтобы ты домой вовремя возвращался. Наруто тут же выпрямился на слова Китсуни и чертыхнулся, поспешив к дереву, в который он ранее кидал сюрикены они еще ему нужны будут для тренировок, не дело в дереве их оставлять. Но тогда я пошел, удача, произнес треххвостый и исчез в дымке, хмыкнув на поведение мальца. Не столь давно, когда еще только восстановился, Наруто ушел тренироваться, забыв сказать родным, что типа идет к друзьям. Конечно после этого Кушина была очень зла, а злить кровавую хабанера это надо быть полным придурком и идиотом, а Наруто таковым и был. В результате домашний арест на неделю, то есть после академии сразу домой, и если он не вернется до восьми вечера домой будет наказание. Насколько же ты проблемный, покачал головой лис, смотря на попытке мальчика вытащить последний Сюрикен. В курсе, пожал плечами блондин и через пару секунд упал, так как опирался он о ствол ногами и слишком сильно потащил на себя Сюрикен, отчего тот упал на землю. Больно, да ты боё, прошептал тот, потирая голову, а лис рядом только посмеялся на дозумаки. Я тоже пошёл, а ты лучше домой поспеши, напомнил тому Девятихвостый перед тем, как исчезнуть в дымке, и Наруто тут же встал и бегом поспешил к деревне, не забыв прихватить и костыли он тренировался в таком месте, где никого нет, и куда никто не ходит, так что до деревни мальчик мог спокойно добежать. Заодно и тренировка для ног. Однако, прибежав к окраинам деревни, Наруто ходил уже при помощи костылей, что было теперь не особо трудно. Что касается Академии, то Наруто там уже успел сделаться отличником по всем предметам, кроме занятий по Тайдзюцу и по бросанию сюрикенов и кунаев, конечно, от этих занятий у него было освобождение. В общем, он считался гением в своём потоке, даже Неджи обогнал. А вот что касается Хьюги, то Наруто всё же пришлось как-то позвать Кураму, от греха подальше, и тот ничего более не сделал, а Неджи и его друзья мигом испарились, больше не осмелившись подходить к Узумаке. По всей видимости о Девятихвостом знают даже дети, что немало удивило Наруто, но ведь он тут не разрушал деревню, и об этом можно было вполне себе спокойно говорить. Впрочем, Хвостатые были немало известны во всем мире, но всё так же не в лучшем свете, они всё так же считались опасными и бездушными демонами. И Наруто решил изменить мнение всех. Так же Наруто встретился всё же с Итачи и многое узнал от того о Саске. Оказалось, что он действительно необщительный, зануда, учится на домашнем обучении, а ещё у него почти такая же проблема, как и у Наруто чакры у него почти нет, а значит, и Шаринган он пробудить будет неспособен. Конечно, по уму он не уступал Наруто, но вот Шиноби ему быть не хотелось совсем, он скорее, хотел завести семью или быть одиночкой и путешествовать по миру. Да, тогда Озумаки сильно такому удивился, однако здесь семья у него была, и даже лучше она была не против решения младшего Учихи. «Я дома». Наруто зашёл в дом и снял ботинки, не особо громко сообщив, что он пришёл. Он несколько удивился, что никто не вышел его встречать, как бывает обычно, и потому блондин решил пойти на кухню, но остановился около прохода, навострив слух. «Минато, ты понимаешь, насколько глупо это звучит?» «Отправить Наруто в Узушагакури, ты понимаешь, что это глупо и опасно!» – прокричала Кушина, встав со своего места. Минато, что сидел напротив, был совершенно спокоен и также мирно смотрел на жену. Пока ему тут находиться ещё опаснее, надо его отправить туда, тем более, что в родном клане его могут научить большему, нежели в Академии, а по возвращении он сможет сдать тут экзамены на Генина, что не так. Спокойно проговорил Намикадзе, а Кушина только больше возмутилась. Да он же ходить даже не может, чакры у него нет, какое звание Генина. Ему не стать Шиноби, никогда. Ты обрекаешь его только на верную смерть, он не сможет ведь даже защититься на обычном задании, а если что-то с ним случится, ты понимаешь, что я этого не переживу?» – буквально кричала Узу Маки и после пылкой речи тяжело дышала, гневно смотря на совершенно спокойного Хакаби. Я понимаю, но ведь в клане ему смогут и помочь, может быть, не забывай, что в водовороте очень продвинута медицина, надо было вообще его ещё тогда отправить в Узу Шиокагуря, когда всё это случилось, теперь уже встал Намикадзе, смотря на Кушину взглядом, не терпящим возражений. Любой бы на её месте уже присел и понурил голову, отступив, но на Узу Маки такое не действовало, и та твёрдо продолжала стоять на своём. Мы же им специально ничего не говорили, чтобы они не пытались избавиться от Наруто, что случилось бы непременно такой ребёнок для них это позор, на этот раз представительница красноволосого клана не стала кричать, и в её голосе слышалась нотка грусти и укора. Она корила себя за то, что её сын такой, какой он сейчас. Кушина, мы не знаем наверняка, что они о нём подумают, но Наруто весьма смышлённый для своих-то лет, да ещё и отличник в Академии. Данные, позволяющие ему быть Шиноби, у него есть, по уму, конечно, и если в водовороте ему смогут помочь, то не было бы замечательно, если бы он всё же смог стать Шиноби. Тем более, не забывай, что сама сказала, что и тут опасно, тот человек. Не знаю, зачем он всё это делает, но в любой момент можно ожидать объявления войны, Намикадзе замолчал, взяв руку Кушины в свою и с мольбой посмотрел на красноволосую. Та замялась, не зная, что ответить, и поджала в бессилие губы. Ты уверен, что всё будет хорошо? Уже совсем успокоившись, спросила Кушина, и Хакаги кивнул, слегка улыбнувшись. Тогда ладно, но пожалуйста удостоверься в том, что всё с Наруто будет в порядке. На Намикадзе усмехнулся Наруто и его ребёнок, его сын, конечно, он удостоверится во всём. А мальчик, что всё это время стоял у прохода на кухню, поджал губы и сжал кулаки, тихо чертыхнувшись. Мало того, что его мать не верила в него, так ещё и отец хотел отправить его в деревню Водоворота, что он точно сделает. Кроме того, в этом мире есть какая-то опасность, грозившая войной. Снова. Главное, чтобы это не были снова Акацуки. Хотя, то было бы глупо, учитывая, что обито в деревне. Пожалуй, весь план Наруто пошёл коту под хвост. — Я дома! — прокричал снова Узумаки и зашёл на кухню. Минато и Кушина тут же переглянулись и опасливо и посмотрели на сына, который улыбался тем. Он ничего не слышал, так они думали. С возвращением, воскликнули оба, Кушина тут же переместилась к плите, а на Микадзе сел обратно на стул. — Наруто, а ты ведь давно хотел увидеть деревню Водоворота, верно? — осторожно поинтересовался у мальчика Минато, когда тот садился на стул возле отца. Наруто понял, что всё же отправят, и ему никак не выкрутятся из этой ситуации. Придётся угадать и молча согласиться с решением родителей. — Ну да, а что? — заинтересованно спросил тот, посмотрев на Микадзе, краем глаза заметив несколько злобный взгляд Кушины. — В конце недели ты должен собрать всё необходимые тебе вещи, и мы с тобой пойдём в Узуши Окугури. — радостно сообщил тому Минато, а Наруто изобразил сначала удивление, а потом и вовсе радость из него отличный актёр. — Хорошо, да ты боё. Кушина, что стояла всё ещё у плиты, усмехнулась слегка улыбнувшись. В душе её всё же грызла совесть, но так надо было. — Сейчас я больше всего боюсь того, что кто-то узнает, что я не из этого мира, — проговорил мальчик, закрывая рюкзак. Лис рядом кивнул головой и хвостом подал Наруто снаряжение, о котором тот и забыл. — Я это понимаю, но всё-таки. Настаивал на своём Курамо. Наруто положил в рюкзак снаряжение и повесил его на плечо. Подойдя к двери, мальчик взял костыли и поднёс руку к замку. Скажу, что тайно изучал какие-нибудь лечебные техники и смог вылечить себя сам. А что касается Академии, когда вернусь, то тогда всем и покажу, на что я способен, — он проговорил это тихо, но хвостатый услышал того и вздохнул. — Пусть будет так. Узумаки открыл дверь, сняв её с щеколды, а Курамо тем временем испарился в облачке, и никто так и не заметил присутствие Лиса. Мальчик вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, и направился к выходу, передвигаясь уже на костылях. Проходя мимо лестницы на второй этаж, Узумаки заметил наверху спорящих брата и сестру, и они явно не замечали младшего. Хоть одно слово, и я тебя убью, — пригрозила девушка красноволосому, чему тот явно был удивлён. — Это скорее тебя касается, сестричка. Повторяю, если хоть что-то помешает мне выполнить план, то... Старший Узумаки не успел договорить, так как его прервал голос матери, которая звала обоих родственников в гостиную. — Позже договорим, проходя уже мимо сестры, — произнёс парень и спустился вниз, где должен был стоять на Наруто, но тот вовремя успел спрятаться в кладовой под лестницей и потому остался незамеченным. Вот же, девушка жала кулаки и последовала за братом, но остановилась около последней ступени. — Наруто, надеюсь, ты слышал не всё? — резко спросила блондинка Узумаки, отчего тот поёжился, как она его заметила. — Я только подошёл, — виновато ответил блондин, и на Микадзе вздохнула с обличением, улыбнувшись мальчику. — Лучше пока тебе не лезть в эти дебри, ладно? — мальчик нахмурился на слова сестры, но медленно кивнул, понимая, на что та намекала. — А теперь пошли, она поманила брата за собой, и Наруто, снова кивнув, пошёл за той пожалуй, сейчас она вела себя более чем странно. — С чего вдруг за последние пять месяцев заговорила с ним? — О чём говорили его брат с сестрой? — И почему он всегда попадает в такие ситуации? — Много вопросов, и ни на один ответа у мальчика не было. Уныло вздохнув, мальчик зашёл в гостиную, где была вся семья. — Сегодня была пора отправляться в деревню Водоворота, и Минато даже объяснил сыну, что тот отправляется в Узушоу Кагури на три года, как раз через столько же будет экзамен на Генина, то есть по возвращению сразу будет сдавать выпускные. Кушина, конечно, очень волновалась за сына, и всё эти три года она не сможет его навещать по каким-то личным причинам, и именно потому она решила проводить сына всей семьёй. Как только все сели по местам, то есть на диван или стулья, то Кушина тут же начала свою речь и прочла целую лекцию Наруто, а потом и Минато, хотя ему-то она зачем неизвестна, но тут лучше не спорить. Всё это прощание заняло час, и только тогда Узумаки смогла успокоиться и просто попросила сына быть осторожным и пожелала удачи. Только тогда, попрощавшись со всеми, Наруто и Минато ушли к границам деревни, где, на удивление мальчика, его ждали Харуно и Ямонако, им блондин рассказал, что уходит на некоторое время в деревню своего клана, но он и подумать не мог, что они действительно придут попрощаться. Возвращайся скорее, а то тут скучно будет без тебя. Позитивно произнесла Сакура, выдвинув кулак вперёд у Наруто была такая привычка, стукаться кулаками и через некоторое время эта привычка передалась и девочкам, с которыми он проводил почти целый день. Хорошо, да табоём мальчик облокотился на одну палку и стукнул кулаком, не забыв про свою коронную фразу. И только попробуй не сообщить нам о своём возвращении, тут же схлопочешь по голове. Действие подруги повторило Ино, также выдвинув кулак вперёд, и Наруто также ответил тем же и Ямонаке. Я-то знаю, что рука у вас тяжёлая, с ухмылкой произнёс Наруто, вспоминая все свои шишки. Ещё немного поболтав с подругами, Наруто попрощался и с ними, а после подошёл к отцу, который уже заждался мальчика, но всё понимая всё-таки было хорошо, что у него есть друзья. Последний раз глянув и помахав рукой Ино и Сакуре, Узумаки пошёл за отцом, от которого немного отстал. По прибытию в Узушио Кагури Минато должен будет сразу отправляться назад, в Каноху, ведь работу Хакаги никто не отменял, разве что сможет остаться на денёк, но то максимум. Это даже было хорошо, ведь по словам Курамы, точнее, Китсуня, здешний Узукаги был очень мудр, силён, а ещё и вполне себе хороший старик, так что Наруто надеется на то, что всё будет хорошо. Здешний Девятихвостый и Трёххвостый обещали приходить к мальчику, ведь у того есть их чакра, даже здешнего Курамы чакра Девятихвостых была различна, тем более, что, по сути, Курама и Наруто связаны, ведь они могут работать вместе, и их чакра почти слета воедина. Только потому они и попали сюда вдвоём. И это было очень хорошо, ведь будучи вместе они способны на многое. Знаешь, Ку? «Мне порой кажется, что было бы не столь плохо и остаться тут», – проговорил парень, оборачиваясь к Лису, и тот удивлённо поднял голову. «Чем тебе так понравился этот мир?», – поинтересовался Курама, смотря на джинчурики. «К чему бы он это сказал?» «Ну, если тут и будет война, как с Мадарой, то мы могли бы избежать хотя бы всех тех смертей в этом мире». Уверенно посмотрел на хвостатого Наруто и, сжав кулак, вытянул руку. И это – обещание?» Он улыбнулся, от всей души, а руку он всё ещё не отпускал. «Как бы там ни было, но я всё равно пойду за тобой, выбора-то нет», – ухмыльнулся Лис и также протянул кулак, стукнувшись с джинчурики. Конечно, душой он покривил, но блондин знал всё и так. Даже без слов. «Минато!», – прокричал красноволосый мужчина, отчего Наруто прикрыл уши руками. Как только они пришли в уз уши Окагуря, то их встретили. Странно, по крайней мере, так считал Наруто, потому что злобы он в деревне, даже после прихода, почти и не чувствовал, и почти все её жители были из клана Узумаки. Может быть именно это и повлияло на то, что никто толком и не испытывал жалости или ненависти к мальчику, но всё-таки такие были, хотя и Наруто почти таковых и не встречал. Однако, удивление было у всех при виде младшего Узумаки, а кто-то смотрел на мальчика и с явным интересом. Сама же деревня была огромной, даже для клана, и тут повсюду была вода, точнее, небольшие речки протекали по всей деревне, образуя тем самым водоворот, хотя, в самом центре деревни, где располагался главный дом клана, а также и резиденция у Зукаги, был и самый настоящий водоворот, который несколько пугал блондина. От него исходила странная чакра, она даже была несколько знакома и Наруто, и Корамя. В общем, деревня, не считая водоворота, им понравилось тут было лучше, чем в Канохе, как бы не хотелось то признавать. Что же касается Узумаки, то был уже стариком, но с красными, а не седыми, под стать его возрасту, волосами, лицо было несколько сморчено, глаза голубого цвета, словно небо, он всегда улыбается, что было видно сразу, как они вошли, однако, посмотрев на Наруто, Узумаки немало удивился, а потом и гневно посмотрел на Минато, даже встав со своего места и поближе подойдя к родственнику. По виду старик очень даже понравился Наруто, и он понял, что Узумаки действительно силен его чакру можно ощутить и без особых сенсорных способностей. То есть вы скрывали от меня внука и только из-за его состояния. Опять же прокричал старик, буквально сверля Хакаги взглядом. Хабокусон, не надо кричать, мы же не знали, как вы отреагируете, вот и не решались. Виновата, улыбаясь, произнес Намикадзе и сделал шаг назад, боясь гнева Узумаки. Он мой внук, как я могу отреагировать, по-твоему, убить его? Наруто снова закрыл руками уши, пытаясь не слышать столь громкого голоса, тем более рядом. Да, мы виноваты, но все же, начал говорить Минато, но его прервали. Если ты и Кушина хоть что-то еще от меня скроете, то я вам уже этого не прощу, резко произнес Хабоку, чему и Минато, и Наруто были сильно удивлены с чего бы так быстро сдался. Хорошо. Удивленно произнес Намикадзе, а Узумаки тем временем фыркнул и перевел взгляд на мальчишку. Так ты Наруто, да? Уже улыбнулся мальчику красноволосый, хоть и было видно, что что-то его в мальчике насторожило. Блондин кивнул, не зная даже, как вести себя с его дедом. Что же, Наруто, я Хабоку Узумаки, третий Узукага и глава клана Узумаки, для тебя же я просто дедушка. Чувствуй себя в деревне, как дома, ты тут проведешь, все же некоторое время. Наруто, совсем расслабившись, кивнул и улыбнулся старику в ответ. Хорошо, да ты боем, произнес мальчик, на что Хабоку оставалось лишь улыбнуться. Минаака, крикнул неожиданно Узумаки, и в кабинете тут же появилась молодая девушка лет двадцати с красными волосами, синими глазами. На ней был такой же жилет, который носят и чунины конохи, но с небольшим различием он был красного цвета с синими полосками. Все же деревни тесно дружат, почти что одна деревня, так сказать, и не удивительно, что такое сходство в форме. Да, господин Узукаге, на автомате произнесла та, осматривая гостей. Будь добра, покажи моему внуку деревню и проведи его к моему дому. Девушка кивнула и осмотрела мальчика, которого должна будет сопровождать в общем-то, она удивилась, но виду не показала. Наруто, ты иди, нам надо еще поговорить, только потом, я боюсь, мне все же надо будет уйти, так что веди себя хорошо, пригрозил отец Наруто, и тот, фыркнув, кивнул. Пожелав удачи, Наруто вышел из кабинета, следуя за красноволосой девушкой. Оба вышли из здания резиденции Узукаге, двигаясь по улицам деревни. Весь путь Минако рассказывала об истории Узуша Кагуря, как тут живут, чем славится Шиноби деревня, хотя это уже блондин знал и раньше. Но все-таки кое-чего Наруто и не знал. К примеру, большинство было сильно в Гензюцео, хоть и не так, как у Чихи, но вполне себестоящий результат, кто-то же был силен в Тайдзюцу, почти так же, как Лейли Гай, но в печатях были сильны буквально все. Дойдя до дома, где последующие пару лет, как минимум Наруто будет жить, Минако сразу предложила мальчику перекусить чего-нибудь, а заодно и задать вопросы. К тому же, Узукаге представил девушку к Наруто, так сказать, как сиделку на первое время, конечно ведь Наруто впервые в деревне и явно может заблудиться, кроме того жена Хабоку находилась целыми днями в больнице деревни, много работы, а следственно и готовить Наруто никто не может, а Минако готовить умеет, что также теперь относится к ее обязанностям. А раз так, то Наруто решил заказать себе порцию ромина, которого не ел уже очень давно. Кстати, а почему посередине деревни водоворот? Решил поинтересоваться Наруто, уже сидя за столом в ожидании обеда в виде лапши. Но, просто на этом месте основали деревню, и водоворот был здесь с самого начала, пожала плечами девушка, ища по шкафчикам ингредиенты. А расскажи поподробнее, не отстал мальчик, и Минако вздохнула, все же достав некоторые ингредиенты. На этом месте раньше очень давно был лес и водоворот. Ходило много легенд, и одна из них говорит, что любой, кто заблудится в лесу, найдет водоворот и неминуемо погибнет, упав у него. Говорят, что жертвы сначала слышали голоса, зовущие их, а после они были словно под гипнозом, но нельзя говорить, что это стопроцентная правда, ведь никто бы после такого не выжил. Однако, наш первый Зукаги смог поставить печать на водоворот и построил на этом месте деревню, с тех пор водоворот считается нашим символом и защитой, только глава клана и деревня знает истину, а все прочие слухи или легенды, не более Минако замолчала, готовила пшу, а Наруто, сидящий за столом, задумался. Если эта легенда правда, то тогда становится ясно, почему водоворот так напугал его. Даже интересно, что с этим явлением природы не так. Что такого может быть в простом водовороте, что в нем погибали люди, всего лишь заблудившись в лесу? Кроме того, возникал вопрос, как теперь ему тренироваться и как быть, если его будут лечить? Точнее, отец и привел его в деревню для того, чтобы он и смог стать нормальным, если то возможно, но с ним все нормально, и как тогда быть? Если спросят, то что сказать? Что он притворялся смеха ради? Или правду, что Курама восстановил все его кости, помог чакре пробудиться, и то, что он не из этого мира? Нет, получится полный бред, да и вряд ли поверит, тем более, что он до сих пор не знает, как попал сюда. Предположения, верные на 90 процентов, есть, но так ли они верны, как кажется? Вдруг причина иная, и все это сон? Вдруг это вечная Цэо Киоми, и все еще идет война? Хотя, это самое нелепое предположение, но и его отрицать нельзя. Если бы только память вернулась, то стало бы все гораздо понятней. Внезапный грохот вырвал Наруто из мыслей, и он поднял голову, так как до этого мальчик лежал головой на руках. Перед ним стояла тарелка горячего рамина и довольная собой, Минако. Наруто тут же схватил лежащую рядом ложку и попробовал лапшу, которая получилась отличной, почти наравне с Раменом и Зачираку. Упав на кровать, Наруто положил руку на лоб, а рядом пристроился лис. Решив лечь клубком, он довольно таки много спал, и почти вся его чакра восстановилась, так что теперь он мог свободно приходить в реальный мир, а не валяться постоянно в подсознании. «И что теперь делать будем?» – поинтересовался Курама, не поднимая головы. Узумаки пожал плечами, не зная ответа на вопрос. Впрочем, сам Девятихвостый также не знал на него ответа. «Скоро должен прийти, дедушка. Тогда посмотрим, не зная до конца, стоит ли так называть родственника», – произнес Наруто, и дверь тут же скрипнула, а Курама быстро исчез, оставляя после себя облачко пыли, которое тут же рассеялось, а в комнату вошел Хабоку, и лицо у него было серьезное. «Ну привет, Наруто», – произнес тот, закрыв дверь и смотря на своего внука. От такого взгляда мальчик напрягся что-то ему подсказывало, что что-то тут нечисто. «А теперь рассказывай, кто ты». Мальчик с золотыми волосами лежал на траве и смотрел на облако в небе, понемногу понимая Шакамару. Рядом с ним, свернувшись клубочком, устроился девятихвостый лис, мирно спящий, или он лишь делал вид, что спит. Мальчик поднял руку вверх, загородив солнце рукой, и вздохнув, подложил руку под голову. «И что теперь нам делать?», – спросил Наруто, прерывая тишину. Лис поднял голову на своего джинчурики и также посмотрел на облако. «Тренироваться, набираться сил и пытаться вспомнить то, как мы сюда попали», – ответил тому хвостатый, лис, снова положив голову на лапы. «Я не об этом», – произнес Наруто, а лис фыркнул, смириться. «Да и что с того, что он знает о нас? Подумаешь, все равно он считает тебя своим внуком и не выдаст твой секрет», – ответил Курама, прекрасно понимая переживания Узумаки. Все же даже он, девятихвостый демон лис, не может понять, как вышло так, что Хабуку узнал о том, что они не из этого мира. «Ну привет, Наруто», – произнес тот, закрыв дверь и смотря на своего внука. От такого взгляда мальчик напрягся, что-то ему подсказывало, что что-то тут нечисто. «А теперь рассказывай, кто ты? Что вы имеете в виду?» Делая вид, что не понимает, спросил Наруто, но старик продолжал смотреть на мальчика. «А ведь он нас предупреждал», – проговорил Курама, который и сам находился в замешательстве. «Хоть ты и скрываешь это, но я чувствую и твою чакру, и чакру демона внутри тебя, потому спрашиваю в последний раз, кто ты такой?» – все же пояснил Хабоку, и Наруто, как и Курама, был в шоке. Если чакру Наруто и возможно было почувствовать, как бы он ее не скрывал, но вот Курама. «Да кто этот старик такой?» «Я Наруто Узумаки», – твердо произнес блондин, «но не из этого мира», – продолжил Узумаки, чем явно ошарашил Узукага. «Это как?» То ли Хабоку был шокирован, то ли он тупо не понимал, как такое возможно. Вот так. Ни я, ни Ку. Девятихвосты не знаем, как сюда попали, память еще не восстановилась полностью, однако что есть, то есть. Ваш внук умер пять месяцев назад, простите. Сочувствуем, произнес Наруто, и теперь он просто боялся смотреть Хабоку в глаза. Догадался уже, отдаленно, с нотой грусти, произнес старик и сел рядом с Наруто, который не знал, что теперь делать. «Раз уж так случилось, то не уверен, что ты сможешь с Девятихвостым вернуться назад. Когда-то существовал свиток, способный на такое, но его уничтожили». Узумаки вздохнул в ответ, то ли он был расстроен, то ли он просто смирился с мыслью, что пути назад нет. Ожидаемо, усмехнулся парень и все же посмотрел на Хабоку. «Что теперь со мной будете делать, расскажите?» – поинтересовался мальчик, а глава деревни рассмеялся в ответ. Наруто совершенно не понял, почему глава клана так себя повел, а потому и недоуменно смотрел на старика, которому пора бы в отставку. «Конечно нет, ты все-таки Узумаки и сын моей дочери, хоть из другого мира, так что я наоборот, помогу тебе. Только скажи, как ты смог вылечиться, и расскажи о себе», – старик улыбнулся, а мальчик в шоке смотрел на Хабоку, а после и улыбнулся все же этот человек действительно мудрый. «Знаешь, а может, тут все будет лучше?» – тихо спросил джинчурики сонным голосом. Наруто слегка повернул голову в сторону, смотря прямо в глаза хвостатому другу. «Возможно, но как по мне, так лучше только во сне», – укоризненно произнес Лис, намекая блондину, что сейчас уж лучше поспать, тем более, что Наруто сегодня немало тренировался, заново всему учась. Лис прикрыл свои глаза, еще больше свернувшись комочком и прикрыв морду двумя хвостами. Наруто тихо усмехнулся и посмотрел на белоснежные облака, которые закрывали собой яркое солнце. Деревья также создавали некое подобие укрытия. Здешние места не сильно отличались от конохи, разве что тут было несколько легче дышать и было гораздо спокойней. Кроме того, Наруто мог свободно ходить по деревне, почти и не ощущая ненависти. По большей части у Зушиокогури нравились джинчурики, но единственное, что его пугало, так это древний водоворот, который Наруто старается обходить стороной, и чем он дальше от него, тем лучше. Усмехнувшись чему-то, мальчик перевернулся набок, поджав ноги и положив под голову руку, он уснул с улыбкой на лице. Солнце уже почти садилось, а на чистом поле, посреди леса, тренировались уже немного подросшие Наруто и Хабоку. Блондин атаковал и атаковал своего деда, а тот с улыбкой на лице отбивал удары мальчика, но не атаковал в ответ разве что изредка, когда тот расслаблялся. Удар за ударом, и так на протяжении целого дня тренировка и тренировка. В конце концов, мальчик устал и обессиленно упал на землю, тяжело дыша. Узукаги усмехнулся и сложил руки крестом на груди. Уже лучше, чем год назад, произнес старик, за что мальчик укоризненно посмотрел на своего деда. К ним тем временем подошел Курама с парой бутылок воды в хвостах. Наруто радостно взял бутылку с прохладной водой, и Хабоку также не отказался от освежающего напитка. Прошел уже целый год, и за это время Наруто многое наверстал, снова обучался всему тому, что уже знал и умел в том, родном мире. Он полностью восстановился, понемногу восстанавливал объем чакры, физические способности, снова учился слабым техникам, попутно тренируя и сложные, хоть то выходило и с большим трудом. Весь год Хабоку тренировался с Наруто, когда у него было свободное время, разумеется. Утром младший Узумаки ходил в академию, как и в листе, только обучение и учителя были другими. После Наруто делал уроки, немного гулял с друзьями, которых успел завести за год пребывания в деревне водоворота. И под вечер шел уже на тренировочную площадку, то есть поле, которое было неподалеку от деревни. На своих тренировках Наруто всегда призывал Кураму, дабы тот мог и на свежем воздухе побыть, и поначалу Хабоку это сильно напрягало все же демон Лис как ни крути. Однако, спустя некоторое время глава клана привык к Лису. Все равно еще многое наверстывать надо, многому надо заново обучиться, уныло произнести блондин, почесывая за ухом Кураму на удивление, тот не был против. Не спеши ты вперед паровоза, год прошел только, и тебе уже хоть и одиннадцать, но не надо так напрягаться, посоветовал Наруто старик, закрывая наполовину выпитую бутылку. Но пока что я еще не свалился на тренировках в обморок, а значит все хорошо, с улыбкой до ушей произнес младший Узумаки, а Курама, сидящий все так же рядом, недовольно покачал головой, впрочем, как и Хабоку тот тоже не видел в этом ничего хорошего. Нам бы еще о другом подумать, намекнул своему джинчурики девятихвостый, и тот его понял. Да какая уже разница, уже на полном серьезе, несколько уставшим голосом ответил тому Наруто. В отличие от Курамы, Наруто все прекрасно устраивало новая жизнь, с чистого листа почти, так сказать, здесь у него есть семья, его клан жив и цел, есть брат с сестрой, хоть и странные, родители жив, чего еще желать для счастья. Разве что не хватает команды семь вечно опаздывающего какаши с шрамом на левом глазу, Сакуры, которая вечно била Узумаки и довольно таки сильно, а также Саски, вечно пропадающего за пределами деревни и с левым глазом Ренинганом. Не хватало всех тех, кого он знал, и все равно, что они есть и в этом мире, они все равно другие. Все отличаются. Все они разные, чужие ему люди. И это самая главная причина, которая отличала два мира. Но ведь даже тут можно все изменить и смело назвать в будущем этот мир домом. Так ведь? Наверное. Пройдя в комнату, что стало уже словно домом, Наруто устало лег на кровать. Комната Блондина уже была, на удивление, обставлена книгами, которые Наруто хоть и изредка, но читает. Также были и различные оружия каждого шиноби, кунаи, сюрикены и так далее. Пару картин с видом на какой-то лес и деревню Водоворота, а также и Каноху. Надо было хоть как-то обставить комнату, чтобы тут не было так пусто, и вот, что вышло. Вдруг кто-то постучал в двери, не став ждать ответа, в комнату зашел мальчик лет десяти с рыжими волосами и зелеными глазами. Он был одет в зеленую куртку, такого же цвета штаны и обычные черные ботинки. Наруто лениво поднялся на локтях, недовольно смотря на незваного гостя. Наруто как насчет того, чтобы пойти в лес? Сразу же задал вопрос мальчик, и голос у него был воодушевленный видимо, ему не терпелось зачем-то пойти в темный лес. Сначала привет, Изури. Ну и зачем же тебе в лес? С неким интересом спросил Наруто Рыжеволосого. Изури Чизоки одноклассник Наруто и его друг. Один из немногих среди сверстников. У Изури есть такая одна плохая черта любопытства. Если он узнал о чем-то загадочном и интересном, то Чизоки всегда в деле. Вместе с еще парой ребят они состоят в одной, так сказать, команде, и им не раз доставалось всем из-за большой любознательности Изури. И похоже, что Рыжеволосый снова узнал о чем-то интересном. А ты не слышал? Удивленно спросил Изури, и Наруто покачал головой, все же догадавшись, что его друг затеял и зачем. Говорят, что у нас в лесу поселился Шинобинукинин, и он убивает заплутавших в лесу Шиноби и простых людей. Я не верю в эти слухи, и потому позвал Рику и Нарима, надо сходить в лес и развеять все эти глупые слухи. Ну а если не слухи, то сдать его Хабаку-сану, последнее он произнес с несколько задумчивым лицом. Совсем с ума сошел? Спросил Наруто у Рыжеволосого, на что тот недовольно уставился на блондина. Узумаки уныло вздохнул и откинулся на кровать. Дай подумаю, и Зури угукнул и присел на стул, взяв одну из книг с полок. Ну что, стоит идти? Наруто решил спросить у хвостатого его мнения, иначе потом будет плохо. Всем, думаю да, иначе дело натворят опять, уныло произнес Курам Аушон, как и Наруто, натерпелся от таких идей Зури. Одна попытка спуститься в пучину водоворота чего им стоило. Неугомонные вы, дети, все и вся вам знать надо, со стороны послышался грозный голос, и на свет вышел Исобу, и тот явно был недоволен происходящим. Я-то тут при чем? Это Исури все задумал? А если не пойдем, то что может с ними случиться? Пожалуй, этот аргумент немного, но убедил треххвостого. Ладно, если что, то позовешь, Наруто кивнул Курами в ответ и снова вернулся в реальный мир. Соскочив с кровати, блондин подошел к двери и посмотрел на Исуру, что казалось, был слегка удивлен. Пошли, только и сказал Узумаки, насколько было радости в глазах Исуру, словно он кот, увидевший мышку рядом. Исуру крикнул Ура, и буквально выбежал из дома, попутно попрощавшись с Минако, которая стояла у плиты и что-то весело напевая, готовила. Она попрощалась с гостем и тут же заметила и Наруто, спускавшегося с лестницы. Хабоку еще с самого первого дня назначила Минако нянькой Наруто. Конечно, она просто готовила еду, делала домашнюю работу, ну и следила за Узумаки, когда тот был дома, или изредка забирала из академии. Наруто сказал Минако, что он переночует сегодня у Изури, ночевка, так сказать. Красноволосая, конечно, была несколько удивлена и не знала точно, стоит ли отпускать Наруто. Однако Наруто удостоверил ее, что все будет нормально, и они просто устроят ночевку с друзьями, идти никуда на ночь гряди не будут. Минако доверяла мальчику, да и Хабоку в него верил и также доверял, потому девушка все же отпустила блондина. Хоть и с небольшим-то желанием она прекрасно знала, что Изури может такого сотворить, что год разгребая проблемы. Ей лично отчитались о проказах компании Наруто. Выйдя на улицу, Наруто сразу заметил своих друзей Изури, Рики и Наримо. Рика Кикари была несколько странной девочкой. У нее были длинные серебристые волосы, завязанные в высокий хвост и голубые глаза. Она могла сейчас по силе сравниться даже с Сакурой, так что ее злить лучше не стоила рука у нее железная. Характером она была пылкой, любила спорить, дразнить одноклассников, но никто не осмеливался идти против серебристой волосой. Нарим Хикари брат-близнецы Рики. Однако у него, в отличие от сестры, были короткие коричневые волосы, но такие же голубые глаза. Он был гораздо спокойнее и расчетливее сестры. На самом деле их можно было считать за идеальную команду Нарим разрабатывал тактику, а Рика всех укладывала на лопатки. Наруто даже держал за них кулаки, чтобы они попали в будущем в одну команду. «Отлично, пошли!» – прокричала воодушевленно девочка, подпрыгнув на месте и подняв кулак вверх. Рити Шиты попытался успокоить свою сестру Нарим, но это было почти бесполезно. Рика была слишком гиперактивным ребенком. Именно поэтому все проделки были их рук задумка, тактика, шум, ну и защитник. Втайне от остальных Наруто их защищал, но и помогал в проделках у него в этом огромный опыт. И Зури, не желая привлекать внимание, впрочем, как и Нормис Наруто, потолкнул Рику в сторону леса, куда она с радостью пошла, даже побежала. Так что друзья побежали догонять неугомонную подругу заплутает еще. Но сейчас им было весело, и все казалось просто выдумкой. Снукинином давно разобрались, так они считали. Но слухи порой оказываются правдой. Признаю же, что ты не умеешь ориентироваться на местности и леса не знаешь, произнес Наруто и присел на ближайший пенек в надежде отдохнуть пару минут. И Зури стоял чуть поодаль, и хоть было темно, все равно было заметно, как мальчик вздрогнул и нервно захихикал, еще быстрее начиная вертеть головой в поисках выхода. Узумаки склонил голову, придерживая ее рукой, понимая в какую ситуацию вляпалась их компания. Рике же, видимо, было до высокой колокольни на это, ее не страшил ни лес, ни сумрак, ни ледяная луна на небе, что сегодня была видна на небесах. Нарами же тупо подошел к Изури и ударил того по голове, и рыжеволосый обиженно посмотрел на друга, что ни капельки не сожалел о содеянном. Они блуждали по лесу, казалось, пару часов. Все же часов ни у кого нет, впрочем, как компасы и фонарика, так что шли ребята в полной темноте по мрачному лесу. Повсюду слышались различные звуки, треск веток, уханье, вой, сильный ветер. Казалось, что ребята попали в фильм ужасов, но никого толком это и не пугало, как бы то странно не было. Рику даже наоборот это разодорило, и она даже бежала некоторое время впереди Изури, который и возглавил поход как создатель прекрасной идеи. Конечно, никакого Нукинина, да даже человека они не нашли. Вот так, с целью, они блуждали по лесу, где кроме них и животных, казалось, никого нет. Вот только то лишь казалось ребятам до некоторых пор, все же некоторое время им казалось, что кто-то ходил вдалеке, но они списали все на животных. Однако им не стоило и забывать, что и животные могут быть опасны. Молодец. Куда теперь идти, гений? С издевкой спросил Брюнет, скрестив руки на груди. Он уставился на друга, ожидая ответа, хотя в душе он даже не злился, так как знал, что такое неминуемо случится. В этом был весь Изури, да куда глаза глядят, за место рыжеволосого ответила сестра Нарами и уже собиралась двинуться прямо, как ее остановил Наруто, сидящий поблизости. Это не выход, еще хуже будет, тем более, что в той стороне обрыв, казалось, что Наруто говорил с безразличием, но он тут больше всего беспокоился за друзей, он успел уже научиться за год скрывать свои эмоции и научился вести себя спокойно, хорошо, что навыки остались. Да, удивленно переспросила девочка. Она-то, как и остальные, подумать не могла, что там есть обрыв. Да, и падать далеко, а его еще и не заметишь, скрыт за кустами, словно и не замечая странных и удивленных взглядов, ответил Наруто. Тогда ты нас и поведешь. Сразу же выдал решение Изури, указывая на блондина. Узумаки покосился на друзей, но поняв, что иначе им не выбраться, вздохнул и встал с пенька, отряхиваясь от листвы иголок, пропитанных росой. «Эй, а как же этот Макенин? Мы просто так пришли сюда!» Разочарованно, с досадой в голосе, спросила Рика, на что Изури задумался. А вот Нарами уже не одобрял эту идею, впрочем, он и раньше не был особо рад идеей бегать за отступником. Так же и Наруто не радовала с самого начала данная мысль, так и сейчас он с радостью бы увел друзей из леса, но, увы, Изури и Рика парочка на голову больных в Шинобе, которые ужасно любопытны по своему характеру. «Ладно, блуждаем еще около часа и уходим. Я верю, что мы найдем его», — слишком громко произнес Изури, подняв кулак вверх. Птицы взлетели вверх, улетая прочь от шумных детей, которые не знают слова сна. Хикари поддакнула, подобно Изури поднимая кулак вверх. Два придурка, уныло, без капли радости и воодушевления, как у друзей, произнесли одновременно Нарами и Наруто, стоящие в то время в сторонке. Идя по лесу, полного странных существ, четверо друзей шли в поисках Нукинина, которого никто и в глаза не видел-то. После небольшого отдыха неподалеку от обрыва, дети двинулись, куда глаза глядят, по просьбе Рики, которой, подобно Сакуре, не откажешь в просьбе слишком. Хикари была страшна в гневе. Знаете, если задуматься, то разве стал бы тут блуждать Нукинин? Неожиданно спросил Нарами, подняв голову к небу. А ведь и вправду, Наруто, что шел рядом с брюнетом, остановился и задумался, непроизвольно нахмурившись. Если так, то слишком опасно в лесу, и следовало бы сообщить об этом узукогесами. Хикари развернулся к Узумаки, так как он все же внук главы деревни. Но если это простые шиноби, что тогда? Предположил Узумаки, обращаясь к собеседнику. Вы о чем? Не понял и Зури, впрочем, как и идущая рядом с ним Рика. Казалось, в Нарами и Узумаки ввели диалог словно на другом языке, что знали только они. Ну вот смотрите, что бы делал Мукинин в лесу, грибы собирал. Не думал, скорее всего, это мог быть шпион или наемник. А это означает, начал объяснять сложившуюся ситуацию блондин, как за него решил продолжить Нарами. А это означает, что мы в большой опасности, закончил за Узумаки Брюнет и Рика, и Зури в шоке смотрели на друзей да оба были хорошими стратегами, отличные оценки в академии, и это, признаться, им сейчас помогло. Ведь после небольшой речи дети хотели теперь просто вернуться домой, а не блуждать одним по лесу. А ведь идея им казалась хорошей, веселой, простые слухи. Так мы и шли в лес за тем, чтобы его поймать, разве нет? Протестующая воскликнула Хикари, делая шаг к брату. Но это слишком опасно. Мы тут не для того, чтобы попасться в руки этого отступника. Прикрикнул на сестру Нарами. Опять они за свое, устало произнес Наруто, хлопнув себя по лицу. Часто случалось так, что Нарами и Рики спорили и затягивалось это надолго. Присев на ближайший пень, Наруто откинулся спиной на ствол дерева позади и посмотрел на небо, на котором были все еще видны звезды, но луна уже заходила, потому небо стало светлее. И теперь лес не казался таким уж мрачным и тихим. А в последнем виноватый Хикари. Сквозь шум, что был наверняка слышен и в деревне, Наруто услышал треск веток и потому повернул голову в сторону. На секунду тому показалось, что там промелькнула тень. Решив, что у него разыгралось воображение, блондин протер глаза, устало зевнув. Однако, как только он снова вскоре услышал хруст веток и увидел все ту же тень, он насторожился и встал с пенька, подходя к двум родственникам. «Помолчите», – прошептал двум друзьям Наруто, но те его не услышали. Поэтому он поступил, иначе и тупо заткнул их. Конечно, они недовольно мычали и рыпались, но под пугающим взглядом друга оба успокоились. «Наруто, что не так?» – спросил Изури, привлекая внимание Узумаки. Тем временем блондин опустил руки, разворачиваясь к Изури. «У нас проблемы, и без шуток. Нам бы убраться и поскорее на полном серьезе», – железным голосом произнес Наруто, а трое его друзей не могли понять, что такого случилось, и что это значит. Однако, спорить с Узумаки не хотелось, тем более, что он действительно был серьезен и явно не шутил. Изури поднялся с земли, подходя к друзьям. Ничего решив пока не спрашивать, ребята собирались двинуться в сторону деревни, как их прервал голос позади, и Наруто он показался да более знакомым. «Так-так-так, кто тут у нас, неужели это ты, Наруто Кум?» Услышав голос, Узумаки сразу понял, кто стоит позади, но вот поворачиваться ему не совсем хотелось, Кагакова, а вот его он совсем не хотел видеть. «Так-так-так, кто тут у нас, неужели это ты, Наруто Кум?» Услышав голос, Узумаки сразу понял, кто стоит позади, но вот поворачиваться ему не совсем хотелось, Кагакова, а вот его он совсем не хотел видеть. Ненадолго воцарилась тишина в лесу. Группа ребят с интересом и неким ужасом смотрела на того, кто их так сильно напугал. Это был мужчина с длинными черными волосами, змеиными глазами. Одет он был в форму Шиноби Канохи. Никто не мог произнести и слова, слишком все были шокированы, за исключением Наруто, которому хотелось поскорее улизнуть из этого места. «Вы же один из великих санинов, да, Арачмару?» – неожиданно озвучил всеобщий вопрос Изури, сделав небольшой шаг вперед. Удивившись такому поведению друга, Узумаки обернулся и застыл на пару секунд. «Да, удивлен, что обо мне еще помнят, да еще и такая молодежь», – с небольшим шипением ответил черноволосый. Оглядев всех присутствующих, он остановил свой взгляд на Наруто. «Говорю один раз, беги, с некой злобой», – проговорил мальчик и сразу метнул в ничего не понимающего Арачмару Сюрикен, но тот не был бы Санином, если бы не увернулся, превратившись в подобие змей его руки, ноги, шеи, да все тело стало длинным и извилистым. Пожалуй, это очень даже напугало ребят, а вот одному блондину было все равно, его цель это как можно скорее прибить Санина. «Наруто ты чего?» «Совсем с катушек слетел?» – сразу же воскликнул Нарами одновременно с сестрой сейчас им точно не до споров, какие были ранее. «Я от из катушек слетел, этот змей тут всему виной, и я его в землю закопаю, где ему и место», – моментально ответил Узумаки, забыв, что они ничего не знают. А вот Арачмару прекрасно понял Наруто. «Ну что тут такого, Нарутокун?» «Пожалуй, такое вот змею не надо было говорить, потому что уже в следующую секунду в Арачмару полетели уже три куная и пару сюрикенов и откуда у него с собой оружие. Действительно, что такого, да вот только наверняка у тебя ситуация была получше. Змей треклятый, ты мне тут всю жизнь испортил, а назад дороги нет!» – с гневом ответил Узумаки, в руке у него сразу появился очередной кунай, но мальчик сразу же передумал его кидать – все-таки он вспомнил о том, что тут еще и зрители есть. Лучше поговорить бы нам в другом месте, увидев, что оппонент успокоился, Арачмару и сам перестал извиваться, подобно змее. – Извините, но что тут происходит?» – уже совсем потеряв цепь событий, спросил Изури, поглядывая то на Наруто, то на одного из трех великих санинов. – Долгая история, – ответил сразу же Наруто, всем своим видом показывая, что сейчас он им ничего не расскажет. – Лучше вот что узнать. – Это ты тут причина всех слухов. Скептически подняв бровь, Наруто с ожиданием смотрел на Арачмару, прекрасная зная его привычки. – Живы же все, что не так. – Непонимающе ответил мужчина, а Наруто уже собирался даже призвать Кураму и попросить его откусить голову змею. – Весьма привлекательное заявление, не так ли? – Что так это вы? – Зачем людей похищаете? – Уже начиная бояться Санина, дети отошли к Наруто, что стоял дальше всех от Арачмару. Змей даже усмехнулся на такое поведение. – Я здесь с миссией, это все, что могу сказать, – ответил сразу же змей с ухмылкой на лице. – И тут Наруто стало до чертиков интересно, что же за миссия такая с экспериментами над людьми. Решив больше ничего не спрашивать узнать, так как все их разговоры будут слишком непонятны для Изури, Нарамии и Рики. – А вот этой кампании было что спросить у великого Санина, о котором ходила немало легенд. Арачмару сказал, что отведет всю кампанию обратно в деревню, а ему самому надо будет зайти к Узукаге. Однако Наруто сказал тому, что Хабоку уже дома, и потому он сам отведет Арачмару к дому. Пожалуй, тут Наруто впервые увидел, как один из трех великих Санинов удивился, видимо, такого поворота событий он никак не ожидал. Вот так все пятеро и отправились обратно в деревню, вот только в Узушиокагури только под утро, часам к шести точно, и все благодаря Арачмару, который и Дорогита не знал, хорошо хоть Наруто знал, как выйти обратно. Распрощавшись с друзьями, Наруто повел Арачмару к своему дому. По пути он быстро объяснил, как Наруто встретил Санина, ведь изначально он соврал, что пошел ночевать к друзьям, так что история должна была быть правдоподобной. Подойдя к дому, Наруто не стал стучаться, а только тихонько приоткрыл дверь, прислушиваясь никого не было, в доме все было тихо. Однако стоило быть поаккуратней на всякий, и потому он осторожно, не создавая лишнего шума, зашел в дом, показывая змею знаками, чтобы тот шел за ним. Однако, когда он проходил мимо гостиной, то услышал тихое покашливание и повернул голову в сторону его все-таки раскрыли. Попали, подвел итог мальчик, уже готовясь к худшему итогу. А рядом стоял Арачмару, совсем не понимающий сути дела. Тишина царила в гостиной. На диване, у камина, сидел Хабокур, смотря на огонь, что хорошо освещал всю комнату. Рядом на кресле, расположился Наруто, который уже тихо и мирно посапывал. Слишком утомительный был для него день и ночь, особенно прогулка в лесу. Напротив блондина на таком же кресле восседал Арачмару, который читал какие-то записи, вероятно, связанные с его экспериментами, после которых в Узушиокугуре и пошли слухи о Нукинине. Прошло уже немало времени с тех пор, как младший Узумаки и один из трех великих санинов пришли домой к главе деревни, который, как оказалось, вовсе не спал, а дожидался своего непутевого внука. Конечно, им пришлось немало объяснить ситуацию, после чего Наруто схлопотал за то, что они с друзьями сбежали в лес, искать Нукинина. После уже получил Арачмару, уже за то, что эксперименты проводил над жителями его деревни. И как вы сюда попали, я полагаю, ты так же не знаешь. Хабоку прервал тишину, что царило в комнате и перемешал угли, в которые превратились бревна. Нет, я так же ничего не помню. Почти ничего, но даже так у меня есть мысли, что могло произойти, прошипел Арачмару в ответ, все так же читая свои записи. Старший Узумаки с подозрением посмотрел на змея подобного Санина, но тот, казалось, и не замечал испепеляющего взгляда. Ты знаешь, что даже после такого вернуться назад, в свой мир, вам более не суждено? На минуту воцарилась тишина, сопровождаемая тихим тиканьем часов и тлением в камене. Можно найти выход из любой ситуации, даже если она кажется безвыходной, только и ответил Арачмару, встав со своего места, убрал бумаги в небольшую сумку на поясе и посмотрел на огонь. Я пойду, если вы не против, скажите Наруто, что я буду ждать его завтра у озера. Хабоку в ответ только кивнул, змей молча пошел в сторону выхода, но на секунду остановился у арки выхода из гостиной. Но тут ситуация и вправду без выхода. Усмехнулся Арачмару, сразу же исчезнув из поля зрения. Послышался скрип, хлопок дверью, и все звуки снова стихля. Может ли это быть, задумчиво произнес Хабоку, смотря все на тот же огонь, который уже горел не так ярко, как раньше. Удар. Еще один. Разворот и снова удар. Глухой звук падения и золотоволосый мальчик лежал на земле, пытаясь отдышаться. Синее небо, зеленые листва на деревьях, тихое чириканье, пение птиц, кваканье жаб, тихий шелест травы, бульканье в воде, глухое рычание, сопровождаемая сопением мирная обстановка, позволяющая весьма спокойно вздремнуть и отдохнуть от ежедневных тренировок, но Наруто, дожидаясь змеиного Санина, решил все-таки уделить времени отдыху, а упорному оттачиванию навыков. Извините, припозднился, послышался знакомый голос в стороне, и Узумаки повернул голову, не собираясь вставать все-таки час беспрерывно тренироваться, он еще физически не готов. Ну и что ты знаешь, выкладивая, сразу же, даже не поприветствовав того, кто и назначил встречу, Наруто буквально испепелял того взглядом. Как же грубо, Наруто-кун, но к сожалению, мне известно ровно столько же, сколько и тебе пожал плечами Санин, но тут же послышался рык рядом, и Арачимару осторожно посмотрел на девятихвостого лиса, что очнулся, как только пришел змей. Лучше говори, что знаешь, а потом решим, что именно можно сделать из змея. Я бы не прочь просто пожарить тебя на костре, произнес Курама с зловещей улыбкой, да такой, что были отлично видны клыки. О господи, да чего вы так хотите меня убить-то? И вообще тут может быть и не я вовсе виноват, как ни в чем не бывало произнес Санин, и на него сразу уставились две злобные пары глаз. Ладно-ладно, все что я могу сказать так это точно был свиток твоего клана. А что касается всех, кто был на твоем дне рождения изначально шанс того, что все попадут в один мир был равен одной тысячной процента, пожал плечами змей, а Наруто тем временем уже уселся на траве, сложив ноги по-турецки. Но ты-то здесь так. Если шанс того, чтобы мы все попали в один мир столь мал, то почему ты тогда тут? Не совсем понял Узумаки, ведь если верить словам змеиного Санина, то само по себе странно, что и Орочимару тут. Тут то и загвоздка. Однако, если я правильно понимаю, то в этот мир попали возможно не только мы, а следовательно, само наше присутствие в этом мире чьих-то рук дело, уже на полном серьезе произнес Санин, ведь выходило так, что и он теперь часть эксперимента. Пожалуй, теперь-то ему не до шуток, о чем и Наруто, и Курама догадались сразу по тонну Орочимару. В таком случае, другие тоже могут быть тут. С надеждой спросил Наруто, а в ответ ему послужил незначительное пожатие плечами похоже, и сам Орочимару знать не знает об этом. Сейчас лучше тебе бы тренироваться, кто знает, какая опасность будет ждать в этом мире. Может быть Акацеки тут и не существует, но тут может быть и тот, кто повинен в нашей смерти, а Орочимару развернулся, собираясь уходить, но в последний момент его остановил Наруто. Даже если и так, он поплатится за то, что совершил, да ты боё в привычной себе манере произнес Наруто, жав руку в кулак. Змеиный Санин только ухмыльнулся в ответ и молча ушел. Раз он ушел, то пора заняться тренировкой. С пылом заявил Узумаки, на что Курама, который молча все слушал, покачал головой, снова собираясь заснуть, пока его джинчулики себя калечат у него уже столько было синяков на руках и ногах, что смотреть-то было больно. Простите за опоздание, произнес грубый мужской голос. Неизвестный стоял у двери, и тень падала на него так, что его было вообще не видно, и разглядеть какие-либо черты лица было попросту почти невозможно. Только странную улыбку и можно было увидеть на лице его. Опа заходи. Мы тебя только и ждали. Воскликнула Пятая Хакаги с пылом, поднимая уже наполовину выпитую бутылку Сакэ в воздух. О, а ты пришел, совсем не свойственным ему голосом, произнес Саске. Учиха несколько шатался, хоть он и сидел на полу. У нас тут скоро будут и на... и нес. Тьфу, свитки короче будут. Икая и еле произнося слова, заявил Наруто, выпивая далеко не первую стопку, предложенную Цунадей, что самое удивительное, Саске. Отлично, тогда я к вам присоединюсь, гость сел у стены, где свет так же на него не падал, да рядом не сидел никто, кто мог бы предложить выпивку. Все, что можно было разглядеть в темноте загадочную улыбку и темные волосы. Как только Узумаки младший собирался ударить о дерево, рука его остановилась у самого ствола, а сам блондин смотрел на создание природы. Глаза были его широко открыты, в голове был вихрь мыслей, все мысли спутались. И собрать все осколки вместе удавалось с трудом. Еще одно воспоминание о том дне. Еще одна зацепка, хотя и непонятно, кто был тот мужчина, но одно Наруто теперь знал, точно он явно пришел не просто так. Тот гость, которого не было видно в воспоминаниях. Кто же это был, лето, прекрасный, солнечный денек. Уже был конец августа, а солнце пекло так, что люди сидели дома, пытаясь спасти от невыносимой жары и лишь единицы находились на улице. К таким единицам, пожалуй, можно отнести детей, которым ни холод, ни страшен, ни жара, им лишь бы поиграть вместе, и все. Также многие шиноби были на задании. В общем, у каждого было занятие, кто-то играл, кто-то работал, кто-то сидел дома с семьей, а кто-то просто спал. И где его только носят? Раздраженно спросил сам у себя Хабоку, почесывая седую бороду. Он слегка отвернул голову в сторону и говорил шепотом, чтобы собеседник его не услышал. Что-то случилось? Спросил блондин, сидя на кресле напротив главы деревни. Старший Узумаки тут же повертел головой и руками. Не тнет, Наруто скоро приведут. Он просто гуляет с друзьями, даже не веря сам в то, что говорит. Хабоку отвернулся к окну, стараясь не выдать собеседнику свое волнение. Надеюсь, уже чуть тише добавил старик, смотря на вид деревни. И где этого мальчишку только носят? Наруто. Ну где же ты? Тебя просил привезти Хабоку Сама, что-то важное, а ты все бегаешь от меня, топнув ногой, недовольно произнесла Минако. Этот золотоволосый мальчишка уже так ее уморил, что сил бегать и искать его не было. Но Узу Кагесама попросил, сказав, что это очень-очень важно. Как тут не продолжать его искать, даже если и устала? Где-то в стороне послышалось хихиканье, показались кончики золотых волос за стеной чьего-то дома, и Минако, на цыпочках подходя к источнику звука, уже приготовилась взять мальчишку и тут же, буквально на скорости света, отвести его за ухо к Узу Каге. Однако, зайдя за стену, женщина никого там не обнаружила, кроме черной кошки. Чертыхнувшись, она взбежала на крышу здания и осмотрелась. Искомого мальчика нигде не было видно, даже и намека не было на его присутствие. И где его теперь искать загадка? Наруута. Устала крикнула красноволосая, надеясь, что младший Узумаки ее услышал, но быть уверенным в подобном нельзя. Тебе бы лучше уже пойти к старику, иначе получишь потом сполна, и я тебя защищать не буду. А еще я сам пущу тебя на мясо, точно, сделаем из тебя закуску, а главным блюдом будет Арачимару, в подсознании прорычал Курама, пытаясь образумить безрассудного джинчурики столь неординарным способом. Да ладно тебе, Ку, что такого важного может случиться? Только если потоп, пожар, что уже более реалистичнее. Да и что сразу на закуску-то? Вслух произнес Наруто, удобно выседая на ветке дерева, откуда он мог видеть и лес, и здание вокруг, и изредка пробегающих детей или взрослых. Довольно таки приятный для глаз вид, особенно к вечеру, когда солнце садится и виднеется алла красный закат. Но не думаю, что такая отговорка сгодится, все так же рыча проговорил девятихвостый лис, уже собираясь силком притащить мальчишку Кузукаге. И наплевать на то, что люди немало испугаются при виде леса с девятью хвостами. Ладно, вздохнул уныло блондин, вставая с столь полюбившегося места. Как-никак, а он тут часто прятался, особенно вечером, когда за ним гнался Арачимару, хотевший проверить, а все ли с Наруто в порядке. Так и прошло целых два года. Многие уже успели привыкнуть к выкидам Наруто и его друзьям, которые часто чудачили, разукрашивая здания, которые потом сами же и мыли. Вместе они все так же продолжали проверять различные слухи, часто являющимися просто выдумкой жителей деревни или торговцев, нередко бывающих в деревне. За целых два года Наруто успел уже вполне освоиться в этой деревне и знал теперь, во многом благодаря змаиному Санину, все новости в мире шиноби. Впрочем, ни о Бакоцеке ничего не слышно, ни о ком, кто мог бы их сюда с Арачимару закинуть. Сам Санин должен быть сейчас в Канохе, после столь длительного путешествия. Совсем недавно он был уже в деревне Водоворота, спустя полтора года, потому Наруто многое и узнал, впрочем, Узукаги также передавал мальчику новости, все же он был в курсе дела Арачимару и Наруто. Единственное, что Наруто еще точно не узнал, так это попал ли в этот мир еще кто-то из побывавших на том дне рождения, а также до сих пор неизвестно, кто мог их убить. Вопросы остались, но основная информация есть, что еще нужно для счастья. Как бы сказала Цунадия бутылка Сакэ, спрыгнув с ветки на землю, Наруто спокойным шагом пошел в сторону резиденции. Сегодня был выходной день от занятий, потому многие его одноклассники гуляли по улице, и именно по этой причине блондин старался с ними не сталкиваться. Чувствуя чакру друзей, проходящих мимо, Узумаги сразу сворачивал за угол и шел другой дорогой, либо запрыгивал в редких случаях на крышу. Если бы он встретился с кем-то из друзей, то точно бы пошел с ними играть и наплевал бы на то, что Хабоку хотел его видеть, но тогда бы он сполна получил бы от Курамы, который уже был к этому времени довольно-таки зол. Придя в резиденцию, Наруто некоторое время искал кабинет деда. Странно, что за два года он так и не выучил его местоположение, но на то была причина Наруто редко бывал в резиденции, так как водоворот он все так же старался обходить стороной. Найдя нужный кабинет, блондин не церемонясь, зашел внутрь и тут же застыл на месте. Явился таки, прищурив глаза, проговорил Хабоку, смотря на внука. А сидящий напротив Хабоку человек тут же повернулся к пришедшему мальчику и улыбнулся, при виде его. Было ясно видно, что мужчина рад видеть Наруто, да и был немало удивлен, что он все-таки ходит. «Привет, пап!» Неловко помахав рукой, произнес Наруто, поняв, что он попал, по-крупному. Нет, отца он был рад видеть, но он прилично опоздал, хотя Хабоку его искал, а после Минако. Спасибо Кураме, который пообещал его пустить на закуску. «Наруто, рад тебя видеть, а ты подрос!» «Я смотрю», – произнес Минато, подойдя к сыну и потрепав застывшего мальчика по голове. «И ходить наконец можешь?» «Спасибо, вы все-таки помогли ему», – произнес с улыбкой мужчина, посмотрев на свекра. «Э, а, да, было нелегко, но мы смогли ему помочь», – кивнул в ответ мужчина, кашлянув в кулак да врать у него, конечно, плохо получалось. Но что поделать надо. Хорошо хоть что Минато плохо понимал, когда Хабоку врет, а когда нет. «Да-да, так здорово ходить, прямо чудеса», – подокнул блондин, наконец отойдя от минутного шока. А вот Курама в подсознании откровенно смеялся с двух недоврунов. «Да, тут надо устроить соревнования, кто лучше соврет». Впрочем, теперь Минато с сомнением смотрел на двух членов клана Узумаки. «Ладно, ты ведь помнишь, что я обещал тебя забрать обратно». Решив не придавать особого значения царившей в комнате атмосфере, Минато посмотрел на сына, который что-то вспоминал. И было явно заметно, что давалось ему это с трудом. «Разве уже?» – с надеждой спросил Наруто. «Все же к деревне Водоворота он как-то успел привязаться и покидать не хотелось бы ее. То есть сначала ты не хотел покидать Каноху, а теперь деревню Водоворота, скептически подняв бровь, спросил Минато, сложив руки крестом на груди, пожалуй, это и вправду было даже смешно». Наруто в ответ пожал плечами, мельком глянув на деда тот лишь жестами показал, что поделать нечего. А тут у него были хоть какие-то союзники, знавшие о его секрете. «Нет, еще есть Итачи в Канохе, но то несколько другое дело. А Рачимару вечно занят своими экспериментами. Ты еще вернешься сюда, а пока пора вернуться домой, Кушина уже беспокоится о тебе так, что послала меня сюда пинками», – произнес мужчина, положив руку на затылок и глупо улыбаясь. «Да, это было то еще зрелище, наверное». Хабоку и Наруто даже рассмеялись, зная, какова Кушина в гневе. «Да и тебе надо закончить академию в листе, так что собирай вещи и сегодня выдвигаемся», – Хабоку подтвердил сказанное кивком. Говорить что-либо еще он счел лишним, потому молчал. «Хорошо, с долей грусти», – произнес Наруто, собираясь покидать кабинет. «Наруто, только с друзьями успей попрощаться», – произнес красноволосый мужчина, и Наруто кивнул в ответ. «Он так и сделает, не покидать же деревню, не попрощавшись с друзьями. Пока». С улыбкой произнес золотоволосый, махая рукой. На душе хоть и горько, но мысль о том, что вскоре снова увидишься с друзьями хоть как-то обнадеживала. Чуть поодаль от ворот, откуда только пару минут назад отошел в путь домой Наруто, стояли Хабоку, Минако и Зури, Рики, Нарим и все одноклассники Наруто. Все пришли провожать его и теперь все стояли и махали рукой, желая удачи и много чего еще. В этом мире он смог подружиться со многими, в то время как в прошлом его принижали и называли Лисом. Пожалуй, как меняется мир, когда начинаешь другую жизнь, с чистого листа, и никто не знает о тебе и твоем прошлом. Странно, не правда ли? Отчасти это подло, но так устроено мироздание, так устроено общество. Но ничего не изменить, уже не изменить и того, что он попал в этот мир. Пора просто свыкнуться с этой мыслью, хотя и хочется узнать, почему же и как он сюда попал. Что случилось в тот роковой день? Останется ли это загадкой, или ответ рано или поздно мы найдется? Это мы еще узнаем. Но что домой Наруто? В пути вдруг произнес Минато, посмотрев на сына, что выглядел несколько грустно. Ага, тут же ответил, не раздумывая мальчик, кивнув головой. Пора домой. А ведь стоило мне раньше сюда вернуться, как сразу же начинались беды или что-то было разрушено. Впервые все осталось прежним, произнес тихо еле слышно Наруто, вспоминая моменты из прошлой жизни. Блондин стоял у ворот, боясь идти дальше. Его не было тут, в Канохе, очень долго. Три года, за которые случилось многое, прошли, и вот он снова вернулся домой. Сколько раз он уже возвращался в родную деревню? Уже и не пересчитать, вот только впервые было нежелание идти дальше, за ворота, он все равно ощущал тот гнев, что и раньше. Ненависть жителей. Три года, а ничего не изменилось, даже жителя. Но как теперь все отреагируют? Теперь Наруто не инвалид, чакры у него в достатке, почти столько же, сколько и раньше, разве несколько меньше, но не важно. Он спокойно может стать шинобе, сдать экзамен на Чунина, снова быть в команде. Но, видимо, не вместе с Саски и Сакурой. Кажется, больше не будет той любимой команды номер семь. Но пошли, чего стоишь там? Улыбнувшись, спросил отец, зовя сына за собой. Наруто мотнул головой, отгоняя прочь все ненужные мысли. «Иду!» Крикнул Наруто, подбегая к отцу. Шаг, и он переступил черту. Теперь он дома. Минма. Кушина стояла в прихожей, совершенно не веря своих глазам, на которых уже блестели слезинки. Это были слезы счастья. Конечно, как матери не радоваться тому, что ее сын, у которого было мало шансов выжить в жестоком мире шинобе, теперь здоров. Что теперь он может ходить, использовать техники, может наконец-то стать полноценным шинобе. А в дверях стоял Наруто, улыбавшийся. Приятно было снова видеть маму и двух своих родственников, брата с сестрой, стоящих позади. Если Минма выглядел удивленным и казалось, что он злился, то Аки радовалась, хоть и была слегка ошеломлена столь внезапными поворотами событий. «Наруто, мальчик мой», — сквозь слезы проговорила Хабанера и кинулась обнимать сына, только явно чересчур сильно, медленно, но верно его лицо приобретало страдальческий вид. «Милая, ты его задушишь», — посмеиваясь над женой и ее действиями, Минато прикрыл рот рукой, чтобы не засмеяться в голос. Впрочем, что еще можно было ожидать от Узумаки? «Прости-прости», — виновата произнесла Кушина, наконец выпустив сына из объятий. Тот смог таки вздохнуть полной и свободной грудью. «Раз брат дома, то давайте это отпразднуем». Хлопнув в ладоши, все так же улыбаясь произнесла Златовласка, смотря на родителей. «Без меня, сегодня на задание иду», — произнес брат Наруто, развернувшись. Больше ничего не сказав, он просто ушел, вероятно, к себе в комнату. Золотоволосый Узумаки тут же понял в чем дело. «Не обращай на него внимания, ладно?» Улыбнувшись, произнесла Кушина, она после разберется со старшим сыном, плохо ему будет, а сейчас и вправду надо было отпраздновать возвращение младшего Узумаки. В ответ Наруто только кивнул. Минма его сильно напрягал. От него исходила теперь еще большая злоба. Что же у них за неприязнь такая была? В чем причина такой ненависти? Они ведь родственники, братья. Была бы у него хоть какая-то подсказка от прошлого себя из этого мира. Хоть какая-то зацепка. Но ведь есть шанс, что и он ничего не знал. Пожалуй, Минма главный вопрос и проблема Наруто в Канохе. Возвращение младшего Узумаки и вправду отметили. Кушина наготовила много-много вкусностей, даже торт. Во время ужина Наруто то и дело рассказывал о времени, проведенном в Узушио Кагоре. Даже рассказал о некоторых приключениях с его друзьями. К примеру, когда они решили разукрасить здание просто так. Какие же рисунки тогда они нарисовали вместе шедевр прямо? В переносном смысле. Как-то раз они решили проверить слух о страшном призраке в одном доме, так этим призраком оказалась старуха, напугавшая их до чертиков. По всему дому были развешаны различные ловушки, да такие, что казалось, что там действительно обитал призрак. Наруто даже решил рассказать, как они встретили в лесу Нукинина или же Орачимару. Правда, некоторые детали он скрыл от семьи, им-то этого знать не надо. Когда ужин закончился, Наруто решил сразу же посетить свою комнату. Вот только его остановил отец, сказав, что завтра он может идти в академию, и предупредил, что будет бой. Все же экзамены уже не за горами, младший Узумаки вернулся прямо к тому времени, когда академия выпускает генинов. Наруто лишь сказал, что уделает всех и вся, а после просто рванул к себе в комнату. Он не был дома аж три года, но ничего не изменилось, даже в родной комнате, где было все аккуратно убрано. Ни пылинки, ни соринки, так сказать. Видимо, Кушина убиралась здесь часто. Сложив нужные печати, Наруто призвал старого и доброго лиса, сразу усевшегося на мягкую постель. И что теперь делаем? Удобно усевшись на кровати, спросил Курамао. Но не сидеть же им тупо и просиживать штаны, как говорится. Проблема в том, что я не знаю. В мире Шиноби сейчас слишком спокойно, посмотрев в окно на чистое звездное небо, произнес Наруто. Это то его и беспокоило. Затишье, думаешь? Догадавшись, произнес Курамао и получил в ответ утвердительный кивок со стороны мальчика. Да тогда все чересчур тихо. Удрученно вздохнув, блондин глухо упал на кровать, прикрыл глаза. Устал он от внезапных поворотов событий. И вот снова, точно ведь что-то да случится. Как говорится, приключения всегда тебя найдут. Раньше же находили, верно? Неужели просто кажется, что приближается буря? Или это просто разыгралось у него воображение? Кстати, что смену ли делать? Повернувшись к лису, спросил Наруто, но тот беззаботно спал. Усмехнувшись мальчик и сам решил вздремнуть, ведь завтра будет бой. Интересно, кто же будет противником? Наступило утро, птички запели, а шиноби давно не спали. Работа и задания не ждали, надо было выполнять свой долг. Наруто, также вставший давно, решил выйти из дома пораньше, пока все, кроме отца, спали. Решив потренироваться ранним утром, он пришел на свой старый полигон место, где он тренировался до того, как отправился в деревню Водоворота. Немного покидав сюрикены в давно пострадавшее дерево, ставшее мишенью, Наруто решил потренироваться и с курамой, то есть использовать чакру леса. Выходило это, конечно, не совсем так, как было в прошлом, но на деле вполне использовать было можно. Решив, что пора бы и в академию, Узумаки забрал свое снаряжение и поспешил в место, которое многие называют одним коротким словом «Ад». Первым занятием оказалось бросание сюрикенов. Утренняя разминка и еще одна чуть позже неплохое начало дня. Однако надо было видеть лица всех, кто только встречался Наруто, ну конечно же, они были поражены и шокированы. Он же может ходить, это удивило. Причем немало, всех, особенно Неджа, хотя его это похоже, еще и разозлило, прямо как старший брат так подумал Наруто. Странное сравнение, пожалуй, настоящие оба ненавидели одного человека, а именно Наруто, также были злы на него за то, что тот теперь ходит. Впрочем, кого эта новость и обрадовала, так Сакуру и но девочки буквально налетели на мальчика, расспрашивая его обо всем. Пришлось им немного рассказать о прошедшем времени, что-то было рассказано и вкратце, так как урок начался. Конечно, потом уже предстояло удивляться Наруто Саске. Вот кого он не ожидал увидеть тут, так именно черноволосого Учиху. А что он тут делает? Несколько удивившись давнему знакомому, Наруто решил расспросить немного Сакуру и но, севших рядом. Сейчас была очередь с Саске, так что время на расспросы было. Саске что ли? Так он пришел к нам около шести месяцев назад, только вот неразговорчивый, мрачный, уныло ответила розоволосая, подставив под голову руку. Похоже, тут она действительно не полюбила Учиху. А еще надо заметить, что он, как и ты слишком умный, усмехнулась блондинка. Надо отметить, что за те три года она успела отрастить волосы и теперь они даже длиннее, чем у иной из его мира. А вот Сакура лишь слегка их отрастила, закрывали волосы только шею. Почему я не удивлен? Тихо спросил сам себя Наруто, посмотрев на поле тренировок. Учиха попал в десять из десяти. Тут-то Узумаки и прищурился что-то точно было не так с Учихой, по крайней мере, так казалось блондину. Он же вроде садоводом или путешественником хотел стать, а тут пришел в академию и так метко кидает сюрикены. Что-то тут было нечисто. «Молодец, как всегда отлично, надеюсь на экзамене ты так же отличишься», – произнес довольно Ируко. Но конечно, его ученики скоро выпускаются и многому уже научились, а тут еще и отличников в достатке. Наруто Узумаки, когда названный вышел на поле и взял сюрикены, то Ируко, впрочем, как и одноклассники, не удивились еще до урока все и все узнали. Однако были те, кто сильно сомневался в том, что блондин попадет по цели. Ну мало ли, оступится и упадет, к примеру. Кинув первые девять точно в середину ствола, Наруто собирался кинуть последний и краем глаза посмотрел на Учиху. Что-то напрягало его в черноволосом мальчике. Вот только что, кинув последний, попавший точно в цель, сюрикен, Наруто успел заметить ухмылку на лице Учихи. Молодее отце, протянув слово от удивления, Ируко записал результат и вызвал следующего Неджи. Он, конечно же, попал девять из десяти, немного не дотянул до Наруто и Саски, двух выскочек, что его и злило. Сакура и Ино попали почти одинаково, первая восемь из десяти, вторая семь из десяти, Чоджи попал девять раз, Шакамару десять. И так далее, но никто уже не попадал все десять раз, и больше Наруто не замечал той же ухмылки на лице Учихи. Следующим уроком были лекции, история и самый последний бой. Йогото Наруто и ждал, если повезет, то ему выпадет шанс сразиться с Саски, тогда-то он и поймет, где собака зарыто. Наруто, если тебе неинтересно услышать историю и том, как создавалась Каноха, то милости прошу выйти. Стукнув рукой об стол, Ирука грозно посмотрел на блондина, сидящего на задних рядах. Тот лишь слегка подскочил, немного удивившись, а после поднял голову, посмотрев на доску. Киба также спал, как и Узумаки, но Йогото не тревожили. Или это только из-за того, что его три года не было? Я знаю историю создания Канохи, можете не волноваться, и Рукасен сей, поняв, что учитель беспокоится за сдачу экзамена, Наруто просто отмахнулся. Тем более, что они это и в Узуши Окугури проходили год назад еще. Так чего слушать все второй раз? Тогда будь добрый и ответь, кто основал Каноху. Весь класс, как по команде, уставился на Узумаки. Мадара Учиха и Хоширама Сёнджу четко отчеканил Наруто, не задумываясь. Пришлось ему же увидеть обоих великих Шиноби, с одним драться бок о бок, а вот насчет другого тот уже был противником. Вот только никто об этом уже не узнает. И Рука кивнул, сказав, чтобы блондин больше не спал на уроках в следующий раз сразу же выйдет за дверь. Однако Наруто все равно решил прилечь и немного поспать, но тут ему прилетела записка откуда-то слева. Не сумев понять, от кого именно, мальчик просто заглянул в записку. Сразимся. Только и было написано на клочке бумаги, вырванной из тетрадки. Наруто сразу же догадался, от кого пришла записка. Разумеется, в такой же манере написал Узумаки и отправил обратно отправителю. А именно Саски Учихи. Возможно ли то, что это именно он узнает золотовлосы чуть позже? Думаешь, что он? Спросил неуверенно Лис. Наруто слабо кивнул он и сам сомневался, в бою проверит. Сакура и Ино. Первыми вышли девочки, что никому не было интересно, а зря. Сакура сразу же напала на противника, но та ловко парировала удар. Они делали различные трюки, пытались ударить друг друга, нанося весьма точные удары, Сакура лишь пару ударов со стороны Ино, а вот Яманако около пяти раз. Пожалуй, сражались они неплохо, Сунадия же учила их. Но все-таки, они в большей части медики. Молодцы. Отлично. Сложите знак перемирия и идите на место. Девочки кивнули и сложили знак, после чего сели обратно. Наруто и Саски. Назвал Ирука имена следующих участников. Сказать, что они оба этого ждали ничего не сказать. Оба вышли ухмыляясь. Вот только чему, знали, что победят, или тут другая причина. Бой начался. Наруто, как всегда, атаковал первым, впрочем, Саски и сам ринулся нападать. Первый удар левой ногой со стороны обоих, неуспешная атака, которая просто была блокирована обоими. Наруто атаковал левой рукой, но Саски поставил блок, сам решил после атаковать в живот, но удар был успешно блокирован. Итак, удар за ударом, блок за блоком. Казалось, что их обоих это веселило, ведь во время боя мальчики улыбались, хоть и еле заметно. Снова удар со стороны Наруто, правой ногой, блок со стороны Саски, тот решил ответить снова, но опять встретил блок. После, они решили атаковать одновременно, прямо в лицо, но и тут промахнулись и увернулись в одно мгновение, и никто ничего не успел понять. Все, хватит, вы молодцы, записав в очередной раз что-то на листке, и Руко похвалил ребят признаться, он был удивлен, ведь Наруто, за которого у Нино беспокоился больше всего, отлично справился. Сложите знак примирения и идите на свои места, прямо как раньше, да. Саски. Ухмыльнувшись, произнес Наруто, он не стал складывать знак примирения, а выставил вперед лишь руку, сжатую в кулак. Если это действительно он, то он все поймет. На некоторое время воцарилось молчание. Никто и не понимал, что происходит, и о чем говорит Узумаки, вот только тому было без разницы, главное услышать ответ. Верно, как раньше, только слишком просто, даже неинтересно, хмыкнув, произнеся эти слова в давно привычной форме, Саски стукнул кулаком. Оба улыбнулись, понимая, что это именно они. Учиха с Саски и Наруто Узумаки, Мститель и Спаситель. Не поверишь, но я по тебе скучал, пытаясь не засмеяться, произнес внезапно Наруто, чем рассмешил многих, а вот Учиха мгновенно отпрыгнул от Узумаки. «Иди ты к Кагуе, чертов шизик!» Пожалуй, смысл сказанного опять никто не понял, только Наруто и сам Саски, но многим все так же было весело, и последний рассмеялся. Он и вправду скучал по старому и доброму Мстителю из Учих. «На место!» прикрикнул на двух учеников Ирука, и те послушно вернулись к себе на место, вечно недовольный, но теперь веселый, Саски, и вечно улыбающийся Узумаки. «Встретимся после занятия у леса», – тихо произнес Учиха, садясь на свое место. Наруто кивнул, понимая, что имел в виду Саски, и также сел к себе, только вот место было его рядом с Чоджи, перед Сакурой, а рядом также сидела Ину. Учиха сидел неподалеку, рядом с Неджи вот тут Йому-то можно было только посочувствовать. И поговорить они не могли, по крайней мере, пока не закончатся занятия. Прекрасный вид на Каноху открывался именно на той горе, где был небольшой полигон тренировок, где тренировался Наруто. Эта деревня, отличаясь от его родной Канохи, была не менее интересной. Как-то раз, задержавшись на тренировке, Узумаки смог наблюдать весьма интересное зрелище отсюда – горящий лес. Тот самый лес, в котором, как позже оказалось, огни загораются лишь летом и осенью. Потому Наруто и выбрал это место, потому что вид открывался действительно потрясающий, к тому же тут было прохладно, ведь летом было довольно-таки жарко. Еще один плюс полигона в том, что никого не было даже вблизи, только люди копошились внизу, но никто никогда не ходил в этот лес, насколько блондин помнит. Также здесь нет лишнего шума и нет той злобы, что мальчик чувствовал в деревне. Спокойствие, тихий шелест листвы, легкое дуновение ветра, прекрасный вид на деревню – где же еще можно найти такое же прекрасное место. Сколько бы больше Наруто не искал мест для тренировок, – сколько бы он не ходил по округе, да только таких мест нет. «Да уж, долго ты тут похожа», – проговорил Учиха, смотря на Каноху. «Все еще не привык, что деревня выглядит совсем не так, как старая деревня Листа. Совсем непривычно находиться в таком месте, которое раньше и не знал. А ведь, по сути-то, деревня та же самая, просто другой мир. Года четыре почти. Вроде, не считал как-то, пожал в ответ плечами Узумаки и присел на краю обрыва он часто, когда уставал после тренировок, вот так вот садился на край и просто наслаждался видом и приятным прохладным ветерком. И многое тебе удалось вспомнить? Решил все разузнать Саске, ведь сам он ничего толком и не помнит, только как пришел к другу праздновать его день рождения. Не особо, последнее воспоминание было о том, что кто-то еще пришел на праздник, а Рачимару тогда еще не вернулся со свитками, уныло произнес Наруто и тут же посмотрел на Черноволосого. «Ты хоть помнишь что-то? И как у тебя дело с чакрой?» Также решил завалить вопросами Учиху Наруто, на что тот после последнего вопроса сморщился и как-то со страхом посмотрел на зеленую траву под ногами. «Насчет памяти ничего, даже этого не помню, лишь то, как к тебе пришел о празднике рассказать. А чакра? Я убью Ара-Чимару, как только его встречу, последнее Саске буквально прошипел. Видимо что-то змей натворил. Что же он такого сотворил? Совершенно не сожалея участи змеиного Санина», — спросил Наруто. Впрочем, он бы даже сам принял участие в убийстве змеи, но увы, он ему слишком много информации добыл, так что лучше оставить это на Саске. Оказалось, что он весьма хорошо дружит с моим кланом. Так он, узнав о том, что у меня проблема с чакрой, сразу же ринулся ко мне в гости и заявил о том, что я теперь буду его подопытным кроликом. А вот что было дальше, даже вспоминать не хочу, стоило последнее сказать Учихе, как тот резко побледнел. Да уж, а раньше спокойно разрешал на себе эксперименты ставить. К слову, а где ты был? Я слышал, что тебе пришлось покинуть Каноху. Ловко перевел тему Учиха и посмотрел на старого друга. В узуше о Когоре, здесь ведь и мой клан цел, и не только он, вся моя семья жива, у меня есть старший брат и сестра. И кучка проблем в придачу, опустив голову на колени, произнес Наруто. А он и успел уже забыть о проблеме с старшими. Все четверо членов его семьи что-то скрывают. И кое-что ведь касается не только того, что с ним произошло. Саске, кажется, что и в этом мире проблема скоро явит себя, на полном серьезе произнес Узумаки. О чем ты? Совершенно не поняв, о чем говорил Наруто, спросил Учиха. Арачимару хоть и рассказывал ему кое-что об этом мире, но ничего ни о каких проблемах, и не слышно. Но ведь и обито, и мой брат в деревне, а не в Акацеки, что может быть тогда. В этом-то и беда. Я могу лишь предполагать, но, похоже, что это тот, кто нас во все и втянул. Наруто поднял голову и посмотрел вдаль, на уходящее за горизонт солнце. Конец очередного дня, и что же ждет завтра? Саске, не знаю, говорил ли об этом тебе Арачимару или нет, но шансов вернуться у нас, видимо, нет. Так давай позаботимся о том, чтобы этот мир не познал того, что познал наш. Наруто лишь вытянул в сторону друга руку, сжатую в кулак, и посмотрел на Учиху с полной решимостью в глазах. Да знаю, мир, конечно, не наш, но что поделать, все равно живется скучно. Саске улыбнулся краешком губ и стукнул кулаком. Теперь-то они смогут кое-что, да предотвратить, если случится какая-нибудь беда. Но сначала убьем змея, заговорщически проговорил Учиха, чему Узумаки явно был не рад. Даже боязно представить, что Учиха задумал против Санина. Он убрал руку и уже потирал руки. Что ты удумал, Саске? И кстати, он ведь вернется через месяц. Вроде как, вспоминая, когда прошел отца, произнес Наруто. Черноволосый в ответ лишь хмыкнул, а на плече сидел тот самый Дьяволенок, что всегда дергал Учиху на плохие поступки. Только Каноху не разгроми. Я дома, громко прокричал блондин, снимая ботинки. После длительной прогулки с Учихой, Наруто смог узнать кое-что интересное, но, увы, время штука не вечное, а домой надо, иначе Кушина найдет своего сына где угодно и когда угодно. Ну вот, а ты уже хотела идти его искать, проговорил Минато, появившийся в проеме. Видимо, Наруто был прав, с возвращением, у нас тут гости, если что. Улыбнувшись, поприветствовал сына дома Минато и помахал рукой, после чего скрылся на кухне. Говорил он как-то загадочно, вздохнув с облегчением, Наруто решил разузнать, дома ли его родня в лице брата и сестры, да и кто этот загадочный гость. По чакре Узумаки понял, что лишь сестра была дома, а вот брат, похоже, слинял, не желая видеть младшего. Вот только еще две чакры, помимо его родителей, были до чертиков знакомы Наруто. Похоже, я понял, почему Минма слинял, произнес недовольно Узумаки, ведь как знать, каков тут он. Пройдя на кухню, Наруто тут же остановился и мысленно ударился сотню раз о стенку его подсознания. Но вот правда, это еще то зрелище. Перед ним сидел старый и знакомый крестный отец, точнее извращенный отшельник, как Узумаки любил того называть. У Санина были не те длинные и привычные глазу волосы, а короткие, какие были у Джирайя в детстве. В остальном он был все так же похож на себя, кроме того, что сидел он не один, а вместе с Цунадья, что была вторым гостем. И первый что-то шептал Сон Джу на ухо, в то время, когда никто кроме Минато не заметил Наруто. А Наруто, рад тебя видеть. Тут же воскликнул Джирайя, а после, когда заметил, что Узумаки без костылей, присвистнул. «Я-то думал, что вы тут секретничаете, а тут вот какие дела. Поздравляю, Наруто! И как ты? Привык ходить?» Тут же завалил вопросами беловолосый Узумаки, на что блондин постарался ответить. После пришлось Наруто поведать о своих приключениях в Узушеокогуре. И за все прошедшее время блондин уяснил одно, Джирайя тут характером и поведением почти и не похож на извращенного отшельника. Он все так же пил, но вот книги он не писал и не спешил подсматривать за девушками в банях. Но вот что больше удивило Узумаки, так это то, что они с Цунади были женаты. После такой новости Наруто был с минуту в прострации, а после он сообщил родным, что ужинать не будет и лучше пойдет поспать, так как день выдался трудным. Минато и Кушина решили молча кивнуть и пожелать спокойной ночи, впрочем, так же поступили и гости. Блондин молча ушел в комнату, где пытался еще долгое время привести мысли в порядок, в результате чего и уснул. День Вити вправду выдался весьма познавательным. Сначала вернулся Учиха, потом еще и новость о том, что Цунади и Джирайя тут с катушек слетели. И интересно, а тут будут еще такие старые знакомые, которые будут отличаться от себя кардинально. На улице светило солнце, было раннее утро, а Наруто уже был в секретном месте полигон для тренировок. Но теперь он тренировался не один, а с Саски, с которым они на данный момент и сражались в Тайдзюцу. Удар за ударом, блок за блоком, но никто так и не пропустил ни одного удара за те 15 минут, что они сражаются. Конечно, это результат их вечных сражений в прошлом, а также и тренировок, что были каждый день в течение прошедших трех месяцев. Да, с тех пор, как Узумаки вернулся в Каноху, прошло аж три месяца. За это время произошло немало событий. После того, как Наруто узнал, что Саски теперь Саски, как бы странно то ни звучало, он поспешил его познакомить со своими подругами, коими являлись Ино и Сакура. Разумеется, Учихи сразу же не понравилась сия идея, потому он всячески попытался улизнуть, но, увы, блондин слишком хорошо знал бывшего Мстителя, так что тот все же познакомился с Сакурой и Ино этого мира. И то, как происходило их знакомство, мягко говоря, было странным. Сначала Узумаки привел Саски на площадку, на которой никого, кроме знакомых им обоим девочек не было. Те, в свою очередь, увидев Наруто в компании Учихи, удивились и поспешили к обоим мальчишкам. Когда они подошли к ним поближе, то сын Хакаги решил представить им своего друга, но, увы, ученицы Цунаде поступили по своей любимой схеме удар в живот от Сакуры, удар локтем по голове от Ино, и Узумаки в нокауте. После пошел долгий и нудный разговор между Наруто и Яманако с Харуно, которые всячески орали на друга за то, что так им и не писал, а также не сообщил о своем приезде. Да, они обе были настолько злые и обижены на блондина, что забыли про второго гостя, который даже не пытался смыться, ведь он просто все время стоял в страхе и шоке. Он-то с ними вообще почти не пересекался с того момента, как появился в этом мире, а если и встречался, то тут же сбегал, боясь, что обе они такие же, как и его знакомые Ино и Сакура. Но вот такого он вообще не ожидал. Когда же вся ситуация более менее стихла, и иссякла всякая злость девочек, Наруто все-таки представил ему чиху. С тех самых пор Саски все время ходит после Академии в компании Наруто и двух учениц Цунаде. К его счастью, они обе были вменяемыми и спокойными, хотя, то уже как сказать. Как-то раз такой компанией, включая даже Саски, что поначалу упирался и отказывался на отрез, они изукрасили половину Канухи. Сколько шума потом было не описать никак, но весело было однозначно. Второе, что случилось за это время – подготовка к экзамену на Генина. Тут она была несколько странной, да и подготовкой это было даже назвать нельзя толком. Все ученики, что должны выпуститься в этом году, разделялись на команды по три человека. Каждый раз состав менялся, точнее, каждый день, и так им давали задание на всех одно, оно было самое простое – поймать кошку, развесить листовки, ну и так далее. Кто выполнял его быстрее, тот побеждал. Только приза не было. Позже Узумаки узнал у отца, что это для того, чтобы понять, в каком составе они будут работать лучше, потом идут экзамены, и по всем итогам уже определяют команду. Ну и последнее, наверное, это то, что Арачимару возвратился в деревню на день, но и того ему хватило, чтобы вспомнить всю свою жизнь. Да, тут-то и вернулся старый мститель, что не знает слова пощады и готов убить любого, лишь бы воплотить свою цель, а на данный момент его целью был один из трио великих санинов. Завязалась драка, причем такая, что Наруто решил постоять очень далеко от места событий. Узумаки не рисковал вмешиваться, лишь наблюдал, и этого вполне хватило, чтобы понять, что Учиха очень и очень зол на Арачимару. Вот только за что, Саски так и не рассказал. В результате было сломано пару зданий, а Саски провалялся пару дней в больнице под присмотром Цунади. Так вот и прошли те три месяца, конечно, были и какие-то еще мелкие события, но не думаю, что они будут столь интересны для чтения. Все, нам уже пора, а нас ждет еще один бой. Не знаю, как ты, а вот я уже выдохся, убирая пот со лба, произнес Узумаки. Выпрямившись, он посмотрел на Учиху, что согласно кивнул. Черноволосый и сам устал, стоит это признать, силы для второго боя нужны. Тем более, неизвестно еще, с кем биться будет. Ладно, произнес Учиха, также выпрямившись. Курама, Китсуня, а также Исубу, к которым Саски уже успел даже привыкнуть, стояли в сторонке и наблюдали за спаррингом. Когда оба мальчика прекратили битву, то девятихвостый лис, что был светлее шерстью, взял двумя хвостами воду, лежащую неподалеку, и кинул Наруто с Саски. Те с радостью приняли прохладную воду и осушили почти всю бутылку. После, собрав все свое снаряжение, они поспешили в академию. На месте они встретили двух своих подруг, что сразу же сказали, что те чуть было не опоздали на тест, коим и являлся первый экзамен. Извинившись перед девочками, Наруто и Саски сели на свои места и приготовились к тесту. В то время как почти все нервничали и беспокоились за результат, нервно читая учебник. Нет же, Наруто, Саски, Дейно с Сакурой, не особо-то и беспокоились, только последние две особы решили все повторить на всякий случай. Когда в класс зашел Иру Касен Си, то все ученики сразу попрятали учебники, тетради, прочую всю информацию, и учитель раздал всем листки, а после написал на доске вопросы, на которые надо было написать ответы на выданном листке в течение тридцати минут. Вопросов было всего-навсего десять, да и все они, как считали Саски и Наруто, были легкими и самыми что ни на есть простыми. Первый вопрос был о том, кто именно создал и основал Каноху, затем был вопрос на тему, зачем Шиноби делятся на команды. Три других были о трех мировых войнах Шиноби. Надо было рассказать и о причине войны, и о том, с кем и кто воевал. Также простое задание, правда, как считали Узумаки и Учиха, не хватало только четвертой войны, для полного контраста, так сказать. Оставшиеся вопросы касались тактик, как пользуются сюрикенами, и как используют такую-то технику. Оба мальчика быстро покончив с заданиями, сразу сдали листки, причем почти одновременно, Наруто все же был позднее всего на минуту. Первыми сдав работы, они вышли в коридор и пошли на тренировочную площадку, где состоится второй и третий этапы, потом четвертый этап в виде техники клонирования и перевоплощения, а после можно было спокойно идти по домам. Результаты были уже на следующий день, когда и распределяли по командам. Конечно, Наруто, да и сам Саски надеялись быть в одной команде, хотелось бы даже обоим, чтобы была Исаакура, но, увы, они не властны над выбором. Завтра будет точно известно, как сложится их дальнейшая судьба, но шанс на новую команду 7 почти в том же составе был слишком мал. Вот постепенно начали приходить те, кто уже покончил с тестом. После Саски и Наруто пришли Неджи и Сай, потом Инои Исаакура, самым последним пришел Киба. И вот, когда все пришли на тренировочную площадку, к ним вышел Иерукасенций. Итак, первым делом кидаем Сюрикены, Чоджи ты первый, громко объявил Лумина, достав ручку и приготовившись записывать результаты второго этапа. Акимичи, который до этого преспокойно ел чипсы, подавился, а после вышел на поле, оставив еду Шакамару. Только Йомуто он и мог доверить свое сокровище. Взяв 10 Сюрикенов, Чоджи попал 6 раз из 10. Несколько огорчившись, он ушел обратно к одногруппникам. После него вышел Шакамару, которого позвали следующим. 10 из 10. После нет же с таким же результатом. Инои Сакура попали в 9 из 10, Сайф в 4 из 10, Саски и Наруто 10 попаданий, Хинато десятка, а все остальные попадали либо в 5, либо в 6, был, разве что, один из Кьюб, что попал два раза по цели, один даже раз чуть не попал в Учителя, а вот другой ученик, из Учих, чуть окончательно не добил Ируку Синсоя, что, казалось бы, уже успел посидеть до кончиков волос. Далее были спарринги. Первыми были Сакура и Чоджи, только вот последний отказался сражаться. Ино против Шакамару, Ямонако проиграла, хоть и держалась молодцом, почти продержалась, но допустила оплошность не успела заметить подножку. Хинато была против Наруто от боя, как бы странно не было, не отказалась. Держалась она, конечно, хорошо, нечего сказать, Хьюго все-таки, но, увы, у Наруто были такие соперники, что тут он и победил бы в легкую, но дал Хинато шанс. Однако та все равно проиграла, не успев поставить блок, и удар пришелся ей в живот, не сильно, но весьма больно, так что продолжать она не могла. Далее был Неджи против Учихи, и вот этот бой был действительно интересен. Оба ненавидели друг друга до чертиков. Как-то раз был случай, что Неджи позвал после Академии Саски на заднее поле, где не должно было никого быть. Само собой, Учиха тут же заподозрил неладное, но навстречу пришел. Хьюго был один, без вечных дружков. Поначалу у них завелся разговор, после переросшей в драку. Результат был таков, синяки у обоих на теле, несколько ран, которые были весьма ужасными, порезы, а также долгая и нудная лекция от Хакаги и Руки, а также Хирузону. Вот и сейчас они стояли друг напротив друга, смотря в глаза оппоненту. Оба ждали боя, ждали, когда смогут наконец-то уделать врага в пух и прах. В рамках допустимого, конечно, произнесенное слово начали, взмах руки, и оба набросились друг на друга. Саски наносил точные, ощутимые удары, а Неджи защищался, сам стараясь ударить соперника. Учиха пригнулся, уходя от удара, и тут провел дугу ногой, пытаясь сбить Кьюгу с ног, но тот успел подпрыгнуть назад. Саски снова нанес удар и теперь уже попал, но и Хьюга, превозмогая боль, не остался вдолго ударил в бок. Учиха, что тренировался весьма долго и изнуренно Сузумаки, почти тут же отошел от такого почти незначительного удара и атаковал соперника в живот. После он хотел нанести еще один удар, в голову, но бой был окончен, когда и рука произнес «довольно». Далее шли не столь увлекательные или значительные бои, но было и на что посмотреть временами. Когда с боями было покончено, Умина проводил учеников в кабинет, где проходил четвертый этап. Все выходили по одному вперед и показывали свои навыки клонирования и техники перевоплощения. Если у ученика получилось создать хоть двух или трех клонов он прошел. Разумеется, получили повязки буквально все, даже тот из Учих, что чуть не убил Умина. После этого все с радостью выходили на улицу, где их уже ждали родители, радостное, ведь для них было счастьем то, что их дети получили повязку и теперь считаются генинами. В прошлый раз Наруто пытался сдать экзамен три раза, и все попытки провальные, а даже когда Эй получил повязку от Ируки, то никто его тогда и не мог поздравить, точнее, родители не могли поздравить. Теперь же было иначе, его встретили Эминато, и Кушина, и сестра, только брат решил не приходить, но то даже не огорчило Наруто. Саске также был рад видеть своего отца, мать, старшего брата и даже Шисуи, пришедшего поздравить с успешным окончанием академии. Уже вскоре двор опустел, и все направились домой вместе с родными. Узумаки также надеялся пойти домой с семьей и отпраздновать, но Учиха остановил того. Наруто, подожди, Наруто обернулся и вопросительно посмотрел на Учиху. «Ты ведь в курсе уже, да?» – спросил настороженно Саске. «Да», – ответил Наруто, прекрасно поняв, о чем говорил Учиха. «Но сейчас ничего мы поделать не можем», он сжал кулак, ведь просто ненавидел такие моменты. Моменты, когда он бессилен и не может ничего сделать. «Если это снова началось, то мы можем хотя бы спасти других, серьезно, что-то обдумывая», – произнес черноволосый. Узумаки лишь хмыкнул. «Даже странно слышать это от тебя», – развернувшись, блондин уже хотел уйти, но остановился, чтобы сказать лишь одно, «Я постараюсь все разузнать у кое-кого». Но позже, сейчас не самое подходящее время, а после мальчишка молча ушел, догнал родителей и сестру, которые ушли вперед, а Учиха решил догнать своих. И кто же этот человек? На следующий день Наруто чуть было не опоздал на распределение по командам, впрочем, ничего необычного. Повезло хоть, что его разбудила Кушина, иначе он бы не просто опоздал, а погиб, причем от рук и Сакуры, и Саски, которые были на него до жути злые. Впрочем, Паучихи почти сразу же улетучился, стоило вспомнить про их гореучителя, вечно опаздывающего. «О, все в сборе отлично», – проговорил Ирука, смотря на учеников на ходу. Подойдя к своему рабочему месту, он еще раз глянул на всех с улыбкой, а после взял в руки листок. Видимо, там были результаты экзамена. Итак, первая команда Осанара Майя, Хьюго Ро, Учиха Коу, вашим наставником будет Юмичи Касамул, трое указанных молчали, может быть, им было даже все равно на то, в какую команду те попали. Вторая команда Сай, Инара, Кия, Шин, ваш наставник и Бису, после данных слов Наруто посмотрел на зал и увидел, как обрадовались Сай и Шин. Узумаки показалось, что те и в этом мире были друзьями, точнее, тут даже не показалось так и было. Девушка, что была с ними теперь в команде, была блондину неизвестна. У нее были каштановые волосы, завязанные в два высоких хвоста по бокам, одежда была похожа на ту, что носила Сакура, только была фиолетового цвета, а знак на спине был в виде красного солнца с черной точкой посередине. Третья команда, Рокли, Тинтен, Неджи Хьюго, ваш наставник Майта Гай, тут уже предстояло удивляться и Саске, и Наруто. Оба настороженные переглянулись, все-таки надежда еще была. Далее Рукасенсе распределял четвертую, пятую, шестую команду. Всех их оба мальчика не знали, да и данная информация не пылко была нужна, но когда пришло время седьмой команды, Учиха с Узумаки навострили уши. Седьмая команда, Сакура Хоруно, Учиха Саске, Узумаки, Наруто, ваш наставник. Ирука даже не успел произнести имя их наставника, как Саске с Наруто вскочили с местом, крикнув Лишурая. Все смотрели на двух мальчишек, словно на придурков из комедийного шоу, что было не таким уж и веселым, скорее скучным. Те извинившись, сели на место, а Сакура, Наруто и Саске, что сидели втроем, стукнулись кулаками, улыбаясь. Да, все трое на это надеялись, и вот теперь команда семь снова в своем составе, только Сакура не та, но обоих и такой расклад вполне устраивал. Хм, ваш наставник Учиха Абита, тут-то Саске с Наруто переглянулись, ведь оба не ожидали такого, надеясь, что будет Какаши, но и так было вполне себе. Восьмая команда, Абу Рами Шино, Хьюго Хинато и Инузука Киба, ваш наставник Хатаке Какаши. — А что с Куринай тогда? — спросил сам себя Наруто, ведь их наставником была именно она. — Куринай-сан, она же сейчас в положении, потому и не может взять на себя команду, — произнесла Сакура, услышавшая слова Узумаки. Тот удивленно посмотрел на Хоруну удивленно. — Асума-отец, — ставлю Садку, — усмехнувшись, произнес Учиха. — Тут и гадалкой не надо было быть. — С чего ты так решил, — в ответ на вопрос Сакуры, Саске лишь пожал плечами. — Типа просто догадка, не более, но в прошлом так и было, все об этом знали. — Черт, даже Какаши пришел быстрее за командой, чем этот. От злости, Учиха пнул стул, что стоял ближе всего к тому. Сразу же зашипев, он схватился за ногу. — Незвистый так, может, дела какие? — произнесла Сакура, пытаясь успокоить Черноволосого. — Но нет, это было бесполезно. — Ой, да знаю я, какие там у него дела наверняка гуляет, — протянув последнее слово, произнес Наруто. — Готово. Хоруно и Учиха посмотрели на блондина. Последний усмехнулся, все же впервые, но тот был согласен с действиями Узумаки. — Так, так нельзя, — крикнула Сакура, пытаясь образумить Наруто, но тому было наплевать. Уныло вздохнув, розоволосая поняла, что дело это бесполезное. Наруто же слез со стула точнее спрыгнул и поставил мебель на место. Вытерев руки от мела, он довольно смотрел на проделанную работу. Впрочем, все как и тогда. Щетка с мелом была установлена над дверью, и когда обито откроет ее, предмет с мелом тут же упадет на того. Однако, тут был не весь сюрприз. Далее Узумаки схватил с учительского стола скотч и наклеил его на проем, что любой, кто пройдет, тут же застрянет в липкой ленте. Никого, кроме команды Сим, в кабинете не было. За три часа, проведенных в четырех стенах, они уже просто исчерпали все темы для разговоров, потому оставалось лишь молча слушать тиканье часов и ждать их наставника, что всегда опаздывал. Впрочем, Наруто то было, с кем поговорить, трое хвостатых, что успели ему даже надоесть своей болтовней, а не пай мечом. Но вот послышались шаги, дверь открылась, а щетка глухо упала на голову Абита, а он сам попал в скотч. От смеха не удержался никто, исключая Учиху, что явно был весьма зол. Умно склонив голову, проговорил Учиха. От такого тона все трое сразу затихли. Абита медленно поднял голову, Наруто, Саски и Сакура увидели Шаринган. Все, им не жить. Итак, теперь я хочу послушать вас. Расскажите о себе, что вы любите, что не любите, какова ваша мечта? С довольной улыбкой Учиха посмотрел на генинов, что сидели и потирали шишки на головах. Но таковыми были Саски и Наруто, Сакуру Абита решил не трогать. Может, ты сначала, раздраженно произнес Саски, даже несмотря на своего родственника. Такое обращение на ты могло бы показаться кому-то непростительным, да и это было вообще не культурно, ведь Абита их наставник с этого дня. Однако Саски и Наруто знали Учиху прекрасно, часто с ним за прошедшие три месяца даже тренировались, да и не только с ним, с Итачи тоже. Один раз Наруто смог уговорить их устроить спарринг, а посмотреть было на что. Ладно, я Учиха Абита, люблю Рин, не люблю, когда надо мной пытаются пошутить. На данном моменте он зло посмотрел на Узумаки и Саски, которые фыркнули на такое заявление, а мечта простая защитить Каноху. Теперь вы, пусть первый будет Сакура, в ответ розоволосая кивнула, несколько задумавшись. Ну, люблю, даже не знаю, друзей, наверное, не люблю, нет же, на сей прекрасной ноте и Наруто, и Саски тихо посмеялись в кулак, даже Хоруно его не любила. Мечта, хочу стать такой же, как Цунаде, тут то по спинам мальчишек прошли ощутимые мурашки. Не надо, крикнули те одновременно, а Сакура вопросительно посмотрела на друзей. Знаешь, я с ними согласен, произнес Абита, зная медика Канохи. Да, ее знал каждый, Абита приходилось часто у нее часто бывать на обследовании из-за травмы, когда тут был еще Гененом. Ладно, Саски, теперь ты. Нет ничего, чего бы я любил, но я не люблю лишь одного человека, Наруто сразу догадался, о ком говорил Саски, и данным человеком был Нинеджи. Мечта убить его. Только посмей, сразу врежу тебе, или прошлого раза тебе не хватило. Вспоминая то, как они оба лишились руки, произнес Наруто смотря на Учиху. Знаешь, лучше уж его убить, да и ты-то должен меня понимать, на это Наруто решил ничего не отвечать. Да, где-то в глубине души он и хотел бы отомстить тому человеку, ведь то, что тот совершил против правил мироздания, но даже так, нельзя просто взять и убить человека, который и совершил такой проступок. Как всегда говорите о своем, уныло вздохнул Обито. И так всегда. Они часто заговаривались и говорили о чем-то, что не понимал никто, кроме них самих. Наруто кивнув в сторону блондина, произнес Учиха. Люблю рамен, не люблю, когда кто-то ставит превыше всего правила. А мечта. Я хочу, чтобы этот мир не познал той боли, честно ответил Узумаки, посмотрев на чистое, безоблачное небо. Что же, неплохое начало, пожалуй, жду всех завтра в пять утра около тренировочного поля, чтобы вы не ели ничего с утра, иначе будет плохо, на такой ноте Учиха помахал рукой и скрылся в белой дымке. Прямо второй какаши, хотя учитель-то был один. «Ну да», – произнес Наруто, уже зная, что завтра их ждет. «А к чему это он?», – спросила Сакура, совсем не поняв того, что имел в виду их наставник. «Завтра будет проверка», – ответил Саске. Хмыкнув, по сути, они с Наруто могли бы запросто отнять колокольчики, но то слишком просто, да и нужна командная работа. Что ж, придется постараться завтра. Новый день, новые проблемы, а также и яркое солнышко, что не так уж и сильно слепило в глаза. Команда номер семь уже была в сборе, но надо сказать, что они припозднились, ибо было уже семь часов с небольшим. Ребята сидели кто где, Сакура присела на пенек, Саске решил устроиться верхом на одном из столбов, куда обычно кидают сюрикены, а Наруто тупо уселся на траву. Они только и делали, что играли в игру слова. За полчаса они уже столько слов вспомнили, хоть рассказ пиши. «М, мир?», – осторожно спросил Узумаки, поворачиваясь головой к Саске. Тот мотнул головой, а Наруто тихо чертыхнулся. «Какое же есть слово наем, которое они еще не называли?» «Вот точно. Магизм», – вспомнил весьма странное слово Наруто. «Нет такого», – спокойно произнес Учихо, качая отрицательно головой. «А вот и есть магия эта», – воскликнул Наруто, поднимая указательный палец вверх и делая вид ученого. «Я согласна, есть такое», – вставила и свое слово Сакура, которая уже к данному времени посмеивалась над перепалками мальчишек. Ведь спорили они часто. Конечно, поначалу ее это бесило, она все время хотела взять и потащить обоих за уши, как делала часто, но сейчас ее это уже смешило. Черт тихо произнес Учихо. Теперь его очередь. «Слушайте, а вы вообще уверены, что все будет так, как вы сказали?» Решила, наконец-то, спросить Сакура в ответ, получив утвердительные кивки со стороны напарников. Еще вчера после встречи с Абита, они решили посидеть где-то в тишине, дабы обсудить действия завтрашнего дня. Предположив, что проверка будет той же, Наруто и Саски рассказали план действий Харуно, которая, не понимая даже, с чего те решили, что все будет именно так, лишь молча согласилась. Она прекрасно знала, что спорить с ними дело последнее. Да и их план, конечно, не внушал девушке особого доверия, ну да что поделать. «А, а вы, как вижу, уже на месте», — с ехидной улыбкой произнес Абита, подойдя к ребятам. Наруто и Саски сразу перестали спорить и глянули на учителя, а Сакура так еще и встала с места. «Ага, давно уже», — произнес в ответ Саски, на что его сокла на лице в ответ хмыкнул. «Вот только не столь давно, меньше часа даже, но Абита того знать не положено». «Уж простите», — помогал старушке через дорогу переходить, пожал плечами черноволосый, а Саски и Наруто переглянулись. Ничего не меняется, даже отговорки все те же. «Ну так что, зачем ты нас так рано собрал тут?», — решил спросить Узумаки, не подавая в виду, что и так уже все знал наперед. «А это? Понимаете ли, сейчас ваша задача будет простая, вам всего-то надо меня ударить. Не сделайте это вы вернетесь в Академию на второй год», — все так же, улыбаясь, произнес Абита. Неудивленный, с долей жалости поинтересовался у ребят Учиха, ведь он ожидал удивления со стороны троих членов команды Сень, а в итоге Сакура лишь была единственной, кто удивился, но не столь сильно казалось, что она подозревала что-то подобное, а вот Наруто и Саски лишь нахмурились, но никакого удивления в глазах мальчишек Абита не видел. «Удивленный, просто думаем, как это сделать», — произнес Учиха, все так же нахмурившись. «А вот оно что», — протянул Абита, «тогда скажу заранее. У вас на все про все десять минут, время пошло», — произнес громко парень, ожидая действий со стороны ребят. И если Учиха остался на месте, то его подчиненные разбежались по кустам, только вот, куда именно Абита не разглядел. Внезапно они просто исчезли из виду, стоило ему произнести, время пошло. Да и он мог бы просто использовать глаза, но нет, слишком просто. Тем временем Саски, Сакура и Наруто спрятались в кустах, решив обдумать план действий. А ведь надо было вспомнить и о том, что это не Какаши, а Абита, с которым мальчики не раз сражались в рукопашной. Впрочем, ни один раз они так его и не победили, может, по этой причине он и устроил им такую западню, как знать. К тому же, мир другой, даже не факт, что из Какаши можно было ожидать той же проверки. Но, тем не менее, планы им Абита точно попортил. И что теперь? Раньше не могли ударить, сейчас разве что-то изменится? Тихо спросил Наруто, наблюдая за учихой, что так и стоял на месте, не двигаясь. И то правда, колокольчики отнять проще, чем ударить. Можно? Конечно. Проговорил Саски, соглашаясь с Сузумаки. А нет, мы обсуждали это, нет и точка. Произнес Наруто, шипя на друга. Проведя рукой черту, говоря тем самым, что отсекает таковой вариант событий, что задумал учиха, Наруто зло глянул на черноволосого. А какой вариант еще? После слов учихи все тут же задумались. Сакура относительно понимала разговор напарников, ведь вчера они обсуждали план действий, если придется отнимать колокольчики, а тут все меняется кардинально. И что теперь им делать? Слушай, а что если попытаться напасть на него? Пока, к примеру, Сакура его отвлекает. Она сможет это без проблем сделать, так ведь? Предложил Наруто, посмотрев на розоволосую. Фактически, если вспомнить, что она ученица Цунаде в столь юном возрасте, да и если вспомнить силы ее ударов, то Сакуре запросто отвлечь учиху, только вот проблема остается в другом. Да без проблем, негромко воскликнула Хоруно, стукнув кулаком о раскрытую ладонь. Сакура, постой. Наруто, не забыл ли ты о том, что у обиты есть шаринган? Узнает ведь, что сзади нападем, развел руками Саски. Да, план почти идеален, но не стоит забывать, что противник учиха. Помню я, пробурчал в ответ Узумаки, после чего, порывшись в сумочке, где лежало его снаряжение, он показал напарникам Кунай, только вот не совсем обычный, да и не его он был, а его отца. Наруто, зашипел злобно Саски, уже намереваясь высказаться по поводу той идеи, что сейчас предлагает Наруто. Что? Я ж на небольшое расстояние удивился блондин, пожав плечами. То есть, не поняла Сакура, на что оба мальчика вздохнули. Это Кунай отца стащил вчера, могу использовать просто его технику и попытаться ударить. Да и будет видна командная работа, учиха на такое только вздохнул, закрыв лицо рукой. Никогда не изменится этот блондин. А сможешь? Не обратив внимания на Саски, спросила Хоруно, в ответ получив утвердительный кивок. Он ведь не зря тренировался. Тогда поехали? Спросила Сакура вновь, посмотрев на напарников. Те, переглянувшись, кивнули. Да, пора начинать, надо хотя бы в команде работать, это у них с какаши одна цель навсегда. Сакура, кивнув, выбежала из укрытия, приближаясь к Абита, который пока лишь просто наблюдал. Тот, конечно, удивился, когда Хоруно просто остановилась напротив него и ударила по земле, которая уже через пару секунд разломалась прямо под ногами Абита. Тот, отпрыгнув, несколько насторожился. Хмыкнув, учиха понял, что она делает, отвлекает его. Вот она снова ударила по земле, но два раза, так что теперь парень оказался меду двумя разломами, но тот снова отпрыгнул. Саски и Наруто в это время успели перебежать за кусты так, что теперь были позади Абита. Выбежав из укрытия, те подбежали к учихе, намереваясь того ударить, но тот сразу же обернулся. «Вы думаете, что этот трюк сработает?» – спросил Абита, уже активировав шаринган. Всего одна техника и те разбегутся, но что-то пошло не так. Наруто метнул кунай, но промахнулся, почему-то блондин ухмыльнулся, а Абита нахмурился, что он задумал. «Сработает», – заявил Саски, собираясь ударить Абита. Тот уклонился, но в ту же секунду Наруто исчез из поля зрения учихи. Не успев среагировать, Абита почувствовал удар позади, а также то, как из-под ног уходит земля. «Ну что, мы прошли?» – спросил Узумаки у учихи, что потирала ушибленную спину. Усмехнувшись, тот глянул на трех ребят, что теперь встали в линию. «Да, вы прошли», – заявил Абита выпрямившись, а команда номер семь крикнула громкое «Ура», после чего все трое стукнулись кулаками. Теперь команда семь снова вместе, и наплевать, что состав изменился. «Как же я ненавижу эту кошку», – довольно-таки громко произнес Наруто, стукнув кулаком о стену, что была как раз рядом. Запыхавшийся мальчик оперся о колени, тяжело дыша. «А что еще прикажешь делать?», – такой же Исаски приземлился с крыши на землю рядом с другом, уставший не меньше блондина. Вот как пару месяцев прошло с проверки Абита, а задания, что давали им, были лишь о поимке кошки, помощи пожилым, либо о раздаче листовок и привлечении клиентов, правда, благодаря Учихи и Узумаки, последнее задание было построено на спорах, кто привлечет больше людей, что, собственно, и отпугивало посетителей ресторанов или магазинчиков, что и просили помощи у генинов. В таком случае Минато выдавал задания в основном с кошкой. Однако были и задания в библиотеке, помочь прибрать или расставить книги. Но кошка, что убегала каждый день от хозяйки, невыносимо. Да хоть раздавать листовки я готов, лишь бы кошку это не видеть. На такое заявление со стороны сына Хакаги Саски лишь хмыкнул, хотя и сам был готов выполнять любое другое задание, кроме этого. А ведь если вспомнить, то они уже, наверное, сотый раз в суме-то ловят. Лучше бы искали ее, а не разглагольствовали, проговорил обито, что удобно устроился себе на фонарном столбе рядом с мальчишками. Сакура уже убежала вперед вас, а вы же прохлаждаетесь тут. Не стыдно? У Чихо и Узумаки, одновременно фыркнув на такое заявление со стороны черноволосого что-то пробурчали, а после ринулись дальше искать несчастное животное, что ненавидит свою хозяйку. Прыгая с крыши на крышу, парни искали кошку, что могла быть буквально везде, ведь она прыткая до жути. И вот, запрыгнув на столб, Наруто остановился, осматриваясь вокруг. Саски, как думаешь, почему мы тут? Задал столь неожиданный вопрос Блантин, смотря на уже знакомые места Канохи этого мира. Сколько бы Узумаки не думал, не пытался разгадать загадку, да только ответа он не находил. С чего это ты вдруг? Ответом последовало лишь лёгкое пожатие плечами. Да кто знает, просто может, у того, кто нас закинул, слишком больные мозги, усмехнувшись на ответом черноволосого, Наруто покачал головой. Значит, ответа нет ни у кого, ах ты ж, вот она эта кошка. Неожиданно воскликнул Наруто, спрыгивая на землю. Крикнув подожди, Саски погнался за другом, что устремился в неизвестном направлении. Чертыхнувшись, Учиха пытался поспеть за Узумаки, которого теперь и не остановить, ему в конец надоело животное, что вечно убегает. Впрочем, Саски даже мог с ним согласиться, кошка и вправду достала. Когда же Учиха смог догнать блондина, то тот уже держал за шкивку животное, которое так и норовило оцарапать Узумаки за подобное обращение. На шее у неё была лента красного цвета и колокольчик, сама кошка была черного, местами белого, окраса. Да, это было не то же самое животное, которое они ловили, когда были генинами в своём мире, но тут ситуация была в разы хуже. Та хоть не убегала изо дня в день. Вот так вы её уже нашли, к мальчикам подошла Сакура, которая так же как и Учиха Сузумаки устала от всей этой беготни. Наруто огакнул, поднимая кошку выше, но он всё так же держал животное на расстоянии от своего лица. Что ж, тогда несите её хозяйке, трое генинов укоризненно глянули на учителя, что всё время то и делал, что только наблюдал за учениками, а нет бы помочь хоть немного. Фыркнув, Наруто развернулся и пошёл в сторону дома той самой женщины, чья кошка бегала и скрывалась лучше любого шиноби. Саски и Сакура только пошли вслед за блондином, остерегаясь, как бы животное не убежало, а кошка это могла она уже не раз показывала всем генинам, что бегать и вырываться из рук её призвания. Сколько же раз она сбегала лишь от команды семени сосчитать, ребята давно сбились со счёта. И это лишь пару месяцев. Забирайте её, проговорил блондин, отдавая бедное животное обратно хозяйке. Та с радостью посмотрела на свою любимицу и тут же взяла на руки, не обращая внимания на попытки кошки сбежать от женщины. Посмеиваясь, ребята попрощались с хозяйкой и ушли в резиденцию, ведь требовалось ещё сообщить, что задание успешно выполнено. К слову, сейчас Наруто хотел попросить отца о более сложном задании, так как не только ему, но и Саски с Сакурой надоели эти глупые, по их мнению, задания. Впрочем, Учихо и Узумаки могли запросто выполнить и задания ранга Диэлис, ведь опыта в битвах у них гораздо больше, можно сказать, чем у Абита. Битва с Кагуи чего стоила, так что те задания, что мальчики выполняют сейчас, по сравнению с прошлым Пустышка. Дойдя до резиденции, где команду уже поджидал Абита, ребята прошли к кабинету Хакаги, но открыть они её так и не смогли. Прямо перед ними, на неизвестной никому скорости, в стенку впечатался один из трёх Санинов, никто иной, как сам Арачимару. Догадавшись, кто именно отправил бедного, а может и не бедного змея в стену, всё четверо отошли на несколько шагов назад. И правильно сделали, через секунду из проёма двери, что соорудила своим ударом Сёнджо, вышла сама блондинка, которая уже завернула рукава до плеч, дабы было удобнее бить. Арачимару же, отходя от столь сильного удара, хотел было улизнуть, да не успел, так как Цунаде схватила того за шиворот его одежды и подняла над землёй. «А теперь повтори-ка, что ты там сказал», — гневно прошептала Сёнджо, отчего у команды семь пробежались мурашки, и всё четверо сглотнули, опасаясь за свои жизни. Тут даже Сакура насторожилась, так как разгневанная внучка Хакаги могла быть весьма страшна, даже более она и убить могла кого ненароком. «М, ниччига», — заикаясь, — ответил Арачимару, пытаясь освободиться, но всё было тщетно, хватку Сёнджо ничего не возьмёт. «Сунаде, перестань, сейчас не до этого», — послышался строгий голос Минато, после чего блондинка обернулась всё ещё, держа змея над землёй. «Но Минато, это же бред», — прокричала Сёнджо. «Переглянувшись, команда семь даже не понимала, что происходит. И как вообще их даже не заметили?» «Сунаде, бред это или нет, решать не тебе», — в том же Туне вторил на Микадзе из кабинета. «И вообще, тебе потом заделывать все дыры в резиденции, а также лечить Арачимару, так что, будь добра, отпусти его», — что-то проговорив себе под нос. Санин всё же отпустила змея, и тот мог наконец-то, спокойно вздохнуть. «А что тут происходит?» Всё же осмелился спросить Абита, боясь, что сейчас ему сильно достанется. Сунаде, обернувшись на голос, удивилась, ведь до этого она и вовсе не заметила команду. «Ничего, Минато к тебе тут посетителя», — крикнула Сёнджо, уже уходя, — а Арачимару она поволокла за шкирку, предварительно отрубив ударом по голове. Так ничего и не поняв, всё четверо прошли в кабинет и увидели мрачного Хакаги, тот, нахмурившись, посмотрел на зашедших. «Поймали кошку?» — спросил Намикадзе, вздохнув и откинувшись на спинку стула. Слишком он устал после недавнего разговора, а теперь ещё и чинить стены в который раз. Да, задание выполнено, что-то подчеркнув в одной из бумаг, Минато взял листок, что приготовил ещё с утра он счёл, что теперь лучше дать ребятам задание посложнее. «Возьмите, завтра отправляйтесь и завтра же познакомитесь с заказчиком», — произнёс мужчина, а обито, подойдя к Хакаге, забрал листок, читая задание. Удивившись, Учиха посмотрела на Намикадзе, что кивнул в ответ на немой вопрос. «И что там?» «Снова раздача листовок?» — спросил младший Учиха, сложив руки крестом на груди. Усмехнувшись, его родственник протянул генином листок. «Ого, спасибо вам, Минатосама», — проговорила восторженно Сакура, — а вот мальчики её восторга не разделяли. «Ага, спасибо», — проговорил Наруто, улыбнувшись. Правда, вот заданию он не был рад. «Лучше бы раздача листовок, лучше бы поимка кошки, но не это задание». Как-то раз команде семь попалось задание, на вид простое, хотя, как позже оказалось, оно переросло в более опасное, чем предполагалось. Изначально старик Херузин говорил, что парочка бандитов, да встретится. Но, тем не менее, случилось так, что парочка бандитов превратилась в постоянные нападения воров и нукенинов. Тогда задачей команды Какаша было сопроводить груз-повозку с тяжелыми коробками, которых было всего шесть. В одной из таких коробок было вино, в другой — костюмы, другие четыре — неизвестно с чем. Они-то и были самым тяжелым грузом. Кроме коробок был у них и сопровождающий до деревни облака это место, куда и надо было доставить товар — он, сопровождающий, был и заказчиком. Путь, конечно, не легкий и не близкий, а весь путь Саске, Наруто и Сакуре надо было поочередно тащить тележку, хотя в прошлом Хоруной не тащила груз, это делали Узумаки и Учиха, изредка их подменивал и Какаши, сейчас ситуация изменилась, и груз тащила также Сакура. Но в этот раз также была и другая причина для волнения, ведь, как изначально думали и Хакаги, и Абита, и вся команда, заказчик будет их ждать у ворот, но вместо Кошакиры и Руми был другой человек. Его правая рука, как он сам выразился, и Мизучи Араи, молодой парень лет двадцати, темно-рыжие волосы, зеленые глаза, яркая улыбка, которая, как казалось всем сначала, внушала доверие. В общем, ситуация была такова, что Араи и поведет команду с грузом по нужному пути до самой деревни, там они получат награду, а после они пойдут той же дорогой назад в деревню Листа. Единственное, что было во всем этом странном никто не знал, что вместо заказчика их поведет совершенно другой человек, к тому же ни Саски, ни Наруто не помнит такого человека, но стоит и вспомнить о том, что мир другой, а соответственно, и задания могут меняться. И вот, утром, когда вся команда Семь собралась у ворот, шиноби познакомились с Араи, после чего отправились в путь. За все время Араи не произнес ни слова, просто шел, улыбаясь и совершенно не обращая внимания на вечные разговоры между командой. Лишь пару раз Абита пытался что-то разузнать, у Мизучи о том, безопасен ли путь, и что в коробках, но тот в ответ лишь сухо отвечал, это тайна торговца. Неясный ответ, вопрос, который так и остался вопросом, а также неудачная попытка разговорить с сопровождающего. Пожалуй, пора устроить ночлег темнеет, произнес Абита остановившись. Шиноби посмотрел на небо и правда, уже была слабо видна луна, одна звезда одиноко горела в небе, само небо не было уже таким светлым, как пару часов назад. Аби правда, произнес Наруто кивнув. Их сопровождающий прошел к дереву, что было поблизости и прислонился к нему спиной, прикрыв глаза казалось, что его ничего даже не волнует. Улыбается и молчит странный тип, послышался грохот и тяжелый вздох. Обернувшись назад, все четверо увидели Саске, который уже лежал звездочкой на земле и тяжело дышал, пытаясь выровнять дыхание, ведь повозку тащил он на протяжении часа задачи не из легких. Поосторожнее с грузом. Это очень ценный товар, несколько укоризненно посмотрев на Черноволосого, произнес впервые за долгое время орая, отчего все даже вздрогнули и правда странный тип. Так, Саске, ты охраняешь лагерь, Сакура, ты идешь за водой, Наруто за хворостом, я пойду осмотрюсь, произнеся это, старший учиха сразу запрыгнул на дерево и скрылся в тени, оставляя уставших генинов. Вздохнув, ребята все же последовали указаниям их учителя и разошлись кто куда, Наруто за хворостом для костра, Сакура за водой. То бишь ей требовалось найти поблизости речку, а Саске не повезло больше всего он остался наедине с молчаливым и странным типом, который сейчас стоял, прикрыв глаза. За прошедший час, в течение которого блондин искал хоть какие-то палочки для розжига костра, тот успел уже не раз пораниться, зацепившись за кусты, ветки деревьев. А один раз в него попал желудь, что кинула в него чем-то недовольная белка. Видимо, этому милому и рыжему зверьку не нравилось нахождение здесь человека, потому-то в Наруто потом полетело еще два желудя, после чего Узумаки решил ретироваться, пока не закидали. И вот, найдя очередную палочку для костра, Наруто сложил все, что было у него на данный момент в руках в небольшую кучку у дерева неподалеку. К слову, Ку, ты заметил? Вслух спросил мальчик, отряхивая руки, что были все в мелких царапинах и грязи. Само собой, прорычал лис, словно был недоволен тем, что его же джинчурики в чем-то там сомневался. Только вот странно это, что такого в Грузе может быть ценного, задумавшись, произнес менее спокойно девятихвостый. Как знать? А может ему просто мы чем-то мешаем, пожал в ответ Наруто. Присев на землю, юный генин посмотрел на уже темное, звездное небо. Хоть и плохо, но уже виднелись созвездия, сложно было различить ту же малую медведицу. Сегодня была теплая ночь, тихий и приятный шелест листвы, легкое дуновение ветра все это так успокаивало настолько сильно, что Наруто прикрыл глаза, желая хоть немного отдохнуть. В прошлом первое их сложное задание, как генинов, было походом в страну волн тогда чего только не случилось. Сейчас же судьба их отправила в деревню облако, тогда что же будет с Забузой и Хаку? Такой вопрос себе постоянно задавал Узумаки, вспоминая тех, кто когда-то умер в их мире, но они же могут быть живы и в этом. Интересно, что будет тут еще такого, чего нельзя ожидать. Внезапно послышался шелест совсем рядом, потому Узумаки мгновенно вскочил, достав из сумки на поясе кунай. Вытянув руку с оружием вперед, Золотоволосый принялся ждать, когда его враг появится, но все было тихо, даже слишком. Казалось, что время замерло ни шелеста листвы, ни дуновения прохладного ветерка, ни совы, что было слышно издалека. Снова послышался шелест, но уже сзади. Развернувшись, Наруто пригнулся, а его противник, прокатившись по земле, теперь снова был позади него. Не поворачиваясь, Джинчурики лишь слегка повернул голову назад, блондин застыл в недоумении и шоке. Перед ним стояла девушка с светлыми и короткими волосами, на руках были когти, длинные, но похожие на кошачьи, на голове у нее была повязка, похожая на знак деревни облака, но она была искорежена до того, что и не узнать на первый взгляд Наруто спасло лишь знание того, откуда была родом девушка. Одета она была в некий балахон красного цвета, символизирующего кровь, и рисунок, до боли знакомый узумаки глаз как у десятихвостого. Ильгита, не веря своими глазам, тихо прошептал мальчик, наблюдая, как девушка двигалась на него, словно и не замечая того, что ее противник находился в замешательстве. В следующую секунду Нии набросилась на мальчика, что успел увернуться, но запоздала на правой щеке, красовалась рана от когтей. Проведя по свежей ране сжатым кулаком, Наруто в недоумении посмотрел на девушку, переставая что-либо понимать, но две вещи он знал точно она была джинчурики, как и раньше, а также она враг. Однако было странным то, что Наруто чувствовал злобу, но не на себя, а на кого-то другого, с кем девушка точно была знакома. «Ты ведь сын Хакаги, да? Твоя мать Кушина джинчурики девятихвостого, правильно?» задала вопрос Югита, выпрямившись, но когти она так и не убрала. Сделав вид, что он удивился, Наруто пытался придумать план отступления, так как сражаться в открытую, хоть и вдалеке от лагеря он не мог. Кроме того, что-то также и настораживало его в девушке, потому Курама, как она появилась, скрыл свою чакру, что сделали по его совету и другой лис с Исобу. «Джинчурики девятихвостого, как это?» задал весьма глупый, но подходящий на данный момент вопрос Узумаки, в ответ получив взгляд, полный злобы. А вот теперь она на него злилась. «Не придуривайся, мальчик, ты ведь должен все знать», наверняка Хакаги рассказал все своему сыну, проговорила девушка, чик-шипя. Сузив глаза, Наруто в ответ покачал головой. «Простите, тетенька, но я правда ничего не знаю и совсем не понимаю вас», стараясь не выдать себя, Наруто еле сдерживался, делая непонимающее лицо. После этого Югита молчала, а Наруто ожидал как атаки, так и простого продолжения их разговора. Но вместо ожидаемого, Нии запрыгнула на дерево, в мгновение ока скрывшись в ночь. Прямо как Абита, однако же, вздохнув с облегчением, Наруто цыкнул и решил позже разобрать всю сложившуюся ситуацию с Саски, Наруто наконец взял в руки охапку палочек для костра и поспешил вернуться в лагерь, пока его не хватились искать, все же он отсутствовал более часа так точно. «Вы уверены, что не стоит его искать?» В очередной раз поинтересовалась Сакура, обращаясь к обоим представителям клана Учиха, которые были совершенно спокойны, в отличие от розоволосой, что место себе не находила. Даже если она и била Наруто, Сакура все равно беспокоилась за друга, который так еще и не вернулся. «Коруно, успокойся», — резко произнес младший из Учих, посмотрев на Кунаича, что заметно притихло и перестало что-то говорить себе под нос. «Поверь мне, Наруто вернется так точно, он не настолько идиот, чтобы заставлять кого-либо беспокоиться, да и к тому же, с этим придурковатым ничего не случится в любом случае», — заявил Саски, пытаясь как-то успокоить напарницу. Он и правда не беспокоился об Узумаке, ведь знал, на что тот способен, но, тем не менее, вся нервозность Сакуры передавалась и черноволосому, который все же начал понемногу беспокоиться. «А, простите, я задержался, виновата», — в то же время и смеясь, произнес блондин, вышедший из леса. Вся компания из четырех человек посмотрела на немного помятого Генина, который вопросительно, в свою очередь, посмотрел на товарищей. «Что? У меня что-то на лице», — задал тот вопрос, слегка склонив голову. «Но, как сказать, царапина, кровь, а руки в ссадинах», — произнес Саски, даже усмехаясь над парнем, надо же было так измазюкаться. Лишь ища дрова. Осмотрев себя, Наруто понял, что он и правда был весь помят, словно упал с дерева в грязь. «Ты что, подрался с кем-то?» Настороженно поинтересовался Абита, разглядывая своего ученика, что скинул свою ношу в кружок из камней. «Да нет, просто гулял долго в поисках палок», — пожал в ответ плечами Наруто. «Да, врать он уже научился, не впервой, но сенсей и правда был прав, он действительно подрался, точнее, его слегка поцарапали, и он сам был в этом виноват. Держи, горе луковое», — достав из сумочки, что Сакура взяла на всякий случай с собой, баночку с мазью она подала ее Узумаки, за что тот был безумно благодарен Хоруно. Посмотрев на Арай, что и с места не сдвинулся за все время, Наруто решил немного посидеть сначала с друзьями, а после уже поговорить с Саски, ведь, похоже, тут нет Акацеки, но есть кто-то похуже, раз Югита, будучи джинчурики, напала на него. Да, похоже, ситуация опять не из лучших. Глубокая ночь, темное небо полное ярких звезд, образующих прекрасные созвездия. Луна сегодня была полной, поистине прекрасной, но все такой же одинокой. Тихий шелест листвы, где-то вдали ухугала сова, было слышно и вой волков вдали, само собой, ведь сегодня полнолуние. Еще перед сном было решено, что кто-нибудь будет охранять лагерь по ночам, а пока они не дойдут до деревни облака, будет поочередно меняться охрана. Вот только с чего бы Абита так волновался непонятно. Все же он сказал также разбудить его в случае, если нападут или еще чего. И говорил он это так, словно что-то увидел во время того, как осматривал территорию. И в этот день было решено, что на страже будет стоять Наруто, впрочем, ему это было как раз на руку, ведь в этом случае он мог рассказать о том, что произошло и Саске, да и что одному сидеть ночью. Потому, когда было уже около двух ночи, Узумаки тихонько подкрался к Учихе и аккуратно разбудил того, дабы не проснулись и все остальные спутники. Показав сонному и возмущенному мальчику, чтобы тот вел себя предельно тихо, Наруто также показал в сторону широкого дерева. И зачем разбудил, прошипел, словно змея, Учиха, прикрыв после рот, он приглушенно зевнул. Потому что дело есть, серьезно проговорил Узумаки, проверяя, все ли спят. И какое такое дело, если это фигня, то я спать дальше лучше пойду, совсем ничего не понимая, проговорил Учиха. Вся эта конспирация его не на шутку пугала, ибо зачем было будить ночью, еще и главное так, чтобы никто не проснулся. Да что этот блондин задумал? Но шугайся так, просто тут сегодня мне посчастливилось встретить Югито, джинчурики Мототаби, после слов Наруто, черноволосый нахмурился, теперь уже понимая, в чем суть дела. Двухвостая, и что ей надо было? Присев, наконец, у дерева напротив Узумаки, Саски скрестил руки на груди, наблюдая за тем, как джинчурики Девятихвостого замазывал раны, полученные сегодня. Да если бы я знал, с некой долей злобы проговорил Узумаки, шибя, ибо после мази раны немного щипали. Она просто спросила про отца и мать, упомянув, что она джинчурики Девятихвостого, и я, по ее мнению, должен это был знать. Дай угадаю, ты сказал, что это не так, да? Ответом на вопрос служил кивок со стороны Наруто, на что Учиха вздохнул и покачал головой. Хотя если подумать, то она спросила это неспроста, потому могла как украсть Наруто, так и убить. По крайней мере, теперь у меня есть возможность что-то узнать у отца, отложив баночку в сторону, блондин посмотрел на небо, облокотившись от дерева. Кроме того, Наруто нахмурился, она была одета в красный балахон со знаком в виде глаза Десятихвостого, на этом Саски, что понурил голову и обдумывал сказанное ранее, а после поднял голову и с долей шока посмотрел на друга. Это не Акацеки, но может, об этой организации и говорила твоя сестра. В ответ Наруто лишь пожал плечами, так как до сих пор ему не предоставилось шанса ничего толкового узнать. Впрочем, нет никакой уверенности в том, что они-то организация, действительно что-то удумали плохое. За день до экзамена на Генина Наруто подслушал, хоть и случайно, очень важный разговор. Тогда Узумаки хотел узнать у Минато о книгах, которые Наруто собирался прикарманить на время, дабы подробнее изучить историю этого мира, конохи, прочих деревень, но так как сам мальчик не мог просто пойти и взять нужное в закрытой библиотеке, доступ куда был только у Хакаги. Наруто пришлось просить помощи у отца точнее, он собирался это сделать, пока не остановился около двери в кабинет отца. Точно разобрать, кто говорил, блондин так и не смог, но суть он уловил. После Наруто решил спросить у сестры подробности того разговора, ведь она всегда была в курсе дел Минато как позже узнал Узумаки, его сестра была одна из Анбу, прямых подчиненных Хакаге, так что она была отличным источником информации, но выудить нужное было не такой уж и простой задачей. Кое-как он все же сумел добиться того, чтобы Акия смогла поговорить с младшим братом наедине. Увы, разговор был коротким, пришлось частенько прикрываться тем, что Наруто читал книги и многое потому знал. Но главным было то, что сестра согласилась поговорить с ошибкой семьи Хакаги, а также и то, что Узумаки узнал нужное. «И что ты предлагаешь?» Изогнув левую бровь, спросил Учиха. Скрестив руки на груди, он недовольно смотрел на Джинчурики, который о чем-то рассуждал, что-то бормоча себя под нос. Не знаю. Но не просто так им нужен девятихвостый, да и тот знак на плащах, протянул мальчишка, зажмурив по привычке глаза и придерживая подбородок правой рукой. В общем, вернемся, сразу пойдешь на расспрос к отцу, думаю, Арачимар успеет вернуться к тому времени, я попытаюсь узнать что-нибудь у него, Наруто устало вздохнул, потер переносицу, а после кивнул, соглашаясь с Саски. Но и в этом плане был огромный минус, отец мог бы запереть сына под замок, либо снова отправить в деревню клана, где бы он был в безопасности. Вполне возможен такой исход, но также может быть и так, что Минато расскажет хоть немного об этой неизвестной организации сыну, а также хоть и немного по возможности, об их планах. Увы, шансы сейчас равны 50%. Пожилав другу спокойной ночи, Наруто устроился на дереве, все же именно он сегодня настороже, потому, облокотившись о ствол дерева, блондин лениво посмотрел на мирно спящих обито и орая неподалеку, свернувшись от холода калачиком, мирно посапывала Сакура, на свое место возвращался младший Учиха. Вздохнув, Наруто откинул голову назад, упершись в ствол дерева, и посмотрел сквозь листву на чистое звездное небо. Нахмурившись, блондин прислушался к ощущениям, продолжая сидеть на месте и не двигаясь. Лишь спустя пару минут он повернул слегка голову в сторону, смотря вдаль, куда-то в сторону реки, если ему не изменяет память. Показалось так, он подумал. Увы, знал бы мальчик, как он ошибся. На небе ярко сияло солнце, дети шли все уставшие, свесив руки так, что чуть не волочили их по земле. Обито тащил телегу так, что, казалось бы, она вообще ничего не весит. И там нет столь тяжелого груза, а солнце не печет. Остался день. Один, черт возьми, день. А боги! Как же они устали вести этот груз, идти в столь неприятной тишине, который час подряд, вынуждены прятаться в даже мелкой тени деревьев от палящего солнца. Запасы воды медленно исчезали на глазах, реки или другого водоема поблизости не было. Даже прошлая поездка, по мнению Саски и Наруто, не была столь изнурительной и ужасной, как эта. Ладно, устроим привал, аккуратно положив ручки телеги на землю, произнес обито, после чего отряхнул руки от щепок и пыли. Команда Семь радостно вздохнула, ведь рядом была как раз небольшая полянка, где явно не раз останавливались путешественники, тому свидетельствовал костер, точнее, пепел и поломанные доски, не сожженные до конца. Тройка бревен была расположена по кругу, а также деревья, дарящие приятную прохладу и укрытие от солнца. Просто рухнув на землю, трое детей прикрыли глаза, наслаждаясь долгожданным отдыхом. «Я бы не советовал устраивать привалы сейчас, нам бы поспешить впервые», — произнес что-то за день Арая, хмуро смотря на ребят и их наставника, который явно не разделил мнение сопровождающего. Они дети, пусть отдохнут, — с легкой улыбкой произнес обито, кидая каждому бутылку. На это Арая замолчал, не став устраивать дискуссий. Сакура и Саскиловка схватили бутылки, а вот Наруто, уже успевший задремать, и вовсе не смог увидеть бутылку, так что та прилетела ему прямо в живот, отчего блондин охнул, глянув на обитое друзей, посмеивающихся над Гёнином. Что-то невнятно пробурчав, мальчик открыл бутылку, отпив немого воды все же стоит хранить запасы оставшейся воды. «А вы разве не устали, Арая-сан?» С некой хитрецой спросил Узумаки, уже присев и положив руку на одно колено. Видно было сразу, что их сопровождающий замялся, словно не знал, как точно ответить. «Я привык к долгим походам», — отстраненно ответил тот явно нехотя, а после отвернулся, посмотрев куда-то в сторону. «О, где же вы бывали?» «Словно это действительно интересно», — спросил Саски, подхватывая эту незамысловатую игру. Кивнув, Наруто, оба мальчика стали дожидаться ответа снова замерзшегося парня. «Много где», — внезапно резко ответил Рожеволосый, — давая тем самым понять, что разговор не желает продолжать, но, увы, наставник команды «Семь» был не глуп, равно как и его ученики. А если точнее, облокотившись о ствол дерева, тем самым прикрываясь от палящего солнца, — спросил у Чеха-старший, ухмыляясь, грозно посмотрев на Обито, и Мизучи перевел взгляд на Саски, Наруто, и мало что понимающую Сакуру. Ничего не ответив, парень ушел куда-то в лес, лишь хмыкнув. Покачав головой, старший Учиха открыл свою бутылку воды, выпил немного воды, а после нахмурился, смотря куда-то на землю. Снова настала эта тишина, каждый думал о своем, и лишь Сакура не могла понять причину столь неясного разговора. «Что делать-то будем?» — наконец спросил Учиха, посмотрев на родственника. «Уже не было смысла скрывать что-либо, ведь и их наставник уже явно что-то понял. Полагаю, нам нужно готовиться к засаде», — протянув, еле слышно произнес Обито, поджав губы. Как бы ему не хотелось втягивать в это детей, но сейчас все зависело от командной работы. Засадя, словно в трансе повторила Хоруно, смотря то на Саски, то на Наруто, то на наставника все трое не спешили с ответом, и дело было далеко не в том, что Арая мог прийти в любую минуту. «Сакура, ты на подмоге, если будет ловушка!» Девочка медленно кивнула на решение Учихи старшего, все так же ничего не понимая, да и не нужно было дело явно пахло жареным, потому лучше молча послушаться командира. «Вы двое», — указал он после Насаски и Наруто, прищурив глаз, — «будете прикрывать меня, но в пекло, если так будет, не лезьте» — двое генинов не решались возразить Обито, впрочем, они сами не стремились драться, по крайней мере, на глазах других слишком много внимания будет уделено их способностям и знаниям, которые у них имеются, а драться как новички они никак не могли сейчас. Вскоре, когда немного похолодало, а это случилось примерно через час назад, в этот незамысловатый лагерь, вернулся Арай, все так же недовольный и что-то бурчащее себе под нос. Что он делал, команда 7, даже их наставник, решили не выяснять, ведь все равно ничего не сказал бы. Таким образом они отправились в путь, Телеба теперь же тащил никто иной, как Наруто что-то ноя про несправедливость. Наступил вечер, воду все-таки нашли, хвороста набрали, устроили костер и приготовили на ужин сочного кролика, найденного Обито где-то в лесу. Арай весь вечер сидел у дерева, склонив голову к коленям, не говорил ни слова, словно бы действительно спал. Сакура о чем-то увлеченно болтала с Наруто, иногда угрожая кулаком, а иногда и вовсе била Узумаки, пусть и не сильно, но ощутимо. Саски же решил переговорить с Абита касательно прошлого своего родственника, мол, интересовался байками о прошлом старшего Учихи. Вскоре было принято решение, что сегодня караулит Саски, а потому, все исключая Арай, легли спать. И Мяучи решил прогуляться, мол, выспался, так он сказал. Тишина уже давно стемнела, а звезды горели ярко на небе, лишь луна скрылась где-то за облаками. Вдали слышно было сову, изредка стрекочут сверчки, в траве близ деревьев было довольно много светлячков, ярких, маленьких и таких хрупких на вид. Тихо шелестела листва, ветер мягко перебирал волосы младшего Учиха, уже порядком уставшего и немного задремавшего под кроны дерева, пусть тот и был на посту. Костер уже давно погас, остался лишь пепел и тлевшие угли, пару поломанных досок и дым. Послышался хруст веток, не так далеко, скорее, ближе, чем можно было ожидать, из-за этого Саски тут же очнулся, прислушиваясь, а после, когда послышался ощутимый шелест травы, Учиха подполз к сокомандникам, подмечая, что Арай так и не вернулся. Когда представитель клана Учих знаком показал всем молчать и указал в сторону, откуда и был слышен ранее треск и шелест, Абита тут же указал команде на деревья, чтобы те ожидали сверху. Пожалуй, никто не ожидал, что нападение будет ночью, но Шиноби всегда должен быть на чеку. Наруто, Сакура и Саски быстро забрались на деревья, ожидая скорых гостей, Абита же решил, видимо, встретиться с врагами лицом к лицу, впрочем, он вполне мог использовать и шаринган, тем самым быстро прикончить всех и разом. Гостей долго ждать не пришлось, вскоре со всех сторон подошли люди, наемные бандиты и пару бывших Шиноби. Усмехнувшись, Наруто спокойно присел на дереве, его примеру последовал и Саски оба были более чем уверены в том, что их наставник разберется с врагами на раз. Но кое-что все же напрягало обоих генинов. Юнан Шиноби, сидящим на ветках, оставалось лишь наблюдать как Абита разом раскидал всех врагов, которых постепенно становилось все меньше и меньше, а вскоре всех оставшихся он просто погрузил в Гёндзюцеу, видимо, под устав от всей этой заварушки. И вот, когда все враги были повержены, кто-то похлопал в ладоши, постепенно выходя из тени деревьев. Узумаки на парус Саски вскочил, словно не веря своим глазам. «Неплохо, Учиха Абита», — с усмешкой произнесла девушка, скидывая капюшон. Перед Шиноби предстала девушка со светлыми волосами, и она была прекрасно знакома Наруто. «Ты кто такая?», — нахмурившись, спросил Учиха Старший, явно не доверяя девушке в красном балахоне. «Меня зовут», — посмотрев на деревья, — именно в ту сторону, где и прятался юный Узумаки, начала девушка Югита Нии, джинчурики двуххвостые, стоило это девушке произнести, как Абита тут же, не теряя ни секунды, налетел на Нии, намереваясь заломить ей руки за спину, но девушка, словно кошка, изящно уклонилась, выпуская немаленькие когти. «И зачем же ты здесь?», — явно нервничая, — спросил Абита, готовясь к следующей атаке. На это Югита снова посмотрела на ветки деревьев. «За мальчиком», — на этот раз атаковал уже не Абита, а сам Наруто, на которого Югита и указала своим длинным ногтем. Метнув кунай, блондин спрыгнул с дерева, держа еще одно оружие в левой руке. «Да чем же это я тебе так приглянулся?», — усмехнулся мальчик, выпрямляясь он знал, что сейчас Нии не нападет на него. А рядом, последовав примеру друга, приземлился и младший учиха, решивший также принять участие. Наруто с Саски вернулись назад, живо. Приказал к гениным наставник, но те явно не спешили выполнять его приказы, оставаясь на своих местах и прожигая взглядом Югита. «Тем, кто ты есть, Наруто Узумаки, Джи». Она не успела договорить, так как в нее тут же полетело два куная, одновременно пущенных Наруто и Саски. «Кое что, думаю, лучше вслух не говорить, в своей манере произнес младший учиха, доставая два сюрикена, а Наруто решил продолжать метать куная, вытаскивая их из сумки на поясе. Пару минут молчания казались целым адом. Абито смотрел на Югита, переводил взгляд на родственника и сына Хакаги, пытаясь понять, что хотела сказать джинчурики двуххвостой, а два друга прожигали взглядом Нии, опасаясь, что та вот-вот нападет на них. И лишь одна Сакура сидела на дереве, вообще ничего не понимая из происходящего, а лести спрашивать она не спешила, не зная, чем может это обернуться. Внезапный шелест листвы заставил всех обернуться и увидеть весьма неприятное зрелище некий мускулистый человек в красном, как и Югита, Балахуни тащил за собой израненного и порядком избитого парня, Арай. На его одежде было очень много крови, глаза были открыты и выражали страх, испуг, предшествующий его смерти. Он не двигался, не дышал, тело и мезучи просто волокли по грязной земле, словно тот и не был никогда человеком просто зарубленным животным, а человек в красном охотник, нёший свою добычу. Кинув бездыханное тело вперёд, в середину сложившегося круга парень снял капюшон, открывая тем самым лицо. Это был смуглый мужчина, лет так тридцати пяти, может, сорока. Его волосы были чёрного цвета, лицо покрыто множеством шрамом, как мелких, так и больших на правой щеке и до уха. Глаза чёрного цвета вселяли страх, даже Наруто и Саски поёжились от столь холодного и бездушного взгляда, которым мужчина смотрел на генинов и их наставника. Кто это был, никто не знал, кроме Югита, которая кивнула, краешком губ, улыбнувшись добычей напарника. Это, пятихвостый, нахмурившись тихо произнёс Наруто, сомневаясь в сказанном. Однако он ощутил это почти сразу, как и тогда с Югита. Саски, который явно слышал сказанное другом, посмотрел на того краем глаза, как бы спрашивая, уверен ли он. Кивок служил ему ответом. Молодец, киннику, мужчина кивнул, оглядев всех генинов и их наставника, ещё больше насторожившегося. — А ты-то кто? — спросил Абита, хватаясь за кунай, — пожалуй, либо убираться до того, как на них нападут, либо атаковать, одно из двух. Киннику Ива, джинчурики пятихвостого, слегка поклонившись, словно так было принято в нынешнее время, произнёс мужчина, никак не изменившись в лице. — Пошли, Югита, нам пора, — развернувшись и накинув капюшон. Он просто пошёл, даже не дожидаясь напарницу, которая, впрочем, сразу же двинулась за ним, оставляя всех в недоумении. Ночь выдалась весьма удачной, если так можно выразиться. Полная луна как никто другой понимала девушку, сидящую на пеньке и о чём-то думающую. С раннего детства Югита была джинчурики, презираемой всеми девочкой и монстром. Родители Нии погибли, когда девочка только родилась, мать умерла при родах. А отец? Говорили, что он погиб при несчастном случае, но сама девочка прекрасно понимала, что родной отец продал дочку на эксперименты, дабы та стала следующим дэмоном деревни. Печальная судьба, сказал бы первый встречный, услышав такую краткую и печальную историю, но, увы, это мир шиноби, мир убийств, крови, смертей, предательств. В этом мире приходится надеяться на себя. Но однажды в деревню пришёл неизвестный человек в красном, словно кровь, балахоня. Никто тогда знать не знал, кто это, и что ему нужно. Он расспрашивал людей тогда о девочке, носящей в себе демона. Жители, пусть и не хотя, но ответили путнику, на окраине деревни есть один полуразваленный дом, ничем не примечательный, но туда никто не решался ходить. И вот, когда мужчина навестил девочку, то рассказал ей о некой группировке, которая может заменить девочке семью и друзей, как ей будет угодно. Ничто Югита тогда не держала в деревне, потому она согласилась и ушла вместе с незнакомцем. Конечно, кто же просто так подойдёт с первым встречным куда-либо, но тогда не и знала, что этому страшному на вид человеку можно было доверять, ведь она чувствовала, что он такой же, как и она демон. Пусть и не сразу, но так оно и было. Был вечер, на улице давно стемнело. Сидя в своём маленьком разрушенном домике, девочка играла целыми днями с изуродованными игрушками, которых иногда очень редко сама чинила. Само собой, у неё выходило это весьма плохо, в углу была кучка сломанных плюшевых игрушек, какие-то были и вообще сожжены, а у других по всему телу были швы. Крутя в руке медведя, Югита внимательно его рассматривала, что-то себе напевая, она совсем безразлично, просто всматриваясь, играла с игрушкой, это давно надоело девочке, но больше делать было нечего, а играть со сверстниками, которые считали её монстром, не и не спешила. Она находила своё счастье в тишине и теплоте пусть и разваленного, но такого родного дома. Тут почти не было целых вещей, разве что кран никогда не ломался, да одна сковородка с деревянной лопаткой. Стол, за которым девочка обычно ела, был слегка перекошён, одна ножка не ломалась лишь за счёт парочки книжек, которые Югита давным-давно перечитала раз по сто. Дверцы шкафчиков всегда скрипели и не хотели закрываться, а у одного, где лежала не раз побитая посуда, и вовсе отломалась пару лет назад. Крыша местами протекала, входная дверь держалась на каких-то ржавых петлях, так и норовя в любую секунду упасть. Пол тоже был не без дырок, кое-где жили мышки, которых, жертвуя своим скромным завтраком, подкармливала девочка. Сама маленькая девятилетняя Югита выглядела не лучшим образом. Она была одета в рваную, не раз зашитую ею же, майку, которая некогда была ещё чистой и белой, порванные штаны чёрного цвета с заплаткой на левом колене. Обуви у неё почти не было, разве что потёртые туфельки, которые девочка перестала как год носить, а не стали ей чересчур малы. Внезапный стук в дверь заставил девочку отвлечься от наскучившего занятия. Спрыгнув со стула, который был также сломан, причём чинила его тоже Югита, девочка с интересом подошла к входной двери. Всё же обычно гостей у неё не было, кроме подчинённых Каге, которые были приставлены к ней лишь ради того, чтобы раз в месяц проверять жива ли она была. Открыв дверь, Югита посмотрела вверх, даже ни капли не испугавшись перед ней стоял взрослый мужчина с большим количеством шрамов на лице. Он грозно смотрел на малышку, а та даже не шелохнулась и не дёрнулась, Югита лишь интересовал один вопрос. «Дяденька, не знаю, кто вы, но лучше уходите, я же монстр, ни один мускул не дрогнул на лице девочки, когда она произнесла это, а вот мужчина немало удивился, после усмехнулся, всё же поражаясь этой маленькой девочке. Смелая, так он подумал. Мужчина присел на колени, чтобы кое-как уменьшить разницу в росте. «Знаю, потому и хочу предложить тебе спасение. Хочешь пойти со мной? Я приведу тебя домой, где будут такие же, как и ты», он слегка улыбнулся, протягивая девочке руку. Та нахмурилась, словно не верив сказанное, но после, неуверенно взяв за руку мужчину. Она медленно кивнула, понимая, что он был таким же. «Обещаете?» Впервые поверив в чьи-то слова, спросила девочка. Мужчина кивнул, мигом подхватывая Югита на руки. Засмеявшись, девочка неожиданно серьёзно посмотрела на мужчину. «А как вас зовут?» «Меня Югита Нии. Киникуива». Югита, строгий голос раздался позади девушки, вырывая её из воспоминаний. Обернувшись, она закинула ногу на ногу, безмолвно спрашивая. «Нам не стоило бы так сильно задерживаться, нахмурившись», произнёс мужчина с множеством шрамов, скидывая капюшон. Они решили сделать привал по пути домой, вокруг был один лес, костёр решили не разводить, ведь всё равно уйдут через пару минут. Ива начала девушка, переведя взгляд на небо, а правильно ли мы поступаем? Всё же, пусть мы и джинчурики должны держаться вместе, но выбранный путь мне кажется совсем далёким, медленно, растягивая каждое слово, закончила Нии, слегка откинув голову назад. Она просто устала от всего этого, от заданий, от вечных путешествий и слежек. Общество людей, окружающих её сейчас, заменяло ей семью тут не поспоришь. Она пообещала себе тогда, когда впервые увидела свой новый дом, что не даст никого в обиду даже ценой собственной жизни. Но однажды всё изменилось, когда пришёл он. Всё прозвали его Безликим, своё настоящее имя он скрывает до сих пор, а все джинчурики, собранные вместе, ищут других себе подобных, ведь на данный момент группы весьма мала. Но изначально цель группы заключалась в помощи другим, пусть многие люди и боялись носителей хвостатых, называя их монстрами. Увы, позже цель группировки стала другой, а всё глупо согласились, поверив в сказанное Безликим. Поздно сомневаться, Югита, лучше скажи, зачем убивали того парня, не легче было пустить всё на самотёк. Умер бы пацан, ну и что с того? Сын Хакаги нам не помеха, скрестив руки на груди, спросил его, пристально смотря на напарницу. И первоначальной задачей было просто выяснить что-либо о кушине от мальчишки, сына джинчурики Девятихвостого. Но Югита, вернувшись в их временный лагерь, сообщила напарнику, что надо убить сопровождающего команды из Канохи, когда они дойдут до границ деревни Облако. Ива выполнил просьбу Югита, как и всегда. «А ты разве не заметил?» Слегка повернув голову в сторону, задала весьма очевидный вопрос джинчурики. Но кушина, хотел было возразить Киннику, но его нагло прервали. «Ива, с этим мальчиком что-то не так, и не надо докладывать об этом ему жестко, не требуя возражений», произнесла Нии, вставая с пня и отряхивая красный балахон от пыли, грязи и щепок. «Давай просто продолжим пока наблюдать, а действовать будем только когда дадут приказ Кивок служил немым и весьма ясным ответом для девушки. Она накинула капюшон, ее примеру последовал и Киннику, а после вместе они двинулись вперед. Они были напарниками весьма давно, целых одиннадцать лет. Само собой, секретов у обоих было немало, но если один чего-то желал, то второй смело помогал, не спрашивая почему и зачем, не требуя ничего взамен. Они просто были похожи, потому им не требовалось объясняться в чем-либо друг перед другом. И они были идеальной командой потому, что отлично понимали друг друга и без всяких слов. Они сразу же стали командой, выполняя мелкие поручения поначалу, а после, когда Югита стала более взрослой, они уже выполняли сложные и трудновыполнимые миссии и ни разу не провалили задания, данные им, и так уже на протяжении целых одиннадцати лет. Но кто же знал, что некогда простые на вид задания превратятся в нечто иное? Команда Семь. Прошло около семи часов, уже рассветало. Команда Семь продолжила свой путь, но уже без Арая. Попытки разобраться в происходящем ни к чему не привели как не было ответов, так их и нет. Никто особо и не понимал, что произошло. Но одно они знали точно Арая наверняка нанял тех наемников, дабы убить команду из Канохи, но увы, фокус не прошел. Однако причем тут были те двое в красном тайна, покрытое мраком, как выразился сам Абита. Кроме того, в сложившейся ситуации Наруто надеялся узнать, возможно, что-то у наставника, но тот лишь уклонился от ответа, сказав, что, может быть, на данный вопрос ответ решить ему дать Хакаге, потому как Абита поклялся молчать. Вот и закончился весьма долгий путь до деревни облака, впереди показались ворота, дорога, ведущая в саму скрытую деревню, и охрана, без которой нигде и никак. Из-за того, что Арая был убит, вышла большая проблема их команду еле пропустили в деревню, благо Абита как-то смог договориться, видимо, объяснив кратко ситуацию, так как после Генина в сопровождении Учихи должны были доложиться еще и Каге о произошедшем. Заказ был доставлен, Абита разъяснил ситуацию, все же хорошо, что здесь, в этом мире, все деревни не враждуют. Таким образом и прошел целый день, к вечеру, закончив все дела, команда номер семь остановилась в гостинице, так как в такое время отправляться Абита не решался, да и после случившегося было даже опасно. Потому-то все были разделены по комнатам, спасибо надо сказать Абита, через силу заплатившего за своих подопечных жалко было такую-то немаленькую сумму, ведь трое генинов, плюс сам сопровождающий. Комнаты команды были на одном этаже, пятом, если быть точнее, на шестом была, так сказать, смотровая площадка там были стулья, столы, зонтики, защищающие от дождя или палящего солнца. Погода в деревне облако была весьма приятной, но и невыносимой в другой момент, все же здесь частенько была жара. А что с восьмихвостым, нахмурившись, спросил Саски, облокачиваяся перила. Вечер выдался весьма прохладным по сравнению с дневной жарой. «Я его здесь не чувствую», – сидя на прохладном бетоне, произнес Наруто, всматриваясь в небо, на котором постепенно появлялись звезды. «И не только я, ни Курама, ни Собу, ни Китсуни не ощущают его присутствие в деревне», – продолжил, немного погодя, Наруто, уже успев за день пообщаться с хвостатыми, от которых давно не было вестей. Впрочем, тем спокойнее тишина и покой на короткий срок были блаженным временем для Узумаки. «А что ты можешь сказать о тех двоих?» Все же Учиха никогда не был джинчурики, потому и понять не мог, почему двое в красном так беспокоили Узумаки. Весь вечер Наруто то и дело бубнил что-то себе под нос, скорее всего, общаясь с хвостатыми зверями. Потому-то сейчас этот вопрос также интересовал Учиху. Мы просто пытались понять, устало вздохнув, начал Узумаки, прекрасно понимая, о чем говорил Учиха, почему никто сразу и не почувствовал, что Югита и тот громила джинчурики, на этот Саски только хмыкнул. «Наруто такой Наруто, имена никогда не запоминает. Ты в своем репертуаре, Узумаки. Но это, видимо, большая проблема, так?» Посмотрев на друга, спросил представитель клана Красноглазых, на что получил слабый и неуверенный кивок. Ведь это было так. Хвостатые не знали, почему не почувствовали других собратьев, но и факт того, что они разыскивают других носителей, биджу настораживал более того. А они ведь, усмехнувшись, Узумаки встал с места, отряхиваясь от пыли, догадались, закончил мальчик, направляясь в сторону лестницы. «И ты считаешь, что тем лучше?» Сомневаясь, что Узумаки имел в виду именно, Саски обернулся, хмуро смотря на друга. «Конечно, ведь тогда на меня тоже объявлена охота, а это значит, что мы можем что-то и узнать, стоит лишь только рассказать об этом отцу. Думаю, что в данный момент он точно не сможет мне отказать в разговоре, не разворачивая, продолжая идти», — ответил Наруто. Путь назад оказался легче, чем в деревне облако все же не было той тяжеленной повозки, содержание которую знать так и не удалось. Вот только стоило им прийти назад в деревню, как всю команду потребовали к Хакаге немедленно. Сперва был обычный на вид доклад о прошедшей миссии, а вот после. Обито резко начал Минато, откинувшись на спинку кресла, не объяснишь ли ты, почему все так получилось. Рассерженно, с нотками злости в голосе произнес Хакаге даже несмотря на Учиху. Все четверо стояли в кабинете, уже ожидая дальнейшего, а ведь думали, что они тут ни при чем. Все же даже, если и считалось, что Араев тайне решил убить команду из Канохи по необъяснимой причине, ведь об этом не знал и его начальник, то причем тут двое в красном непонятно. Этого и предугадать нельзя было. Хакаге само, боюсь, что даже я не мог представить себе, что на нас нападет кто-то из Цудзура, нахмурившись, произнес обито, мельком посматривая на доверенных ему генинов. Он просто не мог отказать, пусть и не в совсем понятной просьбе своему родственнику и его лучшему другу. Саски и Наруто попросили повернуть ситуацию так, чтобы Минато рассказал хоть что-то о происходящем своему сыну, как минимум по возможности им троим, Сакуря, Саски и Наруто. Если не мог ничего им рассказать обито, то пусть расскажет тот, кто и держит все в тайне от прочих лиц. Мне об этом уже доложили, прищурив глаза, явно намекая, что стоило умолчать о сказанном, Минато подался вперед. Он посмотрел краем глаза на генинов, которые в свою очередь непонимающе глянули на своего наставника, а потом и на Хакаге. Тогда, может, вы… Начал было обито, но его нагло прервал блондин, подойдя к столу Хакаге и весьма громко стукнув по нему обоими руками. Отец, прошу прекращай эти игры. Сейчас и я, пусть и не знаю почему, но стал целью тех двоих. Расскажи уже, что происходит, надеясь, что Хакаге хоть что-то расскажет, Наруто посмотрел на мужчину, сидящего перед ним. Придется идти напрямую к ответу через риск. Эта невинная на вид игра в гляделке продолжалась бы еще долго, если бы Намикадзе через пару минут не откинулся бы на спинку кресла, устало вздохнув и прикрыв глаза, словно обдумывая какое-то решение. Свободны все, кроме обито, Минато глянул на генинов, намекая тем безмолвно, что им пора уходить и немедленно. Жав кулаки, Наруто развернулся и вышел из кабинета, сказав «ты ничего не понимаешь», а Сакура и Саски, извинившись за друга, выбежали вслед за ним. На улице давно стемнело, многие возвращались домой, а кто-то решил еще немного погулять. С утра была прекрасная солнечная погода, но к вечеру стало пасмурно, а после и вовсе пошел мелкий дождь. Сидя на поле под деревом и поглаживая шерсть девятихвостого, который, казалось бы, и не возражал, Узумаки смотрел на небо, подставляя лицо под мелкие капли дождя. Листвы на дереве было немного, потому мальчик, сидящий на порядком промокший за час траве, уже изрядно промок. А вот черепашке с тремя хвостами такая погода была как раз в пору и собу бегал по полю весь радостный, ловя капли ртом. Наруто даже казалось, что сейчас он очень похож на маленького ребенка, впервые увидевшего дождь. «Почему домой ты не идешь?» спросил, чуть рыча, Курама, недовольно виляя хвостами ему вот дождь вообще не нравился. «Потому что сейчас мне папа будет лекции читать, а после, в чем я уверен, отправит обратно в Узу Шоу Кагури», — без эмоций ответил Наруто, нахмурившись. Кстати, что будем делать с другими хвостатыми? Решил перевести тему Узумаки, посмотрев на другого девятихвостого, мирно сидевшего на ветке, где листвы было довольно-таки много. «Понятия не имею, так что на меня не смотри», — недовольно прорычал Китсуня, даже не посмотрев на джинчурики, на что тот устало вздохнул. «А я вот предлагаю поговорить с Югитой Ивой», — проговорил, остановившись треххвостый, но тут же заметил непонимающий взгляд мальчика. «Тот громила», — разъяснил Исобу, поражаясь памяти блондина. «Впрочем, тут только Курамая привык к такому. Да, но… они ведь поняли, кто я, потому проблем стало только больше, но почему я не смог поговорить с Мататаби и Коколу», — откинувшись назад, Наруто сложив руки за головой. Этот вопрос весьма сильно его волновал, потому, как сколько бы он не гадал, а ответа найти не мог. Тут есть пара вариантов. Первое — они под Гёнзю Цэл, как и сами джинчурики, либо они сами не хотят почему-то говорить, проговорил Курама, не поднимая головы. Нахмурившись, Узумаки решил промолчать. Он и сам думал о подобном, но первый вариант казался ему почти нереальным, но вот второй. Наруто действительно рассматривал второй вариант, но понять, почему бы они не хотели с ним говорить своеобразная головоломка. Сняв обувь и крикнув привычное «Я дома», Наруто прошел на кухню. Никого, это было даже странно, но, увидев тарелку с мясом и спагетти, Узумаки мысленно поблагодарил Кушину. Два куска мяса одно самому Наруто другое Кураме. Отложив один кусок на новую маленькую тарелочку, блондин сел за стол, взяв вилку и нож. Только собираясь поужинать, мальчик взял в руки кухонные приборы, как вдруг услышал легкий топот и шуршание в коридоре. Проворчав себе под нос что-то, Узумаки отложил приборы, ожидая прихода отца. Вскоре Минато зашел на кухню, завидев сына, смотрящего в окно он явно не хотел говорить с Хакаги. Наруто начал Минато, садясь за стол напротив сына, но тот все так же смотрел через окно на темное небо, яркие огни, являющимся фонарями, и изредка проходящими мимо людей. «Я понял, сейчас будешь говорить, что мне лучше в это дело не лезть, что лучше отсиживаться в Узуше Окугуря», — проговорил Наруто, никак не изменившись в лице. «Нет, отправлять никуда тебя не буду, тем более Кушина меня за это убьет», — почесав затылок, Минато откинулся назад. Удивительно, но даже в такой момент Хакаги побаивался свою жену, которая, только взяв в руки сковородку, могла побить своего мужа только она так и могла сделать, ведь перед ней Намикадзе был бессилен. «Да, и что тогда будешь делать? Запрешь дома?» Уже с вызовом посмотрев на отца, произнес Узумаки, даже удивляясь самому себе не думал он, что когда-нибудь будет ссориться вот так с родителями. Впрочем, у него не было родителей, лишь во времена Четвертой мировой войны Шиноби мальчик узнал о их существовании, но, тем не менее, они были мертвы, потому он и не думал, что когда-нибудь будет приходить домой, говорить уже ставшее привычным «я дома», ссориться с родителями, о чем-то, временами увлеченно спорить за чашечкой чая, что бывало весьма часто. О Хакаге бывали свободные деньки, которые он посвящал семье, разве что в такие дни никогда не бывало Менны, он избегал любой возможности повидаться с младшим братом, а Акия появлялась, пусть и редко. «Нет». «Послушай, Наруто, мы просто беспокоимся о тебе, потому и хотели бы скрыть от тебя всю эту ситуацию, да и я хотел бы тебя отправить куда-нибудь, в тот же Узушио Кагуря, но лучше будет, думаю, если я расскажу тебе о происходящем, медленно, сомневаясь в своем решении», произнес Хакаге. Минато говорил сабито на эту тему, и с Кушиной только после пришел к решению лучше рассказать о хвостатых, а также и о том, что произошло давным-давно. С этого он и решил начать. С прошлого. Он решил рассказать своему сыну то, что все скрывали от него многие года, именно ту причину, по которой он и стал инвалидом. «Это все случилось 12 лет назад. То был обычный день. Тебе, Наруто, тогда только год был, а старшая сестра и брат были пока тогда генинами». Начал свой рассказ Минато, поудобнее усаживаясь на стуле. Вся эта история сама по себе весьма неприятна. Солнышко ярко светило в небе, птички пели песни. На улицах становилось шумно, а просторные улочки уже не казались такими пустыми. В этот день дул весьма прохладный ветерок, но из-за жары, что дарило солнце, эта прохлада почти не ощущалась. Цветение Сакуры в это время самое прекрасное, что можно только увидеть. Лепестки медленно спадали с деревьев, вихрем кружась в воздухе, а аромат, витающий в деревне, слегка кружил голову. Весна что может быть чудесней. Минато работал тогда весь день, ведь дел навалилось немало, да и только недавно в деревне Облако случилось несчастье, своего рода проблема пропала джинчурики двуххвостой. Все главы пяти деревень буквально были подняты на уши, учитывая, что не так давно из деревни Скалы пропал еще один джинчурики. Кушина не могла помочь, так как ухаживала за детьми, Нар был в песке на переговорах, что тоже неудобно, а Херузин милостиво вызвался поехать в водоворот у них тоже приключилась беда, кто-то украл важные свитки. Кроме того, сейчас там боролись за место, как главы деревни. По идее, следующим главой, если так подумать, должна быть Кушина, но так как она отказалась, то дальнейшими претендентами выступает Минма, который только будет скоро сдавать экзамен на Чаунина, и Наруто, которому только год. Весьма унылая ситуация, следует заметить, да еще и проблема с девятихвостом силы Кушины не вечны, как бы упрямо та не была. Покончив с работой, на Микадзе устало вздохнул, потянулся, а после, выключив свет в кабинете, покинул здание резиденции. Он не спеша шел по улице, чуть ли не клюя носом в землю и изредка зевая сказывались бессонные ночи. Вся эта напряженная ситуация с деревней Облако, джинчурики все это выматывало. А еще и за кланами надо было присматривать, да и нападение мелких воров в последнее время участилось, приходилось подключать мелкие отряды, даже гейминов, так как поделать больше нечего. Вся деревня буквально стояла на ушах, от чего и всплывало много работы. Лишь сегодня Минато смог наконец покончить с тем множеством бумаг, что были еще два дня назад в его кабинете. Он даже протолкнуться не мог, а про то, какой шок его с утра тогда застал на работе, и говорить не стоит. Дойдя до дома, Минато произнес привычное «Я дома», что вошло в привычку у всей семьи, а после, не услышав ответа, он мигом ворвался на кухню, застыв на месте. Это уже случалось и прежде, но в такие моменты Кушина всегда была рядом с Минато, потому он мог сразу ей помочь, но в этот раз. Никто не знал, почему именно тогда это должно было случиться, но, что должно случиться, того не миновать. Девятихвостый был слишком силен даже для кровавой хабанера, тем более, что во время родов печати ослабевают. Еще после рождения старшего сына, Минма печать немного ослабела, а после второго ребенка, Акии, со временем Кушина начались приступы. Редкие моменты, когда она была словно не собой, а кем-то другим. И это явно был Девятихвостый, желающий обрести свободу и волю действий. Обычно приступы были раза 3 максимум в полгода, повезет вообще не будет. Но когда родился Наруто, эти приступы участились, а пытаться предвидеть их бесполезно. И когда Кушиной овладевал демон, Минато всегда удавалось удерживать Хвостатого, сдерживать печать, но сам он не раз был покалечен в такие моменты. К тому же, если разозлить Кушину, то она потеряет контроль над Лисом, то есть гнев, злость, обиды и прочие похожие чувства и спровоцируют приступ. И вот Минато застал Кушину, медленно потягивающую руки к колыбельке, где лежал Наруто. Он не плакал, не кричал, не протягивал ручки, увидев маму. Нет, он просто спал, даже не зная, что происходит. Минато не успел тогда, просто не успел. Кушина успела коснуться малыша, а это было достаточно для Хвостатого, чтобы тот мог покалечить младенца. От боли Наруто закричал, заплакал, размахивая руками, но ногами он не мог и пошевелить. Минато тут же запечатал демона, через силу приложив руку к печати на животе жены, отчего та успокоилась. Она ничего не вспомнит, а проснется через пару часов. Тем лучше, но вот Наруто. Что же с ним успел сделать демон? Минато быстро уложил на диван Кушину, а после подошел к колыбельке, пытаясь успокоить сына, но тут же заметил, что он не дергает ногами, как обычно. Мигом взяв сына на руки, Намикадзе развернулся, уже собираясь в больницу, но его нагло остановили, преградив путь. Почему ты ее остановил? Безразлично спросил Минма, выходя из-за угла. Он встал в проходе, смотря на отца, а тот нахмурился. Предполагалось и такое одно. Глаза старшего сына словно пывали огнем. Сейчас это было видно как никогда раньше. За ним раньше замечали подобное Нинато и Кушина, но никому ничего не говорили, словно сами не верили в правду. Вероятность того, что часть чакры Девятихвостого передалась старшему сыну, была весьма велика. И если все так, как они и думали, то сейчас именно Минма стал причиной всей сложившейся ситуации. Минма, что ты задумал? Ты хотел убить собственного брата, и воспользовался матерью. Если бы он мог, Минато непременно врезал бы старшему, для профилактики и наказания, но, увы, у него на руках был младший. Да, но ничего не вышло. Что же, тогда я пошел, он просто пожал плечами и ушел. Послышался замок входной двери, а после кто-то сбежал вниз. Пап, что происходит? Брат меня связал, ас. Акея посмотрела на отца, а после и заметила мать. Она видела ее лишь раз во время приступа, потому объяснять ничего не пришлось. «Присмотри за матерью», — только и произнес Хакаги, тут же выбегая из дома. Медлить было нельзя, а ребенок уже почти не кричал. «Сожалею, Минато, но он не сможет ходить, очаг разрушен, а это непременно повлияет на работу сердца», — сняв с лица маску, печально взглянув на Намикадзе, произнесла Цунадзе. Хакаги сжал руки в кулаки, не веря, что такое могло случиться. Он просто не хотел в это верить. Чертыхнувшись, он ударил рукой по скамейке, опустив голову. Сёнджи покачала головой, хотя сама она хотела помочь, да вот только не существует возможности помочь маленькому Наруто. Никак. Что касается Хвостатых, то есть организация, появившаяся примерно десять лет назад, по крайней мере официально, Судзура, так они себя назвали, заявили, что схватят всех джинчурики, а после создадут новый мир при помощи Хвостатых. О них только известно, что ходят группами по три или два человека, одеты в красный плащ с неким знаком в виде глаза, а также в их числе сейчас шестеро джинчурики, — объяснил Минато, сложив руки замком и положив на них голову. Он не хотел смотреть сыну в глаза, виня себя за то, что не успел тогда. В итоге осталось три джинчурики. — Мама Вин, и кто еще? Решив поговорить на тему прошлого потом, Наруто сначала приступил, по его мнению, в более важной части разговора. — Гаарая с песка. — Стоп, откуда ты про Рин знаешь, — тут же воскликнул на Микадзе, глянув на сына, а вот тут он прокололся. — Знаю, потому что тогда Югита, девушка из Судзураа, — сказала ей про Рин, трехвостый вроде, почесав затылок, произнес Узумаки. — Может, неудачно, но вроде выкрутился. — Да, все верно. — Но зачем она с тобой говорила? — И главное, когда? — Да. — Второй прокол. Минато внимательно смотрел на Наруто, который цыкнул тихо, даже почти незаметно. План у него примерный на ответ был, но несколько сомнительный. Она меня про маму спросила, мол, не я ли сын Хакаги и так далее, так же реакция дурочка. И отец, казалось, успокоился, отбросив подозрения. — Но это пока что. — Впрочем, я понял. — Что теперь делать будете? — Планируется обеспечить безопасность джинчурики, даже генинов подключат, а потом только ждать, ответил Минато совершенно честно. — А что касается прошлого? — Ты на нас злишься? — Да? — склонив голову, спросил Хакаги, горько усмехнувшись. — Такая реакция будет самой ожидаемой. Наруто встал с места, подошел к окну, приложив на поверхность стекла руку. — Дождь. — Пока отец рассказывал ему о прошлом, за окном успел пойти дождь, что теперь каплями стекал по окну, а завтра наверняка будет немало лож. — Злиться? — Да. — Знаешь… — Нет, я не злюсь, но вы поступили неправильно, ничего не рассказав, Минато тут же поднял голову, удивленно посмотрев на сына. Мужчина прикрыл лицо рукой, а Наруто прошел мимо него, направляясь в комнату. — Уже было слишком поздно. — Спокойной ночи. — Не сумев повернуться, Наруто ушел в свою комнату. Там он глухо упал на кровать, жав кулак. — Нет, он и правда не злился, но было обидно, что так много времени они молчали. Даже он, другой Наруто, все понял бы, ведь он даже умнее, чем нынешний Узумаки. Но так же волновала и другая ситуация. Встав с постели, Наруто закрыл дверь на замок, а после сложил печати и рядом появился из дымки Курама, но с более темной шерстью. Обычно дома он это не делал, но так говорить куда удобнее. — Почему ты так поступал? — спросил Узумаки, тихо, разводя руками. Китсуни помахал хвостом, слегка поджал уши, словно бы он считал себя виноватым, но это ведь было далеко не так. — Послушай, Наруто, я за себя могу и не ручаться, ведь мы отличаемся от ваших хвостатых. Мы — люди и звери, а наша звериная часть бывает куда сильнее нас, а провоцировать звери себе дороже. Узумаки замолчал, смотря прямо в глаза демону. Он и правда был на вид безобидным, но, тем не менее, это лишь внешне. Теперь он, казалось, понял, почему они не желали ничего о себе рассказывать. — Пусть так, Наруто фыркнул, после чего развеял технику и глухо упал на кровать, медленно погружаясь в желанный сон. Если так подумать, то десять месяцев достаточно большой срок. За такое время может произойти многое. Пусть кто-то и скажет, что это время быстро пролетает, но когда каждые две недели слышится неподалеку от деревни взрывы время словно бы замедляет свой ход, часы идут мучительно долго, а каждая секунда заставляет дыхание замереть, сердце ускорить свой ход. Война — дело страшное, многие жители пяти великих стран повидали немало бет, кто-то до сих пор помнил ужасное время, когда шиноби уходили воевать, а кто-то помнит, видит перед собой тот ужас, что представляет собой война. Кровь, страх, смерти, разруха много чувств можно испытать в такое ужасное время, и они далеко не самые лучшие, скорее самые ужасные, и клеймо войны будет навсегда на том, кто участвовал в битвах за территории страны. Десять месяцев были, наверное, ужаснее Чигалиба. Первое время все было спокойно, команды юных генинов, как и обычно, выполняли задания. Опять Каги впервые за много лет собрались вместе, дабы обсудить план действий, и это собрание длилось и по сей день решение так и не было принято. Многие чунины и джунины были поставлены на охрану деревни первый приказ Хакаги в первый месяц. Тогда-то все и началось. После второго приказа об усиленной охране двух жителей, а именно Кушины и Рин, прошло всего две недели, а в округе уже были слышны взрывы. Генины тогда не участвовали в операциях, им было приказано, стоит заметить тренироваться. Ближайший экзамен на Чунина, учитывая тогдашнюю ситуацию, был отложен на полгода минимальный срок, принятый всеми Каги. Как бы юные генины не хотели бы, но они могли лишь издалека следить за ситуацией, наблюдая как каждые две недели умирало по десять, в лучшем случае, а то и тридцать шиноби. Благодаря еще одному решению на собрании Каги, силы деревень, которые были без джанурики на тот момент, были направлены в песок и лист дополнительная охрана, так сказать. Джанчурики Треххвостого и Девятихвостого были под строгим надзором из команды лучших Анбу деревни Листа и деревни Облако. Стоит сказать, что сначала они не особо ладили, не решаясь работать вместе, но когда на них напали в ночь и было уже не до споров, смешанная команда лучших бойцов Анбу двух деревень сработала на отлично, а джанчурики не были тронуты. Выходить за границы деревни было далеко не безопасно, потому всякий перевоз товаров, а также выполнение мелкоранговых заданий были запрещены. Лишь джунины могли выполнять задания, не без риска покидая деревню Листа, ведь надо было все же доставлять какое-то продовольствие, да и просто так задания деревни оставлять нельзя было. В деревне песка дела обстояли равно так же, только чуть в меньшем масштабе Лишанбу песка охраняли Гару, носителя Однохвостого, а шиноби других деревень охраняли границы наравне с ниндзя песка. Нападения происходили и в Суне, но, как посчитали Каги, основной приоритет лист. Все же там было двое джинчурики, один из которых сильнейший и самый опасный среди остальных, а его носительницей была мало того, что жена Хакаги, так и представительница клана Узумаки. Что касается деревни Водоворота, то они также принимали участие в защите деревни, устраивали на границах ловушки, изучали печати и создавали новые фуиндзюцел, которые могли бы помочь. Насчет Наруто его не охраняли, он сам попросил отца не беспокоиться о нем, но тот в ответ лишь запротестовал, согласившись, что хотя бы Джирайя будет тренировать мальчика, при этом будет его защищать. Сунади же днями работала в больницах, а сам Санин был даже не против. К тому же, Узумаки не тренировался, причем довольно таки давно. В таком потоке и прошло десять месяцев, за которые многие генины уже достигли немалых успехов. «И почему все так сложно?» – воскликнул Наруто, падая на землю и тяжело дыша. Оказывается, уметь и помнить – это далеко не одно и то же понятие. Вроде Узумаки и помнит, как делал Росинган, помнит, что надо делать, и он с легкостью справился с первыми двумя этапами, но сейчас создать привычный шар в руке у него не получалось. И на эти тренировки у него уходило уже полтора месяца, тяжелых для Наруто как морально, так и физически. Сев в позу лотоса, мальчик с силою ударил о землю, отчего трава полетела в разные стороны, а руки были теперь в земле. Клоны, как то было раньше, не помогали, сколько бы Наруто не пытался, и только черт знает, почему так, и в чем вся проблема. Так это в том, что в прошлый раз он сумел сделать Росинган в самое что ни на есть короткие сроки, а сейчас – ничего. Да даже призвать жабу у него не составило большого труда, как разобраться с техникой отца. Как оказалось, Минатос сам дал согласие на обучение Наруто техники Росингана, к тому же Аки и Минма обучились ей, когда они были даже годом младше Наруто, что немало бесило джинчурики, но что поделать. Главное, что ему разрешили, а также позволили заключить договор с жабами, чему Узумаки был безумно рад. К тому же, так уж получилось, что Минма заключил договор призыва с волками, а Аки с лисами. «Даже не знаю, чем тебе помочь, просто пытайся, поедая мороженое», – произнес Джирайя. Не сказать, что Великий Санин был столь спокоен и не желал помогать своему горе-ученику, но ему также казалось странным, что Наруто не мог использовать Росинган, пусть и прошел первые два этапа. «Это было даже более чем странно. А знаешь, твой брат тоже учился этой технике. У него вроде два с половиной месяца на это ушло», – с хитрой улыбкой внезапно произнес Джирайя после добавив, немного погодя, «Аакия за два месяца». Недовольно глянув на наставника, Наруто тут же поднялся, тут же понимая, на что намекал извращенный отшельник. Это было своеобразным стимулом для Узумаки, который, стоит признать, подействовал. Даже не отряхнувшись, блондин снова повторил привычные действия, создал клона, те начали словно воскрести по воздуху, и стоило образоваться маленькому сгустку энергии, как тут же случился взрыв, и так вот всегда. «Черт!» – крикнул мальчик, прикрывшись. «Никуда не годится», – покачал головой Джирайя, уныло вздохнув. «Похоже, это займет времени куда больше. Уже был вечер, небо окрасилось в красные тона, так было всегда, когда нападали члены группировки Цудзура, словно бы небеса забирали души умерших. Зрелище, конечно, не из приятных, учитывая сложившуюся ситуацию, но сейчас мало кто смотрел вверх, проблемы земные были куда важнее бездельного наблюдения за облаками или звездами. Многие шиноби не спали ночами, врачи работали не покладая рук, посменно дежуря у больных, а кто-то, как Цунадия, главный медик в листе, не спал и днями, благо спасали специальные таблетки. Госпиталь уже давно был полон раненых, мест хватало далеко не всем, но большинство сразу же вечером хоронили, новый монумент с множеством имен был поставлен на кладбище. «Словно бы четвертая война, но в куда меньшем масштабе», – проговорил устало Узумаки, падая на землю, выдохся. Часовые тренировки давали о себе знать в основном к вечеру. Обычные ногты в такие моменты Наруто толком не ощущал, а руки неприятно покалывало. «Не хватает только некоторых личностей», – с усмешкой, несколько замявшись на мгновение, произнес Курама, чем заслужил недовольный взгляд. «Если тут да еще и в такое время появится Мадара, десятихвостая и умершая, это будет просто настолько проблематично, что и тебе не справится ни с кем», – ворчал мысленно Наруто. У него не было даже сил говорить, потому в такие моменты он обычно общался с Курамой мысленно. «Тут не поспоришь», – словно понимающий кивнул лис, тут же подняв лапу в воздух и выпустив когти, «но если не хочешь стать моей едой, то советую промолчать», – Наруто незамедлительно кивнул, тут же скорчившись. «Было больно, кстати, а ты чего клонов не используешь?» Курама прилег на землю, положив голову на лапы и зевнов. Уже который день они проводили на природе, а не дома, где было слишком тихо. Минато был на собрании, Кушина и Рин под охраной, Акея была в числе тех, кто охранял улицы вместе с полицией, Канохи, Минмажа был на границе, дом пустовал. Джирайя оставлял на ночь мальчика одного, все же ему требовалось по ночам изредка кого-то заменять, а еще он нередко помогал Цунаде, та слишком сильно уставала. Что до команды семь, то Саске тренировался с Какаши, еле уговорив того поучить Учиху, а также просил помощи в пробуждении Шарингана у Итачи, но тот был слишком занят, был в команде Ангу, Сакура вместе с Ино помогали больным, к ним изредка присоединялась Эхината. Абита попросили присоединиться к команде, что защищало границу, так как личные чувства могли помешать ему защищать Джинчурики. «Раньше бы мог напомнить», — проговорил тихо Узумаки, при этом сморщившись. Боль проходила, медленно и мучительно. И почему-то Наруто успел даже забыть про свойства теневых клонов передавать опыт исполняющему технику. Хоть сейчас чакры у Узумаки не столь много, как то было раньше, но и сейчас с такими-то запасами, а еще при помощи той чакры чакры хвостатых, что имелось у Наруто, можно чего-то и добиться. В итоге, когда через час боль прошла, пусть ноги и покалывала, блондин поднялся с травы, отряхиваясь. Девятихвостый уже к тому времени мирно посапывал, потому Узумаки отправил его обратно во внутренний мир, а после, создав достаточное количество клонов, он приступил к тенировке. Во, присвистнул Джирайя, оглядев некогда ровную полянку с рядом протекающей речкой. Пару поваленных деревьев, почти перекрытая камнями река, около десятка ям, из которых три весьма глубокие, а в дополнение ко всему мальчик с золотыми волосами, что мирно спал на траве. Кое-где земля также была словно бы выжжена. Подойдя к Узумаке, Джирайя слегка толкнул того, на что Наруто, что-то пробурчав совсем невнятно, перевернулся на другой бок и продолжил свой сон. Покачав головой, Санин с сильным пинком разбудил мальчика, что покатился чуть ниже по холму, некогда единственной неровности на полянке, и ударился, причем очень сильно о камень у берега реки. «Бауэльно!» Буквально прокричал Наруто, хватаясь за ушибленные бок и спину, да тело и так ныло после трудных ночных тренировок. «Наруто, что ты тут устроил?» – спросил Джирайя, поедая яблоко на палочке. Тренировался, извращенный отшельник, довольно сердито проговорил мальчик в ответ, тут же пообещав, что когда-нибудь он отомстит наставнику, так же скинув того откуда-то. «С небольшого холмика или дерева в воду, к примеру. Прекрати меня так называть», – проговорил в том же Тони Джирайя. И что вышло? Уже более спокойно поинтересовался у мальчика Санин, замечая, что тот, на удивление, уже оправился. Джирайя не раз наблюдал, как Наруто удивительно быстро восстанавливался, тем более, что с чакрой у него раньше было все очень плохо. Если так подумать, то он сам по себе стал слишком странным, что непременно заметил Санин. Раньше, когда Наруто был совсем маленьким, он никогда ни с кем толком не общался, лишь с Цунаде, она по секрету рассказывала мужу. И никогда прежде он ни с кем не общался, как с другом, взять тому в пример Саски, Сакуру и Абита, они действительно сработались. К тому же внезапно Крестник встал на ноги, смог стать Гененом, стал слишком разговорчивым, устраивал шалости в деревне Водоворота, что рушит все представления о спокойном и замкнутом Наруто. Вдобавок ко всему, он частенько удивлялся чему-то нормальному, тут уже пример с визитом Джирайя и Цунаде к семье Минато и Кушины. Вот что! Тут же радостно воскликнул Наруто, поднимаясь с земли и образуя в руке Росинган. Прошлым днем Джирайя не пришел на тренировку, так как пришлось постоять на границе, а после помочь Цунаде с больными, мест не хватало, медики лечили раненых как могли, а переносить больных никто из врачей не мог, потому брали добровольцев в помощь. Пришлось за день, да еще и две ночи немало помучать хвостатых, но только лишь благодаря им Наруто смог создать достаточно клонов для тренировок. И если раньше он мог создать Росинган лишь только благодаря клонам, то теперь у него выходило и без этого, спасибо Курами. Увы, если не использовать чакру хвостатого, то ничего не получалось бы без помощи клонов, происходил взрыв. Сейчас Наруто мог спокойно использовать чакру для создания Росингана, так как ее требовалось не так и много, а заметить, что используется другая энергия, трудно. Ого, быстрее брата и сестры, удивленно протянул Санин искренне удивляясь. Кто бы мог только подумать. Правда? Удивленно спросил Узумаки, на что ответом ему послужил кивок. Послушай, а что на границе происходит? Джирайя задумался, выкинув деревянную палочку. Мальчик не раз интересовался происходящим, каждый раз чуть ли не допрашивал бедного Санина, и в такие моменты Джирайя даже не знал точно, тот ли это Наруто, которого он знал. В одно время блондин отличался от себя в детстве, и Цунаде в одно время скинуло это на переходный возраст, мол, все мы меняемся со временем, так и с Наруто, но тут было что-то другое. Не раз Санин ловил себя на мысли, что мальчик может быть шпионом, мог быть просто кем-то другим, но в другой моменты он вроде и был похож на крестника Джирайя. Например, он все так же увлекался книгами, просил отца достать что-то нужное, частенько задумывался, как это было раньше. — Держимся пока, а нападают все те же Нукинины, — ответил Санин, нахмурившись. Нападения были странными. Каги думали, что даже если и начнется война, то противниками будут Цудзураа, но сейчас они появлялись на поле битвы крайне редко, в основном нападения совершали Нукинины. Они были как известны всем, так и никто о них ничего не знал, разные ранги, способности, да и все они были из разных деревень. И что же такого они могли задумать, — вымученно произнес Узумаки, закинув руки за голову. — Ты либо издеваешься, либо нарываешься, — чуть рыча проговорил Наруто, сжимая руки в кулаки. Глаза его были закрыты, но даже так было видно, что мальчик был разозлен. Подул резкий ветер, срывая желтые листочки с деревьев. Осенние порывы воздуха были холодными, ночью, если сидеть на крыше какого-нибудь здания, ветер пробирал до мурашек по коже, до дрожа, потому приходилось одеваться куда теплее обычного. Напротив Узумаки, одетый в теплый свитер и шарф, стоял младший из Учих, лучший друг Джинчурики Девятихвостла Саски Учиха. Даже будучи друзьями, оба они не раз сражались, все еще борясь за первое место. Они снова изучали техники, снова пытались опередить друг друга, показать, кто сильнее снова и снова. Многим даже казалось, что этих двоих не заботит столько нынешнее положение деревень, сколько их соперничество. Скорее нарываюсь, ухмыльнувшись, Саски засунул в карманы штанов руки. Очередная ссора. Жители деревни Скрытого Листа уже привыкли ко всякому шуму, что создавали генины, но главными хулиганами все же оставался Узумаки в компании Учихи младшего. В этот раз причина раздора проста, но даже странно, что из-за такой чепухи они поссорились, выбор задания, которое им разрешили взять в пределах деревни впервые за долгое время, за прошедшие десять месяцев. За это время команда Семь была впервые в своем полном составе, и если Абита было все равно, как и Сакури, то вот мнения Саски и Наруто разделились. Учиха хотел пойти добывать еду, конечно, не заходя далеко в лес, и под пристальным присмотром Абита, а вот Узумаки хотел пойти разбить лагерь бандитов, что был прямо возле деревни недавно заметили, и то случайно, а беглые Нукинины, совсем слабые на вид, просто воспользовались ситуацией, так как они давно бы напали, работай они на Цудзура. Так прекращайте, пока не начали драку, сразу заподозрив неладное, начал было старший Учиха, но было поздно. Наруто, находящийся в пяти метрах от Саски, сразу же кинулся на того, нанося удар в живот, но младший член клана Красноглазых уклонился, собираясь ударить в спину, как позади него появился клон, что собирался ударить Черноволосого по голове, и Учиха пригнулся, чертыхнувшись, тут же подпрыгивая настоящий Наруто провел ногой по земле, образуя некий полукруг. Создав и своего клона, который тут же исчез, атаковав копию Узумаки, Красноглазый атаковал джинчурики в бок. Снова накинувшись на Саски, который поставил блок, Наруто собирался создать Росинган, как и Учиха Чидори, но их наставник тут же перехватил руки мальчишек, поднимая обоих показушников так их решила прозвать про себя Сакура, немного над землей. «Сколько можно?», — воскликнул Абита, тут же отпустив Саски и Наруто, которые не больно, но ощутимо упали на землю. «Да когда вы уже прекратите эти драки, и так уже не раз поставили взрывами деревню на уши? Нам и этих нукининов хватает», — заговорила тут же Сакура, выставив руки в бок и грозно смотря на напарников. Те же, в свою очередь, оба хмыкнули, отворачиваясь. И правда, они устроили не один взрыв дома или чего попроще, стоило им научиться Росингану и Чидоре. Цыкнув, Абита сообщил, что сейчас сам возьмет задание, а Сакура пусть присмотрит за мальчиками. Согласившись, все трое принялись ждать, когда их наставник вернется. Стоит сказать, что Саске не без помощи Абита смог поговорить с Какашей уговорить того обучить чему-то, к примеру, знаменитому Чидоре. Хатаке согласился, пусть и с трудом, и через месяц у него была своя команда, свои заботы, и стоит вспомнить о нукининах, на которых уходило немало сил и времени. Что за невезение, уныло проговорил Саске, на что Узумаки кивнул, положив в пакет еще одну пустую банку. Что может быть хуже уборки деревни? Ничего. Абита вернулся с заданием быстро, велел всем следовать за ним, и в итоге он рассказал, что на сегодня задачей генинов будет уборка мусора, как наказание за вечные споры и ссоры Учихи и Наруто. И вот, собирая всякие бумажки, банки и прочее, все члены команды молча выполняли работу, лишь изредка Саске и Узумаки что-то недовольно бурчали. Работа была совсем унылой, как и вся ситуация. Отсиживаться, словно кролик в норе, было невыносимо, и по своему характеру Наруто всегда стремился в бой, жаждал битвы и сильного противника, нарывался, и этой позиции также придерживался мрачный Учиха, но если блондин смог стать более-менее похожим на себя прошлого, за исключением меньшего запаса чакры, то с Саске дела были куда хуже. Арачимару, как бы он ни пытался, не мог сделать ничего, что пробудило бы шаринган младшего Учихи, а чакра была немного меньше прежнего, и вероятность того, что Саске не сможет пробудить даже простой шаринган, удручала. Сам Санин всячески помогал парнишкам, пытаясь, пусть в шутку, изредка поставить на них опыта. Чаще всего он был на передовой. Удивительно, но этого змея приставили не охранять джинчурики, а дежурить днями напролёт на границе деревни. Хотя может оно и к лучшему, тем более, что Санин был весьма зол из-за того, что некий Ангуэце нашёл его в стране рисовых полей и попросил вернуться в деревню приказ Хакаги. Одиннадцатый месяц шёл менее активно, нападения уменьшались, и многим закралась мысль о том, что, возможно, враги, что говорится, закончились. Другие придерживались мнения, что это лишь тактическое отступление, враги просто собираются дать время отойти, чтобы потом разрушить мнимое спокойствие в один миг. А третьи не гадали, ничего не желая предугадывать, боясь, что самые худшие опасения могут сбыться. — Слушай, — начала Чиха, покосившись на Узумаки, — тебе не кажется, что кто-то следит? — спросил насторожённо, опасливо. Наруто нахмуренно кивнул, подбирая листы из земли. Он уже давно чувствовал на себе чужой взгляд, словно бы охотник высматривал добычу. Пожалуй, сравнение будет в самый раз. Мальчик предполагал, что, возможно, это был кто-то из наёмников Цудзура, а может, и сами его члены, какая-то определённая команда. Отголоски чакры Хвостатого не было, совершенно, но стоит вспомнить, что Наруто, да что там он, даже Китсуня, Четырёхвостый и Курама не смогли почувствовать чакру Двуххвостого и Пятихвостого сразу. Но была ещё одна мысль Джирая, и причина тому весьма проста. Интересно даже, кто бы это мог быть, с усмешкой произнёс Наруто. Если это были Цудзура, то мальчик был бы рад с кем-то из них сразиться, когда ещё предоставится подобная возможность. Возможно, что никогда, так что шанса упустить Узумаки не мог. Но если это простой Нукинин, то это было даже не весело. А вот если это был его крёстный, то это очень плохо. Вечер наступил слишком быстро, температура опустилась до 6 градусов, а мелкие капли дождя падали с неба. Порывы ветра приятно холодили кожу, обдували лицо, помогали собраться с мыслями, создавая покой, а дождь словно бы смывал все плохие и негативные мысли. Ситуация слишком сложная, тяжёлая, а должного обучения юным шиноби наставники не могут дать, почти всё время проводя на границе в деревне. В прошлом, казалось бы теперь, всё было слишком даже просто, словно противниками были дети, а теперь требовалось сражаться с даже смешно становиться от подобных слухов бесчисленным, бесконечным войском Нукининов, носителями хвостатых зверей. И кто же мог быть главным всей шумихи? Мадара был нормальным в этом мире, а Бита и Рин жива и здорова. Была мысль о Данзо, но тут же отпало он умер давным-давно, а может, он лишь создал видимость того, что умер тоже пробежала такая мысль. Саски предполагал, что, может, Кагуя тут жива неведомым чудом, и это она всё сотворила эта идея сразу отпала из-за слов Китсуни и Собу, её одолели многие века тому назад. Кто же мог быть ещё неизвестно, как и то, почему они Наруто, Учиха, Арачимару оказались в этом мире. Возможно, что они просто решили поиграться, что говорится, со свитками, может, кто-то специально всё это сотворил, и тому есть даже доказательства неизвестной, лица которого никто из попавших в иной мир не помнит. Спрыгнув с ветки, Узумаки огляделся. Тихая выдалась ночь, даже слишком. Никого поблизости не было, слежки, вроде бы тоже. На некоторое время Наруто отказался от тренировок, погода, конечно, была одной из причин другой Джирая. Он стал приглядываться к мальчику слишком часто, с подозрением, осторожностью. Блондину не было приятно такое поведение крёстного, а вечные издёвки и неожиданные вопросы во время тренировки с призывом настораживали. Словно бы он пытался что-то узнать, где-то подловить мальчика. Когда вчера Узумаки пытался призвать жабу в очередной раз, просто, для тренировки навыка, то Джирая неожиданно спросил. Как у тебя проходило лечение в деревне Водоворота? Этот вопрос, можно сказать, застал Наруто врасплох. Великий Санин знал о многих делах семьи Узумаки, будучи не раз посредником в визитах к главе деревни. Само собой, Джирая часто путешествовал, писал, да что уж там до сих пор пишет очередную книгу, и когда он вернулся год назад, то для него было полной неожиданностью то, что его крестник поменялся так сильно. И дело тогда было не только внешне, но и во внутреннем мире самого Узумаки. Тогда Кушина и Минато, с улыбками на лицах, рассказали, что отправили сына на лечение в Узушиокогуря, и все прошло на удивление гладко и хорошо, а Наруто полностью здоров после несчастного случая. И тогда младший Узумаки смог отвертеться кое-как. Само собой, они с Хабоку придумали план рассказ на такой случай, но все это со временем стало ненужным и забылось. А подобный вопрос заставил Джинчурики судорожно вспоминать хоть что-то из того ложного рассказа. И вот, когда сегодня Джирая ушел на защиту границ, у Наруто появился маленький шанс на небольшую тренировку с сынчакрой. Получалось не очень, а так как пока что отправиться на Жабью Гору Узумаки не мог, ему приходилось быть крайне осторожным, благо он помнил навыки и использовал всего двух клонов, но и то, чаще всего Узумаки просил помочь хвостатых, так как за собой следить было сложно. Присев на землю в позу лотоса и создав теневых клонов, Наруто приступил к тренировке. Хвостатые тут же появились рядом, наблюдая за Джинчурики. Им конечно, это не в плюс и не в минус, а делать нечего не упускать же шанс настучать блондину по голове. Очередной клон начал переборщивать, и Кит Цунев, что сидел напротив, стукнул хвостом по голове копию Джинчурики, и тот исчез в дымке, а настоящий Узумаки недовольно сморщился, тут же на время остановившись и создав нового. Так прошло около двух, а то и трех часов, и Узумаки настолько выдохся, что лежал на земле, снова не в силах пошевельнуться он всегда переборщивал, стараясь продержаться как можно дольше. Ничего толкового из этих тренировок не выходило, нужно было тратить на них месяца. Осторожно присев, Наруто удрученно вздохнул. Уже скоро должно было слетать, время пожимало и надо торопиться домой, пока не явился Джирайя с проверкой. Хвостатые уже давно ушли, мысленно припираясь или просто беседуя с Узумаки. Им, к слову, было довольно таки интересно слушать рассказы Джинчурики о другом мире, а Курама изредка и сам что-то рассказывая помогал Наруто в его пересказах прошлого, вечно жаловался на хулигана, разукрасившего не раз лица Хакага. Такие непринужденные беседы по ночам стали своеобразной традицией для них, а отношения между Хвостатыми и Наруто теплели, и сейчас они были скорее друзьями, нежели простыми знакомыми, как то было вначале. Что ж, пора домой, Узумаки встал с земли, отряхивая длинные штаны и поежившись. Было действительно холодно, хотя обычно в Канохе куда теплее погода даже зимой. И это все, с жалостью спросила Цунадя, оглядывая скромные пожитки Арачимару. На полу, в самом центре лежала куча свитков, множество пергаментов и даже пару кунаев, видимо, принесенных случайно. Взяв один из свитков, Цунаджи поморщилась, отбрасывая его в сторону, но Арачимару ловко словил его, вытянув свою змеиную руку, и покачал головой. Вообще-то они все запрещенные и опасные, самые из самых бережно положив обратно в кучу свитков, сказал Санин шипя. «Ладно, давайте что-то сотворим», — злобно с долей смеха, — проговорил Учиха, беря один из пергаментов наугад. На подобное Арачимару только вздохнул. Только он тут был самый что ни наесть трезвый, отдавал отчет своим действиям. Но Цунаджи не была собой, ни подлея на в напиток Санина алкоголь совсем незаметно, пока тот укладывал свитки по неким разрядам. И вот, когда Арачимару решил немного выпить обычной воды, то он тут же поморщился, собираясь выплюнуть напиток, но было поздно бледная жидкость приятно обожгла горло, а затея натворить что-то уже казалось даже веселой. Вот он особый сакэ от Цунаджи, действует сразу и безотказно. Тогда этот, заикаясь, произнес Санин, беря в руки один из свитков, но еще один гость, что до этого сидел в сторонке, предложил взять другой. Лучший этот, — голос звучал туманно, отдавался эхом, трудно было даже различить, женщина ли это говорила, мужчина ли? Км, — подметив поданный свиток, — сказал змей, беря его в руки. А Наруто, — это как раз один из свитков твоей семьи. Вас смотри, — стараясь говориться четко, — Арачимару протянул свиток Узумаки, что туманно смотрел на множество, по его мнению, свитков. Что-то промычав, Наруто схватил предмет, тут же вчитываясь. Было трудно что-то прочесть, текст плыл перед глазами, как и все пространство вокруг, и сосредоточиться на содержимом свитка было почти невозможно. Но более или менее, Узумаки смог прочесть строки, изредка даже путая слова, но общая картина сложилась. Главное, что было нужно, — это некий водоворот, которого вблизи, казалось бы, не находилось, и все тут же расстроились, так как идея с путешествием по неким мирам была заманчива, но то лишь на пьяную голову. Сакура предположила, что можно и самим создать воронку, так и мирно спали в стороне, в самом углу, а многие друзья решили выйти на воздух, и небольшие домики в округе были для них ночлегом, потому можно было предположить, что туда все и ушли спать, отходить от праздника. А я знаю, где он неподалеку расположен, было слышно, что мужчина, неизвестный, ликовал. Тогда веди нас, — громко воскликнула Сёнджу, поднимая вверх бутылку. Остальные подхватили, решая, что еще нужно достать. Он уже и не помнит, когда последний раз видел снег в Каноке. В его мире, кажется, его и не было вовсе, или это просто подводит память. Во всяком случае, он был безумно рад видеть падающие снежинки, отряхивать светлые волосы и капюшон от белых хлопьев. И не только он радовался, дети, будущие ученики Академии, будущие генины, может, Чуунины и Джуунины. Взрослые были не менее рады, но и в то же время опечалены при виде снежных хлопьев. И ведь их можно понять еды в такое время, тем более при нападениях на деревню, было мало, поставки были большими, но редкими. Холод мешал, на границе Канахагакури было видно почти сутками дым, а листья деревьев опали, скрыться нельзя было ни врагам, ни союзникам. Главная проблема, с которой встретились обе стороны. Маленькая снежинка упала на руку, тут же растаяв на глазах. Сейчас он сидел на крыльце дома. Вокруг особняка, выделенного для джинчурики, было восемь членов Ангу, еще двое внутри дома они менялись через сутки. Пара охранников отдыхает, а если выспался охраняет здание внутри, другие восемь дежурят снаружи, выбирая после самых уставших и отправляя в дом. Наруто сюда притащили, можно сказать, насильно. Минато, вернувшись домой, сразу объявил о двух вещах, касающихся цели Цудзура, Гару, джинчурики однохвостого переведут в Канаху тут одной Кагу и известно, сколько длился этот спор между Казикаге и Хакаге, а также сколько ушло на это сил и нервов, и Наруто, сын желтой молнии Канахи, также ставший целью преступной организации, будет под защитой Ангу вместе с носителями хвостатых. Впрочем, на последнее было несколько доводов, Узумаки был весьма хорошо осведомлен о джинчурики, а еще он был тем, кого в свой список добавили Цудзура. Совет Каге собирался редко, потому Хакаге, вернувшись пару месяцев назад, почти все время проводил теперь в деревне. Он выступал временами в защите, порой пришлось работать и Ангу кто-то смог пробиться через защиту деревни к особняку в квартале Учих там и держали джинчурики. Последнее время, пару недель, было даже слишком тихо. Удивительно, но ни нападений, никаких либо писем или чего-то еще, что можно было бы ожидать. Похожее уже случилось, и тогда враги просто собирались силы. Но если тогда они просто нападали мелкими группами, то теперь и вовсе не было никого. И многим даже оставалось только гадать, что с ними стало, ведь за год и почти месяц многие успели понять, армия Цудзура буквально бесконечна. Ужин готов, размеренный, наверное, даже слишком безразличный голос. Наруто обернулся, увидев Гаару. Он отличался от того песчаника, которого знал Узумаки. Слишком спокойный, рассудительный, холодный чем-то похож на Учиху. Внешне он тот же Гаара, но его характер был совершенно иным. И сколько бы блондин ни пытался его развеселить или выдавить из него хоть каплю эмоций, все было бесполезно. Но несмотря на это, они, как казалось младшему сыну Хакаги, стали в какой-то степени друзьями. По крайней мере, так считала еще и Кушина, прокомментировав их недавний бой, о, это было здорово. И тогда Узумаки еще некоторое время провалялся в постели, восстанавливая силы, а на голове красовалась повязка из бинта на руках и ногах ссадины, что заживали на глазах. Ага, Наруто только кивнул, снова смотря вдаль. Что-то не так. Гаара присел рядом, отчего Наруто даже дернулся, подозрительно смотря на Генина из песка. Скажи, начал Наруто, с сомнением смотря в сторону гор, не кажется ли тебе, что там, он указал на скалы, кто-то есть. Узумаки ждал ответа, опустив руку. Давно уже ему кажется, что кто-то до сих пор наблюдает за ним или не за ним. Впрочем, это было даже не столь важно, интереснее было другое, кто это. Сейчас, когда листва до конца опало, можно было что-то рассмотреть, слежка могла быть сложной, ведь даже замаскировавшись тебе будет холодно. Может и так, это было сказано неоднозначно. Я чувствую, что там есть какая-то чакра. Узумаки посмотрел на Гаару удивленно. Как Наруто было известно, ниндзя из песка не был хорошим сенсором, с этим у него было все очень даже плохо, но если то, что Гаара говорил правда, то вывод есть один. Судзура, точнее джинчурики, главные члены этой организации. Мальчики, пошли есть уже, оба генина, вздрогнув, не спеша повернули голову, узрев кушину, в фартуке, в руках прихватки, а волосы немного, казалось, велись. Может она и выглядела как милая женщина, но оба ниндзя знали точно она злится. Повторять не потребовалось Гаара и Наруто, не думая, тут же сказали уже идем. И поспешили в обеденную комнату, стол был накрыт, а кругом сидели и уже уплетали ужин джинурики трехотцевой и двое анбувцеев. Волк и енот имен их никто не знал, маски они полностью не снимали, принимая ужин работа есть работа в любом случае. Глупость, пробурчал блондин, откидываясь на стену особняка. Перед ним на полу лежала тетрадка, в руках мальчик вертел карандаш, а взгляд был устремлен куда-то в сторону гор. Сколько бы он ни пытался, но варианты и всевозможные участники того праздника не были похожи на неизвестного гостя. Ни Учиха, ни Арачимару, ни сам Наруто никто из них не мог даже предположить, кто бы это мог быть. Мадара откладывается, восставший из пекла второсортный Учиха тоже не вариант, бывшие враги стоят наверху этого списка, а имена их небрежно зачеркнуты. Может некогда враг всего мира, положивший начало Акацуки, и был похож на незнакомца сложно, правда, судить, имея лишь темную фигуру с колючими волосами, вероятно, темного оттенка. Да прекращай уже, всех перебрали, лучше следующего воспоминания подождать, устало вздохнув, младший Учиха подул на руки, пытаясь их согреть. Черноволосый мог сюда преспокойно заходить, так как это владение его клана, к тому же, это было дозволено самим Хакабе. Узумаки недовольно глянул на лучшего друга, фыркнув, а после натянув шапку получше. Уши замерзали, как и руки, но на свежем воздухе было куда спокойней, да и в компании джинчурики, коих в здании целых три, исключая самого Наруто, было сидеть немного неудобно. Да и снег помогал сосредоточиться. Опять ждать полгода, если не больше, мальчик отложил карандаш, засунув руки в карман куртки. Лучше уж так, неоднозначно ответил Учиха, чуть помедлив. Ему и самому не нравилось ждать, но и гадать было бесполезно, столько вариантов уже перепробовано, всех врагов досконально вспоминали, записывали, исключали из списка, но описание если и подходило, то этот человек был мертв, воскрешение было невозможно. Кто тот странный тип, загадка даже для доставучего змея-экспериментатора. Но, а я тогда уж лучше буду голову ломать и всех вспомню, и до истины этой истории я дойду. И вообще, в произошедшем большая часть вины лежит на тебе. Тут же воскликнул Наруто, указывая на друга только что взятым в руки карандашом. Учиха встрепенулся, хмыкнул, а после, пока Узумаки снова вернулся к списку имен, Саски подошел к лестнице, которая была рядом и вела на задний двор. Они сидели в той части особняка, куда редко кто заходит, так что это место можно было бы даже назвать тихим и укромным, где никто не помешал бы. Учиха взял в руки немного снега, скатав его в комок, а после, оглянувшись на блондинистого друга, черноволосый кинул маленький ком в джинчурики. Снежок прилетел прямо в цель, а Узумаки, застывший на некоторое время, явно находился в шоке. Поначалу, отряхнувшись, мальчик отложил промокшую тетрадку в сторону, вложил карандаш, чтобы потом открыть нужные ему записи, а после встал с места, направившись к Учиха. Черноволосый представитель клана Красноглазых же, в свою очередь, спрыгнул с крыльца на снег, беря в руки еще немного снега и кинул его в друга. Наруто увернулся, спрыгнув в снег за Саски и, улыбнувшись мимолетно, кинул достаточно крупный и наскоро слепленный ком в Учиху, что почти увернулся, снег попал на плечо. Учиха ухмыльнулся в своей манере и слепил пару новых снежков, пока Узумаки мучился с более крупным комом. Снова полетел снаряд, блондин увернулся, кидая свой ком снега, новая атака. И так раз за разом, не давая друг другу отдохнуть. Эта игра, возможно, продолжалась бы вечно, если бы не появилась Кушина. Взгляд у женщины был взволнован, глаза бегали по заднему двору, и ее поведение заставило мальчиков напрячься и отвлечься от незатейливой драки в снежки. «Что-то случилось, мам?» – спросил Наруто, отряхивая руки, которые порядком замерзли. И ведь он этого во время битвы даже не заметил. Мне просто показалось, что в доме бегал лис. А потом он ринулся сюда, медленно и растягивая слова, женщина продолжала искать во дворе того, кого увидела в доме. Мальчики, тут же встрепенувшись, оглянулись также заволновавшись. «Тебе, наверное, показалось слабо хихикнув», – произнес Наруто, – «иди в дом лучше, тут холодно». Женщина кивнула, веря сыну, и еще немного постояв на месте, она вернулась обратно в теплое помещение, закрывая деревянную дверь. Саски и Наруто же, вздохнув, посмотрели на дерево. Снега было достаточно, а высокая ива, рожшая здесь, на заднем дворе, полностью закрывала своими ветками, одетыми в снег, ствол. Узумаки неспеша подошел к дереву, осторожно пролезая между веток и глядя наверх. Вверху, поедая лакомый кусочек жареного мяса, сидел лис с девятью хвостами. Ему даже, казалось бы, было наплевать на холод и на снег, что был на хвостах. Ку опять за свое. Неделю назад кое как выпутались, и я тебе обещал носить еду. Как можно быть таким прожорливым вообще? Тут же воскликнул Наруто, скрестив руки на груди. Послышался хруст снега. Учиха пришел посмотреть на лиса, удобно расположившегося на ветке. Теперь же девятихвостый заметил пришедших ребят, недовольно взмахнул хвостом, стряхивая снег с шерстки, и ловко спустился на землю. Курама был ростом Наруто, которому пока только четырнадцать, по пояс достаточно, чтобы даже так напугать любого шиноби ранга Генина или Чуунина. Джунины скорее нападут, как и Каги или Санины. Не ворчи, сейчас зима, и я хочу есть. Он не был многословен, снова помахал хвостами. Вечером принесу тебе два стейка, упрошу приготовить, а ты не бегай больше по особняку. Радуйся, что из Гаары плохой сенсор, Рин сейчас гуляет сабита, а мама слишком занята. И к тому же, Ангу и без того не удивятся, если почувствуют чакру хвостатого тут три джинчурики, исключая меня. На это Курама фыркнул, снова помахал хвостами, задумавшись, а после исчез. «Знаешь, я вот лично никак не привыкну видеть в таком виде девятихвостого», — тут же откликнулся Учиха, потирая замерзшие руки. Узумаки в ответ лишь пожал плечами, а спустя пару секунд мальчик встрепенулся, ойкнув. «Саски, я убегаю», — отшельник просил о встрече, блондин произнес это быстро, тут же выбегая на крыльцо и оставляя ничего не понимающего Учиху одного. Подойдя к одному из домов, что были в центре деревни, Наруто остановился, пытаясь отдышаться и попутно смахивая с шапки и шарфа снег. От квартала Учих бежать сюда было далеко, еще и холод с начавшейся бурей только усложняли ситуацию. Так и добравшись нескоро до нужного здания, Узумаки просто бежал, даже не рискуя путешествовать по крышам, где становилось еще холодней, а защиты от снега в виде стен зданий не было. Отряхнувшись от снега и выровняв дыхание, Наруто подошел к двери и постучал, после открывая дверь он знал, что Джирайя не любитель открывать гостям двери, да и приглашение хозяина дома у блондина было. Сняв обувь и крикнув, что пришлось задержаться, Узумаки остановился, тут же нахмурившись. Кроме чакры его учителя была еще одна, не менее знакомая и даже родная. Пройдя до первого проема справа, Узумаки непонимающе посмотрел на двух мужчин, сидящих за низким деревянным столом и пьющих горячий, судя по пару от напитка, чай. «Привет, Наруто, тебе-то мы как раз уже заждались», — с улыбкой произнес Узукаги, слегка развернувшись. Джирайя же ничего не сказал, лишь кивнул, смотря при этом на стол или на поверхность напитка. Задав вопрос, почему здесь был его дедушка, Наруто присел напротив Джирайя, рядом с самим Санином сидел Хабоку. «Просто мне задали весьма интересный вопрос», — ответил неспеша Узумаки, отпив немного чая, тот ли ты Наруто, которого Джирайясон знал. Ответ прозвучал с долей иронии и печали. Джинчурики сначала шокированно посмотрел на Хабоку, потом на беловолосого ниндзя, а после открыл было рот, чтобы что-то сказать, но его прервал Джирайя, подавший чай и тут же задавший вопрос. «Хабоку-сун мне так и не ответил, потому прошу честного ответа от тебя», — он сказал это, даже не глядя на своего ученика. Наруто отчасти показалось, что Джирайя не хотел называть его по имени. Приняв чай и сев на место ровно, младший сын Хакаги глянул на своего дедушку. Они договорились, что Узукаги не расскажет никому тайну своего внука, даже если кто и спросит, так что он свое обещание сдержал. И в данной ситуации у Наруто, пожалуй, была догадка о том, почему Джирайя задается подобным вопросом. Джинчурики знал, что прошлый Наруто был молчаливым, мрачным, не мог ходить и многое-многое другое, а он нынешний не умеет держать язык за зубами и всегда рвется в битву, когда этого не надо, потому его поведение это и была догадка, одна из главных. И Наруто также знал кое-что, о чем знать просто не мог, а его привычка называть людей не по именам, наверное, уникально еще одно доказательство. Это долгая история, извращенный отшельник в своей излюбленной манере и с улыбкой произнес Наруто. Времени полно, уже свыкнувшись, что мальчик так его называл, Джирайя оставалось лишь вздохнуть. И что у тебя за любовь к такому роду прозвищ? Устало вздохнул Хабоку, покачивая головой. Он не одобрел такое, но отучить он мальчика так и не смог. И все равно это глупо, лишь немного выдавая свое раздражение, произнес черноволосый парень. Учиха выглядел само собой старше, чем два года назад, некогда короткие волосы были заплетены в хвост, чем парень заметно напоминал старшего брата, а черты лица стали более жесткими, на плече была спиральная татуировка. Он не носил теперь формы Генина, за место нее был жилет, наручные металлические пластины, сандалии с шипами, три сумочки, расположенных на поясе, для кунаев, сюрикенов и прочего снаряжения. На земле возле парня лежала маска тигра. Прекращал бы бурчать, ответил тому светловолосый парень, надевая лисью маску. Узумаки, непременно, тоже изменился, стал куда мужественнее, были видны те три года, что он провел за тренировками. Блондинистый ежик, яркая улыбка, это никуда не делось, конечно, так что он, скорее, меньше всего изменился. На плече, как и у Саски, тоже была видна татуировка. Давай просто быстро разберемся с этим лагерем и назад, тут же продолжил Наруто, сохраняя прежнюю веселость. Тем не менее, посылать нас на такое задание. Твой отец, Узумаки, непременно что-то затеял, произнес Саски, все равно поднимаясь и также надевая свою маску. Наруто пожал плечами в ответ и взобрался на дерево, тут же переместившись на достаточное большое расстояние. Ему трудно не согласиться с Саски, ведь мало того, что это место далеко от деревни, так еще и кто знает, что могут натворить Цудзура. От них сейчас чего только не жди. К тому же, они оба пока на испытательном сроке, как члены Анбу, ранее они ходили на задания лишь вблизи деревни в компании не менее двух опытных Анбув ЦФ, а тут вдвоем и далеко от родного селения странно и необычно. Кажется, словно эти три года пролетели как во сне. Цудзура резко то прекращали нападения, то возобновляли, то и вовсе кто-то, о ком никто ничего не знает, приходил на переговоры Каги Деревень. Неизвестный, что был окутан с ног до головы в темный плащ, и не было видно даже лица. Конечно, он все время предлагал отдать ему джинчурики, но все время получал отказ. Деревня Листа стала приоритетом для группировки, потому вся основная сила была направлена именно на Каноху, но несмотря на весь хаос, творящийся вокруг, деревня продолжала жить, а экзамен на Чунина, пусть и с трудом и огромной охраной, но был проведен, нельзя было стоять на месте даже в такое время. Так и шло время, все, казалось бы, нормализовалось. Из всего выпуска все достигли звания хотя бы Чунина, некоторые стали джиунинами. Однако команда 7 распалась, можно сказать. Это должно было случиться давно, и случилось, Сакура решила стать медиком, работала в больнице, где была непременно нужна помощь. Саски и Наруто на какое-то время разошлись, Наруто остался в деревне, тренировался с Джирайей, а Саски при первой удачной возможности ушел. Не со змеем, как в прошлый раз, а один. По сути, он сбежал долгое время, весь клан Учихо был на ушах из-за этого, и Тачи даже вместе с Шисуэ отправились его искать, но так и не отыскали красноглазого родственника. И вот когда он вернулся, то сразу получил Нагоняев, домашний арест на месяц и группу Анбу в качестве слежки. Он мало что говорил о своем походе, лишь сказал, что нашел кого-то, кто если что сможет им помочь, кажется, то был кто-то из их общих знакомых. Джинчурики – это тема отдельная. Гаара, Рин и Кушина все так же были под охраной Анбу в квартале Учих, в каком-то смысле этого уже и не требовалось особо, но Каги решили перестраховаться и оставить их под защитой, кто знает, может, Судзура этого только и ждут. Лишь Наруто позволили отправиться домой, разве что он был под присмотром Джирайи, лишь иногда младший Узумаки был на попечении у деда. Двое парней быстро пробрались к лагерю, обезвредили всех пятерых Шинобе, что охраняли свиток, и забрали нужную вещь. Им не положено было знать, что это был за свиток принести его обратно в лист, вот их задача. Наруто и Саски быстро со всеми разобрались, и это было странно. Впрочем, сомнения у обоих по поводу происходящего были не напрасны, оба Анбувца почувствовали по два источника чакры по обе стороны. Знаком показав, что им лучше разделиться, Наруто направился в левую сторону, кинув кунай в дерево позади так далеко, как только смог, и переместился к нему. Техника Бога Грома была временами полезна, особенно, если противник о ней не знал спасибо Минато за обучение этой техники. Младший Узумаки переместился вплотную к двум Шинобе, протектор деревни звука висел у одного Шинобе на руке, у другого на шее. Двое Шинобе не успели толком ничего сделать, как Наруто использовал клон и мгновенно вырубил обоих противников, ударив по шее тут главное было действовать быстро, что и у него, и у Саски дошло до автоматизма. И все равно как-то легко, проговорил парень, остановившись и посмотрев на двух Шинобе, лежащих на земле. Они явно были без сознания и будут в таком состоянии достаточное количество времени. Тут же, повернувшись в сторону, Наруто пригнулся, еле увернувшись от Куная, и тут же перескочил на соседнее дерево. Блондин помчался дальше, стараясь скрыться от преследования. Он мчался и уворачивался от Кунаев и сюрикенов, что кто-то кидал в него. Не желая сражаться в данный момент времени, Узумаки постарался сосредоточиться и кинув куда-то в сторону. Влево, Куная с печатями, Наруто пробежал немного вперед, увернулся от очередного метательного оружия и тут же исчез. Какого черта? Прошептал парень, вытащив Куная из дерева, скрыв свою чакру, а после Наруто спрятался за дерево, пытаясь отдышаться после этой опасной гонки. Ему чертовски повезло в том, что раньше в прошлом, он научился технике Бога Грома и сейчас благодаря Кунаям Отца мог перемещаться, правда телепортация на далекое расстояние отнимала достаточно много чакры, надо же было чем-то пожертвовать. Тем не менее, кто бы мог это и за правду быть? Кроме тех Шиноби, что сейчас в Атрубе в том маленьком лагере, больше никого из целей не было. Да и те, что были по обе стороны от Анбуфцеев, должны быть в Атрубе Наруто двоих вырубил, других двоих наверняка ждала та же судьба. Вот и вспоминаешь внезапно беспокойство Учихи о том, как ему не нравилась вся эта шумиха с миссией. И сейчас только лишь остается гадать, кто-то из Цудзура это или проверка отца в виде Анбуфцеев. И вот черт чакру хвостатых не почувствует даже тем Биджу, с которым у Наруто есть сейчас связь. Напасть одна да и только. Неподалеку послышался хруст веток, и Наруто тут же приготовился напасть на незваного гостя. Подождав пару секунд, когда к нему подойдут поближе, Узумаки выскочил из укрытия и приставил в горло противника Кунай. Ты что творишь? Тут же прокричал темноволосый парень, тут же отскочив назад и проведя рукой по шее. Еще бы один шаг, и он мог бы быть мертвым. Черт, прости, не думал, что это ты, тут же ответил Узумаки, убирая Кунай обратно. Ты, за тобой кто-то гнался? Ага, только не знаю кто. Но, по дороге сюда я никого не встретил, так что кто бы это ни был, он ушел ни с чем, в ответ на это Узумаки тихонько кивнул, соглашаясь с напарником. Хотя все эти слежки чертовски его достали, что в деревне, что тут кто-то точно за ним следит и ищет способ достать младшего Узумаки. Кстати, а как ты тут оказался? Внезапно спросил Наруто, помня о том, что они с Саски разделились. Двоих вырубил, и когда на место встречи вышел, то тебя там не оказалось, пришлось порыскать по лесу, вот и нашел, он пожал плечами. Хотя слова рыскать не совсем к месту. Шаринган был весьма полезен, стоит сказать. Давай лучше вернемся, а то твой отец уже точно нас заждался, показав на свиток, что был привязан к левой ноге, Учиха последовал вперед. Оглянувшись, Наруто поправил маску и последовал за напарником. Порой мне интересно, у кого такая карма ужасная. Уныло протянул Узумаки, прислонившись спиной к дереву. Полагаю, у всех столь же уныло ответил Учиха. И Наруто в очередной раз выглянул из-за дерева, осматривая сложившуюся ситуацию. И происходящее отдаленно напоминало ему сражение с Пейном. Как и тогда, деревня скрытого листа была в разрухе, в воздухе витал запах гари, многие дома пылали, другие были разрушены, а целых зданий наверняка уже не осталось. Даже резиденция была отчасти разрушена проломана крыша, чьи обломки наверняка валялись где-то на дороге. Отсюда, с высокого дерева, что было вблизи деревни, было отчетливо видно многих шиноби, что сражались, а также путь эвакуации. Это было заметно по трупам, лежащим на дороге. Правда, их было не особо много, и они, скорее всего, являлись отставшими от группы. Дым чуть ли не закрывал деревню полностью. А в небе, словно бы погода издевается, нависали темные кучевые облака и мелкие капли дождя уже попадали на маски и одежду Двуханбу. Похоже, им надоело ждать, отчеканил Саске, почесывая затылок. В полную, или пока не выдаем себя. Наруто угрюмо глянул на Саксе, ожидая его согласия или отказа. Лучше сначала найти Минатосуму, а после решим, Учиха нацепил на себя маску, которую он снял, дабы лучше видеть происходящее. Не мешкая, он рванул вперед, мчась в сторону, где предположительно должен быть сейчас Хакагик-резиденция. Наруто недовольно фыркнул, в душе надеясь, что наконец у него будет возможность снова сражаться в хотя бы неполном режиме Биджу, но, увы, Учиха был против. Сам Узумаки тоже понимал, что даже если их опасения верны, и Цудзура решили выступить в полную силу, то сражаться, раскрыв свои настоящие лица, опасно. Рванув вслед за напарником, Наруто ловко прыгал по разрушенным зданиям, изредка посматривая на битву вблизи, и ему уже становилось ясно, что они проигрывают. Шиноби не сдавались, нет у них просто не было достаточно сил против тысячи воинов, взявшихся откуда-то. У каждого из противников был на правом плече знак красного-красного глаза с множеством черных запятых. По сравнению с той ситуацией, в которую влипла Каноха, та война, устроенная Абита, была еще шуткой. Сейчас в деревне были не только шиноби-листа, но и облако, и Скалиш они согласились помочь. И даже объединившись, чтобы победить врага и защитить последних джинчурики, они проигрывают врагу. Множество трупов умерших ниндзя, капли крови даже на зданиях, разрушенные дома и куча пыли. Но они он, не хвостатые не чувствовали других джинчурики, кроме тех, что сейчас в Канохе. И они были пока живы, наверняка здоровы. Его мать сильна, это Наруто знал точно, Гаора был далеко не слабаком, мог даже объединиться с Биджо, хотя когда-то на то даже потребовалась помощь Узумаки, он тайно попросил Шукаку поговорить со своим джинчурики и попробовать поработать в команде. И у них это получалось. А что Дарин, то она способна за себя постоять, но Абита все равно ее прикроет и защитит, за нее тоже не стоит волноваться. Из обув Шукаку, Кицеоне, проверьте территорию вокруг деревни, парень быстро сложил необходимую печать, и тихо еле слышимо, позвал хвостатых зверей. Названные быстро появились рядом в белоснежной дымке, почти сразу смешавшись с пылью и пеплом в воздухе. Хвостатые тут же исчезли, направляясь в разные стороны. Используя их помощь таким образом, Наруто мог преспокойно узнать обо всем, что творится в округе. К тому же, хвостатые были весьма незаметны, натренированы самим Узумаки, чтобы те не попадались никому на глаза. И в них получалось это отменно. Даже сам джинчурики нередко, играя с ними в прятки, не мог их отыскать самая обычная и примитивная тренировка для хвостатых, но действенная, как показало время. Узумаки смог быстро добраться до резиденции, где его уже поджидал угрюмый Учиха, уже снявший свою маску, их бывшие наставники в лице Абита, Хабоку и Какаши, а также отец Наруто, которого лечила Цунади. И четвертый Хакаги был достаточно сильно ранен, о чем говорило множество ран, порванная форма шинобина Минато и измученное лицо лекаря. Цунади явно была уже изнурена, даже зеленый свет от использования техники был тускловатым. Отец, что тут случилось? – поспешно спросил Узумаки, снимая уже успевшую ему надоесть маску. Конечно, гадать не надо было, но играть немного непонимающего требовалось, а как же ему это осточертело? Судзура, невесело ответил Хакаги, вздохнув. Они напали совсем неожиданно, кое-как мы вывели людей из деревни, похоже, им надоело ждать. Значит, война? – поинтересовался младший Учиха, оглядев собравшихся тут ниндзя. Война невесело кивнул Хабоку, хмурясь, и шансы у нас невелики, дополнил столь же невеселые какаши. Наруто, не слушая дальше разговоры Учиха, родственников и бывшего наставника, оглянулся, хмуро смотря на скалы. На этот раз это чувство было крайне странным, аж мурашки бегали по телу парня. Он сам не знал, чего так неосознанно боялся. И, вероятно, кого-то, он прямо ощущал на себе чей-то взгляд на кого, сколько уже времени прошло, что за ним все следят и следят. Год-два, он не знал, но точно был сейчас уверен в одном – это не враг. Был бы он противником, давно бы напал, когда Наруто, к примеру, спал добыча, ничего не ожидающая в темное время суток легкая добыча. Но он, кто бы это ни был, до сих пор просто следил издалека, невидимый ни для кого. И отчего-то Наруто внезапно посетила одна очень странная и бредовая, а иначе ее не назвать, мысль. Саски. Протянул Узумаки, похлопав друга по плечу и прерывая неизвестно о чем разговор. Чего? Раздраженно, в привычной только ему манере, спросил черноволосый. У нас, кажется, есть ли проблемы, или отличный союзник, Узумаки сказал это, сам не веря в свои же слова. Чего? Переспросил Учиха, не понимая о чем твердил его напарник. И правда Наруто ты о чем? Измученным голос поинтересовалась Цунаде. Только сейчас, обернувшись, Наруто увидел, что Сюнджу достаточно хорошо подватала Хакага, но выглядела теперь весьма уставшей. И Цунаде, как и все взрослые на пару с младшим Учихой смотрели не понимающий на Узумаки. Там, он без лишних слов указал на холм, а после встрепенувшись улыбнулся, как не улыбался давно ярко и можно сказать весело. Что ж, у нас немного странный, но весьма полезный союзник. Наруто, протянул Какаши, мы не понимаем о чем. Ты с ума сошел? Неожиданно выкрикнул младший Учиха. Да и как он тут оказался? Уже принимаясь жестикулировать, продолжил Саски. Нет, это бред, Узумаки, полный бред. Я лучше соглашусь на любой твой план или эксперименты о Рачимару, но не на то, чтобы он нам помогал. Успокойся, он на нашей стороне, выдвинув руки вперед, словно бы защищаясь от активно жестикулирующего и уже достаточно взбешенного представителя красноглазого клана. На нашей? Ты издеваешься? А или ты забыл уже все? Ничего я не забыл. Прекрати кричать. Но уж нет, Узумаки не прекращу, пока ты не решишься лучше его убить. Какой там раз? О, четвертый. Хотя какая разница? Учиха всплеснул руками. Хватит. Крикнула немедля Цунаде, стукнув обоих парней с достаточной силой по голове. Прекратили кричать оба и объяснили немедля о чем идет речь. Наруто и Учиха, виновата посмотрев на Сёнджо, отрицательно покачали головой. Даже если и объяснять, то времени нет тут, вообще-то, война в самом своем разгаре. Внезапно раздавшийся где-то неподалеку взрыв привлек внимание всех собравших. Огромный столб дыма поднялся в воздух. В разные стороны мгновенно полетело множество шиноби, которые были, непременно, врагами. Папа, дедушка. Все вы, послушайте, обратился Наруто к собравшимся, времени на объяснение нет, потому прошу, просто доверьтесь нам. Выведите всех шиноби из деревни, мы прикроем, и защищайте джинчурики, никто не должен попасть в руки Цудзура. Торопливо проговорив, Наруто выдохнул и терпеливо ждал решения отца и остальных. Они переглянулись, словно бы умели ментально общаться, а после, как по команде, перевели взгляд на Узумаки. Вы не сумеете выставить одни против Цудзура, Минато отрицательно покачал головой, хотел что-то еще сказать, но был прерван учихой. Поверьте, Минато-сан, мы не одни, Саски даже поморщился, не желая принимать подобную помощь. И как бы я не хотел, но это действенная помощь, как видите, он указал на столбы дыма и продолжающиеся взрывы позади. Послушай, пап, просто поверь, продолжил уговаривать отца Наруто, но, заметив неуверенный взгляд Минато, решил немного раскрыть свои карты. Приземлившись рядом с черноволосым мужчиной, блондин нахмуренно обвел взглядом все то, что некогда было прекрасным местом. Каноха была окончательно и безоговорочно разрушена в пух и прах. Множество тел шиноби постепенно рассыпались, становились пылью, это была особого типа техника, давно забытая и никем не используемая. Глава Цудзура, их главный враг, создал этих существ, идеальных машин для убийства, тут им даже ЗЦУ позавидовал бы. Не могу поверить, что он так поступил, лукаво произнес Узумаки, сложив руки крестом на груди. Но он не из нашего же мира с пониманием того, что ощущает Наруто, ответил Саске. Рядом приземлился, ловко спрыгнув с полуразваленной крыши, младший Учиха. Впрочем, радуйся, что в том мире у вас во врагах был я, обитый Кагуя это старик сейчас вам относительно по зубам будет, кивнул мужчина, получив в свой адрес укоризненные взгляды. Что, это так? Хотя, не думаю, что придется с ним сражаться. Мадара, тебе бы лучше помолчать, чуть ли не прорычал Учиха, после фыркнув. Полностью на стороне Саске, подокнул Курама, вторив за младшим Учихой. На что мне вы на голову упали? Устало выдохнув и проведя рукой по лицу, вымученно произнес Узумаки. И все же, Наруто перевел взгляд на Мадара Учиху, нахмурившись и став непривычно серьезным, что тогда произошло. Память так до конца и не вернулась. Бывший враг как-то повернул головой вправо, словно бы не желал говорить, и весь его вид об этом только и твердил. Но Узумаки уперто ожидал ответа на свой вопрос. Да он, черт возьми, готов был бы вечность прождать. И правда Мадара, что тогда произошло? Изогнув бровь, вопросительно смотря на своего дальнего родственника, Учиха недовольно скрестил руки на груди. Он Мадара, конечно, согласился им помочь, но лишь из-за того, что сам попал в эту глупую передрягу и не знал, как из нее выпутаться. И кроме того, он вообще не желал говорить о случившемся в день рождения Наруто не самая приятная история, в которую его только могли втянуть. Кроме того, чувствуя себя несколько виноватым за содеянное, Мадара просто не мог не помочь парням что-то вроде долга, в которой включена тогдашняя их помощь с Кагуей. Ладно, слушайте, сдался-таки Учиха. Он устало вздохнув, присел на развалины, пристроившись на камнях в позе лотоса и угрюма, с долей задумчивости, глянул на небо. Все еще затянуто дождевыми облаками, хотя самого дождя не было. Ваутон, протянул узу Маки, слегка пошатываясь. Никто ему больше не предлагал пить. И сам он того не хотел, потому постепенно алкоголь выходил из его организма, а разум немного начал проясняться. И даже несмотря на это, идея, показавшаяся ему весьма заманчивой, до сих пор таковой кажется. Путешествие. А что интересно, ведь он чуть ли уже не весь этот мир успел объездить, многое успел повидать, а тут вон какая подвернулась возможность. Пошатнувшись, Наруто налег на почти разрушенные временем и той войной перила. Огромное место в середине деревни, которое должно было быть той необходимой воронкой. Узу Маки всегда, пожалуй, чувствовал себя тут неуютно, даже отвратительно он старался всячески избегать этого места, а тут сам, повинуясь желанию испытать тот свиток, пришел сюда. И где? Разочарованно спросила Сёнжу, лениво качнув бутылку, в которой ничего толком уже не осталось. Это и есть та воронка, указав на закрытое отверстие, ответил Узу Маки. Воронка была даже не просто закрыта, она была заколочена. Конечно, пробить такие дряхлые деревяшки не проблема, но, учитывая, в каком все собравшиеся были состоянии, лучше бы не рисковать. Глянув на друзей, которые обошли вокруг эту воронку, Наруто подметил, что лишь внезапно приглашенный и все еще скрывающий свое лицо гость стоял в сторонке. Он был тем, кто либо не пил, либо пил, но мало Наруто этого уже не помнит. Как, впрочем, и откуда он тут взялся? Кто его, интересно, вообще пригласил? Хм, интересен, прошипев, как змея, ученый заинтересованно склонился над деревяшками, проводил по контуру земли вокруг места, где должно быть отверстие, а после даже тыкнул доску, что, как перышко, легко провалилось и куда-то упало. Ну что, пробуем? Весело поинтересовался Учиха, будучи под силой алкоголя. Его таким, пожалуй, больше нигде и никогда не увидишь. Да, хором ответили все, кроме Арачимару, что пытался хоть что-то разведеть сквозь небольшую щелку, незваного гостя, что там и стоял молча в сторонке и казалось коварно улыбался, и Наруто, хмуро смотревшего на происходящее. Что-то у Зумаки непременно казалось, что как-то тут все неправильно. А дальше все было точно в тумане, Арачимару снова показал всем свиток, сказал кому и что делать, лишь все тут же странный гость все так же стоял в стороне и его даже не пытались втянуть во всю эту авантюру, словно бы о нем все забыли. Впрочем, это, наверное, так и было. Потом они разрушили те вялые дощечки, поубирали все то, что может им помещать, и приступили к самому исполнению техники. Все, кто был тогда на том месте, приступили к складыванию печатей, коих было множество, и все они были сложными, а после произошло что-то, что никак не входило в чьи-то из присутствующих планы. И внезапно из воронки появился неведомых размеров вихрь, а после темнота. Вечер выдался теплым, на удивление безветренным, даже луна была почти полной. Не шелеста листвы, травы лишь уханье совы и вой волка где-то вдали. Наруто приземлился на дерево, тут же посмотрев в правую сторону, где подле него, разве что на ветку ниже, приземлился Учиха. На них ни царапины, налице и признака страха или неуверенности лишь негодования. Они оба были все еще озадачены всем тем, что услышали от Мадары, и оба они были сыты сполна всей кашей, что сами и заварили. Кажется, потому Санин и исчез, больше никак не показывая себя, не давая никаких признаков жизни. Может он покинул страну огня, молнии, ветра, кто его знает, куда он решил податься. О нем просто ни слуху, ни духу. И ведь именно из-за него они сейчас тут, в окружении врагов и тех, кто когда-то был их друзьями. Это просто сбивало с толку, но навыки Анбу помогали им хоть как-то оставаться относительно хладнокровными, безразличными. Они побывали уже не в одной битве, прошли четвертую войну Шиноби, бились против Десятихвостого, Кагуи, Мадары, кто бы мог подумать, что есть что-то, что может их сбить с толку. Показав напарнику знак, Наруто с помощью Шуншина пробрался в кусты. Их цель тут же обернулась на звук, неспешно подходя к зелени и по пути доставая кунай. Раз, и из кустов выпрыгнул Зайчик. Два, и Саски спрыгнул с дерева, наваливаясь на врага. Он хотел использовать технику, но Наруто, что из зайца снова превратился в себя, сделал подножку, мгновенно создавая Росинган и уничтожая землю под ногами врага. Три, и Учиха забирает противника в Гензю Цэу, после чего мужчина проваливается в забытье. Быстрее прошептал Учиха, кивнув другу. Узумаки не стоило повторять одно и то же несколько раз. Он спустился, в созданную им же яму, приподнял майку, что была на враге, тут же увидев рисунок на животе. Он не был замысловатым, весьма простой, отчего представитель клана, специализирующегося на подобном, невольно усмехнулся. Еще явно и неопытный Шиноби ставил эту печать, потому как рисунок был немного искажен и чуть ли не размыт. Сложив нужные знаки руками, Наруто быстро коснулся печати, отчего чакра медленно перетекла сначала в руку, а после стала постепенно растворяться, приближаясь к плечу. Пару минут, и дело было сделано. Остался Ива, почесывая устало затылок и разминая затекшие кости, протянул Учиха. Его голос звучал уставше, подобно его виду. Взлохмаченные волосы сильно бросались в глаза, круги под глазами были чуть ли не темнее глаз. Что самое сложное, согласно кивнул Узумаки, выпрыгивая из ямы. Он оглянулся, осмотрев мужчину. Черные волосы, строгие черты лица и, кажется, карие глаза, одет он был в униформу с повязкой деревни облака. Хук-Мехару так звали джинчурики-чаумея, семихвостого. Еще некоторое время назад, около двух дней, они приняли решение о немедленном розыске хвостатых. Они блуждали по лесам вокруг Канохи, изредка почти что покидая пределы владений деревни, ища джинчурики. Удивительно, но это было проще, чем они думали, тем более, что все они были вовсе неосторожно отосланы в гущу событий главой Цудзура. Либо того хотела их глава как знать. Во всяком случае, это сыграло Шиноби лишь на руку. Кроме того, как оказалось, Цудзура были глупые в другом, они забрали большую часть чакры хвостатых себе, оставляя джинчурикам одну треть, если не меньше, хотя и того достаточно, чтобы противостоять сильным врагам. Югита была первой целью, победить ее оказалось проще простого, тем более, что она в какой-то момент перестала сопротивляться, резко вздрогнув. Но это стало ошибкой, не ее отрубили и распечатали хвостатого. Утаката был вторым и относительно легким соперником. Он сражался достойно, и Саски даже успел активировать три томаё, когда до этого использовал обычно два. Находясь под одним гензюцел, запудривающие мозги, джинчурики были легкой целью для глаза клана Учиха, и это было очень удачно, что целых два Учихи, самых сильных из ныне живущих в своем клане, были на стороне Канахагури. И Утаката был обезврежен, когда Наруто резко высвободил много Ки, в основном негативный, за что спасибо нужно сказать Кураме. Джинчурики тогда резко остановился, задышал часто, почти падая на колени, а Учиха, поместив врага в гензюцел, выиграл время для напарника. И противник был побежден. Третьим соперником, весьма сложным, был Кисами. И дело было даже не в том, что он был джинчурики, нет, он оставался мечником тумана, не давал приблизиться к себе и на 10 метров. Это было большой проблемой, и обоим было трудно сражаться, не имея шанса приблизиться к противнику. Но они все же не слабаки, потому Наруто поспешно использовал чакру Курамы, сбивая с толку врага, а Саски активировал Мангекю Шаринган, используя Аматерасу и предоставляя напарнику шанс увести противника в нокаут. И это им удалось, так что и джинчурики Сон Гоку был побежден. Четвертым был Хан, что в этом мире являлся джинчурики Восьмихвостого. Кагакова, а его победить было несложно, потому как он почти не сопротивлялся. Он, как показалось Наруто и Саски, даже не хотел драться, из чего они непременно сделали вывод, что не все джинчурики, находящиеся под властью Цудзура, выступают в роли членов организации по своей воле. В итоге, спустя достаточно короткую битву, Узумаки смог изъять чакру Бьюки из Хана. Забирать всю чакру хвостатых у Гаары Наруто не решился, но частичку без проблем. Из джинчурики Песка все было просто, и тот мог никогда об этом никому не сказать в силу их дружбы, так что и миссия была самой легкой из всех. И вот, последняя цель Киннику Ива. Это должно быть сложной задачей, потому как они до сих пор и отголоски чары Пятихвостого не засекли. И куда? Лениво поинтересовалась Учиха. Наруто пожал плечами, нахмурившись. Он отправил всех хвостатых, чья чакра была у него, на поиски последнего джинчурики, но никто еще так и не сообщил Ива за последние 24 часа. Этот мужчина со шрамами словно сквозь землю провалился. Это немного настораживало небесила, как могло быть раньше, просто было неясно, почему он скрывается, когда должен уже атаковать, или почему этот джинчурики не пытался даже помочь Югито. Пошли, есть одна догадка, тихо проговорил, почти прошептал Узумаки, маня напарника за собой. Учиха кивнул, зашагал за другом. Тот вел его куда-то, не проронив ни слова на всем пути. Наруто был необычайно тих в последнее время, и Саски даже понимал почему. Вскоре двое амбу вышли на поле. Чистое поле, никаких растений, лишь трава, а вокруг лес. И что мы тут забыли? Непонимающе спросил Учиха, оглядываясь. Наруто промолчал, лишь поднял руку, указывая в сторону горы. Ранее тут ее не было. Она есть лишь в этом мире. Огромная гора, которая была почти высотой до облаков, громадная, никогда никем не виданная, одна в своем роде. Был случай, когда Узумаки и Учиха туда забрели, сбежав однажды из деревни, и это было весело скакать и пытаться подняться по ней. В какой-то определенный момент даже чакра перестала слушаться шинобе, отчего они почти упали, но вовремя зацепились за уступы, использовали клонов. Это было действительно незабываемо. Он там, все же решил развеять тайну Узумаки, кивнув в дополнение в сторону горы. С чего ты взял? Учиха скептически поднял правую бровь, недовольно смотря на джинчурики Девятихвостого, который еще недавно и не знал, где скрывается их враг. Хвостатые обыскивают леса, но кинеку из деревни камня. Его клан, как мне утверждает Мататаби, специализируется на том, чтобы возводить горы, разрушать их подчистую, создавать туннели. Это их стихия, горы, разъяснял, изредка размахивая руками, Наруто. Это гора, он развернулся на 90 градусов, встав по глубокому к Учихе, указывая на громадное создание природы, единственное в округе, откуда все видно как на ладони. Если Ивы нет в лесах, значит, он будет там, где ему будет легче сражаться. Учиха поспешно кивнул, понимая, почему такая догадка пробралась в голову джинчурики Курамы. Впрочем, если Наруто прав, и кинеку спец по техникам камня, то им придется непросто, сразись они с последней целью на горе. Но кто они такие, чтобы так просто сдаться? Кто они такие, чтобы забить на все гвоздь, когда они почти завершили свое задание? Они Учиха и Узумаки, потомки Индры и Асуры, что смогли раз и навсегда прекратить череду проклятия, смогли подружиться и пройти четвертую войну Шиноби. Пошли в привычной ему манере, улыбнувшись во все тридцать два зуба, произнес Узумаки, тут же используя Шуншин и появляясь поодаль от напарника, дразняя его и поднимая духу грюмому Учихе. И это подействовало. Саски возмутился неподобающему ситуации поведению Наруто, но он также последовал за Узумаки, пытаясь его догнать. Они стали приближаться очень быстро к горе, им не составило труда взобраться на нее. Исследовав эту громадину вдоль и поперек, они прекрасно знали, что тут есть тройка другая пещер, каждую из которых напарники хотели посетить. Одна, расположенная близко к земле, была пуста, со второй и третьей то же самое. Четвертая там уже было хоть что-то, скалы, которые ни Узумаки, ни Учиха не помнили. Пятая там был виден след от костра. Была еще одна, самая последняя, но расположенная весьма высоко, куда взобраться было сложнее, чем можно себе представить. Чакра слушаться не хотела, потому Наруто решил вспомнить технику бога грома, перемещаясь с помощью кунаев, при этом заранее он поставил печать не только на свое оружие, но и напарника. И так, передвигаясь рывками, они смогли все же добраться до той самой пещеры. Запрыгнув на выступ, оба Анбу тут же встали в боевую стойку, наблюдая за тем, как Ива, медленно поднимаясь, кинул последнее бревно в костер. Я ждал вас, он стоял спиной к двум Анбу Канохи. Пару минут молчания были ужасной тратой времени, кровь застывала в жилах, потому что все они были уже на пределе. Вся та война, что началась недавно, заставляла израсходовать свои силы, нервы, губила многие жизни. И сейчас последние джинчурики Цудзура стоят перед ними спиной, но ни Саски, ни тем более Наруто не решались вонзить ему нож. И этого делать было просто незачем. Ждал, говоришь. Рука Узумаки твердо жумала рукоять куная, взгляд и все его внимание были прикованы к джинчурики. Ива, потерев устало шею, кивнул, разворачиваясь. Все то же лицо, полное шрамов, глаза, выражающие почти ничего, кроме боли, едва мелькающие во взгляде джинчурики. Я знаю про своих, он тут же посмотрел куда-то за спину тех, кто пришел к нему. Вы. Он замялся, кажется, думая над ответом «спасибо вам». Он слегка качнул головой, тут же обескуражив обоих анбу, никто из двоих парней не понимал, почему их враг легко поклонился, говоря им благодарность за то, что они не только побили его товарищей, но и извлекли чакру хвостатых. Мы были под влиянием Цудзура много лет, а они просто мыли нам мозги. Я был самый первый и вступил в организацию по своей воле, потому мог сохранять свои мысли такими, какими они есть, и никто ни о чем не подозревал. Другим уже стали заменять воспоминания, чувства, мысли, они все давно не принадлежали себе, являясь куклами в руках главы. Так что спасибо вам, что смогли им помочь, изъятие чакры хвостатых единственный вариант для них. Больше не являясь джинчурики, они стали обычными шиноби, а печать на памяти действовала, только питаясь чакрой хвостатых. Он замолчал так же резко, как и начал. Лишь пару раз его голос подводил, дыхание сбивалось, но он рассказал им причину. И теперь анбу, опустившие оружие и выпрямившиеся, хмуро смотрели куда-то себе под ноги. Наруто, сжавший руки в кулаки и до боли стиснувший рукоять, цыкнул. Его настроение буквально ощущалось, он был зол над Судзура, так как не злился даже на Акоцеки. Это выбешивало, выводило его из себя, а их последняя цель после того, как они с Саски заберут чакру последнего джинчурики, и вовсе не укладывалось в голове. Он не хотел верить, что происходящее это вообще реальность. Мы можем забрать часть чакры пятихвостого. Чувствуя, что друг немного не в себе, поинтересовался Учиха. Краем глаза он наблюдал за напарником, что стал вмиг мрачнее дучи. Киннику кивнул, выставляя кулак вперед. Хмуро и медленно ступая к Иве, Наруто убрал кунай. Казалось, что прошла вечность, прежде чем Узумаки подошел к джинчурики. Стукнул кулаком о кулак уже бывшего противника, поднимая уверенный взгляд на темноволосого мужчину. Еле уловимый кивок и благодарность, обращенные к киннику молчаливо, говорили куда больше слов. Еще один кивок служил Учихе сигналу, по которому оба шиноби покинули пещеру на горе, спрыгивая с выступа и весьма удачно приземляясь на землю. При этом, каждый из Ангу не забыли создать себе с помощью клонов удачное место для приземления небольшие бутуты-матрасы. И где искать того старца? Поинтересовался Учиха, отряхиваясь от пыли, которая осела на его одежду во время пребывания в пещерах. Узуше Гакури. Если быть точнее, то неподалеку есть один заброшенный храм, там ранее кто-то, кажется, тренировался, так и поле для битвы, считай, тоже будет, прикрыв правый глаз и разведя в стороны руки, произнес Узумаки. Ты уверен? Хмуро спросил Саски, не понимая, с чего такая точность. В ответ Наруто лишь глянул на гору, легко кивнув, и этот знак был больше выражен в еще одной благодарности, обращенной тому, кто решил остаться наверху, пока все не уляжется. Саски пожал в привычной ему манере плечами, хмыкнув. Они доберутся до деревни водоворота не ранее, чем через два дня. Им не просто надо, им требуется устроить привал, чтобы отдохнуть. Три дня без сна, на протяжении которых Саски и Наруто то выслеживали, то охотились за джинчурики, сказывались на обоих анбу. Но они все равно двинулись в путь, решив на полпути после все же отдохнуть на какой-нибудь полянке или среди деревьев, устроившись по старой привычке на дереве. Хмыкнув, Учиха осматривал местность Узушиокогуря. Много членов клана Узумаки, чего прежде Саски и видеть не приходилось, поражали воображения. Ему даже собственный клан казался мельче и куда более скромным, нежели эта деревня, пусть она и была во много раз меньше Канохи или любой другой скрытой деревни. От Агакуря, разве что, может быть будет поменьше, но кто знает. Нантудда тихо прошептал Наруто, тут же используя шуншин и перемещаясь на деревья, что были далеко слева. Учиха озадаченно посмотрел на товарища, но спрашивать не стал. Он впервые говорил столь тихо, поглядывая в сторону деревни, что это невольно заставляло Учиху начинать волноваться о состоянии друга. Мало ли, может, он не выспался, и это может сказаться на битве, что им предстоит. Пусть черноволосый и застыл на месте не некоторое время, он все равно успел догнать напарников считанные секунды. Их путь пролегал через лес. Они все время передвигались по деревьям, и на пути им никто не встречался, даже когда они стали приближаться к назначенному месту. Это заставляло напрячься, ведь в таком случае враг мог их поджидать специально и не поставил никого на постах, никто не защищал бывший храм Шануби. А кто стоит ниже старика? Вдруг спросил Саски, отталкиваясь о ветку. Никто, он главный, но его никто не видел, лишь слышали голос, Узумаки по пути фыркнул, покачав недовольно головой. Только к чему инкогнито непонятно? Ива рассказал. Выдал свою догадку красноглазый, услышав положительный ответ. Вы, джинчурики, сложный народ, оказывается, усмехнулся Учиха, услышав тут же легкий смешок со стороны напарника. Это удобно, что такого, непринужденно произнес Наруто, пожав плечами и улыбнувшись. И больше они не говорили, приземлившись на землю храма Шануби лишь спустя полчаса. Поляна, где лежало множество разрушенных манекенов, слабый, но постепенно нарастающий ветер, виднялся полуразрушенный храм, осколки стекол лежали на траве, блистали на солнце, что было еще в зените. Некоторые деревья были без листвы, мертвые, но все еще цеплялись за землю корнями, некоторые были повалены, навсегда погибшие. Место выглядело отчасти заброшенным, отчасти чистым тут явно кто-то был, потому как просто так свитки, видимо, уже не нужные, не валялись бы у стен здания. Осторожно подходя к самому храму, Наруто заметил их, аккуратно подбирая с земли и читая, не слушая недовольных и тихих возгласов Учихи. Тот был абсолютно недоволен действиями Узумаки, но вскоре, когда его напарник брал уже четвертый пергамент, устало вздохнул, и сам выискивал эти неясные свитки. Старые и прекрасно всем известные техники, недовольно бурчал Узумаки, откинув очередной свиток. За два дня, что они шли к этому месту, Наруто успел все обговорить с хвостатыми, ничего толкового не узнав от них. Оказалось, что им в некотором смысле прочистили память. В итоге оставшись почти ни с чем, лишь заручившись стопроцентной помощью хвостатых, Узумаки мог быть уверенным, что он непременно сможет использовать не только режим отшельника, но и мудреца, что наверняка понадобится. Ты говорил, что он тут должен быть, разве нет? Устало выдохнул Учиха, выкинув последний свиток, что лежал с его стороны у здания, и посмотрел на напарника, что так и продолжал читать бесполезные пергаменты. Узумаки кивнул, пристав с земли. А он тут. Просто вы слишком слабы для него, парни. Надменный, насмехающийся голос прозвучал позади. Всего секунда, и неизвестный атаковал обоих, но и Саски вовремя отскочил, тем более, что большая сила атаки, коей являлся удар молний, была направлена на Наруто, вовремя использовавшего технику бога грома. Он переместился врагу за спину, в одно мгновение преодолевая все то расстояние, что их разделяло, а это 9 или 10 метров. Уловив это легкое и быстрое движение позади, враг тут же обернулся. Удар ногой в лицо был заблокирован, а Наруто мог теперь даже не удивляться в виде лица брата. А я уж думал, когда ты покажешься, оскалившись, обронил Наруто, тут же пригибаясь и уходя от удара свободной руки Менмы. Черноволосый не стал ожидать, когда удобная позиция Узумаки позволит ему сделать подножку. Менма отпрыгнул, сложил печати, выдыхая изо рта поток сильного ветра, смешанный с молниями. Перемещение с прыжком, и Наруто тут же создал Росинган ветра, кидая его словно сюрикен в Менму. Тот удивился, замялся всего на пару секунд, но и того хватило, чтобы он сбил свою концентрацию, остановил действия своей техники. И чтобы блондин мог снова переместиться за спину брата. Менма успел увернуться от Росингана, как брат коснулся его спины. Думая, что Узумаки хотел его ударить, он развернулся, атакуя Наруто, но он тут же исчез в дымке. Теневой клон, излюбленная техника младшего. А ты не зря время тратил, так же оскалившись, произнес Менма, глядя на Наруто, стоящего в паре метров от противника. Узумаки краем глаза посмотрел на своего напарника, подмечая, что его битва тоже в самом разгаре. Тот сражался с сестрой блондина, ловко уворачиваясь от всех ее ударов, но не атакуя. Как и ты. Где старик? Голос Наруто звучал для брата непонятно странно. Холодно, жестко. Неуважение, знаешь ли, его так называть, усмехнулся Менма. Блондин никогда не любил манеры. В данном случае это еще честь, взгляд Узумаки стал нахмуренным, взгляд более жестким. Лучше скажи, иначе. Он не стал договаривать, да и черноволосый намекадзе его резко прервал, засмеявшись. Словно это была самая смешная и глупая шутка, которую только доводилось слышать Менма. Он резко выдохнул, улыбаясь смахнул невидимую слезинку. Иначе, что, покалечишь, калека на такое способен. Он все еще смеялся, улыбался, не принимал брата всерьез, ведь что мог сделать ему тот, кто должен был умереть. Наруто покачал головой, выдыхая удрученно. Его брат не изменится, он никогда не признает, что слишком помешан на месте. И причина так и осталась неизвестной для Наруто, да и ему было неинтересно ее знать. Кроме того, часть чакры Девятихвостого была слишком сильна для Менмы, а сам брат Узумаки слаб душой. Подчиниться чакре Девятихвостого. Не находишь, что слишком жалок. Резко задал вопрос блондин, тут же увернувшись от молнии. Следующей атаке не последовало. Это сила, Наруто. Воскликнул Менма, привлекая к себе внимание двух других шиноби, сражающихся неподалеку. Сила, которая захватила твою душу, дурень. Тут же парировал Наруто, фырка. Нет, ничего подобного. Я владею силой Хвостатого, видишь? Менма развел руки в стороны, его тело вмиг охватила темно-оранжевая чакра, почти темная. Хищ, что выпускал этот напыщенный индюк, была мерзкая, отчего Наруто почти что выворачивала наизнанку. Слишком мерзко, не страшно. А зрачки потемнели, стали вертикальными, как у хищника, жадно жаждущего добычу. Атака пришлась по нему неожиданно в живот. Наруто не успел углядеть движение брата, потому быстро полетел к дереву, давно свалившемуся и лежащему без дела на поле. Второй удар пришелся еще раз в живот, третий был направлен в голову. Но, почти вовремя увернувшись, Узумаки получил пару царапин на скуле и почти выбитую челюсть от пятого удара, а еще кровь стекала с подбородка. Решив, что уже церемониться не следует, о чем говорили четыре хвоста, образовавшиеся за спиной противника, Наруто переместился в сторону с помощью шуншина. Курама! В подсознании воскликнул Наруто, призывая своего верного друга помочь ему. Секунда, и удар Менмы, молния, соединенная с чакрой хвостатого, прошлась мимо. Действуя быстро, сравниваясь, возможно, по скорости даже с отцом, Наруто атаковал Рассенсюрикеном брата, застав того врасплох. Черноволосый отлетел немного, но лишь чакра Кит-Цеуни спасала его от разрушения чакроканалов и множественных повреждений. Встав и вытерев кровь, текущую изо рта, Менма часто задышал, округлив глаза. Как? Всего лишь прошептал Менма. Вид Наруто изменился, одежда стала почти огненной, полоски на щеках увеличились в разы, глаза поменяли цвет с голубого на красный, зрачки стали при этом вертикальными. Узумаки не ответил, налетев на брата и ударив того в живот. Значит, ты у нас такой слабенький, что Ашанбу будут наблюдать за тобой так же, как и за джинчурики. Что, силенок нет совсем. Говоря приторно-сладко и качая головой, словно он осуждает маленького годовалого ребенка, Менма стоял в кабинете Хакаби. Узумаки никак ему не ответил. Минато, сидевший до того за столом, резко вскочил, готовый не только предотвратить ссору братьев, но и устроить обоим лекцию. Но Наруто лишь рукой показал отцу, что все в порядке, взгляд же блондина был направлен исключительно на черноволосого намикадзе. Хакаги позвал своего младшего сына для разговора, но Менма, у которого было срочное дело, ворвался во время их разговора, кажется, даже позабыв, что у него было какое-то дело к отцу. А ты что, помогать деревне не намерен, боишься покалечиться? В подобной усмешке поинтересовался Узумаки, с удовольствием наблюдая, как искажается насмешливое выражение лица Менмы. Наруто знал, что брат не любит насмешек. Он знал, что Менма безумно хочет его убить. Не твое дело, щенок, оскалился черноволосый, вплотную подходя к брату и уже замахиваясь на него, как его остановила рука отца. Все, довольна? Он ощутимо и легко толкнул старшего сына. Менма зашипел от злости, цыкнул. Наруто никак не реагировал. Наруто свободен, а ты что хотел, говори быстро, у меня дел и без того полно. Последние слова, произнесенные отцом, Наруто почти не слышал, быстро покинув кабинет Хакаги. Лишний раз видится та еще проблема. Желания нет, чтобы с ним драться, но как назло их постоянно сводит судьба, словно бы говоря, что им следует сразиться. И кто теперь тут щенок, думал, что я слабак? Увы, ты ошибался по-крупному, брат. Последнее слово, что Узумаки прошептал с нескрываемым ядом, разозлили Менму пуще прежнего. Пятый хвост появился быстро, а скорость парня возросла, но уже не ставила Наруто в тупик. Увернувшись и призывая клонов, Блондин пытался атаковать брата, как и Менму. Они оба то делали друг друг подсечки, били в лицо, живот, руки и ноги, блокировали удары, отпрыгивали и снова молниеносно сближались, атакуя с новой силой. Они использовали преимущественно тайдзюцу, но и о техниках не забывали, Наруто образовывал чакру ветра в руках, иногда атакуя ножами из ветра, а Менма бил молниями, отчего Наруто старался пропускать по возможности удары брата. Уже не раз разряд проходился по телу джинчурики, отчего тот почти что выл от ужасной боли, что в разы превосходило удары даже ее. Подпитанная чакрой кицеуня, молния била случайно и почти неконтролируемо, о чем свидетельствовал немного растерянный взгляд Менмы. Обоим было далеко не до того, что творилось в округе. Удар сзади пришелся неожиданно для обоих парней, земля разверзлась, почти что образовался крупный разлом, отчего обоим родственникам пришлось отпрыгивать, избегая возможного падения в небольшое ущелье. Ухмыльнувшись, Наруто не позволил Менме углядеть причину разлома, быстро переместившись с помощью техники отца к брату и со всей дури атаковав того в живот, выбивая воздух из легких. Не будь за спиной на Микадзе пяти хвостов, у него были бы сломанные ребра, и органы могли бы быть в перемешку от удара. Пока парень откашливался и пытался подняться, Наруто благодарно кивнул своей сестре, на что та только улыбнулась. Сможешь нам помочь? Неуверенно поинтересовался Узумаки, подходя к сестре. Та нахмурилась, поджала губы. Она была неуверена, как и ее брат. Вся эта идея. Это все казалось ей слишком бредовым и странным. С ним все будет в порядке. Осторожно спросила Акия, сжимая кулаки у груди. Наруто кивнул, глянув на Саске. Однажды нам придется изъять из него чакру хвостатого, но когда это будет вопрос времени, отвечал уже Учиха, оставаясь позади Узумаки. Вокруг шелестело листва, а позади слышался шум из деревни. Они специально ушли так далеко, чтобы никто не мог их подслушать. Многие не рисковали лишний раз покидать пределы деревни, когда кругом война. Хорошо, сглотнув и медленно кивнув, озвучила свое решение золотоволосая девушка, сильнее жав кулаки. Я буду предельно осторожно, не волнуйтесь. Я обязательно помогу вам, но и вы поможете Меме, уверенно говорила девушка, хмурясь. Узумаки и Саски неуверенно переглянулись. Учиха качал головой, а сам Наруто хотел согласиться на предложение девушки, ее помощь будет кстати, но не во всех ситуациях и битвах. Если придется сразиться со стариком, то ты не лезешь на рожон, если его кто будет защищать и будет пытаться нам помешать прикроешь, договорились. Устало проговорил Наруто. Он был сильно вымотан, чтобы задумываться кардинально над ситуацией. Девушка кивнула, мельком улыбаясь, это была ее маленькая победа, она могла им помочь и отплатить за то, что они помогут Меме, в чем она была уверена. Они помогли не одному бженчурики, и один из них сейчас находился в деревне Листа, за его состоянием наблюдали медики, другие пришли в норму, но ничего не помнят. Они никого из них не убили. Сдашься? Спросил Узумаки, смотря на почти безуспешно пытающегося встать брата. Не надейся, сквозь кашель улыбнулся парень. Наруто тут же обернулся, не успев отразить удар его клона. Цыкнув и повалившись на землю от сильного удара в паре метров, Узумаки и сам закашлялся. Удар пришел в грудь, также выбив воздух. Как он мог не углядеть клона? Он не понимал. Впрочем, и силенок у его брата прибавилось достаточно, чтобы противостоять ему, Наруто, в режиме объединения с Курамой. Похвально, конечно, но и стоит учитывать тот факт, что кит Цеуни был несколько сильнее Девятихвостого со светлой шерстью. И за что ты так хочешь меня убить? Вставая и глядя на усмехнувшегося, уже поднявшегося с земли брата, поинтересовался Наруто, судя в глаза. Его этот вопрос терзал давно. Очень давно. Почему? А я скажу, уже не имеет смысла скрывать. Он медленно поднял правую руку, указывая пальцем на Наруто и оскаливаясь, словно кичный зверь. Медленно, но верно шестой хвост стал появляться из-за спины Менны, что уже начинало пугать Узумаки. Его брат почти терял голову от этой силы, и его выдержке можно только позавидовать разум почти покинул Намикадзе. До твоего рождения я был единственным наследником клана Узумаки, а также мог стать Хакаге. Но знаешь что случилось? Стоило тебе появиться на свет, как родители решили, что именно ты унаследуешь все. Блондин не знал, что сказать. Причина была глупой да нельзя. Наруто просто не мог понять своего брата. Более того, если бы ему об этом сказали, то он незамедлительно отказался бы от такого. Да, ранее он грезил лишь о том, что станет Хакаге, займет почтенный пост главы Канохи, но с возрастом эта мечта стала прозрачной и не столь желанной. Привычные путешествия и посещение давно разрушенной деревни клана Узумаки куда больше интересовать парня, чем становление Хакаге. И это вся причина, скептически подняв бровь, поинтересовался Наруто. Не совсем он усмехнулся, гордо подняв голову, оскалился, словно лис, а шесть хвостов сформировались полностью. В возрасте восьми лет познакомился с Рикуда. Он сказал, что, убив тебя, я смогу пробудить Ринёган. Избавиться от мелкого надоедливого брата, которому достается все внимание, получить глаза, которые способны на все вот она сила. Минма тут же оказался перед Узумаки, нанося ему сильный и молниеносный удар, смешанный с чакрой девятихвостовой и молнией. Наруто даже не смог уследить за братом, подозревая, что тут вполне себе могла быть замешана техника их отца Хирайшин. Узумаки, отлетевший из-за сильного удара на около десятка метров, не успел и встать, как рядом с ним, прямо возле головы, на землю пришелся удар кулака, от которого исходили разряды. Еле успев чутка откатиться от этой атаки, Наруто мысленно поблагодарил вовремя успевшего это разглядеть Кураму, а после ударил ногой в бедра на Микадзе. Пусть не сильно, но точно ощутимо парень поморщился, зашипел, а после попытался нанести еще один удар брату. Увы, Узумаки, использовав технику Бога Грома, вмиг оказался за спиной оппонента, собираясь нанести тому удар Сюрикиным ветра, но Минма успел это углядеть, уходя от удара и блокируя использование техники так, что та ушла в землю рядом, создавая хороших размеров воронку. Знаешь, до сих пор не пойму, почему ты обладаешь похожей чакрой. Шипя, словно выдавливая из себя яд, проговорил на Микадзе, до боли же мая перехваченное запястье брата. Узумаки поморщился, цыкнув, а после, улыбнувшись, оскалился, прошептав лишь одно слово. Попался. На Микадзе на этот раз не успел уследить за движениями Наруто, он не мог и предугадать никаких действий блондина, как Узумаки вмиг повалил противника на землю, блокируя ему возможность встать. Саски, воскликнул блондин, удерживая с силой руки брата. Друг прибыл сразу, заставляя на Микадзе мигом взглянуть лишь на секунду в глаза Учихи. Он проиграл. Минма отключился сразу, как и любой их противник до этого. Покров энергии стал растворяться быстро, словно его и не было. Пара секунд, и из тела брата была изъята та часть чакры Ки Цеуня, что перетекла в него, когда он родился. С ним все будет в порядке. Взволнованно спросила Аки, подходя к Наруто и Саске, удерживая руки на груди. Она бегло осматривала брата, смотря на него взволнованно. Да, не беспокойся. Больше он не обладает чакрой Девятихвостого, а значит, что и разум его будет чист. Правда, что с его мозгами будет еще вопрос. Конечно, Узумаки встал с противника, отряхиваясь и невольно морщась, почти скручиваясь пополам. Удар пришелся слишком сильно, особенно тот, что нанес ему клон Менмы. Пусть то и была копия оригинала, но атака была чересчур сильной, а ведь сам Узумаки старался этих Никита током не использовать на брате. Зато узнали что-то новое, Рикуда умудрился ему вдобавок мозги запудрить, так же вставая вслед за напарником, произносит Учиха. Спасибо за помощь, кивнул он, несмотря даже на Намикадзе. Я вам еще помогу, Рикуда. Я ему с самого начала не доверяла, это все брат. И это не обсуждается. Она топнула ногой, жала руки в кулаки и уверенно посмотрела на двух друзей, которые, переглянувшись, пожали плечами. Ей казалось, что они могли говорить, не произнося и слова. Ты очень похожа на маму, усмехнулся блондин, тут же уворачиваясь от кулака сестры. Наруто тут же засмеялся и снова увернулся от удара. Он знал, что Аки не любят, когда ее сравнивают с матерью. Это просто. Это было потому, что она хотела быть похожей на отца, а не мать, но характером она все же пошла в кушину и прекрасно это понимала. Пусть и не любила, когда брат над ней так издевался. В один момент девушка резко остановилась, понурив голову и с силой жав кулаки. Прости, это все моя вина, Наруто, с печалью в голосе проговорила золотоволосая, схватившись за плечи и не смея поднимать взгляда. Наруто покачал головой, хотел сказать сестре, что это не ее вина, но она не дала ему и слова вставить. Не спорь, это так. Я с самого начала не доверяла Рикуда, даже сомневалась в верности действий брата. Я должна, должна была сказать родителям о том, что происходит, и что замыслил Минмо, но не сказала. Боялась я виновата, прости, пожалуйста, она всхлипнула, давая волю эмоциям взять верх. Узумаки покачал отрицательно головой, подошел к сестре, кладя на ее голову руку. Несмотря на разницу в их возрасте, блондин все равно был выше девушки на голову. Потрепав золотистые волосы, парень улыбнулся. Не стоит, тем более, что извиняться тебе надо не передо мной, он лукаво наклонил голову, мелко усмехнувшись. Она ничего не сказала и не сделала, лишь подняла на него свои голубые глаза. Внешность от отца, что сказать. Капельки слез виднелись на щеке, но глаза не были красными. Ты, что? Воскликнула девушка, отходя на шаг назад. Она была слишком шокирована словами Наруто. Или не Наруто? Кто он? Ее младший брат или нет? Хей, спокойно, я тоже Узумаки, Наруто, но немного не из ваших краев. Он чуть наклонился, маша руками и улыбаясь с легкой нервозностью. Учиха позади фыркнул, недовольно качая головой. Мы просто пришли из другого мира, как бы парадоксально это не звучало, ответил вслед за другом Саски. Девушка глядела то на одного парня, то на другого. Она согласилась им помочь, даже настояла на том, чтобы побывать во время их возможной битвы с Рикуда, но такое. Она не ожидала услышать ответом на свой вопрос, как они собираются с ним сражаться, что они оба далеко не те, за кого их принимали. Акея была точно в шоке. Но это невозможно. Воскликнула девушка дрогнувшим от волнения голосом. Как видишь, хмыкнул Учиха, разведя руки в стороны. Тогда что случилось с моим братом? Все так же кричала девушка, пока ее не заткнул укоризненный взгляд Учихи и Наруда. Оба попросили ее говорить тише в несколько раз, дабы никто не услышал их. Иначе могли бы быть у них проблемы похуже Рикуда. Хотя, это спорный вопрос. Он умер, от сердечного приступа, дождавшись, когда Акея успокоится, сообщил парень, жав одну руку в кулак. Можно сказать, что Минма достиг своей цели в некотором смысле. Акея зажала рот рукой, зажмурила глаза, но не заплакала. Она не хотела и не могла в такое поверить. Знаю, но ты тоже он, она улыбнулась встряхнувшись. Наруто так же улыбнулся, согласно кивая. Такая Акея ему нравилась в разы больше. Так где этот старик? Прерывая обоих родственников, поинтересовался Учиха, предварительно кашлянув в кулак. Тут недалеко есть еще одно поле, там тренировались высшие парангуши Ноби этого храма, Акея кивнула на разрушенное здание позади, а после указала в сторону леса, куда-то на юг. Кстати, девушка медленно опустила руку и оглядела младшего брата, что с тобой? Твоя чакра. Она как у девятихвостого, но немного другая. Акея даже чуть склонила голову, рассматривая брата, это. Узумаки засмеялся и почесал затылок, сложно объяснить. Он нервно засмеялся, пообещав после, когда будет время, все разложить на полочке. Они говорили ей, что из другого мира и знают и умеют многое, но не уточнили, что Узумаки джинчурики, а Учиха и вовсе владеет рененганом. Повернувшись к напарнику, Наруто тут же принял свой обычный вид, разрывая связь с Курамой. Блондин предложил немного отдохнуть и понаблюдать замену и заодно. Прошло около десяти минут, вполне хвативших троим, чтобы набраться достаточного количества сил, чтобы сразиться, если это действительно понадобится. Кивнув друг другу, все трое, мгновенно став серьезными, помчались дальше. Лишаки ненадолго осталась, сказав брату, что скоро вернется. Их путь был близок, около трех километров остались позади, а широкая поляна с такими же разрушенными препятствиями и манекенами предстала перед двумя Анбу и девушкой. А в центре, где были небольшие пеньки, на траве восседал, казалось бы, медитируя, Рикуда Сенен, тот, кого они знали как доброго старика. Это и правда он, лукаво произнес Учиха, а Наруто вторил его словам, кивнув. Оба не хотели до конца верить в это, но правда предстала перед ними в полной красе. Акия сморщилась при виде давнего знакомого. Он обещал ее брату силу, а тот, подавшись сомнительному предложению, принял сторону тьмы. Но хуже было всего то, что она не остановила Минму, когда это было еще возможно, не вбило ему в голову, что это плохое решение. Да, она младшая сестра, но именно из-за этого, боясь, что старший брат ее не послушает, она глупо следовала за ним. Как же она ошибалась? Может пора вам прекратить прятаться, детишки? Старческий голос прозвучал громом среди ясного неба. Парней словно током ударило. Рикуда медленно повернул в их сторону голову, улыбнулся краешком губ. Подняв с земли палку, которую до сего момента не было видно из-за травы, старик Хаграма поднялся с земли, опираясь на свою трость. Все даже трость, знакомая обоим Анбу, все то же лицо, но не чакра. Оба шиноби прекрасно чувствовали то отличие, что рушило все и в то же время соединяло воедино. Этот старик не был тем, кто помог им в прошлом, но он непременно был причастен к их перемещению в этот мир. Но зачем? На этот вопрос ответа не смог дать даже Мадара, что сейчас помогал в Каноке. Чакра этого старика была мерзкой да нельзя. Оба Анбу буквально видели те потоки энергии, что окружали Хаграму, черные мрачные, почти что вязкие и мутные. Их было возможно назвать лишь тьмой, кивнув друг другу в очередной раз, Саски и Наруто спустились на поляну, каждый хватаясь за Кунай. Акио они попросили сидеть тихо и не высовываться. Слишком было опасно. Впрочем, поможет ли обычное оружие в бою против старика, которому много тысячелетий, от которого веет ужасом и мраком? Зачем ты все это устроил? Не церемонясь, даже позабыв о каких-либо манерах, спросил Узумаки. Его голос стал жестким и почти холодным, как было положено по службе Анбу, но нотки волнения проскакивали. Зачем? Словно оно и ясно, спросил Хаграма. Затем, что я смог отправить своих сыновей в ваш мир, который является опорой остальных вселенных. О чем ты? Непонимающе спросил Учиха, а на его слова Наруто заторможено кивнул. Хаграма усмехнулся. Вы столь глупы и наивны, он закрыл глаза, опустил голову, почти смеясь. Ваш мир и этот они не единственные. Существует множество других вселенных, ветвей событий. Ох, их бесчисленное множество. Он возвел руки к небу, а после, взмахнув руками, стукнул тростью о землю. Множество шаров засветилось в воздухе, появлялись линии, соединяющие их. И лишь один шар был, можно сказать, центром всего, и таких было всего несколько. Лишь немногие миры могут объединять другие. Я хочу уничтожить все миры, оставив лишь этот. Увы, ваш мир ближайший к нашему, но вот беда там было два источника, похожих на моих сыновей, потому Индра и Асура не могли пройти барьер миров. Пришлось постараться, чтобы возродить вашего врага и уговорить его содействовать мне. Еще один стук о землю, и голограммы рассеялись в воздухе. Двое шиноби нахмурились, обдумывая сказанное стариком. Ссылаясь на слова Рикуда, можно было точно сказать, что они, Саски и Наруто, были и будут главной проблемой старика. Кроме того, на что ему было уничтожать все миры? Этот вопрос, поспешно заданный Узумаки, остался без ответа. Рикуда тут же атаковал Анбу, окружив парней черными шарами, которые после превратились в миг в копья. Успев увернуться от опасной и неожиданной атаки, двое шиноби разделились. Их противник тот, кто победил Кагую, кто дал начало Ниншу опасный враг, чья чакра ужасала даже их. Не думая о том, что это может быть опасно, но и зная, что этого не избежать, Саски активировал Мангекю Шаринган в одном глазу, в другом ренегом. А Наруто, приняв вид мудреца шести путей, ринулся на Рикуда, останавливая все шары, направленные в него и у Чиху, бегущего с другой стороны, своими. Атака успешно отбита, оба шиноби приблизились вплотную к Рикуда, намереваясь дотронуться до него. Неудача. Их обоих откинуло в стороны резкой атакой, являющей собой вихрь воздуха. Оба Анба упали на землю с такой силой, что земля под ними покрылась трещинами, опустилась, образовывая неглубокую впадину. Их план был с самой встречи с Мадарой непрост, запечатать Хагарама при помощи техники, которая была известна лишь главе клана Узумаки. Запретный свиток, передаваемый из рук предыдущего Узукаги в руки нового, достался Наруто и Саске с большим трудом. Им повезло лишь на том, что Хабоку является дедом блондина. К тому же, ситуация была до того критична, что Узукаги не решился возражать внуку и просто отдал им свиток. И сейчас оба Анбу знали свою цель, они должны дотронуться до Рикуда, сделать так, чтобы он и пошевелиться не мог хотя бы пару секунд, а после дела за Наруто. Лишь он мог закончить процесс запечатывания, от Саске лишь требовалось вложить каплю своей чакры в печать. Пытаясь привстать, оба Анбу не заметили, как в них полетели шары поиска истины. Наруто не успел сделать из своих шаров защиту, лишь увернулся, повредив руку. Саске досталось больше, задето плечо и правая нога. — Черт! — воскликнул Узумаки, Курама и Собу Кит-Цеуня. Позвал хвостатых на Руда, чуть привстав и зажмурив один глаз. Три звери явились в дымке, которая, развеявшись, открыла скрытая от глаз хвостатая, что были ростом выше даже деревьев. Хаграма не испугался, лишь использовал один из шаров, преобразив его в посох, а после направил оружие на хвостатых. На конце посоха тут же стал появляться, увеличиваясь в размерах, шар. Бомба хвостатых, как поняли все участники битвы, и бомба была явно не из простых, искрилась, росла как на дрожжах, была странного черного цвета, почти прозрачного на вид. Быстро среагировав, Наруто создал защиту из шаров поиска истины для себя, сестры и учихи, а хвостатым велел ударить в ответ. Секунда первая, и Наруто, собравшись с силами, перемещает себя, сестру и Саски вместе с защитой чуть поодаль. Секунда двенадцатая, и слышится взрыв, в воздух тут же взлетела земля, трава, даже деревья взлетели выше верхушек елок, что росли в округе. Хвостатые были целы, Наруто знал это точно. Они быстро вернулись к нему. Секунда тридцатая, и наступила тишина, ставшая вмиг гнетущей. Наруто велел Аки убираться, причем немедленно. Девушка, кивнув, решила последовать указанию брата, она поняла, что все стало слишком серьезно. Минута, и земля раскололась, а на Микадзе оказалась у края, не удержала равновесия и упала, успев при падении ухватиться за выступы ниже края обрыва. Выдохнув, девушка подняла голову в надежде, что сможет что-то увидеть, но там наверху, была лишь сплошная дымка из пыли, грязи и травы. Минуты и сорок секунд, и дымка рассеялась. Рикуда, жав посох, тут же направила его на противников. Шары поиска истины тут же взлетели в воздух позади него, приблизились к Камбу. Минуты и сорок пять секунд, и оба Шиноби ринулись в разные друг от друга стороны, а Наруто, гоняя по полю со всей максимальной скоростью, пытался привлечь внимание противника на себя. И у него это получилось, лишь направив пять шаров на Рикуда, когда Саски в это время скрылся, напрочь исчезая с поля зрения. Лишь Наруто мог уловить его отголоски чакры, больше концентрируясь на противнике. Заакю Узумаки не волновался, Учиха ей поможет. Третья минута, и Наруто, немного устав, сбросил скорость, создал теневых клонов, что тут же набросились на Хагарама. Пока он отвлекся на кучу копий, Наруто поспешил отыскать друга по чакре. Тот был рядом, тут же, не теряя времени, ринулся на Рикуда. Учиха приблизился к Рикуда первым, за ним и Наруто, Ааке, используя технику, что позволяло задержать на короткое время противника, мельком улыбнулась. Она смогла хоть чем-то им помочь, оба Шиноби смогли дотронуться до противника. Учиха первый опустил руку, просто прикрыв глаза, а Наруто, как только тело их врага стало покрываться камнем, выдохнул и сам одернул руку. Все трое переглянулись, улыбнулись уголком губ и кивнули друг другу. В это все. Трудно поверить, глядя на раненых через окно в резиденции, на разрушенное место именуемое Конохой, Минато хмурил брови. А в согласен, сам в это изначально не верил, с долей смешинки в голосе проговорил Хабоку, разводя руки в стороны и согласно кивая. Учиха и Наруто переглянулись, закатывая глаза. Во всяком случае, верите или нет, но теперь мы часть этого мира, хмуро оповестил всех Узумаки. Джирай никак не отреагировал, попивая воду. Санин сидел в углу комнаты на диване, рядом с ним сидела хмурая Цунаде, которая резко схватила бутылку Сакэ, ей уже и принесенную, и выпила пару глотков залпом. Кушина была не весела, необычайно подавленная и хмурая, а ее отец свел себя, как обычно. Минато продолжал стоять к гостям спиной, сложив руки замком. А что случилось с нашим сыном? Дрожащим голосом спросила Узумаки, не решаясь посмотреть на того, кого принимала за ее Наруто. Учиха глянул на друга, вмиг помрачневшего. Умер от сердечного приступа. Он ответил коротко и холодно, как положено Ангу. Он не мог сказать это как-то иначе, потому что знал, что Кушине будет еще больнее, скажи он простите или мне жаль. Краем глаза посмотрев на отца, Узумаки заметил, как его руки, сложенные за спиной, сильнее жали рукава. Боже, прошептала красноволосая женщина, нагнувшись к коленям и закрыв лицо руками. Она заплакала, даже не так, зарыдала. Сунадия стала ее утешать, поглаживая по спине они сидели рядом друг с другом. Что-то нашептывая Узумаки, Сюнджу пыталась ее успокоить. И вы не можете вернуться обратно. Голос Хакаги дрогнул, он слегка повернул в их сторону голову, все равно смотря куда-то, но не на Ангу. Двое шиноби ответили коротко нет. Здесь эта техника уничтожена, на создание подобное уйдет не один десяток лет, потому это дело бесполезное, разъяснил Учиха. Если позволишь, ад. Наруто повел плечом, прервавшись. Если позволить Ахакагесама, мы бы хотели остаться на службе Ангу. Он понимал, что в данной ситуации ему вряд ли будет правильно называть Минато отцом. Они с Саски рассказали им все. Буквально все. Говорили о своем мире, о том, что приключилось в этом. Лишь после родителя Наруто смогли понять причины, по которым он стал вести себя иначе, лечение в Узуша Гакури помогло они все поняли. Война была закончена, враг побежден, но возможности вернуться у них уже не было. А объяснить, как они победили столь сильного и древнего врага, они не смогли бы. Потому они раскрыли все карты полностью. Более того, Минма очнулся, буквально забыв все прошедшие года, даже не помнил о том, как согласился на сделку с Хагарома и как пытался убить своего брата. Его память была стерта подчистую из-за того, что он использовал силу, которую он не мог контролировать, и вот она плата. Акия была в порядке, помогала старшему брату в лечении и мельком рассказывала его жизнь, обходя стороной моменты, связанные с Рикуда. Каноха пережила войну, как и все остальные деревни. Акаги решили заключить перемирие и вместе впредь защищать все страны, дабы больше такой ситуации не произошло. Можешь и дальше звать меня отцом, выдохнув из доли грусти, говорил Хакаги. Пусть ты из другого мира, ты все равно наш сын. И раз вы хотите, то пожалуйста, я буду только рад таким Анбо. Лишь раз развернувшись к гостям, Минато все равно продолжал говорить, стоя к ним спиной. Наруто кивнул, благодаря Минато. Внезапно Кушина обняла его со спины, повторяя слова Минато. Наруто, обняв ее в ответ, все же попросил ее присесть и отдохнуть. Она была морально истощена, и Узумаки это прекрасно понимал. Ну вот, все счастливо, не так ли? Ухмыльнулся Саске. Почти, с улыбкой проговорил Узумаки. А что еще осталось? Задал вопрос Хабоку, не понимая, как и другие, к чему вел Наруто. Наруто лишь заговорчески улыбнулся, поворачиваясь к отцу. У него была к Минато одна просьба, особо важная. Вот теперь блондин отряхнул руки и довольно глядел на Исобу, что скрылся в воде, благодарно виляя хвостом. Все. Он воскликнул громко, кивнув себе и курами, что устроился рядом и провожал хвостатого взглядом. Может тогда немного попутешествуем? С ухмылкой произнес Учиха, посмотрев на Наруто. Узумаки кивнул. Теперь война закончена точно. Все хвостатые вернулись в места их обитания, и о них должны навсегда забыть. Разве что Курама, не принадлежащий этому миру, останется с Наруто. Страна облака, предложил Наруто. Не давай. Учиха задумался, вспоминая место, которое ему хотелось посетить в этом мир. Страну звука. Может там будет наш знакомый змей, кровожадно улыбнулся Саске, потирая руки и направляясь в чащу леса. Наруто засмеялся, соглашаясь с товарищем. Чур я не при делах, поднял руки Наруто, следуя за Учихой.